Мулапария сутта, корень всех вещей. МН1. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Укаттхе в роще Субхаги у подножья царского солового дерева. Там он обратился к монахам, монахи, один, учитель, ответили они. Благословенный сказал следующее, монахи, я дам вам лекцию корня всех вещей, два. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, заурядный человек монахи, не обученный заурядный человек, три, который не уважает благородных, не умелый и не обученный в их Дхаме, который не уважает правдивых людей, не умелый и не обученный в их Дхаме, воспринимает землю как землю, четыре. Восприняв землю как землю, он измышляет себя как землю, он измышляет себя в земле, он измышляет себя отдельным от земли, он измышляет землю своей, он радуется земле 5 и почему потому что он не полностью понял 6 и и я говорю вам он воспринимает воду как воду он воспринимает огонь как огонь он воспринимает воздух как воздух восприняв воздух как воздух он измышляет себя как воздух он измышляет себя в воздухе он измышляет себя отдельным от воздуха он измышляет воздух своим, он радуется воздуху. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает существ как существ, 7. Восприняв существ как существ, он измышляет себя как существ, он измышляет себя в существах, он измышляет себя отдельным, от существ, он измышляет существ своим, он радуется существам. И почему? Почему? Потому что он не полностью понял их, я говорю вам. Он воспринимает богов как богов, 8. Восприняв богов как богов, он измышляет себя как богов, он измышляет себя в богах, он измышляет себя отдельным от богов, он измышляет богов своим, он радуется богам. И почему? Потому что он не полностью понял их, я говорю вам. Он воспринимает паджапати как паджапати, 9. Восприняв паджапати как паджапати, он измышляет себя как паджапати, он измышляет себя в богах, он измышляет себя отдельным от паджапати, он измышляет паджапати своим, он радуется паджапати. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает Брахму как Брахму, 10. Восприняв Брахму как Брахму, он измышляет себя как Брахму, он измышляет себя в Брахме, он измышляет себя отдельным, от Брахмы, он измышляет Брахму своим, он радуется Брахме. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает богов лучезарного сияния как богов лучезарного сияния, 11. Восприняв богов лучезарного сияния как богов лучезарного сияния, он измышляет себя как богов лучезарного сияния, он измышляет себя в богах лучезарного сияния, он измышляет себя отдельным от богов лучезарного сияния, он измышляет богов лучезарного сияния своим, Он радуется богам лучезарного сияния. И почему? Потому что он не полностью понял их, я говорю вам. Он воспринимает богов сверкающего великолепия, как богов сверкающего великолепия. 12. Восприняв богов сверкающего великолепия, как богов сверкающего великолепия, он измышляет себя как богов сверкающего великолепия. Он измышляет себя в богах сверкающего великолепия. Он измышляет себя отдельным от богов сверкающего великолепия. Он измышляет богов сверкающего великолепия своим, он радуется богам сверкающего великолепия. И почему? Потому что он не полностью понял их, я говорю вам. Он воспринимает богов великого плода как богов великого плода, 13. Восприняв богов великого плода как богов великого плода, он измышляет себя как богов великого плода, он измышляет себя в богах великого плода, он измышляет себя отдельным. От богов великого плода, он измышляет богов великого плода своим, он радуется богам великого плода. И почему? Потому что он не полностью понял их, я говорю вам. Он воспринимает владыку как владыку. 14. Восприняв владыку как владыку, он измышляет себя как владыку, он измышляет себя владыке, он измышляет себя отдельным, от владыки, он измышляет владыку своим, он радуется владыке. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает сферу безграничного пространства как сферу безграничного пространства. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает сферу безграничного сознания. Он воспринимает сферу отсутствия всего. Он воспринимает сферу невосприятия, не невосприятия как сферу невосприятия, не невосприятия. Восприняв сферу невосприятия, не невосприятия как сферу невосприятия, не невосприятия, он измышляет себя как сферу невосприятия, не невосприятия, он измышляет себя в сфере невосприятия, не невосприятия, Он измышляет себя отдельным От сферы невосприятия Не невосприятия Он измышляет сферу невосприятия Не невосприятия своим Он радуется сфере невосприятия Не невосприятия И почему? Потому что он не полностью понял ее Я говорю вам Он воспринимает видимое как видимое 15 Восприняв видимое как видимое Он измышляет себя как видимое Он измышляет себя видимым он измышляет себя отдельным, от видимого, он измышляет видимое своим, он радуется видимому. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает слышимое как слышимое. Он воспринимает ощущаемое как ощущаемое. Он воспринимает познаваемое как познаваемое. Восприняв познаваемое как познаваемое, он измышляет себя как познаваемое, он измышляет себя познаваемым, Он измышляет себя отдельным, от познаваемого, Он измышляет познаваемое своим, Он радуется познаваемому. И почему? Потому что Он не полностью понял его, Я говорю вам. Он воспринимает единое как единое. 16. Восприняв единое как единое, Он измышляет себя как единое, Он измышляет себя в едином, Он измышляет себя отдельным, от единого, Он измышляет единое своим, Он радуется единому. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает множественность как множественность. Восприняв множественность как множественность, он измышляет себя как множественность, он измышляет себя в множественности, он измышляет себя отдельным от множественности, он измышляет множественность своим, он радуется множественности. И почему? Потому что он не полностью понял ее, я говорю вам. Он воспринимает все как все 17. Восприняв все как все, он измышляет себя как, все, он измышляет себя во, всем, он измышляет себя отдельным, от всего, он измышляет все своим, он радуется всему. И почему? Потому что он не полностью понял его, я говорю вам. Он воспринимает Нигбану как Нигбану. 18. Восприняв Нигбану как Нигбану, он измышляет себя как, Нигбану, он измышляет себя во, Нигбани, он измышляет себя отдельным, от Нигбаны, он измышляет Нигбану своим, он радуется Нигбане. И почему? Потому что он не полностью понял ее, я говорю вам. Ученик. Монахи, монах, который находится в процессе высшей тренировки, 19, чей ум еще не достиг цели и кто все еще устремлен к непревзойденной защите от подневольности, напрямую знает землю как землю, 20. 20. Напрямую познав землю как землю, ему не следует замышлять себя как землю, ему не следует замышлять себя в земле, ему не следует замышлять себя отдельным от земли, ему не следует замышлять землю своим, ему не следует радоваться земле. И почему? Потому что он должен полностью понять ее, я говорю вам, 21. Он напрямую знает воду как воду, 22. Он напрямую знает Ниббану как Ниббану. Напрямую познав Ниббану как Ниббану, ему не следует замышлять себя как Ниббану, ему не следует замышлять себя в Ниббане, ему не следует замышлять себя отдельным от Ниббаны, ему не следует замышлять Ниббану своим, ему не следует радоваться Ниббане. И почему? Потому что он должен полностью понять ее, я говорю вам. Арахант. Монахи, монах, который Арахант, чьи пятна, загрязнение ума, уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, уничтожил путы существования и полностью освободился посредством окончательного знания, также напрямую знает землю как землю. Напрямую познав землю как землю, он не измышляет себя как землю, он не измышляет себя в земле, он не измышляет себя отдельно от земли, он не измышляет землю своим, он не радуется земле. И почему? Потому что он полностью ее понял, я говорю вам. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает ни ббану как ни ббану, он не радуется ни ббане. И почему? Потому что он полностью ее понял, я говорю вам. Монахи, монах, который аэрохант, чьи пятна, загрязнение ума, уничтожены, также напрямую знает Землю как Землю. Напрямую познав Землю как Землю, он не измышляет себя как Землю, он не измышляет себя в Земле, он не измышляет себя отдельно от Земли, он не измышляет Землю своим, он не радуется Земле. И почему? Потому что он освобожден от жажды посредством уничтожения жажды. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает Нигбану как Нигбану. Он не радуется Нигбане. И почему? Потому что он освобожден от жажды посредством уничтожения жажды. Монахи, монах, который аэрохант, чьи пятна, загрязнение ума, уничтожены, также напрямую знает землю как землю. Напрямую познав землю как землю, он не измышляет себя как землю. Он не измышляет себя в земле. Он не измышляет себя отдельно, от земли, он не измышляет землю своим, он не радуется земле. И почему? Потому что он освобожден от злобы посредством уничтожения злобы. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает нигбану как нигбану, он не радуется нигбане. И почему? Потому что он освобожден от злобы посредством уничтожения злобы. Монахи, монах, который аэрохант, чьи пятна, загрязнение ума, уничтожены, также напрямую знают землю как землю. Напрямую познав землю как землю, он не измышляет себя как землю, он не измышляет себя в земле, он не измышляет себя отдельно от земли, он не измышляет землю своим, он не радуется земле. И почему? Потому что он освобожден от заблуждения посредством уничтожения заблуждения. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает Нигбану как Нигбану. Он не радуется Нигбане. И почему? Потому что он освобожден от заблуждения посредством уничтожения заблуждения. Татхагата Монахи, Татхагата, совершенный и полностью просветленный, также напрямую знает землю как землю. Напрямую познав землю как землю, он не измышляет себя как землю. он не измышляет себя в земле, он не измышляет себя отдельно от земли, он не измышляет землю своим, он не радуется земле. И почему? Потому что Татхагата полностью понял ее до самого конца, я говорю вам, двадцать три. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает Нигбану как Нигбану, он не радуется Нигбане. И почему? Потому что Татхагата полностью понял ее до самого конца, я говорю вам. Монахи, Татхагата, совершенный и полностью просветленный, также напрямую знает землю как землю. Напрямую познав землю как землю, он не измышляет себя как землю, он не измышляет себя в земле, он не измышляет себя отдельно от земли, он не измышляет землю своим, он не радуется земле. И почему? Потому что он понял, что, подобная, радость, это корень страдания, и что с существованием, как условием, имеет место рождение, и что для всего, что возникло, имеет место старение и смерть, двадцать четыре. Поэтому, монахи, с полным уничтожением, угасанием, прекращением, отбрасыванием и оставлением, всех видов, жажды Татхагата пробудился в непревзойденное полное просветление, я говорю вам. Он также напрямую знает воду как воду. Он также напрямую знает Нигбану как Нигбану, он не радуется Нигбане. И почему? Потому что он понял, что, подобная, радость, это корень страдания, пробудился в непревзойденное полное просветление. Я говорю вам. Так сказал Благословенный. Но те монахи не возрадовались словам Благословенного, двадцать пять. Один, комментарий поясняет, что Будда дал эту проповедь, чтобы рассеять самовнение, которое возникло у пяти сотен учеников из-за их эрудиции и интеллектуальных знаний Дхаммы. Эти монахи прежде были брахманами, знатоками Вет, и загадочные утверждения, которые произносит Будда, скорее всего были нацелены на устранение их брахманистских воззрений, к которым они все еще могли цепляться. Два, комментарий поясняет, что слово Сабба, все, используется в ограниченном смысле, то есть, обозначает все, что входит в самоопределение, Сакая-Сабба, то есть все состояние или феномены, Дхамма, которые заключены в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, Дханха. Пути, плоды и ниббана сюда не входят. Три, Ассутава Пудхуджана, обычный человек, у которого нет ни познаний Дхаммы, ни духовных достижений в Дхамме благородных. В нем преобладают загрязнение ума и неправильные воззрения. Четыре, хотя может показаться, что восприятие Земли как Земли не обученным заурядным человеком является видением объекта в соответствии с действительностью, что является целью буддийской медитации про зрение, Все же, из контекста видно, что когда заурядный человек воспринимает так, происходит некоторое искажение восприятия объекта, которое затем раздувается в абсолютно неправильное представление, когда когнитивный процесс входит в фазу измышления. Комментарий также объясняет это схожим образом, говоря в данном случае об искажении восприятия Саневипалоса, смотри. Ан 4.49. Подобное искажение происходит в четырех случаях, когда человек воспринимает а, постоянное в непостоянном, б, приятное в болезненном, в, личность или принадлежащее я в безличностном, г, прекрасное в отвратительном. 5. Полийский глагол измышляет, маньяти, происходит от корня ман, думать, и часто используется в суттах для обозначения искаженного мышления, то есть мысли, которая предписывает объекту не объективные качества и значимость, присущие объекту как таковому, а субъективные, то есть те, которые он предписывает объекту, исходя из собственных предположений. Если кратко, то подобное искажение происходит тогда, когда человек рассматривает что-либо с эгоцентрической перспективы. Согласно комментарию, акт измышления управляется тремя загрязнениями, за счет чего оно, измышление, проявляется одним из трех способов. Эти загрязнения, это жажда, танха, самомнение, мана, воззрение, гитхи. Что касается четырех способов измышления, то, по мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о спектре всех возможных попыток утвердить, вообразить реально существующим, антологическое, я, в отношении рассматриваемого объекта. 6. Комментарий утверждает, что полное понимание, паренья, происходит тремя путями, а, полное понимание познанного, нитопаренья, определение элемента Земли посредством, понимание, его уникальные характеристики, функции, проявления, непосредственной причины, б, полное понимание за счет тщательного исследования, терапаренья, созерцание элемента Земли с позиции трех основных характерных черт ее непостоянства, страдательности, безличностности, в, полное понимание и оставление, паханапаренья, оставление желания и страсти к элементу Земли за счет высочайшего пути, араханства. 7. Тхута. Комментарий утверждает, что существа здесь означают живых существ в мирах, которые находятся ниже небесного мира четырех великих царей. Когда человек привязывается к существам в результате их видения, слышания и т.д., или же желает переродиться в некоем классе существ, то это является измышлением посредством жажды. Когда он считает себя высшим, равным, или низшим в сравнении с ними, то это измышление посредством самомнения. Когда он думает, существа постоянны, вечны и т.д., это измышление посредством воззрений. 8. Комментарий. Боги шести нижних небесных миров, кроме Марыс его свиты в мире богов, которые имеют власть над творениями других. 9. Паджапати, повелители творения. Этим именем в Ведах обозначали богов Индру, огней и прочих высших ведических божеств. Согласно комментарию, здесь речь идет о Мари, так как он является управителем этого поколения, паджи, состоящего из живых существ. 10. Здесь речь идет о Махабрахме, первом божестве, который рождается в начале нового цикла мира, и чей срок жизни составляет весь цикл существования мира. Министры Брахмы и собраний Брахмы, другие божества, чье существование в этом мире обусловлено достижением первой джханы. 11. Существа второго по счету мира форм, соответствующего второй джхане. 12. Существа третьего по счету мира форм, соответствующего третьей джхане. 13. Существа четвертого по счету мира форм, соответствующего четвертой джхане. 14. Абхипху Согласно комментарию, это обозначение мира невоспринимающих существ, который назван так потому, что он покоряет, Абхипхавати, четыре нематериальных совокупности, чувства, восприятия, формации, сознаний, которые отсутствуют у существ в этом мире, у них есть только рупа, то есть форма. Однако, в МН 49 этим словом обозначается Бака Брахма. 15. Это объекты восприятия, разделенные по типу воспринимания, видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое. Ощущаемое, мута, означает вкусы, запахи, осязаемые вещи. Познаваемое, виньята, абстрактное мышление, воображение. 16. Примечание переводчика СВ, комментарий утверждает, что единый, яката, означает сосредоточенный на единственном объекте ум в состоянии джханы. А множественное, нанатта, преобладает в том, кто не достигает джханы. Однако в стандартной формуле достижения сферы безграничного пространства, которая достигается посредством преодоления четвертой джханы, говорится так, не обращающая внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Очевидно, под единым подразумеваются четыре бесформенных сферы, а под множественностью – четыре джханы, так как преодоление множественности наступает только с достижением бесформенных сфер. 17. В СН 35-23 сказано, что такое все? Это – глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и осязаемые вещи, ум и ментальные феномены. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, отвергнув это все, я опишу иное все, то с его стороны это будет лишь пустым хвостовством. Если бы его расспросили, на этот счет, то он не смог бы ответить и повстречал бы лишь досаду. Почему? Потому, что это вне его области – познание. 18. Примечание переводчика СВ. Согласно комментарию, здесь речь идет о ложной ниббане, о которой упоминается в ряде воззрений в ДН-1. Однако, ВМН-102 Будда говорит о том, что некий отшельник или жрец способен, преодолев нейтральное чувство, которое присутствует в четвертой джхане и четырех бесформенных сферах, настроиться на, очевидно, подлинную ниббану. Но так как у него все еще присутствует воззрение «я», он думает «так, это, я достиг ниббаны». Он продолжает цепляться и измышляет «я», по отношению к этой действительной ниббане. Вероятно, именно об этом идет речь этом отрывке. Также небезынтересно отметить, что в двух китайских версиях этой сутты ниббана не упоминается вовсе, но перечисление заканчивается на предыдущем параграфе, где обсуждается все. 19. Секха. Тот, кто уже достиг одного из буддийских плодов или путей, вступления в поток, однажды возвращения, не возвращения, но еще не достиг окончательного плода араханства. 20. Абхиджанати. Комментарий поясняет, что этот человек знает вещи в соответствии с их подлинной природой, то есть как непостоянные, страдательные, безличностные. 21. Будда призывает ученика воздерживаться от этого, поскольку предрасположенности к этим процессам все еще остаются в нем. С достижением плода вступления в поток ученик уничтожил оково воззрение о существовании я, саккаядиктхи, и поэтому не может более измышлять в рамках неправильных воззрений. Но загрязнения жажды и самомнения все еще присутствуют в нем и искореняются только при достижении араханства. Полное понимание, паринья, это черта исключительно араханта, но не ученика, так как подразумевает полное уничтожение и загрязнение ума. 22. Повторяются все темы идущих выше фрагментов. 23. Комментарий поясняет, что ученики араханта и Будда имеют одинаковое оставление и загрязнение, однако ученик достигает ниббана через прозрение в ограниченное количество формаций, а Будда достиг ниббаны, полностью поняв все формации без исключения. 24. Это предложение, сильно сжатая формула зависимого возникновения, смотри. МН-38. Комментарий объясняет, что радость, Нанди, здесь, это жажда в предыдущей жизни, которая создала страдания в виде пяти совокупностей, кханха, в этой жизни. 25. Монахи не возрадовались, вероятно, потому, что лекция слишком сильно затронула те, разные, области этих монахов, в которых их самомнение было утверждено особенно сильно. 25. Вероятно, этими областями были их остаточные брахманистские воззрения. Комментарий утверждает, что когда их гордыня уменьшилась, Будда дал этим же монахам Гатамака суту, Ан-3125, во время слушания которой все они достигли араханства. Маджхима Никая 2. Сабасава сутта. О всех загрязнениях. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетте, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. Монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал. Монахи, уничтожить загрязнение ума может только тот, кто знает и видит, а не тот, кто не знает и не видит. Знает и видит что? Знает и видит. Что такое правильное направление внимания для рассмотрения феноменов? И неправильное. Когда монах направляет внимание неправильно, то у него в уме возникают те загрязнения, которых не было, а загрязнения, которые уже были, увеличиваются. Когда монах направляет внимание правильно, то тех загрязнений, которых у него в уме не было, не возникает, а загрязнения, которые уже были, устраняются. 1. Есть загрязнения, которые следует устранять видением. 2. Есть загрязнения, которые следует устранять сдержанностью. 3. Есть загрязнения, которые следует устранять использованием. 4. Есть загрязнения, которые следует устранять терпением. Пятое. Есть загрязнения, которые следует устранять избеганием. Шестое. Есть загрязнения, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. Есть загрязнения, которые следует устранять развитием. Первое. И какие загрязнения следует устранять видением? Вот необученный заурядный человек, не уважающий благородных, не знающий и не практикующий их Дхамму, не уважающий чистых умом людей, не знающий и не практикующий их Дхамму, не распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на подходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на неподходящие. И каковы эти неподходящие мысли, на которые он направляет внимание? Это любые мысли, направление внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления, вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение неведения. Таковы неподходящие мысли, на которые он направляет внимание. И каковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимание? Это любые мысли, направление внимания, на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимания. Из-за того, что он направляет внимание на неподходящие мысли и не направляет внимание на подходящие, в нем возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, увеличиваются. И каким образом он неправильно направляет внимание? По мере того, как он продолжает так неправильно направлять внимание, у него появляется одно из этих шести воззрений. Воззрение Нет я для меня, твердо укореняется в нем как истина. Воззрение – есть я для меня, твердо укореняется в нем как истинное. Что осознает ощущения здесь и там, которые являются результатами хороших и плохих дел, и это самое я, постоянно, непрерывно, вечно и не подвержено изменению, будет таким в течение вечности. Появляется у него. Это называется чашей воззрений, грудой воззрений, искажением воззрений, спутанностью воззрений, путами воззрений. Скованный путами воззрений, необученный, заурядный человек не освобожден от рождения, старения, смерти, от печали, стинания, боли, горя и отчаяния. Он не освобожден. Я говорю вам от мук и страданий. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных, хорошо знает и практикует их тхамму, кто уважает чистых умом людей, хорошо знает и практикует их тхамму. Тот распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на неподходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на подходящие. И каковы эти подходящие мысли, на которые он не направляет внимание? Это любые мысли, обращение внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. Вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления. Вызывает загрязнение невидения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение невидения. Таковы неподходящие мысли, на которые он не направляет внимания. И каковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание. Это любые мысли, направление внимания на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание. Из-за того, что он не направляет внимание на неподходящие мысли и направляет внимание на подходящие, в нем не возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, устраняются. Вот таким образом он правильно направляет внимание. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. По мере того, как он таким образом правильно направляет внимание, три путы отбрасываются в нем. Воззрение о я, скептические сомнения, привязанность к обрядам и церемониям. Это называется загрязнениями, которые следует устранять видением. Второе. И какие загрязнения следует устранять сдержанностью? Вот монах с правильным памятованием охраняет дверь глаза. Если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь глаза. С правильным памятованием он охраняет дверь уха. С правильным памятованием он охраняет дверь носа. С правильным памятованием он охраняет дверь языка. С правильным памятованием он охраняет дверь тела. С правильным памятованием он охраняет дверь ума. Если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь ума. Это называется загрязнениями, которые следует устранять сдержанностью. 3. И какие загрязнения следует устранять использованием? 4. С правильным памятованием он употребляет пищу, собранную как подаяние не ради развлечений, не ради упоения, не ради откорма и украшения, а просто для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги, тем самым поддержать видение святой жизни. 5. С мыслью? Так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я поддержу себя, не буду порицаем, буду жить в благоразумии. 6. С правильным памятованием он использует жилище просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется жилищем просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. 7. С правильным памятованием он использует лекарства для излечения болезней, просто для того, чтобы защититься от мучительных ощущений из-за болезней, что уже возникли, и предотвратить другие заболевания. 8. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не использовал таким должным образом этих вещей, в нем не возникают по мере того, как он использует их так. 9. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. И какие загрязнения следует устранять терпением? 10. Вот монах терпит с правильным памятованием. Он терпит холод, жару, голод и жажду. Терпит укусы мух, комаров, ветер, солнца и ползающих тварей. 11. Он терпит возникающие неприятные и недружелюбные слова и телесные ощущения, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, противные и угрожающие жизни. 12. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, могли бы возникнуть в нем, если бы он не терпел всего этого. 13. В нем не возникают по мере того, как он терпит. Это называется загрязнениями, которые следует устранять терпением. 14. Пятое. И какие загрязнения следует устранять избеганием? 15. Вот монах с правильным памятованием избегает встречи с диким слоном, с дикой лошадью, с диким буйволом, с дикой собакой, со змеей. 16. Он избегает пней, колючек, пропастей, обрывов, выгребных ям, канализаций. 17. С правильным памятованием он избегает сидеть в ненадлежащих местах или заходить в неподходящие жилища. 18. Он избегает общения с плохими друзьями, что бросило бы тень подозрений в неблагом поведении по отношению к нему среди его знающих друзей по святой жизни. 19. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не избегал всего этого, в нем не возникают по мере того, как он этого избегает. 20. Это называется загрязнениями, которые следует устранять избеганием. 21. Шестое. И какие загрязнения следует устранять уничтожением? 22. Вот монах с правильным памятованием не терпит возникшую мысль о чувственных наслаждениях. 23. Он отбрасывает ее, уничтожает ее, рассеивает ее, истребляет ее. 24. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о недоброжелательности. 25. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о жестокости. С правильным памятованием он не терпит возникших неблагих, неумелых умственных качеств. Он отбрасывает их, уничтожает их, рассеивает их, истребляет их. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не уничтожал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это уничтожает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. И какие загрязнения следует устранять развитием? Вот монах с правильным памятованием развивает осознанность, как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Он развивает исследование Дхаммы, как фактор просветления, усердие, как фактор просветления, восторг, как фактор просветления, успокоение, как фактор просветления. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не развивал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это развивает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять развитием. Когда загрязнения, которые следует устранять сдержанностью, отбрасываются посредством сдержанности. Когда загрязнения, которые следует устранять использованием, отбрасываются посредством использования. Когда загрязнения, которые следует устранять терпением, отбрасываются посредством уничтожения. Когда загрязнения, которые следует устранять развитием, отбрасываются посредством развития, то тогда его можно назвать монахом, который пребывает сдержанным, со сдержанностью по отношению ко всем загрязнениям. Он отрезал жажду, порвал путы, и правильным образом, постигнув самомнение, он положил конец страданиям. Так сказал благословенный. Обрадованные монахи восхитились его словами. Примечание Вызывает загрязнение становления. Становление, бхава, означает появление существа в одном из трех миров сансары. Мире чувств, мире форм, бесформенном мире. Вызывает загрязнение неведения. Неведение, в кратком варианте, определяется как незнание и непонимание четырех благородных истин. Три путы отбрасываются в нем. Здесь перечислены три нижних путы, привязывающих к сансаре. С отбрасыванием этих трех пут человек становится вступившим в поток, сатапана, и в течение семи жизней максимум, в обязательном порядке достигнет полного просветления, то есть устранения всех десяти сансарных пут. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. Имеется в виду, что загрязнения устраняются, если необходимые для жизни вещи используются с правильным пониманием их использования. Он развивает исследование Дхамма как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение, непоколебимость, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Семь факторов просветления Садбасава сутта, все пятна загрязнений ума. МН2. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анетхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель, ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я дам вам лекцию о сдерживании всех пятен, загрязнений ума. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Монахи, я говорю вам, уничтожение пятен, загрязнение ума, возможно для того, кто знает и видит, а не для того, кто не знает и не видит. Знает и видит что? Знает и видит, мудрое внимание и немудрое внимание. Один. Когда человек направляет внимание немудро, невозникшие пятна возникают, а возникшие пятна увеличиваются. Когда человек направляет внимание мудро, невозникшие пятна не возникают, а возникшие пятна отбрасываются. Монахи, есть пятна, которые следует отбрасывать видением, есть пятна, которые следует отбрасывать сдерживанием, есть пятна, которые следует отбрасывать использованием, есть пятна, которые следует отбрасывать терпением, есть пятна, которые следует отбрасывать избеганием, есть пятна, которые следует отбрасывать устранением, есть пятна, которые следует отбрасывать развитием. видении. И какие пятна, загрязнения ума, монахи, следует отбрасывать видением? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает правдивых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, не понимает, какие вещи подходят для направления внимания, а какие вещи не подходят для направления внимания. Поскольку это так, он уделяет внимание тем вещам, которые не подходят для направления внимания, и не уделяет внимания тем вещам, которые подходят для направления внимания. И каковы неподходящие для направления внимания вещи, на которые он направляет внимание? Это такие вещи, что когда он уделяет им внимания, невозникшее пятно чувственного желания возникает в нем, а возникшее пятно чувственного желания увеличивается, не возникшее пятно существования возникает в нем, а возникшее пятно существования увеличивается, не возникшее пятно невежества возникает в нем, а возникшее пятно невежества увеличивается 2. Таковы не подходящие для направления, внимания вещи, которым он уделяет внимании. И каковы подходящие для направления, внимания вещи, на которые он не направляет внимания? Это такие вещи, что когда он уделяет им внимания, Не возникшее пятно чувственного желания не возникает в нем, а возникшее пятно чувственного желания отбрасывается, не возникшее пятно существования не возникает в нем, а возникшее пятно существования отбрасывается, не возникшее пятно невежества не возникает в нем, а возникшее пятно невежества отбрасывается. Таковы подходящие для направления, внимания вещи, которым он не уделяет внимания. Уделяя внимание не подходящим для направления, внимания вещам, и не уделяя внимание подходящим для направления, внимания вещам, он делает так, что и невозникшие пятна возникают в нем, и возникшие пятна увеличиваются. Вот как он немудро направляет внимание, был ли я в прошлом, не было ли меня в прошлом, чем я был в прошлом. Каким я был в прошлом? Будучи чем, я стал таким в прошлом? Буду ли я в будущем? Не будет ли меня в будущем? Чем я буду в будущем? Каким я буду в будущем? Будучи чем, я буду таким в будущем? Или вместо этого он внутренне запутан в отношении настоящего, есть ли я? Нет ли меня? Что я? Каков я? Откуда взялось это существо? Куда оно уйдет? Когда он подобным образом немудро направляет внимание, одно из шести воззрений возникает в нем. Воззрение я существует у меня возникает в нем как истинно и утвержденный, или же воззрение я не существует у меня возникает в нем как истинно и утвержденный, или же воззрение я воспринимаю я своим я возникает в нем как истинно и утвержденный, или же воззрение я воспринимаю не я своим я возникает в нем как истинно и утвержденный, или же воззрение я воспринимаю я своим, не я возникает в нем как истинное и утвержденное, или же у него есть такое воззрение как это, именно это мое, я, говорит и чувствует и переживает здесь, и там результаты хороших и плохих деяний. Но это мое, я, является постоянным, бесконечным, вечным, не подвержено изменениям, будет таким всю вечность, 3. Это спекулятивное воззрение, монахи, называется чаще воззрений, грудой воззрений, искривлением воззрений, колебанием воззрений, путами воззрений. Скованный путами воззрений, не обученный заурядный человек не освобожден от рождения, старения, смерти, от печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю вам. Монахи, хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый и обученный в их дхаме, который уважает правдивых людей и кто умелый и обученный в их дхаме, понимает какие вещи подходят для направления, внимания, а какие вещи не подходят для направления, внимания. Поскольку это так, он не уделяет внимания тем вещам, которые не подходят для направления, внимания, и уделяет внимание тем вещам, которые подходят для направления внимания. И каковы неподходящие для направления внимания вещи, на которые он не направляет внимания? Это такие вещи, что когда он уделяет им внимания, невозникшее пятно чувственного желания возникает в нем, а возникшее пятно чувственного желания увеличивается, невозникшее пятно существования возникает в нем, а возникшее пятно существования увеличивается, невозникшее пятно невежества возникает в нем, а возникшее пятно невежества увеличивается. Таковы неподходящие для направления, внимания вещи, которым он не уделяет внимания. И каковы подходящие для направления, внимания вещи, на которые он направляет внимания? Это такие вещи, что когда он уделяет им внимания, невозникшее пятно чувственного желания не возникает в нем, а возникшее пятно чувственного желания отбрасывается, невозникшее пятно существования не возникает в нем, а возникшее пятно существования отбрасывается, невозникшее пятно невежества не возникает в нем, а возникшее пятно невежества отбрасывается. Таковы подходящие для направления, внимания вещи, которым он уделяет внимании. Не уделяя внимания неподходящим для направления, внимания вещам, и уделяя внимания подходящим для направления, – внимание вещам, он делает так, что не возникшие пятна не возникают в нем, а возникшие пятна отбрасываются. Вот каким образом, он мудро направляет внимание, это – страдание. Он мудро направляет внимание, это – причина страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Когда он таким образом мудро направляет внимание, три оковы отбрасываются в нем, воззрение о существовании я. Сомнений. Цепляние за правила и предписания. Эти зовутся пятнами, загрязнений ума, которые следует отбрасывать видением. Сдерживание. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать сдерживанием? Вот монах, мудро-осмысливая, пребывает, сдерживая качество глаза. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто пребывает, не сдерживая качество глаза. В том, кто пребывает, сдерживая качество глаза, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Мудро-осмысливая, он пребывает, сдерживая качество уха. Мудро-осмысливая, он пребывает, сдерживая качество носа. Мудро-осмысливая, он пребывает, сдерживая качество языка. Мудро-осмысливая, он пребывает, сдерживая качество тела. Мудро осмысливая, он пребывает, сдерживая качество ума. Когда как пятна, раздражение, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто пребывает, не сдерживая качество ума, в том, кто пребывает, сдерживая качество ума, нет пятен, раздражение, взбудораженности. Тогда как пятна, раздражение, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто пребывает, не сдерживая, все свои качества, в том, кто пребывает, сдерживая все свои качества, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, загрязнений ума, которые следует отбрасывать сдерживанием использовании. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать использованием? Вот монах, мудро-осмысливая, пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром и ползучими тварями, а также, чтобы скрыть интимные части тела. Мудро-осмыслив, он употребляет пищу, собранную с подаяний, не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить дискомфорт, тем самым, поддержать видение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства, голода, и не создам новых чувств, от переедания. Я буду здоровым, не буду, этим, порицаем, буду пребывать в утешении. Мудро-осмыслив, он использует жилище просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром и ползучими тварями, а также, только просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. Мудро-осмыслив, он использует необходимые для лечения вещи только для того, чтобы защититься от возникших мучительных, телесных, чувств и поддержать свое здоровье. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто не пользуется этими вещами так, в том, кто пользуется ими так, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, которые следует отбрасывать использованием терпения. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать терпением? Вот монах, мудро-осмысливая, терпит холод, жару, голод и жажду, контакты с мухами, комарами, ветром и солнцем и ползучими тварями. Он терпит грубые и неприветливые слова и возникшие телесные ощущения, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, неприятные, мучительные, угрожающие жизни. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто не терпит этих вещей, в том, кто терпит их, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, которые следует отбрасывать терпением избеганий. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать избеганием? Вот монах, мудро-осмысливая, избегает встреч с диким слоном, с дикой лошадью, с диким быком, с дикой собакой, со змеей, с пнем, с колючками, с пропастью, с обрывом, с выгребной ямой, с канализацией. Мудро-осмыслив, он избегает сидеть на неуместных сиденьях, бродить в ненадлежащих местах, общаться с плохими друзьями, так что его мудрые товарищи по святой жизни могли бы заподозрить его в порочном поведении. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто не избегает этих вещей, в том, кто избегает их, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, которые следует отбрасывать избеганием устранений. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать устранением? Вот монах, мудро-осмысливая, не терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он отбрасывает ее, устраняет ее, избавляется от нее, истребляет ее. Мудро-осмысливая, он не терпит возникшую мысль, вызванную, недоброжелательностью, не терпит возникшую мысль, вызванную, жестокостью, не терпит возникшие порочные, неблагие состояния, ума. Он отбрасывает их, устраняет их, избавляется от них, истребляет их. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто не устраняет этих мыслей, в том, кто устраняет их, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, которые следует отбрасывать устранением развития. И какие пятна, загрязнений ума, монахи, следует отбрасывать развитием? Вот монах, мудро-осмысливая, развивает осознанность как фактор просветления, который поддерживается отречением, бесстрастием, прекращением, созревает выставлений. Он развивает исследование состояний, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который поддерживается отречением, бесстрастием, прекращением, созревает выставлений. 4. Тогда как пятна, различных загрязнений ума, раздражений, взбудораженность могли бы возникнуть в том, кто не развивает эти факторы просветления, в том, кто их развивает, нет пятен, раздражения, взбудораженности. Эти зовутся пятнами, которые следует отбрасывать развитием. Заключение. Монахи, когда у монаха пятна, загрязнений ума, которые следует отбрасывать видением, были отброшены видением, когда пятна, которые следует отбрасывать сдерживанием, были отброшены сдерживанием, когда пятна, которые следует отбрасывать использованием, были отброшены использованием, когда пятна, которые следует отбрасывать терпением, были отброшены терпением, когда пятна, которые следует отбрасывать избеганием, были отброшены избеганием, когда пятна, которые следует отбрасывать устранением, были отброшены устранением, когда пятна, которые следует отбрасывать развитием, были отброшены развитием, то тогда он зовется монахом, который пребывает сдержанным с помощью сдерживания всех пятен, загрязнения ума. Он разрубил жажду, сбросил путы, и с полным проникновением в самомнение, он положил конец страданиям. 5. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Мудрое внимание, явнисамонасикара, это внимание, идущее правильным путем, патха. Объясняется как умственные отношения, размышления, предубеждения, которые согласуются с истиной. Например, когда непостоянное рассматривается и видится непостоянным. Немудрое внимание, явнисамонасикара, его антипод. Например, когда кто-либо рассматривает непостоянное как постоянное, страдательнее как счастье и т.д. Комментарий поясняет данный отрывок как то, что уничтожение пятен загрязнения ума возможно для того, кто знает как зародить мудрое внимание, и кто видит, что немудрое внимание не возникает. 2. Комментарий дает пример, когда он обращает внимание на привлекательность пятенити чувственного удовольствия, возникает и увеличивается пятно чувственного желания. Когда он обращает внимание на привлекательность возвышенных состояний, шхан, то возникает и увеличивается пятно существования. Когда он обращает внимание на любые мирские вещи из-за четырех искажений, випаласа, то возникает и увеличивается пятно невежества. Три, первые два из этих шести воззрений – простой этернализм и аннигелиционизм. Воззрение «я не существует» у меня не является доктриной безличностности Будды, но представляет собой материалистическое воззрение, согласно которому личность – это просто физическое тело, которое разрушается в момент смерти. Следующие три воззрения являются более сложными и утонченными, опирающимися на опыт саморефлексии, то есть на способность ума познавать себя же. Последнее воззрение – раздутая версия этернализма, в которой я представлена агентом, который остается одним и тем же, переходя из жизни в жизнь. Подобного воззрения придерживался монах по имени Сати ВМН-38. Примечания переводчика СВ – все эти вопросы рассматриваются в СН-12-20. Будда объясняет, что они возникают у того, кто не понимает зависимого возникновения личности. 4. Семь факторов просветления Более подробно разбираются в СН-46. Смотри также МН-10, МН-118. 5. Самомнение лежит в самой основе умственного потока живого существа и создает ощущение «Я – есть». Проникновение в самомнении означает увидеть самомнение насквозь и тем самым отбросить его, что происходит при достижении араханства. Тхаммадайда сутта «Наследники в Тхамме». МН-3. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, «Монахи!» «Учитель!» – ответили они. Благословенный сказал следующий, «Довольствование малым!» «Будьте моими наследниками в Тхамме, а не моими наследниками в материальных вещах!» Из сострадания к вам у меня возникла мысль, как можно сделать так, что «Мои ученики станут моими наследниками в Тхамме, а не моими наследниками в материальных вещах?» Если вы – мои наследники в материальных вещах, а не мои наследники в Тхамме, то вас будут упрекать так, ученики и учителя живут будучи его наследниками в материальных вещах, а не наследниками в Тхамме. И меня будут упрекать так, ученики и учителя живут, будучи его наследниками в материальных вещах, а не наследниками в Дхаме. Если вы, мои наследники в Дхаме, а не мои наследники в материальных вещах, то вас не будут упрекать, поскольку будут говорить иначе, ученики и учителя живут, будучи его наследниками в Дхаме, а не наследниками в материальных вещах. И меня не будут упрекать, поскольку будут говорить иначе, ученики учителя живут будучи его наследниками в Дхаме, а не наследниками в материальных вещах. Поэтому, монахи, будьте моими наследниками в Дхаме, а не моими наследниками в материальных вещах. Из сострадания к вам у меня возникла мысль, как, можно сделать так, что, мои ученики станут моими наследниками в Дхаме, а не моими наследниками в материальных вещах? Теперь, монахи, представьте, что я поел, отказался от дополнительной пищи, наелся, закончил трапезу, получил достаточно, получил что хотел, и какая-то часть еды, полученная с подаяний, осталась на выброс. И тогда прибыли два голодных и слабых монаха, и я сказал им, монахи, я поел, отказался от дополнительной пищи, наелся, закончил трапезу, получил достаточно, получил что хотел, но какая-то часть моей еды, полученная с подаяний, осталась на выброс. Ешьте, если хотите. Если не станете есть, я выброшу ее туда, где нет растительности, или же выброшу ее в воду, в которой нет ничего живого. И тогда один монах подумал, благословенный поел, но какая-то часть еды благословенного, полученная с подаяний, осталась на выброс. Если мы не съедим ее, то благословенный выбросит ее. Но вот как было сказано благословенным, монахи, будьте моими наследниками в Дхаме, а не моими наследниками в материальных вещах. А эта еда, полученная с подаяний, одна из материальных вещей. Что если я, вместо того, чтобы съесть эту еду, проведу день и ночь голодным немощным? И вместо того, чтобы съесть эту еду, он бы провел день и ночь голодным немощным? А второй монах бы подумал, благословенный поел, но какая-то часть еды благословенного, полученная с подаяний, осталась на выброс. Если мы не съедим ее, то благословенный выбросит ее. Что если я съем эту еду и проведу день и ночь не голодным, не немощным? И, съев эту иду, он бы провел день и ночь неголодным, ненемощным. И несмотря на то, что тот монах, съев эту иду, провел день и ночь неголодным, ненемощным, все же, именно первый монах наиболее уважается и хвалится мной. Почему? Потому что это на долгое время приведет его к его малому количеству желаний, к довольствованию, тем, что есть, к стиранию, загрязнению ума, к простоте его поддержания, другими, к зарождению, им, усердия. Так сказал благословенный. И сказав так, величайший поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище. И вскоре после того, как он ушел, достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья монахи, друг, ответили они. Достопочтенный Сарипутта сказал, затворничество. Друзья, каким образом ученики учителя, который живет в затворничестве, не тренируются в затворничестве? И каким образом ученики учителя, который живет в затворничестве, тренируются в затворничестве? В самом деле, друг, мы пришли сюда издалека, чтобы выучить от достопочтенного Сарипутта значение этого утверждения. Было бы хорошо, если бы достопочтенный Сарипутта объяснил бы значение этого утверждения. Услышав это от него, монахи запомнят это. В таком случае, друзья, слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, друг, ответили монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал следующее, друзья, каким образом ученики учителя, который живет в затворничестве, не тренируются в затворничестве? Вот ученики учителя, который живет в затворничестве, не тренируются в затворничестве. Они не отбрасывают того, что учитель говорит им отбрасывать. Они проживают в роскоши, беспечны, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством. В этом старших монахов, один, следует порицать по трем причинам. Как ученики учителя, который проживает в затворничестве, они не тренируются в затворничестве. Их следует порицать по этой первой причине. Они не отбрасывают того, что учитель говорит им отбрасывать. Их следует порицать по этой второй причине. Они проживают в роскоши, беспечны, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством. Их следует порицать по этой третьей причине. Старших монахов следует порицать по этим трем причинам. В этом средних монахов следует порицать по трем причинам. Как ученики учителя, который проживает в затворничестве, они не тренируются в затворничестве, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством. Их следует порицать по этой третьей причине. Средних монахов следует порицать по этим трем причинам. В этом младших монахов следует порицать по трем причинам. Как ученики учителя, который проживает в затворничестве, они не тренируются в затворничестве, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством. Их следует порицать по этой третьей причине. Младших монахов следует порицать по этим трем причинам. Вот каким образом ученики Учителя, который живет в затворничестве, не тренируются в затворничестве. И каким образом ученики Учителя, который живет в затворничестве, тренируются в затворничестве. Вот ученики Учителя, который живет в затворничестве, тренируются в затворничестве. Они отбрасывают то, что Учитель говорит им отбрасывать. Они не проживают в роскоши, не беспечны, они усердны в том, чтобы избежать падения, они превосходят других в затворничестве. В этом старших монахов следует хвалить по трём причинам. Как ученики учителя, который живёт в затворничестве, они тренируются в затворничестве. Их следует хвалить по этой первой причине. Они отбрасывают то, что учитель говорит им отбрасывать. Их следует хвалить по этой второй причине. Они не проживают в роскоши, не беспечны, они усердны в том, чтобы избежать падения, они превосходят других в затворничестве. Их следует хвалить по этой третьей причине. Старших монахов следует хвалить по этим трем причинам. В этом средних монахов, это младших монахов хвалить по трем причинам. Как ученики учителя, который живет в затворничестве, они тренируются в затворничестве, они превосходят других в затворничестве. Их следует хвалить по этой третьей причине. Младших монахов следует хвалить по этим трем причинам. Вот каким образом ученики Учителя, который живет в затворничестве, тренируются в затворничестве. Неблагие качества. Друзья, порочные, здесь, это жажда и злоба. 2. Существует срединный путь для оставления жажды и злобы, который дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. И что это за срединный путь? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Таков срединный путь для оставления жажды и злобы, который дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Порочные, здесь, это злость и негодование, презрение и нахальство, зависть и скупость, лживость и притворство, упрямство и соперничество, самомнение и надменность, тщеславие и небрежность. Существует срединный путь для оставления тщеславия и небрежности, который дает видение. Это этот самый благородный восьмеричный путь. Таков срединный путь для оставления тщеславия и небрежности, который дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Так сказал достопочтенный сурепута. Монахи были довольны и восхитились словами достопочтенного сурепуты. Один, старший монах, Тхера, это тот, кто находится в монашестве более десяти лет. Средний, по сроку пребывания в монашестве, монах, это тот, кто находится в монашестве от пяти до девяти лет. Младший, тот, кто в монашестве менее пяти лет. Два, речь идет о тех плохих качествах, которые по тексту выше благословенный говорит оставить. А также это факторы, которые делают так, что монах становится наследником не в Дхаме, а в материальных вещах. Дхайбхерова сутта, страх и ужас. МН4. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Брахман Джануссони отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Готама, когда представители клана оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной зверы в мастера Готаму, то получается ли так, что Мастер Готама, их предводитель, их помощник, их проводник? Исследуют ли эти люди примеру Мастера Готамы? Так оно, Брахман, так оно. Когда представители клана оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной зверы в меня, получается так, что я их предводитель, их помощник, их проводник. И эти люди следуют моему примеру. Но, Мастер Готама, удаленные обиталища в лесных чащах трудно вытерпеть, затворничество трудно практиковать, трудно радоваться уединению. Ведь, можно полагать, лес украдет ум монаха, если у него нет сосредоточения, один. Так оно, Брахман, так оно. Удаленные обиталища в лесных чащах трудно вытерпеть, затворничество трудно практиковать, трудно радоваться уединению. Ведь, можно полагать, лес украдет ум монаха, если у него нет сосредоточения. До моего просветления, когда я все еще был непросветленным Бодхисаттой, я также рассуждал так, удаленные обиталища в лесных чащах трудно вытерпеть, лес украдет ум монаха, если у него нет сосредоточения. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники с неочищенным телесным поведением затворяются в удаленных обиталищах и в лесных чащах, то из-за изъяна их неочищенного телесного поведения эти почтенные жрецы и отшельники пробуждают, в себе, неблагой страх и ужас. Но я не отправляюсь в удаленные обиталища в лесных чащах с неочищенным телесным поведением. Я чист в телесном поведении. Я отправляюсь в удаленные обиталища в лесных чащах как те благородные с очищенным телесным поведением. Видев в себе эту чистоту телесного поведения, я обнаружил великое утешение в пребывании в лесу. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники с неочищенным словесным поведением, с неочищенным умственным поведением, с неочищенными способами добычи, средств к жизни затворяются в удаленных обиталищах и в лесных чащах, то из-за изъяна их неочищенных средств к жизни эти почтенные жрецы и отшельники пробуждают в себе неблагой страх и ужас. Я чист в средствах к жизни. Я отправляюсь в удаленные обиталища в лесных чащах как те благородные с очищенными средствами к жизни. Видев в себе эту чистоту средств к жизни, я обнаружил великое утешение в пребывании в лесу. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, которые алчны и полные жажды. Я не алчный. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники с недоброжелательным умом и злобными намерениями. У меня доброжелательный ум. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, одолеваемые ленью и апатией. Я не имею ленью и апатии. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, одолеваемые неугомонностью и неспокойной умом. У меня спокойный ум. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, неуверенные и сомневающиеся. Я вышел за пределы сомнений. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, которые предаются самовосхвалению и принижению других. Я не предаюсь самовосхвалению и принижению других. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, подверженные тревоге и страху. Я свободен от трепетания. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, желающие обретений, хвалы, признания. У меня мало желаний. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, ленивые, с недостающим усердием. Я усерден. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, неосознанные и небдительные. Я утвержден в осознанности. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, несосредоточенные, с блуждающими умами. Я обладаю сосредоточением. Я рассуждал так, когда какие-либо жрецы и отшельники, лишенные мудрости, тупоумные, затворяются в удаленных обиталищах в лесных чащах, то из-за изъяна, состоящего в их отсутствии мудрости, наличия, тупоумя, эти почтенные жрецы и отшельники пробуждают, в себе, неблагой страх и ужас. Но я не отправляюсь в удаленные обиталища в лесных чащах, будучи лишенным мудрости и тупоумным. Я наделен мудростью. Я отправляюсь в удаленные обиталища в лесных чащах, как те благородные, наделенные мудростью. Видев в себе это обладание мудростью, я обнаружил великое утешение в пребывании в лесу. Я рассуждал так, есть особо благоприятные ночи 8, 14, 15 дней и половин месяца, 2. Что если я по этим ночам буду пребывать во вселяющих страх, ужасающих обителях, таких как святилище в садах, святилище в лесах, святилище у дерева. Быть может, я повстречаю этот страх и ужас. И какое-то время спустя, по особо благоприятным ночам 8, 14, 15 дней и половин месяца я пребывал во вселяющих страх, ужасающих обителях, таких как святилище в садах, святилище в лесах, святилище у дерева. И по мере того, как я пребывал там, дикое животное подходило ко мне, или павлин отламывал ветку, или ветер шелестел листвой. Я думал, что если сейчас наступит страх и ужас, я думал, почему я пребываю в постоянном ожидании страха и ужаса, что если я подавлю этот страх и ужас, находясь в этой самой позе, в которой я нахожусь, когда он возникнет во мне, 3, и по мере того, как я ходил, страх и ужас возникал во мне. Я не вставал, не садился, не ложился до тех пор, пока не подавлял этот страх и ужас. По мере того, как я стоял, страх и ужас возникал во мне. Я не ходил, не садился, не ложился до тех пор, пока не подавлял этот страх и ужас. По мере того, как я сидел, страх и ужас возникал во мне. Я не ходил, не вставал, не ложился до тех пор, пока не подавлял этот страх и ужас. По мере того, как я лежал, страх и ужас возникал во мне. Я не ходил, не вставал, не садился до тех пор, пока не подавлял этот страх и ужас. Брахман, есть жрецы-отшельники, которые воспринимают день, когда имеет место ночь, и воспринимают ночь, когда имеет место день. Я говорю тебе, что в этом отношении это является их пребыванием в заблуждении. Но я воспринимаю ночь, когда имеет место ночь, и день, когда имеет место день. Если бы кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо, существо, которое не подвержено заблуждению, появилось в мире ради благополучия и счастья многих, и сострадания к миру, ради блага, благополучия и счастья богов и людей, то именно обо мне этот правдиво говорящий мог бы так сказать. «Неутомимое усердие было зарождено во мне, и утверждена неослабевающая осознанность. Мое тело было безмятежным, не имеющим взволновности. Мой ум был сосредоточенным и собранным. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, я вошел и пребывал в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности». С угасанием направления и удержания, ума на объекте, я вошел и пребывал во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствием, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга я пребывал невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущал приятное телом. Я вошел и пребывал в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, я вошел и пребывал в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Когда мой ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, я направил его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней. Я вспомнил свои многочисленные жизни, одну, две, пять, десять, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы свертывания мира, многие циклы развертывания мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился здесь. Здесь также у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился здесь. Так я вспомнил свои многочисленные прошлые рождения в подробностях и деталях. Это было первым истинным знанием, которое я получил в первую стражу ночи. Невежество было выдворено, истинное знание появилось, тьма была выдворена, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Когда мой ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, я направил его к познанию смерти и перерождения существ. Я увидел за счет Божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождения существ. Я распознал, низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями, эти достойные существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в погибели, даже в аду. Но эти достойные существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благом уделе, даже в небесных мирах. Так, посредством Божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, я увидел смерть и перерождение существ, я распознал низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. Это было вторым истинным знанием, которое я получил в срединную стражу ночи. Невежество было выдворено, истинное знание появилось, тьма была выдворена, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Когда мой ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, я направил его к знанию уничтожения пятен, загрязнения ума. Я напрямую познал в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – пятна, загрязнение ума. Это – источник пятен, загрязнений. Это – прекращение пятен. Это – путь, ведущий к прекращению пятен. Когда я узнал и увидел это, мой ум освободился от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Я напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Это было третьим истинным знанием, которое я получил в последнюю стражу ночи. Невежество было выдворено, истинное знание появилось, тьма была выдворена, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. И теперь, Брахман, ты можешь подумать, быть может, отшельник Гатама не освобожден от жажды, злобы, заблуждения даже и сегодня, и вот почему он все еще затворяется в удаленных обиталищах в лесах. Но тебе не следует думать так. Именно потому, что я вижу два вида пользы, я все еще затворяюсь в удаленных обиталищах в лесах. Я вижу, этом, для себя приятное пребывание здесь и сейчас, а также, этим проявляю, сострадание к будущим поколениям, монахов. Воистину, поскольку мастер Гатама, совершенный, полностью просветленный, у него есть сострадание к будущим поколениям. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Примечание переводчика СВ. Смотри. Ан 10.99, где встречается та же фраза. В той сути Будда отговаривает монаха упали от проживания в лесу в затворничестве, поскольку тот еще не готов к этому. 2. Индийский год разделен на три сезона. Жаркий, холодный, дождливый. В каждом сезоне четыре месяца. Четыре месяца делится на восемь половин месяца, пакха. Третья и седьмая состоят из четырнадцати дней, а остальные половины месяца, из пятнадцати. В каждой половине месяца, либо четырнадцатидневной, либо пятнадцатидневной, полнолуния и новолуния, а также ночи половины луны, восьмая ночь, считаются особо благоприятными. В буддизме эти дни стали днями особой религиозной практики. В эти дни монахи декламируют по тимокху, а миряне приходят в монастыри слушать проповеди и практиковать медитацию. 3-4 позы, сиденье, ходьба, лежание, стояние. Анангана сутта, без изъянов. МН-5. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Ответили они. Достопочтенный Сарипутта сказал следующий, друзья, есть эти четыре типа личностей в мире. Какие четыре? Бывает так, когда некий человек с изъяном не понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян. Бывает так, когда некий человек с изъяном понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян. Бывает так, когда некий человек без изъяна не понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна. Бывает так, когда некий человек без изъяна понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна. Человек с изъяном, который не понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, зовется низшим из-за тех двух типов личности с изъяном. Человек с изъяном, который понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, зовется высшим из-за тех двух типов личности с изъяном. Человек без изъяна, который не понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, зовется низшим из-за тех двух типов личности без изъяна. Человек без изъяна, который понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, зовется высшим из этих двух типов личности без изъяна. Когда так было сказано, Достопочтенный Махамат Галлана спросил Достопочтенного Сарепуту, друг Сарепута, в чем условие и причина, почему из этих двух типов личности с изъяном один зовется низшим и один зовется высшим? В чем условие и причина, почему из этих двух типов личности без изъяна один зовется низшим и один зовется высшим? Друг, когда человек с изъяном не понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, то можно ожидать того, что он не будет зарождать рвение, делать усилий, вызывать усердие, чтобы отбросить этот изъян, и что он умрет с жаждой, злобой, заблуждением, с изъяном, с загрязненным умом. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли бронзовую тарелку с грязью и пятнами, и владельцы бы не использовали ее, не почистили, но убрали бы в пыльный угол. Стала бы бронзовая тарелка более загрязненной и запятненной позже? Да, друг. Точно так же, друг, когда человек с изъяном не понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, то можно ожидать того, что он не будет зарождать рвение, умрет с загрязненным умом. Когда человек с изъяном понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, то можно ожидать того, что он будет зарождать рвение, делать усилий, вызывать усердие, чтобы отбросить этот изъян, и что он умрет без жажды, злобы, заблуждения, без изъяна, с незагрязненным умом. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли бронзовую тарелку с грязью и пятнами, и владельцы бы использовали ее, почистили, не убрали бы в пыльный угол. Стала бы бронзовая тарелка более чистой и яркой позже? Точно так же, друг, когда человек с изъяном понимает в соответствии с действительностью, во мне есть изъян, то можно ожидать того, что он будет зарождать рвение, умрет с незагрязненным умом. Когда человек без изъяна не понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, то можно ожидать того, что он будет уделять внимание образу красивого, один, и из-за этого жажда наводнит его ум, и он умрет с жаждой, злобой, заблуждением, с изъяном, с загрязненным умом. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли чистую яркую бронзовую тарелку, и владельцы бы не использовали ее, не почистили, но убрали бы в пыльный угол. Стала бы бронзовая тарелка более загрязненной и запятненной позже? Точно так же, друг, когда человек без изъяна не понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, то можно ожидать, умрет с загрязненным умом. Когда человек без изъяна понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, то можно ожидать того, что он не будет уделять внимания образу красивого, и из-за этого жажда не наводнит его ум, и он умрет без жажды, злобы, заблуждения, без изъяна, с незагрязненным умом. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли чистую яркую бронзовую тарелку, и владельцы бы использовали ее, почистили, не убрали бы в пыльный угол. Стала бы бронзовая тарелка более чистой и яркой позже? Точно так же, друг, когда человек без изъяна понимает в соответствии с действительностью, во мне нет изъяна, то можно ожидать, умрет, с незагрязненным умом. Вот в чем условие и причина, почему из этих двух типов личности с изъяном один зовется низшим и один зовется высшим. Вот в чем условие и причина, почему из этих двух типов личности без изъяна один зовется низшим и один зовется высшим. Изъян, изъян, так говорится, друг. друг. Но что обозначает это слово изъян? Изъян, друг, обозначает сферу порочных, неблагих желаний. Может быть так, что монах может пожелать, если я совершу проступок, пусть монахи не узнают о том, что я совершил проступок. И может быть так, что монахи узнают о том, что этот монах совершил проступок. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, монахи знают, что я совершил проступок. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. Может быть так, что монах может пожелать, если я совершу проступок, пусть монахи сделают мне выговор в частном порядке, а не в присутствии Сангхи. И может быть так, что монахи сделают ему выговор в присутствии Сангхи, а не в частном порядке. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, монахи сделали мне выговор в присутствии Сангхи, а не в частном порядке. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. Может быть так, что монах может пожелать, если я совершу проступок, пусть только равный мне сделает мне выговор, а не тот, кто не равен мне. И может быть так, что тот, кто не равен ему, сделает ему выговор, а не тот, кто равен ему. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, тот, кто не равен мне, делает мне выговор, а не тот, кто равен мне. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. Может быть так, что монах может пожелать, пусть учитель обучает Дхами монахов, задавая мне ряд вопросов, а не некоему другому монаху. И может быть так, что учитель обучает Дхами монахов, задавая ряд вопросов некоему другому монаху, а не тому монаху. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, учитель обучает другому монаху, а не мне. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. Может быть так, что монах может пожелать, пусть монахи входят в деревню за подаяниями, ставя меня во главе, а не некоего другого монаха. И может быть так, что монахи входят в деревню за подаяниями, ставя во главе некоего другого монаха, но не того монаха. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, монахи входят в деревню за подаяниями, ставя во главе некоего другого монаха, но не меня. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. Может быть так, что монах может пожелать, пусть мне достанется лучшее сидение, лучшая вода, лучшая еда в монастырской трапезной, но не некоему другому монаху. Пусть я буду давать благословение в монастырской трапезной после принятия пищи, а не некий другой монах. Пусть я буду обучать Дхами монахов. Пусть я буду обучать Дхами монахинь. Пусть я буду обучать Дхами мирян, которые посещают монастырь. Пусть я буду обучать Дхами мирянок, которые посещают монастырь. Пусть монахи чтят, уважают, почитают, выражают почтение мне, а не другому монаху. Пусть монахини, миряне, мирянки чтят, уважают, почитают, выражают почтение мне, а не другому монаху. Пусть я буду тем, кто получает лучшие одеяния, а не некий другой монах. Пусть я буду тем, кто получает лучшую еду, лучшее жилище, лучшие необходимые для лечения вещи, а не некий другой монах. И может быть так, что некий другой монах получает лучшие необходимые для лечения вещи, но не тот монах. Из-за этого он злится и проявляет горечь так, другой монах является тем, кто получает лучшие необходимые для лечения вещи, но не я. Злость и горечь, оба, эти качества, являются изъяном. изъян, друг, обозначает сферу этих порочных, неблагих желаний. Если, другие, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний не отброшены в каком-либо монахе, то для всех он может быть тем, кто живёт в лесу, часто, затворяется, в уединённых обиталищах, ест, только ту еду, что получена, им лично, с, хождения за, подаяниями, ходит, собирать подаяния, от дома к дому, не пропуская ни одного, носит, только, обноски, носит грубые одежды, два, но всё равно его товарищи по святой жизни не чтят, не почитают, не уважают его, не выражают ему почтения. И почему? Потому что, они, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний не отброшены этом достопочтенном. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли чистую яркую бронзовую тарелку, и владельцы положили бы на неё труп змея или собаки или человека, и, накрыв другой тарелкой, отнесли бы обратно на рынок. Люди увидели бы и сказали, что это ты там несёшь, будто сокровище. И затем, подняв крышку, раскрыв её, они бы заглянули, и как только бы увидели, содержимое, то в них возникло бы такое отвращение, омерзение, брезгливость, что даже те, кто были бы голодны, не захотели бы есть, уж не говоря о тех, кто был бы сыт. Точно так же, если, другие, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний не отброшены в каком-либо монахе, не выражают ему почтение. И почему? Потому что, они, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний не отброшены этом достопочтенном. Если, другие, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний не отброшены в каком-либо монахе, то для всех он может быть тем, кто проживает в деревне, принимает приглашения, на обеды, носят одеяния, подаренные ему домохозяевами, но всё равно его товарищи по святой жизни чтят, почитают, уважают его, выражают ему почтение. И почему? Потому что, они, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний отброшена этом достопочтенном. Представь, как если бы из лавки или же из кузницы принесли чистую яркую бронзовую тарелку, и владельцы положили бы на неё чистый варёный рис и различные супы и подливки, и, накрыв другой тарелкой, отнесли бы обратно на рынок. Люди увидели бы и сказали, что это ты там несёшь, будто сокровище. И затем, подняв крышку, раскрыв её, они бы заглянули, и как только бы увидели, содержимое, то в них возникла бы такая приязнь, аппетит, удовольствие, что даже те, кто были бы сыты, захотели бы поесть, не говоря уж и тех, кто был бы голоден. Точно так же, если, другие, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний отброшены в каком-либо монахе, выражают ему почтение. И почему? Потому что, они, видят и слышат, что сфера этих порочных, неблагих желаний отброшены этим достопочтенным. Когда так было сказано, достопочтенный Махамакгалана обратился к достопочтенному Сарипутте, придумалась мне метафора, друг Сарипутта. Расскажи, друг Макгалана. Однажды, друг, я проживал в горной крепости в Раджагахе. И тогда, утром, я оделся, взял чашу и одеяние, и вошёл в Раджагаху собирать подаяние. И в то время Савмити, сын изготовителей повозок, строгал обод, колеса, а Адживака, три, Пандапутта, сын бывшего изготовителей повозок, стоял рядом. И тогда следующая мысль возникла в уме Адживаки Пандапутты. Пусть этот Савмити, сын изготовителей повозок, выровнит этот изгиб, эту скрученность, этот изъян в ободе, так чтобы он не имел бы изгибов, скрученностей, изъянов, и состоял бы из чистейшей древесной сердцевины. И как только эта мысль проскользнула у него в уме, Савмити, сын изготовителей повозок, выровнял этот изгиб, эту скрученность, этот изъян в ободе. И тогда Адживака Пандапутта, сын бывшего изготовителя повозок, обрадовался и огласил свою радость так, он выправляет так, как если бы знал ум и ум своим умом. Точно так же, друг, бывают люди, не имеющие веры, которые ушли из жизни домохозяйская в жизнь бездомную не из-за веры, а ради того, чтобы добыть себе средства к жизни. Они жульнические, лживые, предательские, высокомерные, неискренние, самовлюбленные, грубые, беспорядочные в своих речах, не охраняют органы чувств, неумеренно в еде, не предаются бодрствованию, не интересуются затворничеством, не особо уважают тренировку, проживают в роскоши, беспечные, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством, ленивые, не имеющие усердия, неосознанные, не бдительные, несосредоточенные, сблуждающими умами, лишенные мудрости, тупоумные. Достопочтенный Сарепутта своей лекции под хами выправляет их изъяны, как если бы он знал мой ум своим умом. 4. Но есть представители клана, которые ушли из жизни домохозяйской в жизнь бездомную благодаря вере, которые не жульнические, не беспорядочные в своих речах, которые охраняют органы чувств, предаются бодрствованию, интересуются затворничеством, имеют великое уважение к тренировке, не проживают в роскоши, не беспечны, усердны в том, чтобы избежать падения, они превосходят других в затворничестве. Усердные, решительные, утвержденные в осознанности, бдительные, сосредоточенные, с собранными умами, обладающие мудростью, не тупоумные. Эти, услышав лекцию под хами от достопочтенного сарепутты, словом и мыслью как будто бы едят и пьют ее. Воистину благостно, что он делает так, что его товарищи по святой жизни покидают неблаго и утверждаются в благом. Подобно тому, как женщина или мужчина, молодой, юный, радующийся украшением, с помытой головой принял бы гирлянду из лотосов, жасмина, или роз, взял бы ее обеими руками и поместил на голову, то точно так же, есть представители клана, которые ушли из жизни домохозяйской, словом и мыслью как будто бы едят и пьют ее. Воистину благостно, что он делает так, что его товарищи по святой жизни покидают неблаго и утверждаются в благом. И так оно было, что эти двое великих существ, пять, возрадовались благим словам друг друга. 1. Субханимитта. Привлекательный образ предмета, который может вызвать чувственное желание. 2. Здесь перечисляются специальные строгие аскетические практики. Некоторые из них объясняются в Весудхимагге. Смотри также Ан 5 180-190. 3. Член секты адживаков, которые пропагандировали фатализм. 4. Другими словами, как если бы Сарипутта знал бы желание Макгаллана выправить изъяны этих порочных монахов? 5. Дословно, Нака. В индийской мифологии, огромные змеи или драконы, живущие в подземном мире и охраняющие сокровища. Этим словом также обозначались самые крупные и могущественные животные, например, огромные слоны, кобры и так далее. Акангхея сутта, если монах желает. МН 6. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, пребывайте, обладая нравственностью, обладая потимокхой, сдерживая себя сдерживанием потимокхи, будучи, совершенными в поведении и средствах, видя боязнь в мельчайшей оплошности, тренируйтесь, предпринимая правила тренировки. Если монах желает, пусть я буду мил и приятен своим товарищам по святой жизни, буду уважаться и почитаться ими, то тогда пусть он исполнит правила поведения, будет предан внутреннему успокоению ума, не пренебрегает медитацией, обладает прозрением, проживает в пустых хижинах. Если монах желает, пусть я буду тем, кто обретает одеяния, иду, жилища, необходимые для лечения вещи, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть услужение тех, чьи одежды, иду, жилища, и необходимые для лечения вещи я использую, принесут им великий плод и благо, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть мои родственники и родня, которые скончались, один, умерли, будут помнить меня с доверием в своих умах, и пусть это принесет им великий плод и благо, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я стану покорителем недовольствования, тем, что есть, и восхищение мирскими вещами, и пусть недовольствование не покоряет меня. Пусть я буду пребывать, преодолевая недовольствование каждый раз, как только оно возникает, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я стану покорителем страха и ужаса, и пусть страх и ужас не покоряют меня. Пусть я буду пребывать, преодолевая страх и ужас каждый раз, как только они возникают, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я буду тем, кто обретает пожелания у безсложностей проблем четыре тшханы, что составляют высший ум и обеспечивают приятное пребывание здесь и сейчас, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я буду касаться телом и пребывать в тех освобождениях, которые умиротвы варенные и нематериальные, превосходящие формы, два, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я с уничтожением трех оков стану вступившим в поток, более неподверженным нижним мирам, утвержденным, в своей участии, направляющимся к просветлению, три, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я с уничтожением трех оков и заслаблением жажды, злобы, заблуждения, стану однажды возвращающимся, который лишь еще один раз вернется в этот мир и положит конец страданию, то тогда пусть он исполнит. Если монах желает, пусть я с уничтожением пяти нижних оков возникну спонтанно в мирах чистых обителей, и там достигну окончательной неббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот, четыре, то тогда пусть он исполнит сверхъестественные силы. Если монах желает, пусть я буду владеть различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, буду становиться многими, будучи многими, буду становиться одним. Буду появляться. Буду исчезать. Буду беспрепятственно проходить сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Буду нырять и выныривать из земли, как если бы она была водой. Буду ходить по воде и не тонуть, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, буду лететь по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой буду касаться и ударять даже солнце и луну, настолько буду силен и могущественен. Буду так влиять на тело, что буду достигать даже мира Брахмы, то тогда пусть он исполнит божественное ухо. Если монах желает, пусть я буду слышать за счет элемента божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, оба вида звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие, то тогда пусть он исполнит чтение умов других. Если монах желает, пусть я буду знать умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Буду различать ум со страстью как ум со страстью, а ум без страсти как ум без страсти. Буду различать ум с отвращением как ум с отвращением, а ум без отвращения как ум без отвращения. Буду различать ум с невежеством как ум с невежеством, а ум без невежества как ум без невежества. Буду различать суженный ум как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Буду различать увеличенный ум как увеличенный ум, а не увеличенный ум как не увеличенный ум. Буду различать сильный ум, который еще не достиг наивысшего уровня, как сильный ум, и непревзойденный в силе ум как непревзойденный в силе ум. Буду различать сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный ум как несосредоточенный ум. Буду различать освобожденный ум как освобожденный ум, а неосвобожденный ум как неосвобожденный ум, то тогда пусть он исполнит память прошлой жизни. Если монах желает, пусть я буду вспоминать многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роту, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился, теперь уже, здесь. Так я буду вспоминать многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях, то тогда пусть он исполнит божественный глаз. Если монах желает, пусть я буду видеть за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождений существ, буду различать низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в погибели, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, буду видеть смерть и перерождение существ, буду различать низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, то тогда пусть он исполнит уничтожение загрязнений. Если монах желает, пусть я за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас буду входить и пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, то тогда пусть он исполнит правила поведения, будет предан внутреннему успокоению ума, не пренебрегает медитацией, обладает прозрением, проживает в пустых хижинах. В отношении этого так было сказано, монахи, пребывайте, обладая нравственностью, обладая потимокхой, сдерживая себя сдерживанием потимокхи, будучи, совершенными в поведении и средствах, видя боязнь в мельчайшей оплошности, тренируйтесь, предпринимая правила тренировки. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, родственники, которые переродились в мире страдающих духов или же в нижних областях мира дэвов. Когда они вспоминают с доверием нравственных монахов, это становится для них источником накопления благой камы, что защищает их от плохих перерождений и создает условия для достижения неббаны. Два, четыре бесформенных достижения, которые идут после четырех джхан. Смотри. МН-8, МН-25. Комментарий поясняет, касаться ментальным телом, то есть телом ума, группой ментальных факторов. Три, три оковы, воззрение Я, сомнение, цепляние за предписания. Упомянуты в МН-2. Четыре, невозвращающиеся. Это тот, кто помимо трех оков устранил еще две, чувственное желание и недоброжелательность. Он перерождается в особой области мира форм, где достигает полного просветления и окончательной неббаны. Пять, описание араханства. Освобождение ума означает освобождение от жажды. Освобождение мудростью означает освобождение от невежества. Ваттхупама сутта, пример с тканью. МН-7. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал, монахи, представьте запятненную загрязненную ткань, и красильщик обмакнул бы ее в ту или иную краску, голубую или желтую, красную или карминовую. И краска легла бы плохо, цвет был бы грязным. И почему? Из-за загрязненности ткани. Точно так же, когда ум загрязнен, то можно ожидать несчастливого удела, при будущем перерождении. Монахи, представьте чистую яркую ткань, и красильщик обмакнул бы ее в ту или иную краску, голубую или желтую, красную или карминовую. И краска легла бы хорошо, цвет был бы чистым. Точно так же, когда ум не загрязнен, то можно ожидать счастливого удела. Монахи, и каковы загрязнения, что загрязняют ум? Алчность и нечестивая жадность, это загрязнение, что загрязняет ум. Недоброжелательность, это загрязнение, что загрязняет ум. Злость, это загрязнение, что загрязняет ум. Негодование, это загрязнение, что загрязняет ум. Презрение, это загрязнение, что загрязняет ум. Нахальство, это загрязнение, что загрязняет ум. Зависть, это загрязнение, что загрязняет ум. Скупость – это загрязнение, что загрязняет ум. Лживость – это загрязнение, что загрязняет ум. Притворство – это загрязнение, что загрязняет ум. Упрямство – это загрязнение, что загрязняет ум. Соперничество – это загрязнение, что загрязняет ум. Самомнение – это загрязнение, что загрязняет ум. Надменность – это загрязнение, что загрязняет ум. Тщеславие – это загрязнение, что загрязняет ум. Небрежность – это загрязнение, что загрязняет ум. Зная, что алчность и нечестивая жадность – это загрязнение, что загрязняет ум, монах отбрасывает его. Зная, что недоброжелательность – небрежность – это загрязнение, что загрязняет ум, монах отбрасывает его. Когда монах узнал, что алчность и нечестивая жадность – это загрязнение, что загрязняет ум, и отбросил его, когда монах узнал, что недоброжелательность – небрежность – это загрязнение, что загрязняет ум, и отбросил его, он обретает непоколебимую уверенность в Будде, благословенный, это тот, кто достиг совершенства, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Он обретает непоколебимую уверенность в Дхамме, Дхамма превосходно провозглашена благословенным, видимая здесь и сейчас, незамедлительно действенная, приглашающая к исследованию, ведущая вперед, переживаемая мудрыми самостоятельно. Он обретает непоколебимую уверенность в Сангхе, Сангха учеников благословенного практикуют хороший путь, практикуют прямой путь, практикуют верный путь, практикуют правильный путь, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Когда он до определенной степени оставил, исключил, отпустил, отбросил, выкинул эти загрязнения ума, он размышляет так, я наделен непоколебимой уверенностью в Будде, и он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, в нем рождается восторг. Тело того, кто пропитан восторгом, становится безмятежным. Тот, чье тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным, один. Он размышляет так, я наделен непоколебимой уверенностью в Дхамме, и он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, в нем рождается восторг. Тело того, кто пропитан восторгом, становится безмятежным. Тот, чье тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным, Он размышляет так, я наделен непоколебимой уверенностью в Санхе, и он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, в нем рождается восторг. Тело того, кто пропитан восторгом, становится безмятежным. Тот, чье тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. Он размышляет так, эти загрязнения ума, были до определенной степени оставлены, исключены, отпущены, отброшены, выкинуты, мной, и он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, в нем рождается восторг. Тело того, кто пропитан восторгом, становится безмятежным. Тот, чье тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. Монахи, если монах такой нравственности, такого состояния, сосредоточения, и такой мудрости ест собранную как подаяние пищу, состоящую из отборного горного риса с различными соусами и карри, то даже это не будет для него помехой. 2. Подобно тому, как с помощью чистой воды загрязненная и запятненная ткань становится чистой и яркой, или же подобно тому, как золото становится чистым и ярким с помощью печи, то точно так же, если монах такой нравственности, такого состояния, сосредоточения, и такой мудрости ест собранную как подаяние пищу, состоящую из отборного горного риса с различными соусами и карри, то даже это не будет для него помехой. 3. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, наделенным доброжелательностью, равно как и вторую, равно как и третью, равно как и четвертую. 4. Вверх, вниз, вокруг и всюду, и ко всем как к самому себе, он пребывает, охватывая и наполняя весь мир умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. 5. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, наделенным состраданием, умом, наделенным сородованием, умом, наделенным невозмутимостью, равно как и вторую, равно как и третью, равно как и четвертую. 6. Вверх, вниз, вокруг и всюду, как и к самому себе, он пребывает, охватывая и наполняя весь мир умом, наделенным невозмутимостью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он понимает, это наличествует, это низшее, это высшее, и таков выход за пределы всей этой сферы восприятия. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освобождается, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Монахи, такой монах зовется тем, кто искупался внутренним купанием, три, и в тот момент Брахман Сундарика Бхарадваджа сидел неподалеку от благословенного. Он сказал, но и ходит ли мастер Гатама купаться в реке Бахуки? Зачем, Брахман, ходить к реке Бахуки? Что может сделать река Бахука? Мастер Гатама, река Бахука, по мнению многих, дает освобождение, по мнению многих, дает заслуги, и многие смывают свои неблагие деяния в реке Бахуки. Тогда благословенный обратился к Брахману Сундарики Бхарадваджи такими строфами, Бахука, Атхикака, Сундарика Игая, Паяга, Сарассати, ручей Бахумати дурак может вечно барахтаться в них, но злодеяния не смоет. Сундарика что может сделать? И что может сделать Паяга? Бахука что может исправить? Злодея они не очистят, того, кто свиреп и жесток. У чистого сердцем же праздник всегда и праздник весны, день священный, кто действует честно, и сердцем, кто чист доводит свою добродетель до полного совершенства. Брахман, вот где нужно купаться, прибежищем став для существ. И лжи если не произносишь, вреда существам не чинишь, вещей чужих не забираешь, не скуп, верой коль обладаешь, зачем же хоть тогда Гая? Колодец любой будет Гайей. И когда так было сказано, Брахман Сундарика Бхарадваджи сказал, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть Благословенный даст мне младшее и высшее монашеское посвящение. И Брахман Сундарика Бхарадваджи получил младшее и высшее монашеское посвящение от Благословенного. И вскоре после получения высшего посвящения, проживая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Бхарадваджи, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Примечание переводчика СВ, аналогичная последовательность часто встречается в самых разных суттах, но в ДН-2 Саммания Бхала Суттия найдет в контексте преудаления пяти помех, не ворана, устранение которых приводит практикующего к первой джхане. 2. По мнению Дост. Бодхе, здесь речь идет о невозвращающемся, поскольку он искоренил любые чувственные желания, в том числе и к еде. Поэтому даже самая лучшая пища не может стать для него помехой на пути к араханству. 3. Согласно каноническому комментарию, Будда использовал такую фразу специально для того, чтобы привлечь внимание Брахмана Сундарики Бхарадваджи, который был в числе слушающих проповедь и верил в очищение через ритуальное купание. 4. Будда предвидел, что если в данном конкретном случае он хвалебно отзовется об очищении купанием, то на Брахмана это окажет впечатление, и он, воодушевившись, примет монашеское посвящение у Будды и в конечном счете достигнет араханства. Салегха Сутта, Стирании. МН 8. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, вечером, достопочтенный Махачунда вышел из медитации и отправился к Благословенному. Поклонившись Благословенному, он сел рядом и сказал ему, Учитель, в мире возникают различные воззрения, связанные либо с доктринами о существовании Я, либо с доктринами о мире. 1. Происходит ли отбросывание и оставление этих воззрений в монахе, который, на данном этапе, уделяет внимание только началу, практике? 2. Чунда, что касается этих различных возникающих в мире воззрений, связанных либо с доктринами о существовании Я, либо с доктринами о мире, то если, предмет, в отношении которого эти воззрения возникли, который лежит в их основе, к которому они проявляются, 3. Увиден, практикующим, в соответствии с действительностью правильной мудростью так, это не мое, я не таков, это не мое Я, то тогда происходит отбросывание и оставление этих воззрений. 8. Медитативных достижений 1. Чунда, может быть так, что будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, некий монах входит и пребывает в первой чхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием. Которые возникли из-за, этой, отстраненности. Он может подумать так, я пребываю в стирании, загрязнении ума. Но не эти достижения называются стиранием в учении благородных. Эти называются приятными пребываниями здесь и сейчас в учении благородных. 2. Чхана, может быть так, что с угасанием направления и удержания, ума на объекте, некий монах входит и пребывает во второй чхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствия, которые возникли посредством сосредоточения. Он может подумать приятными пребываниями здесь и сейчас в учении благородных. 3. Чхана, может быть так, что с угасанием восторга некий монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей чхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. 4. Четвертая чхана, может быть так, что с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, некий монах входит и пребывает в четвертой чхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. 5. Сфера безграничного пространства. Может быть так, что с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, некий монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. 6. Сфера безграничного сознания. Может быть так, что с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, некий монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. 7. Сфера отсутствия всего. Может быть так, что с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, некий монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Сфера невосприятия, не невосприятия. Может быть так, что с полным преодолением сферы отсутствия всего монах входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Стирание. Чунда, вот как тебе следует практиковать стирание, другие будут жестокими. Мы не будем жестокими, вот как следует практиковать стирание. Другие будут убивать живых существ. Мы не будем убивать живых существ, вот как следует практиковать стирание. Другие будут брать то, что им не было дано. мы будем воздерживаться от взятия того, что не дано, вот как следует практиковать стирание. Другие не будут целомудренными. Мы будем целомудренными, вот как следует практиковать стирание. Другие будут лгать. Мы не будем лгать, вот как следует практиковать стирание. Другие будут говорить со злобой. Мы не будем говорить со злобой, вот как следует практиковать стирание. Другие будут говорить грубо. Мы не будем говорить грубо, вот как следует практиковать стирание. Другие будут сплетничать. Мы не будем сплетничать, вот как следует практиковать стирание. Другие будут алчными. Мы не будем алчными, вот как следует практиковать стирание. У других будет недоброжелательность. У нас не будет недоброжелательности, вот как следует практиковать стирание. У других будут неправильные воззрения. У нас будут правильные воззрения, вот как следует практиковать стирание. У других будет неправильное устремление. У нас будет правильное устремление, вот как следует практиковать стирание. У других будет неправильная речь. У нас будет правильная речь, вот как следует практиковать стирании. У других будут неправильные действия. У нас будут правильные действия, вот как следует практиковать стирании. У других будут неправильные средства к жизни. У нас будут правильные средства к жизни, вот как следует практиковать стирании. У других будет неправильные усилия. У нас будет правильные усилия, вот как следует практиковать стирании. У других будет неправильная осознанность. У нас будет правильная осознанность, вот как следует практиковать стирание. У других будет неправильное сосредоточение. У нас будет правильное сосредоточение, вот как следует практиковать стирание. У других будет неправильное знание. У нас будет правильное знание, вот как следует практиковать стирание. У других будет неправильное освобождение. У нас будет правильное освобождение, вот как следует практиковать стирание. Других будет одолевать лень и апатия. Мы будем свободны от лени и апатии, вот как следует практиковать стирании. Другие будут неугомонными. Мы не будем неугомонными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут сомневающимися. Мы выйдем за пределы сомнения, вот как следует практиковать стирании. Другие будут злыми. Мы не будем злыми, вот как следует практиковать стирании. Другие будут негодующими. Мы не будем негодующими, вот как следует практиковать стирании. Другие будут презрительными. Мы не будем презрительными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут надменными. Мы не будем надменными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут завистливыми. Мы не будем завистливыми, вот как следует практиковать стирании. Другие будут скупыми. Мы не будем скупыми, вот как следует практиковать стирании. Другие будут притворными. Мы не будем притворными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут лживыми. Мы не будем лживыми, вот как следует практиковать стирании. Другие будут упрямыми. Мы не будем упрямыми, вот как следует практиковать стирании. Другие будут высокомерными. Мы не будем высокомерными, вот как следует практиковать стирании. Другим будет трудно делать замечания. Нам будет легко делать замечания, вот как следует практиковать стирании. У других будут плохие друзья. У нас будут хорошие друзья, вот как следует практиковать стирании. Другие будут беспечными. Мы будем прилежными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут неверующими. Мы будем верующими, вот как следует практиковать стирании. Другие будут бесстыдными. Мы будем иметь чувство стыда, вот как следует практиковать стирании. Другие не будут бояться совершить проступок. Мы будем бояться совершить проступок, вот как следует практиковать стирании. У других будет мало знаний. Мы будем обладать великой ученостью, вот как следует практиковать стирании. Другие будут ленивыми. Мы будем усердными, вот как следует практиковать стирании. Другие будут неосознанными. Мы будем утверждены в осознанности, вот как следует практиковать стирании. У других не будет мудрости. Мы будем обладать мудростью, вот как следует практиковать стирании. Другие будут придерживаться своих собственных воззрений, прочно за них держаться, и оставлять их с трудом. Мы не будем придерживаться своих собственных воззрений, прочно за них держаться, но будем оставлять их с легкостью, вот как следует практиковать стирание. Склонность ума. Чунда, я говорю тебе, что даже склонность ума к благим состояниям является великим благом, так что уж говорить о телесных и словесных поступках, соответствующих такому состоянию ума. Поэтому, Чунда, ум следует склонять так, другие будут жестокими. Мы не будем жестокими. Ум следует склонять так, другие будут убивать живых существ. Мы будем воздерживаться от убийства живых существ. Ум следует склонять так, другие будут брать то, что, им, не было дано. 4. Ум следует склонять так, другие будут придерживаться своих собственных воззрений, прочно за них держаться, и оставлять их с трудом. Мы не будем придерживаться своих собственных воззрений, прочно за них держаться, но будем оставлять их с легкостью. Избегание. Чунда, представь неровный путь и другой, ровный путь, идя, которым можно было бы избежать, путешествия по неровному. И представь неровный брод и другой ровный брод, идя, которым можно было бы избежать перехода по неровному. Точно так же, тот, кто жесток, имеет нежестокость, посредством которой он мог бы избежать жестокости. Тот, кто убивает живых существ, имеет воздержание от убийства живых существ, посредством которого он мог бы избежать убийства. Тот, кто берёт то, что ему не было дано, имеет воздержание от взятия того, что не было дано, посредством которого он мог бы избежать вороства. Тот, кто не соблюдает целомудрия, имеет целомудрие, посредством которого он мог бы избежать несоблюдения. Тот, кто лжет, имеет воздержание от лжи, посредством которого он мог бы избежать лжи. Тот, кто говорит со злобой, имеет воздержание от злобных речей, посредством которого он мог бы избежать злобных речей. Тот, кто говорит грубо, имеет воздержание от грубости, посредством которого он мог бы избежать грубости. Тот, кто сплетничает, имеет воздержание от сплетничества, посредством которого он мог бы избежать сплетничества. Тот, кто алчен, имеет неалчность, посредством которой он мог бы избежать алчности. Тот, кто недоброжелателен, имеет ненедоброжелательность, посредством которой он мог бы избежать недоброжелательности. Тот, у кого неправильное воззрение, имеет правильное воззрение, посредством которых он мог бы избежать неправильных. Тот, у кого неправильное устремление, имеет правильное устремление, посредством которого он мог бы избежать неправильного. Тот, у кого неправильная речь, имеет правильную речь, посредством которой он мог бы избежать неправильный. Тот, у кого неправильное действие, имеет правильное действие, посредством которых он мог бы избежать неправильных. Тот, у кого неправильное средство к жизни, имеет правильное средство к жизни, посредством которых он мог бы избежать неправильных. Тот, у кого неправильные усилия, имеет правильные усилия, посредством которого он мог бы избежать неправильного. Тот, у кого неправильная осознанность, имеет правильную осознанность, посредством которой он мог бы избежать неправильный. Тот, у кого неправильное сосредоточение, имеет правильное сосредоточение, посредством которого он мог бы избежать неправильного. Тот, у кого неправильные знания, имеет правильные знания, посредством которого он мог бы избежать неправильного. Тот, у кого неправильные освобождения, имеет правильные освобождения, посредством которого он мог бы избежать неправильного. Тот, у кого лень и апатия, имеет свободу от лень и апатии, посредством которой он мог бы избежать лень и апатии. Тот, у кого неугомонность, имеет неугомонность, посредством которой он мог бы избежать неугомонности. Тот, у кого сомнение, имеет состояние вне сомнения, посредством которого он мог бы избежать сомнения. Тот, кто злой, имеет не злобу, посредством которой он мог бы избежать злобы. Тот, кто негодует, имеет не негодование, посредством которого он мог бы избежать негодование. Тот, кто презирает, имеет непрезрение, посредством которого он мог бы избежать презрения. Тот, кто надменен, имеет ненадменность, посредством которой он мог бы избежать надменности. Тот, кто завистлив, имеет независть, посредством которой он мог бы избежать зависти. Тот, кто скуп, имеет нескупость, посредством которой он мог бы избежать скупости. Тот, кто притворяется, имеет непритворство, посредством которого он мог бы избежать притворство. Тот, кто лживый, имеет нелживость, посредством которой он мог бы избежать лживости. Тот, кто упрям, имеет неупрямство, посредством которого он мог бы избежать упрямство. Тот, кто высоко умерен, имеет невысокомерие, посредством которого он мог бы избежать высокомерия. Тот, кому трудно делать замечания, имеет возможность быть тем, кому легко делать замечания, посредством которой он мог бы избежать этого. Тот, кто дружит с плохими друзьями, имеет возможность дружить с хорошими друзьями, посредством которой он мог бы избежать плохих друзей. Тот, кто беспечен, имеет прилежание, посредством которого он мог бы избежать, беспечности. Тот, кто неверующий, имеет веру, посредством которой он мог бы избежать, неверия. Тот, кто бесстыдный, имеет чувство стыда, посредством которого он мог бы избежать, бесстыдства. Тот, кто не боится совершить проступок, имеет боязнь совершить проступок, посредством которой он мог бы избежать, безбоязненности. Тот, у кого мало знаний, имеет великую ученость, посредством которой он мог бы избежать, малого количества знаний. Тот, кто ленив, имеет зарождение усердия, посредством которого он мог бы избежать, лени. Тот, кто неосознан, имеет утверждение осознанности, посредством которого он мог бы избежать, отсутствие осознанности. Тот, у кого нет мудрости, имеет обретение мудрости, посредством которого он мог бы избежать, отсутствие мудрости. Тот, кто придерживается своих собственных воззрений, прочно за них держится, и оставляет их с трудом, имеет неприверженность к собственным воззрениям, отсутствие прочного их удержания, лёгкость их оставления, посредством чего он мог бы избежать всего этого. Путь, ведущий ввысь. Чундо, подобно тому, как всё неблагие состояния ведут вниз, а всё благие состояния ведут ввысь, то точно так же, тот, кто жесток, имеет нежестокость, которая ведёт его ввысь. Тот, кто убивает живых существ, имеет воздержание от убийства живых существ, которое ведёт его ввысь. Тот, кто берет то, что ему не было дано. 5. Тот, кто придерживается своих собственных воззрений, прочно за них держится и оставляет их с трудом, имеет неприверженность к собственным воззрениям, отсутствие прочного их удержания, легкость их оставления, которые ведут его ввысь. Путь погашения. Чунда, не может быть такого, чтобы тот, кто утопает в грязи сам, вытащил бы другого утопающего в грязи. Но, может быть так, что тот, кто не утопает в грязи сам, вытащил бы другого утопающего в грязи. Не может быть такого, чтобы тот, кто сам не обуздан, не дисциплинирован, с неугасшими загрязнениями ума, мог бы обуздать другого, дисциплинировать его, помочь погасить его загрязнения. Но, может быть так, что тот, кто сам обуздан, дисциплинирован, с угасшими загрязнениями ума, мог бы обуздать другого, дисциплинировать его, помочь погасить его загрязнения. Точно так же, тот, кто жесток, имеет нежестокость, посредством которой он гасит, жестокость. Тот, кто убивает живых существ, имеет воздержание от убийства живых существ, посредством которого он гасит, убийство. Тот, кто берёт то, что, ему, не было дано. 6. Тот, кто придерживается своих собственных воззрений, прочно за них держится, и оставляет их с трудом, имеет неприверженность к собственным воззрениям, отсутствие прочного их удержания, легкость их оставления, посредством чего он гасит это. Так, Чунда, я научил пути стирания, я научил пути склонения ума, я научил пути избегания, я научил пути, ведущему ввысь, я научил пути погашения. То, что следует сделать учителю для своих учеников и сострадания к ним, желаем благополучия, имея к ним сострадание, все это я сделал для вас, Чунда. Вон там, подножья деревьев, там, пустые хижины. Медитируйте, Чунда, не откладывайте на потом, иначе будете позже сожалеть об этом. Таково наше наставление вам. Так сказал благословенный. Достопочтенный Чунда был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Такие воззрения, как мир вечный, мир безграничный и так далее. 2. Согласно комментарию, речь идет о прозрениях, осуществляемых еще до вступления в поток. 3. Согласно комментарию, под предметом здесь подразумеваются пять совокупностей, составляющих живое существо. 4. Повторяются все пункты, перечисленные выше. 5. Повторяются все пункты, перечисленные выше. 6. Повторяются все пункты, перечисленные выше. Саммадиттхи сутта, правильное воззрение. МН 9. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваддхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья монахи. Друг, ответили они. Достопочтенный Сарипутта сказал следующий, тот, у кого есть правильные воззрения, тот, у кого есть правильные воззрения, так говорят, друзья. В каком смысле ученик благородных является тем, у кого есть правильные воззрения, тем, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме, воистину, друг, мы бы пришли издалека ради того, чтобы узнать значение этого утверждения у достопочтенного Сарипутты. Было бы хорошо, если бы достопочтенный Сарипутта разъяснил значение этого утверждения. Услышав это от него, монахи запомнят это. В таком случае, друзья, слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, друг, ответили монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал следующий, благое и неблагое. Когда ученик благородных понимает неблагое и корень неблагого, благое и корень благого, то в таком случае он тот, кто имеет правильное его зрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. И что такое, друзья, неблагое? Что такое корень неблагого? Что такое благое? Что такое корень благого? Убийство живых существ, это неблагое. Взятие того, что не было дано, это неблагое. Неблагое поведение и в чувственных удовольствиях, это неблагое. Ложь, это неблагое. Злобная речь, это неблагое. Грубая речь, это неблагое. Пустословие, это неблагое. Алчность, это неблагое. Недоброжелательность, это неблагое. Неправильное воззрение, это неблагое. Вот что называется неблагим. И что такое корень неблагого? Жажда, это корень неблагого. Злоба, это корень неблагого. Заблуждение, это корень неблагого. Вот что называется корнем неблагого. И что такое благое? Воздержание от убийства – это благое. Воздержание от взятия того, что не было дано – это благое. Воздержание от неблагого поведения в чувственных удовольствиях – это благое. Воздержание от лжи – это благое. Воздержание от злобной речи – это благое. Воздержание от грубой речи – это благое. Воздержание от пустословия – это благое. Отсутствие алчности – это благое. Ненедоброжелательность – это благое. Правильное воззрение – это благое. Вот что называется благим. И что такое корень благого? Не жажда – это корень благого. Не злоба – это корень благого. Не заблуждение – это корень благого. Вот что называется корнем благого. Когда ученик благородных таким образом понял неблагое корень неблагого, благое корень благого, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Пища. Сказав, хорошо, друг, монахи восхитились и возрадовались словам достопочтенного Сурипуты. Затем они задали ему следующий вопрос, но, друг, может ли быть иная ситуация, когда ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхамме? Может, друзья, когда ученик благородных понимает питание, происхождение питания, прекращение питания, и путь, ведущий к прекращению питания, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхамме. И что такое питание? Что такое происхождение питания? Что такое прекращение питания? Что такое путь, ведущий к прекращению питания? Есть эти четыре вида питания для поддержания существ, которые уже родились, а также для обеспечения существ, которые собираются родиться. Какие четыре? Материальная еда как питание, грубая или утонченная. Контакт, второе, умственное намерение, третье, сознание, четвертое. С возникновением жажды происходит возникновение питания. С прекращением жажды происходит прекращение питания. Путем, ведущим к прекращению питания, является этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял питание, происхождение питания, прекращение питания, и путь, ведущий к прекращению питания, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме страданий. Может, друзья, когда ученик благородных понимает страданий, происхождение страдания, прекращение страдания, и путь, ведущий к прекращению страдания, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое страдание? Что такое происхождение страдания? Что такое прекращение страдания? Что такое путь, ведущий к прекращению страдания? Рождение – это страдание, старение – это страдание, болезни – это страдание, смерть – это страдание, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние – это страдание, неполучение желаемого – это страдание. Одним словом, пять совокупностей, подверженных цеплянию, это страданий. Это называется страданием. И что такое происхождение страдания? Это жажда, которая ведет существ к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, наслаждающаяся и тем и тем, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется происхождением страдания. И что такое прекращение страдания? Это безостаточное угасание и прекращение, отбрасывание, оставление, отпускание, изгнание этой самой жажды. Это называется прекращением страдания. И что такое путь, ведущий к прекращению страдания? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Это называется путем, ведущим к прекращению страдания. Когда ученик благородных таким образом понял страданий, происхождений страдания, прекращений страдания, и путь, ведущий к прекращению страдания, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Старение и смерть. Может, друзья, когда ученик благородных понимает старение и смерть, происхождение старения и смерти, прекращение старения и смерти, и путь, ведущий к прекращению старения и смерти, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое старение и смерть? Что такое происхождение и старение в смерти? Что такое прекращение и старение в смерти? Что такое путь, ведущий к прекращению старения и смерти? Старение и существ в различных группах существ, их старость, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизненной силы, ослабевание способностей, это называется старением. Уход существ из различных групп существ, их кончина, распад, исчезновение, умирание, исчерпание срока жизни, распад совокупностей, это называется смертью. Таким образом это старение и это смерть, это то, что называется старением и смертью. С возникновением рождения происходит возникновение старения и смерти. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. Путь, ведущий к прекращению старения и смерти, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял старение и смерть, происхождение старения и смерти, прекращение старения и смерти, и путь, ведущий к прекращению старения и смерти, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме рождении. Может, друзья, когда ученик благородных понимает рождение, происхождение рождения, прекращение рождения, и путь, ведущий к прекращению рождения, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое рождение? Что такое происхождение рождения? Что такое прекращение рождения? Что такое путь, ведущий к прекращению рождения? Рождение существ в различных группах существ, их приход к рождению, низвержение, в утробу, порождение, проявление совокупностей, обретение сфер для контакта, это называется рождением. С возникновением существования происходит возникновение рождения. С прекращением существования происходит прекращение рождения. Путь, ведущий к прекращению рождения, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял рождений, происхождений рождения, прекращений рождения, и путь, ведущий к прекращению рождения, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению я, и посредством оставления невежества из-за рождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме существовании. Может, друзья, когда ученик благородных понимает существование, происхождение существования, прекращение существования, и путь, ведущий к прекращению существования, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое существование? Что такое происхождение существования? Что такое прекращение существования? Что такое путь, ведущий к прекращению существования? Есть эти три вида существования – существование в мире чувств, существование в мире форм, существование в бесформенном мире. С возникновением цепляния происходит возникновение существования. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. Путь, ведущий к прекращению существования, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял существование, происхождение существования, прекращение существования, и путь, ведущий к прекращению существования, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Цепляние. Может, друзья, когда ученик благородных понимает цепляние, происхождение цепляния, прекращение цепляния, и путь, ведущий к прекращению цепляния, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое цепляние? Что такое происхождение цепляния? Что такое прекращение цепляния? Что такое путь, ведущий к прекращению цепляния? Есть эти четыре вида цепляния. Цепляние к чувственным удовольствиям. Цепляние к воззрениям, цепляние к правилам и предписаниям, цепляние к доктрине, осуществовании, я. С возникновением жажды происходит возникновение цепляния. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. Путь, ведущий к прекращению цепляния, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял цепляние, происхождение цепляния, прекращение цепляния, и путь, ведущий к прекращению цепляния, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Жажда. Может, друзья, когда ученик благородных понимает жажду, происхождение жажды, прекращение жажды, и путь, ведущий к прекращению жажды, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое жажда? Что такое происхождение жажды? Что такое прекращение жажды? Что такое путь, ведущий к прекращению жажды? Есть эти шесть видов жажды – жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда к вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к умственным объектам. С возникновением чувства происходит возникновение жажды. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. Путь, ведущий к прекращению жажды – это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял жажду, происхождение жажды, прекращение жажды и путь, ведущий к прекращению жажды, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению я – и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладёт конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное его зрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Чувства. Может, друзья, когда ученик благородных понимает чувства, происхождение чувства, прекращение чувства, и путь, ведущий к прекращению чувства, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхамме. И что такое чувство? Что такое происхождение чувства. Что такое прекращение чувства? Что такое путь, ведущий к прекращению чувства? Есть эти шесть видов чувства – чувство, рожденное контактом глаза, чувство, рожденное контактом уха, чувство, рожденное контактом носа, чувство, рожденное контактом языка, чувство, рожденное контактом тела, чувство, рожденное контактом ума. С возникновением контакта происходит возникновение чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. Путь ведущий к прекращению чувства, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял чувство, происхождение чувства, прекращение чувства, и путь, ведущий к прекращению чувства, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению, я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Контакт. Может, друзья, когда ученик благородных понимает контакт, происхождение контакта, прекращение контакта, и путь, ведущий к прекращению контакта, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхамме. И что такое контакт? Что такое происхождение контакта? Что такое прекращение контакта? Что такое путь, ведущий к прекращению контакта? Есть эти шесть видов контакта, контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума. С возникновением шести сфер происходит возникновение контакта. С прекращением шести сфер происходит прекращение контакта. Путь, ведущий к прекращению контакта, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял контакт, происхождение контакта, прекращение контакта, и путь, ведущий к прекращению контакта, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению «Я», и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Шесть сфер. Может, друзья, когда ученик благородных понимает шесть сфер, происхождение шести сфер, прекращение шести сфер, и путь, ведущий к прекращению шести сфер, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое шесть сфер? Что такое происхождение шести сфер? Что такое прекращение шести сфер? Что такое путь, ведущий к прекращению шести сфер? Есть эти шесть сфер – сфера глаза, сфера уха, сфера носа, сфера языка, сфера тела, сфера ума. С возникновением ментальности и материи происходит возникновение шести сфер. С прекращением ментальности и материи происходит прекращение шести сфер. Путь, ведущий к прекращению шести сфер, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял шесть сфер, происхождение шести сфер, прекращение шести сфер, и путь, ведущий к прекращению шести сфер, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Ментальность и материя. Может, друзья, когда ученик благородных понимает ментальность и материю, происхождение ментальности и материи, прекращение ментальности и материи, и путь, ведущий к прекращению ментальности и материи, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое ментальность и материя? Что такое происхождение ментальности и материи? Что такое прекращение ментальности и материи? Что такое путь, ведущий к прекращению ментальности и материи? Чувство, восприятие, волевое намерение, контакт, внимание – это называется ментальностью. Четыре великих элемента, а также форма, выстроенная из четырех великих элементов, это называется материей. Таким образом, эта ментальность и эта форма, это то, что называется ментальностью и материей. С возникновением сознания происходит возникновение ментальности материи. С прекращением сознания происходит прекращение ментальности материи. Путь, ведущий к прекращению ментальности материи, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял ментальность и материю, происхождение ментальности материи, прекращение ментальности материи, и путь, ведущий к прекращению ментальности материи, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной дхамме? Сознании. Может, друзья, когда ученик благородных понимает сознание, происхождение сознания, прекращение сознания, и путь, ведущий к прекращению сознания, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной дхамме. И что такое сознание? Что такое происхождение сознания? Что такое прекращение сознания? Что такое путь, ведущий к прекращению сознания? Есть эти шесть видов сознания, сознание и глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. С возникновением формирователей происходит возникновение сознания. С прекращением формирователей происходит прекращение сознания. Путь, ведущий к прекращению сознания, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял сознание, происхождение сознания, прекращение сознания, и путь, ведущий к прекращению сознания, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Формирователя. Может, друзья, когда ученик благородных понимает формирователи, происхождение формирователей, прекращение формирователей, и путь, ведущий к прекращению формирователей, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхамме. И что такое формирователи? Один, что такое происхождение формирователей? Что такое прекращение формирователей? Что такое путь, ведущий к прекращению формирователей? Есть эти три вида формирователей. телесный формирователь, словесный формирователь, умственный формирователь. С возникновением невежества происходит возникновение формирователей. С прекращением невежества происходит прекращение формирователей. Путь, ведущий к прекращению формирователей, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял формирователи, происхождение формирователей, прекращение формирователей, и путь, ведущий к прекращению формирователей, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильные воззрения, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Невежество. Может, друзья, когда ученик благородных понимает невежество, происхождение невежества, прекращение невежества, и путь, ведущий к прекращению невежества, то тогда он является тем, кто имеет правильные воззрения, пришел к этой подлинной Дхамме. И что такое невежество? Что такое происхождение невежества? Что такое прекращение невежества? Что такое путь, ведущий к прекращению невежества? Незнание в отношении страданий, незнание в отношении происхождения страданий, незнании в отношении прекращения страданий, незнании в отношении пути, ведущего к прекращению страданий, вот что называется невежеством. С возникновением пятен, загрязнений ума, происходит возникновение невежества. С прекращением пятен, загрязнений ума, происходит прекращение невежества. Путь, ведущий к прекращению невежества, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял невежество, происхождение невежества, прекращение невежества, и путь, ведущий к прекращению невежества, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, кто имеет непоколебимую уверенность в Дхаме, кто прибыл к этой подлинной Дхаме. Пятна умственных загрязнений. Может, друзья, когда ученик благородных понимает пятна, загрязнение ума, происхождение пятен, прекращение пятен, и путь, ведущий к прекращению пятен, то тогда он является тем, кто имеет правильное воззрение, пришел к этой подлинной Дхаме. И что такое пятна? Что такое происхождение пятен? Что такое прекращение пятен? Что такое путь, ведущий к прекращению пятен? Есть эти три вида пятен, пятно чувственного желания, пятно существования, пятно невежества. С возникновением невежества происходит возникновение пятен. С прекращением невежества происходит прекращение пятен. Путь, ведущий к прекращению пятен, это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда ученик благородных таким образом понял пятна, происхождение пятен, прекращение пятен, и путь, ведущий к прекращению пятен, он всецело оставляет скрытую склонность к страсти, разрушает скрытую склонность к отвращению, искореняет скрытую склонность к воззрению и самомнению Я, и посредством оставления невежества и зарождения истинного знания он здесь и сейчас кладет конец страданиям. И таким образом тоже ученик благородных является тем, кто имеет правильное воззрение, чьи воззрения прямые, Кто имеет непоколебимую уверенность в Дхамме, кто прибыл к этой подлинной Дхамме. Так сказал достопочтенный Сурипута. Монахи были довольны и восхитились словами достопочтенного Сурипуты. Один, Наполи, Сангхара. В данном контексте это волевые действия, кама, телом, речью, умом. В Кхаджанио суте СН 2279 объясняется более подробно, и почему это называется формирователями? Потому что они формируют сформированные вещи, вот почему они называются формирователями? И что они формируют как сформированные вещи? Ради формности они формируют форму как сформированную вещь. Ради чувствования они формируют чувство как сформированную вещь. Ради воспринимания они формируют восприятие как сформированную вещь. Ради осознавания они формируют сознание как сформированную вещь. Поскольку они формируют сформированные вещи, они называются формирователями. Сатипаттхана сутта, Основы осознанности. МН 10. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Куру, где был город под названием Каммасадхамма. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал, монахи, это прямой путь, один, ведущий к очищению существ, к устранению печали истинания, к исчезновению боли и горя, к достижению истинного пути, к реализации нигбаны, то есть, четыре основы осознанности. Какие четыре? Преектов, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив волчность и печаль к миру. Созерцание тела. Осознанность к дыханию. И как, монахи, монах пребывает в созерцании тела как тело? Вот монах, уйдя в лес, к подножию дерева или в пустую хижину, садится. Скрестив ноги, держа тело прямым, установив осознанность впереди, он, будучи постоянно осознанным, вдыхает, будучи осознанным, выдыхает. Делая долгий вдох, он понимает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он понимает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он понимает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, он понимает, я делаю короткий выдох. Он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. Три. Подобно тому, как Гончар или его ученик, делая долгий оборот, понимает, я делаю долгий оборот, а делая короткий оборот, понимает, я делаю короткий оборот, то точно так же и монах понимает, я делаю долгий вдох. он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. Вот каким образом он пребывает в созерцании тела как тело внутреннее, или он пребывает в созерцании тела как тело внешнее, или он пребывает в созерцании тела как тело внутреннее и внешнее, 4. Или же он пребывает, созерцая в теле его природу возникновения, или же он пребывает, созерцая в теле его природу исчезновения, или же он пребывает, созерцая в теле его природу и возникновения, исчезновения, 5. Или же осознанность в плане вот есть это тело, просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло простое знание и осознанность 6. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании тела как тела. Четыре позы. Далее, монахи, когда он идет, монах понимает, я иду. Когда стоит, он понимает, я стою. Когда сидит, он понимает, я сижу. Когда лежит, он понимает, я лежу. Или же он понимает соответствующее, когда его тело, определенным образом, расположено. Вот каким образом он пребывает в созерцании тела как тела внутренне. Ни к чему в мире не цепляясь. И так тоже монах пребывает в созерцании тела как тела. Бдительность. Далее, монахи, монах является тем, кто действует с бдительностью, когда идет вперед и возвращается, кто действует с бдительностью, когда смотрит вперед и по сторонам, кто действует с бдительностью, когда сгибает и разгибает свои члены тела, кто действует с бдительностью, когда несет свое одеяние, верхнее одеяние и чашу, кто действует с бдительностью, когда ест, пьет, потребляет пищу, пробует на вкус, кто действует с бдительностью, когда испражняется и мочится, кто действует с бдительностью, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит. части тела. Далее, монахи, монах пересматривает это самое тело снизу вверх с подошв ступни и сверху вниз с кончиков волос головы, обернутой кожей, полной разнообразных нечистот, в этом самом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, содержимое желудка, фекалии, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча. Это как если был бы открыт и с обеих сторон мешок, полный разных видов зерна, горного риса, бурого риса, бобов, гороха, проса, белого риса, и человек с хорошим зрением открыл бы его и пересматривал так, вот горный рис, вот бурый рис, вот бобы, вот горох, вот проса, вот белый рис, то точно так же монах пересматривает это самое тело снизу вверх, жидкость, моча. Элементы. Далее, монахи, монах пересматривает это самое тело, как бы оно ни было размещено, в каком бы положении ни находилось, посредством элементов так, в этом теле есть элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, семь. Подобно тому, как умелый мясник или его ученик, убивший корову, разрезав ее на куски, сидел бы на перекрестке дорог, точно так же монах пересматривает это самое тело, как бы оно ни было размещено, в каком бы положении ни находилось, посредством элементов так, в этом теле есть элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, восемь. Кладбищенские созерцания. Далее, монахи, как если бы, девять, он увидел труп, брошенный на кладбище день, два, три тому назад, мертвый, раздувшийся, бледный, истекающий, нечистотами, так и монах сравнивает с ним это самое тело так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Далее, как если бы он увидел труп, брошенный на кладбище, пожираемый воронами, ястребами, грифами, собаками, шакалами, различными видами червей, так и монах сравнивает с ним это самое тело так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Далее, как если бы он увидел труп, брошенный на кладбище, скелет с плотью и кровью, стянутый сухожилиями, скелет без плоти, измазанные кровью, стянуты сухожилиями, скелет без плоти, стянуты сухожилиями, разъединенные кости, разбросанные повсюду. Там кость руки, там кость ноги, там берцовая кость, там бедренная кость, там тазовая кость, там позвоночник, там ребра, там грудная кость, там плечевая кость, там челюсть, там зуб, там череп. Так и монах сравнивает с ним это самое тело. Так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Далее, как если бы он увидел труп, брошенный на кладбище, с побелевшими костями, цвета морской раковины, кости, собранные в кучу, кости, которым больше года, сгнившая и стершаяся в пыль, так и монах сравнивает с ним это самое тело так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Вот каким образом он пребывает в созерцании тела как тело внутреннее, или он пребывает в созерцании тела как тело внешнее, или он пребывает в созерцании тела как тело внутреннее и внешнее. Или же он пребывает, созерцая в теле его природу возникновения, или же он пребывает, созерцая в теле его природу исчезновения, или же он пребывает, созерцая в теле его природу и возникновения, и исчезновения. Или же осознанность в плане, вот есть это тело, просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло, простое знание и осознанность. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании тела как тела. Созерцание чувств. И как, монахи, монах пребывает в созерцании чувств как чувств. Вот, чувствуя приятное чувство, монах понимает, я чувствую приятное чувство. Чувствуя болезненное чувство, монах понимает, я чувствую болезненное чувство. Чувствуя неприятное и неболезненное чувство, монах понимает, я чувствую неприятное и неболезненное чувство. Чувствуя плотское приятное чувство, монах понимает, я чувствую плотское приятное чувство. Чувствуя духовное приятное чувство, монах понимает, я чувствую духовное приятное чувство. Чувствуя плотское болезненное чувство, монах понимает, я чувствую плотское болезненное чувство. Чувствуя духовное болезненное чувство, монах понимает, я чувствую духовное болезненное чувство. Чувствуя плотское неприятное и неболезненное чувство, монах понимает, я чувствую плотское неприятное и неболезненное чувство. Чувствуя духовное и неприятное и неболезненное чувство, монах понимает, я чувствую духовное и неприятное и неболезненное чувство. 10. Вот каким образом он пребывает в созерцании чувств как чувств внутренние, или он пребывает в созерцании чувств как чувств внешне, или он пребывает в созерцании чувств как чувств внутренне и внешне. Или же он пребывает, созерцая в чувствах их природы возникновения, или же он пребывает, созерцая в чувствах их природы исчезновения, или же он пребывает созерцая в чувствах их природу и возникновения, и исчезновения. Или же осознанность в плане вот есть это чувство просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло, простое знание и осознанность. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании чувств как чувств. В созерцании ума. И как, монахи, монах пребывает в созерцании ума как ума? Вот монах понимает ум со страстью как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Он понимает ум со злобой, как ум со злобой, а ум без злобы, как ум без злобы. Он понимает ум с заблуждением, как ум с заблуждением, а ум без заблуждения, как ум без заблуждения. Он понимает суженный ум, как суженный ум, отвлеченный ум, как отвлеченный ум. Он понимает увеличенный ум, как увеличенный ум, а не увеличенный ум, как не увеличенный ум. Он понимает превосходящий ум, который еще не достиг наивысшего уровня, как превосходящий ум, и непревзойденный ум, как непревзойденный ум. Он понимает сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный ум как несосредоточенный ум. Он понимает освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум. 11. Вот каким образом он пребывает в созерцании ума как ума внутренняя, или он пребывает в созерцании ума как ума внешне, или он пребывает в созерцании ума как ума внутренне и внешне. Или же он пребывает, созерцая в уме его природу возникновения, или же он пребывает, созерцая в уме его природу исчезновения, или же он пребывает, созерцая в уме его природу и возникновения, и исчезновения. Или же осознанность в плане вот есть этот ум просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло, простое знание и осознанность. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании ума в уме. В созерцании умственных объектов. пять помех. И как, монахи, монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов. Вот монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти помех. И как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти помех. Вот, когда в нем наличество и чувственное желание, монах понимает, во мне, в данный момент, есть чувственное желание. Если в нем не чувственного желания, он понимает, во мне, в данный момент, нечувственного желания. Он также понимает, как происходит возникновение невозникшего чувственного желания, и как происходит отбросыв невозникшего чувственного желания, и как происходит будущее невозникновение отброшенного чувственного желания. Вот, когда в нем наличествует недоброжелательность. Вот, когда в нем наличествует лень и апатия. Вот, когда в нем наличествует неугомонность и сожаление. Вот, когда в нем наличествует сомнений, монах понимает, во мне, в данный момент, есть сомнений. Если в нем нет сомнения, он понимает, во мне, в данный момент, нет сомнения. Он также понимает, как происходит возникновение невозникшего сомнения, и как происходит отбросывание возникшего сомнения, и как происходит будущее невозникновение отброшенного сомнения. Вот каким образом он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внутренние, или он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внешне, или он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов и внутренне и внешне. Или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу возникновения, или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу исчезновения, или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу и возникновения, и исчезновения. Или же осознанность в плане, вот есть эти умственные объекты, просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло, простое знание и осознанность. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти помех. Пять совокупностей. Далее, монахи, монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти совокупностей, подверженных цеплянию, двенадцать. И как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Вот монах понимает, такова материальная форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение. Таково чувство, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таково восприятие, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таковы формации, ума, таково их происхождение, таково их исчезновение. Таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Вот каким образом он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внутренние, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане пяти совокупностей, подверженных цеплянью. Шесть сфер. Далее, монахи, монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане шести внутренних и шести внешних сфер. И как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане шести внутренних и шести внешних сфер. Вот монах понимает глаз, он понимает формы, а также он понимает путы, которые возникают в зависимости от обоих. Он также понимает, как происходит возникновение невозникших пут, и как происходит отбросывание возникших пут, и как происходит будущее и невозникновение отброшенных пут, 13. Он понимает уха, он понимает звуки. Он понимает нос, он понимает запахи. Он понимает язык, он понимает вкусы. Он понимает тело, он понимает осязаемые вещи. Он понимает ум, он понимает умственные объекты, а также он понимает путы, которые возникают в зависимости от обоих. Он также понимает как происходит возникновение невозникших пут, и как происходит отбросывание возникших пут, и как происходит будущее невозникновение отброшенных пут. Вот каким образом он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внутренние, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане шести внутренних и внешних сфер. Семь факторов просветления. Далее, монахи, монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане семи факторов просветления, четырнадцать. И как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане семи факторов просветления, вот, когда в нем наличествует осознанность как фактор просветления, монах понимает, во мне, в данный момент, есть осознанность как фактор просветления. Если в нем нет осознанности как фактора просветления, он понимает, во мне, в данный момент, нет осознанности как факторы просветления. Он также понимает, как происходит возникновение невозникшей осознанности как факторы просветления, и как возникшая осознанность как фактор просветления достигает осуществления посредством развития. Когда в нем наличествует исследование состояния как фактор просветления. Когда в нем наличествует усердие как фактор просветления. Когда в нем наличествует восторг как фактор просветления. Когда в нем наличествует безмятежность как фактор просветления. Когда в нем наличествует сосредоточение как фактор просветления. Когда в нем наличествует невозмутимость как фактор просветления, монах понимает, во мне, в данный момент, есть невозмутимость как фактор просветления. Если в нем нет невозмутимости как факторы просветления, он понимает, во мне, в данный момент, нет невозмутимости как факторы просветления. Он также понимает, как происходит возникновение невозникшей невозмутимости как фактор просветления, и как возникшая невозмутимость как фактор просветления достигает осуществления посредством развития. Вот каким образом он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внутренние, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане семи факторов просветления. Четыре благородные истины. Далее, монахи, монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане четырех благородных истин. И как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане четырех благородных истин? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Он понимает в соответствии с действительностью, это – возникновение страдания понимает в соответствии с действительностью, это – прекращение страдания понимает в соответствии с действительностью, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внутренние, или он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов внешне, или он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов и внутренние и внешне. Или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу возникновения, или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу исчезновения, или же он пребывает, созерцая в умственных объектах их природу и возникновения, и исчезновения. Или же осознанность в плане, вот есть эти умственные объекты, просто лишь утверждена в нем до той степени, до которой, необходимо, чтобы возникло, простое знание и осознанность. И он пребывает независимым, ни к чему в мире не цепляясь. Вот как монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов в плане четырех благородных истин. Плоды. Монахи, если кто-либо развивает эти четыре основы осознанности таким образом в течение семи лет, то в отношении него можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания здесь и сейчас, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние, невозвращение, пятнадцать. Не берите в расчет семь лет, монахи. Если кто-либо развивает эти четыре основы осознанности таким образом шесть лет, пять, четыре года, три, два, один год, то в отношении него можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания здесь и сейчас, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние, невозвращение. Не берите в расчет один год, монахи. Если кто-либо развивает эти четыре основы осознанности таким образом семь месяцев, шесть, пять, четыре, три, два, один месяц, полмесяца, то в отношении него можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания здесь и сейчас, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние, невозвращение. Не берите в расчет полмесяца, монахи. Если Если кто-либо развивает эти четыре основы осознанности таким образом семь дней, то в отношении него можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания здесь и сейчас, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние, невозвращение. В отношении этого так было сказано, монахи, это прямой путь, ведущий к очищению существ, к устранению печали истинания, к исчезновению боли и горя, к достижению истинного пути, к реализации нигбаны, то есть, четыре основы осознанности. Так сказал благословенный. Довольные, монахи восхитились словами благословенного. 1. Якаяна Магга. Примечание переводчика С.В., достопочтенный Бодхи переводит как прямой путь, достопочтенный Нинамоли как путь, ведущий только в одну сторону, другие переводчики переводят как единственный путь. Из метафоры В.С.Н. 47.12 с единственными вратами в крепости видно, что этот путь действительно является единственным, а не прямым, или ведущим в одну сторону, и, очевидно, именно так и следует переводить Якаяна Магга. 2. Комментарий поясняет, что алчность и печаль означают две помехи из пяти – чувственное желание и недоброжелательность. 3. Согласно МН 44, телесная формация – это и есть вдох и выдох. 4. Согласно комментарию, внутреннее означает созерцание собственного дыхания, а внешнее – созерцание дыхания в других – существах. Внутреннее и внешнее – поочередное рассмотрение собственного и чужого дыхания. Аналогично объясняются далее чувства, ум, умственные объекты. 5. Комментарий поясняет, что природу возникновения – самодаятхама – тела можно наблюдать в его обусловленном происхождении посредством невежества, камы, а также моментных телесных феноменов, возникающих и исчезающих в теле. Исчезновение можно наблюдать как прекращение телесных феноменов из-за прекращения их обуславливающих причин, а также моментный распад моментных телесных феноменов. 6. Комментарий поясняет, что это нужно для большей или меньшей степени знания и осознанности. 7. В буддийской традиции эти элементы означают свойства материи, твердость, сцепление, температуру, расширение. 8. Примечание переводчика СВ – на мой взгляд, метафора с мясником и разрезанной коровой означает практикующего, тела, который разрезает своим внутренним взором собственное тело. Перекресток означает пересечение четырех сторон света, то есть практикующий может рассматривать собственное тело с четырех сторон, с четырех перспектив как землю, как воду, как огонь, как воздух, настроив восприятие только на что-то одно из них. Вероятно, к этой практике относятся упоминания и восприятие тотальности в глубоких медитативных сосредоточениях, тотальность земли, воды, огня, воздуха. Смотри. Ан 10.29. Девять, фраза как «если бы», в Сиитхапе, означает, что данное созерцание можно воображать в уме, и не обязательно для этого созерцать настоящий труп. Десять, примеры этих чувств есть в МН-137 в описании шести видов радости, печали, невозмутимости, основанных на домохозяйской жизни и отречении. Примечание переводчика СВ – плотские чувства, это чувства, связанные с чувственными объектами. Духовные чувства, чувства, связанные с медитативными достижениями, а также с плодом полного освобождения СН 36.31.11. Рассмотрены пары благого и неблагого состояния, за исключением суженного и отвлеченного ума, так как оба эти состояния являются неблагими. Суженный ум является таковым из-за сомнений, а отвлеченный – из-за неугомонности и сожаления. Увеличенный и непревзойденный ум относятся к состояниям Джхан, а превосходящий ум и неувеличенный относятся к миру чувств. 12.5 групп факторов, составляющих живое существо. Подробнее объясняются в МН-109. Примечание переводчика СВ – происхождение и исчезновение пяти совокупностей объясняется схемой зависимого возникновения. Смотри. СН 22.5.13. Из СН 41.1 – черный бык не является путами для белого быка, как и белый бык не является путами для черного быка. Но единое упрешили ирмо, за счет которого они связаны вместе, вот где здесь путы. Точно так же, достопочтенный, глаз не является путами для форм, формы не являются путами для глаза, но желание и жажда, что возникают в зависимости от обоих, вот где здесь путы. Ухо не является путами для звуков, нос не является путами для запахов, язык не является путами для вкусов, тело не является путами для осязаемых вещей, ум не является путами для ментальных феноменов, но желание и жажда, что возникают в зависимости от обоих, вот где здесь путы. 14. Объясняются в МН-118, а также подробно в СН-46. 15. То есть, речь идет либо о состоянии араханта, полностью просветленного, либо невозвращающегося, то есть того, кто родится в мирах форм, где и достигнет неблбаны. Лекция о львином рынке. МН-11. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, львиный рык монахи, только здесь есть отшельник, только здесь, второй отшельник, только здесь, третий отшельник, только здесь, четвертый отшельник. Доктрины других лишены отшельников. Вот как вам следует правильно рычать своим львиным рыком, один. Быть может, монахи, странники привержен с других учений спросят, но из-за силы какого, аргумента, или опираясь на какой авторитет, достопочтенные говорят так? Странникам-приверженцам других учений, которые спросят так, следует ответить вот как, друзья, четыре вещи были провозглашены нам благословенным, который знает и видит, который является совершенным и полностью просветленным. Видя их в себе, мы говорим так, только здесь есть отшельник, только здесь, второй отшельник, только здесь, четвертый отшельник. Доктрины других лишены отшельников. Какие четыре? У нас есть уверенность в учителе. У нас есть уверенность в Дхамме. Мы исполнили правила поведения. Наши товарищи по Дхамме милы и приятны нам, будя не мирянами или теми, кто оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Таковы четыре вещи, что были провозглашены нам благословенным, который знает и видит, который является совершенным и полностью просветленным. Видя их в себе, мы говорим так, как мы говорим. Быть может, монахи, те страники приверженцы других учений скажут так, друзья, у нас тоже есть уверенность в учителе, то есть, в нашем учителе. У нас тоже есть уверенность в Дхамме, то есть, в нашей Дхамме. Мы тоже исполнили правила поведения, то есть, наши правила поведения. Наши товарищи по Дхамме тоже милы и приятны нам, будя не мирянами или теми, кто оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Так в чем же здесь отличие, друзья, в чем несоответствие, в чем разница между вами и нами? Странникам приверженцам других учений, которые спросят так, следует ответить вот как, так как же, друзья, цель одна или, их, много? Отвеча праведно, странники приверженцам других учений ответят так, друзья, цель одна, а не много, два. Далее их следует спросить, но, друзья, находится ли эта цель под влиянием страсти, или же, она, лишена страсти? Отвеча праведно, странники приверженцам других учений ответят так, друзья, эта цель лишена страсти, она не та, что находится под влиянием страсти. Далее их следует спросить, но, друзья, находится ли эта цель под влиянием злобы, заблуждения, жажды, цепляния или же, она, лишена цепляния? Отвеча праведно, странники приверженцам других учений ответят так, друзья, эта цель лишена цепляния, она не та, что находится под влиянием цепляния. Далее их следует спросить, но, друзья, это цель для того, кто обладает видением, или для того, кто не обладает видением? Отвеча праведно, странники приверженств других учений ответят так, друзья, это цель для того, кто обладает видением, а не для того, кто не обладает видением. Далее их следует спросить, но, друзья, это цель для того, кто благоволит и противится, или же для того, кто не благоволит и не противится, 3, отвечая праведно, странники приверженцы других учений ответят так, друзья, это цель для того, кто не благоволит и не противится, а не для того, кто благоволит и противится. Далее их следует спросить, но, друзья, это цель для того, кто наслаждается и радуется разрастанию, или же для того, кто не наслаждается и не радуется разрастанию? Отвечая праведно, странники приверженцы других учений ответят так, друзья, это цель для того, кто не наслаждается и не радуется разрастанию, а не для того, кто наслаждается и радуется разрастанию. 4. Два воззрения. Монахи, есть эти два воззрения, воззрение о существовании и воззрение о несуществовании. Любые жрецы и отшельники, которые полагаются на воззрение о существовании, принимают воззрение о существовании, соглашаются с воззрением о существовании, выступают против воззрения о несуществовании. Любые жрецы и отшельники, которые полагаются на воззрение о несуществовании, принимают воззрение о несуществовании, соглашаются с воззрением о несуществовании, выступают против воззрения о существовании. Любые жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью происхождения, исчезновения, привлекательности, опасности, и спасения, 5, в отношении этих двух воззрений, подвержены страсти, подвержены злобе, подвержены заблуждению, подвержены жажде, подвержены цеплянию, не обладают видением, благоволят и противиться, наслаждаются и радуются разрастанию. Они не освобождены от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от страданий, я говорю вам. Любые жрецы и отшельники, которые понимают в соответствии с действительностью происхождений, исчезновений, привлекательность, опасность и спасения в отношении этих двух воззрений, не имеют страсти, не имеют злобы, не имеют заблуждения, не имеют жажды, не имеют цепляния, обладают видением, не благоволят и не противятся, не наслаждаются и не радуются разрастанию. Они освобождены от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они освобождены от страданий, я говорю вам. Четыре вида цепляния. Монахи, есть эти четыре вида цепляния. Какие четыре? Цепляние к чувственным удовольствиям, цепляние к воззрениям, цепляние к правилам и предписаниям, цепляние к доктрине, о существовании, я. Хотя некоторые жрецы и отшельники заявляют об утверждении полного понимания всех видов цепляния, все же, они не полностью описывают полное понимание всех видов цепляния. Они описывают полное понимание и цепляние к чувственным удовольствиям без описания полного понимания цепляния к воззрениям, цепляние к правилам и предписаниям, цепляние к доктрине, я. И почему? Эти почтенные жрецы и отшельники не понимают этих трех случаев цепляния в соответствии с действительностью. Поэтому, несмотря на то, что они заявляют об утверждении полного понимания всех видов цепляния, в действительности, они описывают только полное понимание цепляния к чувственным удовольствиям без описания полного понимания цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине Я. Хотя некоторые жрецы и отшельники заявляют об утверждении полного понимания всех видов цепляния, все же, они не полностью описывают полное понимание всех видов цепляния. Они описывают полное понимание цепляния к чувственным удовольствиям и полное понимание цепляния к воззрениям, без описания полного понимания цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине Я. И почему? Эти почтенные жрецы и отшельники не понимают этих двух случаев цепляния в соответствии с действительностью. Поэтому, несмотря, без описания полного понимания цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине Ая, хотя некоторые жрецы и отшельники заявляют об утверждении полного понимания всех видов цепляния, все же, они не полностью описывают полное понимание всех видов цепляния. Они описывают полное понимание цепляния к чувственным удовольствиям, полное понимание цепляния к воззрениям, полное понимание цепляния к правилам и предписаниям, без описания полного понимания цепляния к доктрине Ая. И почему? Эти почтенные жрецы и отшельники не понимают этого одного случая цепляния в соответствии с действительностью. Поэтому, несмотря без описания полного понимания цепляния к доктрине Айя, 6. Монахи, и очевидно, что в такой, их, Дхаме и Винае уверенность в Учителя не направлена правильным образом, уверенность в Дхаме не направлена правильным образом, исполнение правил поведения не направлена правильным образом, и приязнь среди товарищей по Дхаме не направлена правильным образом. И почему? Потому что так оно бывает, когда Дхама и Вина плохо провозглашена и плохо разъяснена, не является освобождающей, не ведёт к покою, излагается тем, кто не полностью просветлён. Монахи, когда Дхагата, совершенный и полностью просветлённый, заявляют об утверждении полного понимания всех видов цепляния, то полностью описывают полное понимание всех видов цепляния. Он описывает полное понимание цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине о существовании. Я, монахи, и очевидно, что в такой Дхамме и Винае как это, уверенность в Учителе направлена правильным образом, уверенность в Дхамме направлена правильным образом, исполнение правил поведения направлена правильным образом, и приязнь среди товарищей по Дхамме направлена правильным образом. И почему? Потому что так оно бывает, когда Дхама и Винае хорошо провозглашена и хорошо разъяснена, является освобождающей, ведёт к покою. излагается тем, кто полностью просветлен. Источник цепляний. И что эти четыре вида цепляний имеют своим источником, каково их происхождение, откуда они появились и произвелись? Эти четыре вида цепляния имеют жажду своим источником, жажду своим происхождением, они появились и произвелись жажды. И что жажда имеет своим источником? Жажда имеет чувство своим источником. И что чувство имеет своим источником? Чувство имеет контакт своим источником. И что контакт имеет своим источником. Контакт имеет шесть сфер своим источником. И что шесть сфер имеют своим источником. Шесть сфер имеют ментальность и материю своим источником. И что ментальность и материя имеют своим источником. Ментальность и материя имеют сознание своим источником. И что сознание имеет своим источником. Сознание имеет формирователю своим источником. И что формирователи имеют своим источником. Формирователи имеют невежество своим источником, невежество своим происхождением, они появились и произвелись из невежества. Монахи, когда невежество было отброшено истинное знание и возникло в монахе, то тогда с угасанием невежества и возникновением истинного знания он более не цепляется к чувственным удовольствиям, более не цепляется к воззрениям, более не цепляется к правилам и предписаниям, более не цепляется к доктрине Я. Когда он не цепляется, он не взволнован. Когда он не взволнован, он лично достигает неббаны. Он понимает рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, фраза только здесь означает только в учении Будды. Четыре отшельника, самана, означают человека одной из четырех степеней пробуждения, вступившего в поток, однажды возвращающегося, не возвращающегося, араханта. Львиный рык, сихонада, это рык величия и бесстрашия, рык, который не может быть опровергнут. Примечание переводчика СВ, львиный рык может показаться со стороны проявлением тщеславия и раздутого самомнения, однако на самом деле он является прямолинейным утверждением о реальном положении вещей. Так как львиным рыком рычит в том числе Будды и араханты, он не имеет под собой даже малейшей талики тщеславия и самомнения. Два, комментарий поясняет, что отвечают так, они тоже имеют в виду просветление, но каждый из них подразумевает под этим что-то свое. Три, комментарий поясняет, что речь идет о реакциях, основанных на жажде и злобе. Четыре, разрастание, по панче. Это умственная деятельность, управляемая жаждой и воззрениями, умственной информацией, навязчивой умственной конструкции, концептуальной идее, основанной на заблуждении. Комментарии поясняют, что все это происходит из-за жажды, самомнения и неправильных воззрений, танха, мана, гиддхи. Пять, комментарий поясняет, что происхождение, самудая, этих воззрений, это пять совокупностей, невежество, контакт, восприятие, мысль, немудрое внимание, плохие друзья, голос другого. Исчезновение, от хангама, это путь вступления в поток, который уничтожает неправильные воззрения. Привлекательность, осада, можно понимать как психологическую удовлетворенность, которую они обеспечивают. Опасность, одинава, это продолжение сансары, которое происходит из-за цепления к этим воззрениям. Спасение, не сарана, от них, это не бана. Шесть, этот фрагмент четко показывает исключительно важный фактор, отличающий учения Будды от других религиозных и философских учений, то есть полное понимание цепляния к доктрине о существовании «Я». Фактически это означает, что только один Будда может показать то, как преодолеть все воззрение «Я» за счет развития проницательности в истину безличности. Поскольку у других религиозных учителей нет такого понимания безличности, их заявления о полном понимании остальных трех видов цепляния также сомнительны. Махаси Ханада Сутта, Большая Лекция о Львином Рынке МН 12 Содержание Десять сил Татхагаты Четыре вида неустрашимости Восемь собраний Четыре вида рождения Пять уделов и Ниббана Аскеза Батхисатты Воззрение жрецов и отшельников Так я слышал. Однажды Благословенный проживал возле Висали в роще, что к западу от города. И в то время Сунакхата, сын Личхави, не так давно оставил эту Тхаму и Винаю, один. В собрании, людей, из Висали он делал такое утверждение, у отшельника Гаттамы нет каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, достойного благородных, два. Отшельник Гаттамы учит Тхаме, выдуманный, собственным, размышлением, следуя собственному вопрошанию по мере того, как оно происходит в нем. Однако, когда он учит кого-либо, этой, Тхаме, это ведет того, кто практикует ее, к полному уничтожению страданий, три. И тогда, утром, достопочтенный Сарипута оделся, взял чашу и верхние одеяния, и пошел в Висали за подаяниями. Он услышал, как Сунакхата, сын Личхави, делает такое утверждение в собрании, людей, из Висали. Походив повисали за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился к Благословенному, поклонившись ему, сел рядом и рассказал Благословенному о том, что говорил Сунакхата. Благословенный ответил, Сарипута, этот заблудший человек Сунакхата зол, и говорит свои слова из злобы. Думая о том, чтобы обесчестить Татхагату, он в действительности лишь восхваляет его. Ведь это является похвалой Татхагати, когда кто-либо говорит о нем, когда он учит кого-либо Тхаме, это ведет того, кто практикует ее, к полному уничтожению страданий. Сарипута, этот заблудший человек Сунакхата никогда не сможет делать обо мне вывод в соответствии с Тхамой, этот Благословенный, это тот, кто достиг совершенства, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. И он никогда не сможет сделать обо мне вывод в соответствии с Тхамой, этот благословенный, это тот, кто владеет различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими. 4. Так влияет на тело, что достигает даже мира Брахмы. И он никогда не сможет сделать обо мне вывод в соответствии с Дхаммой, за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, благословенный слышит оба вида звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. И он никогда не сможет сделать обо мне вывод в соответствии с Дхаммой, этот благословенный знает умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. 5. Неосвобожденный ум как неосвобожденный ум. Сарипутта, у Тадхагаты есть эти десять сил Тадхагаты, обладая которыми, он занимает место быкова жирка стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. 6. Какие десять? 1. Тадхагата понимает в соответствии с действительностью возможные как возможные, а невозможные как невозможные. 7. И это сила Тадхагаты, которая есть у Тадхагаты, обладая которой, он занимает место быкова жирка стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. 2. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью результат свершения предпринятых действий в прошлом, будущем, настоящем в плане возможностей и причин. 8. Это также сила Тадхагаты. 3. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью пути, ведущей во все уделы, 9. И это сила Тадхагаты. 4. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью мир с его многочисленными и разнообразными элементами, 10. Это также сила Тадхагаты. 5. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью разнообразия в предрасположенностях существ, 11. Это также сила Тадхагаты. 6. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью диспозицию качества других существ, других личностей 12. Это также сила Тадхагаты 7. Далее, Тадхагата понимает в соответствии с действительностью загрязнений, очищения и выход, к более высокому состоянию, в отношении джхан, освобождений, сосредоточений и медитативных достижений 8. Далее, Тадхагата вспоминает свои многочисленные прошлые жизни, 13. Это также сила Тадхагаты 9. Далее, за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, Тадхагата видит смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой 14. Это также сила Тадхагаты 10. Далее, за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, Тадхагата здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Это также сила Тадхагаты, которая есть у Тадхагаты, обладая которой, он занимает место быкова жирка стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. У Тадхагаты есть эти десять сил Тадхагаты, обладая которыми, он занимает место быкова жирка стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Сарипутта, когда я знаю и вижу так, то если кто-либо скажет обо мне, у отшельника Гатамы нет каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. Отшельник Гатамы учит Дхаме, обдуманный только лишь своим размышлением, следуя собственному рассмотрению по мере того, как оно происходит в нем, то если он не оставит этого утверждения, этого состояния ума, не оставит этого воззрения, тогда, как если бы его туда затянули силой, он окажется в аду. Подобно тому, как монах, наделенный нравственностью, сосредоточением, мудростью, здесь и сейчас мог бы владеть окончательным знанием, то в этом случае, с Сынакхатой, я говорю, что если он не оставит этого утверждения, этого состояния ума, не оставит этого воззрения, тогда, как если бы его туда затянули силой, он окажется в аду. Сырепутта, у Татхагаты есть эти четыре вида неустрашимости, обладая которыми, он занимает место быковожека стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие четыре? Один, я не вижу какого-либо основания, на котором какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, Брахма или кто-либо в мире мог бы в соответствии с Дхаммой обвинить меня, хоть ты и заявляешь, что ты полностью просветленный, все же, ты не полностью просветлен в отношении этих вещей. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю в сохранности, бесстрашным, неустрашимым. Два, я не вижу какого-либо основания, на котором какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, Брахма или кто-либо в мире мог бы в соответствии с Дхаммой обвинить меня, хоть ты и заявляешь, что ты тот, кто уничтожил пятна умственных загрязнений, все же, ты не уничтожил эти пятна. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю в сохранности, бесстрашным, неустрашимым. Три, я не вижу какого-либо основания, на котором какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, Брахма или кто-либо в мире мог бы в соответствии с Дхаммой обвинить меня, те вещи, которые ты назвал препятствующими, на самом деле не могут воспрепятствовать тому, кто пускается в них. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю в сохранности, бесстрашным, неустрашимым. Три, я не вижу какого-либо основания, на котором какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, Брахма или кто-либо в мире мог бы в соответствии с Дхаммой обвинить меня, когда ты обучаешь Дхамме кого-либо, она не ведет того, кто ее практикует, к полному уничтожению страданий. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю в сохранности, бесстрашным, неустрашимым. У Тадхагаты есть эти четыре вида неустрашимости, обладая которыми, он занимает место быковожека стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Сарипутта, есть эти восемь собраний. Какие восемь? Собрания знати, собрания брахманов, собрания домохозяев, собрания отшельников, собрания дэвов, управляемых четырьмя, божественными, царями, собрания дэвов таватимсы, собрания святы Мары, собрания Брахм. Обладая этими четырьмя видами неустрашимости Тадхагата подходит и входит в эти собрания. Я припоминаю, как подходил к многим сотням Собраний знати, многим сотням Собраний Брахм. Пятнадцать. И прежде я сидел там, беседовал с ними, вел разговоры с ними, но я не вижу ни единого основания считать, что страх или застенчивость могли бы возникнуть во мне там и тогда. Не видя основания для этого, я пребываю в сохранности, бесстрашным, неустрашимым. В Сарепута есть эти виды рождения. Какие четыре? Рождение из яйца, рождение из утробы, рождение из влаги, спонтанное рождение. И что такое рождение из яйца? Есть существа, которые рождаются, пробивая скрылупу яйца. Это называется рождением из яйца. И что такое рождение из утробы? Есть существа, которые рождаются, пробивая водную оболочку плода. Это называется рождением из утробы. И что такое рождение из влаги? Есть существа, которые рождаются в протухшей рыбе, в сгнившем трупе, в гнилой каше, в огребной яме, в канализации. Это называется рождением из влаги. И что такое спонтанное рождение? Есть божества и обитатели ада, а также некоторые человеческие существа, и некоторые существа в нижних мирах, которые возникают спонтанно. Это называется спонтанным рождением. Таковы четыре вида рождения. Сарипутта, когда я знаю и вижу как, то если кто-либо скажет обо мне, у отшельника Гаттамы нет каких-либо сверхчеловеческих состояний. Он окажется в аду. Сарипутта, есть эти пять уделов. Какие пять? От, мир животных, мир духов, человеческие существа, боги. Я понимаю ад, а также путь, ведущий в ад. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, с распадом тела, после смерти, возникает в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, в аду. Я понимаю мир животных, а также путь, ведущий в мир животных. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, с распадом тела, после смерти, возникает в мире животных. Я понимаю мир духов, а также путь, ведущий в мир духов. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, с распадом тела, после смерти, возникает в мире духов. Я понимаю человеческих существ, а также путь, ведущий в мир людей. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, с распадом тела, после смерти, возникает среди человеческих существ. Я понимаю богов, а также путь, ведущий в мир богов. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, с распадом тела, после смерти, возникает в счастливом уделе, в небесном мире. Я понимаю Небану, а также путь, ведущий к Небане. Я также понимаю, каким образом тот, кто вступил на этот путь, за счёт уничтожения пятен, умственных загрязнений, в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. рождение в аду. Охватив его ум своим умом, я понимаю о некоем человеке так, это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, так что с распадом тела, после смерти, он возникнет в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, в аду. И спустя какое-то время, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как с распадом тела, после смерти, он возник в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, в аду, и, там, переживает исключительно болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Представь яму с горячими углями, глубже человеческого роста, полную раскаленных углей, без дыма и пламени. И человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этой самой яме с горячими углями. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, этот человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этой самой яме с горячими углями. И спустя какое-то время он видит, что тот упал в яму с горячими углями, там, переживает исключительно болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Точно так же, охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, пронзающие чувства. Рождение в мире животных. Охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю о некоем человеке так, этот человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, так что с распадом тела, после смерти, он возникнет в мире животных. И спустя какое-то время, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как с распадом тела, после смерти, он возник в мире животных, и, там, переживает исключительно болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Представь выгребную яму, глубже человеческого роста. И человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этой самой выгребной яме. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этой самой выгребной яме. И спустя какое-то время он видит, что тот упал в выгребную яму, и, там, переживает исключительно болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Рождение в мире духов. Охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю о некоем человеке так, это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, так что с распадом тела, после смерти, он возникнет в мире духов. И спустя какое-то время, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как с распадом тела, после смерти, он возник в мире духов, и, там, переживает много болезненных чувств. Представь растущее на пересеченной местности дерево со скудной листвой, от которого падает испещренная тень. И человек, подавленный, страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этому самому дереву. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, этот человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этому самому дереву. И спустя какое-то время он видит, что тот сидит и лежит в тени этого дерева, переживая много болезненных чувств. Точно так же, охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, много болезненных чувств. Рождение в мире людей. Охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю о некоем человеке так, этот человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, так что с распадом тела, после смерти, он возникнет среди человеческих существ. И спустя какое-то время, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как с распадом тела, после смерти, он возник среди человеческих существ, и, там, переживает много приятных чувств. Представь растущее на ровной земле дерево с плотной листвой, от которого падает хорошая тень. И человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этому самому дереву. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, этот человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этому самому дереву. И спустя какое-то время он видит, что тот сидит и лежит в тени этого дерева, переживая много приятных чувств. Точно так же, охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, много приятных чувств. Рождение в мире богов. Охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, о некоем человеке так, это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, так что с распадом тела, после смерти, он возникнет в счастливом уделе, в небесном мире. И спустя какое-то время, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как с распадом тела, после смерти, он возник в счастливом уделе, в небесном мире, и, там, переживает исключительно приятное чувство. Представь особняк, верхние покои которого были бы покрыты штукатуркой изнутри и снаружи, с закрытыми ставнями, окнами, засовами, а внутри был бы диван, усланный простынями, тканями, покрывалами, с обивкой из шкур антилоп, с навесом и красными подушками по обеим, сторонам для головы и для ног. И человек, подавленный, страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этому самому особняку. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, «Это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этому самому особняку». И спустя какое-то время он видит, что тот сидит или лежит в верхних покоях этого особняка, переживая исключительно приятное чувство. Точно так же, охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, исключительно приятное чувство. Неббана. Охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, о некоем человеке так, это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, в этой самой жизни он войдет и будет пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. И спустя какое-то время я вижу, что за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, и переживает исключительно приятное чувство. 16. Представь пруд с чистой, приятной, прохладной, и прозрачной водой, с пологими берегами, восхитительный, а рядом, густой лес. И человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить, шел бы прямой дорогой, ведущий к этому самому пруду. И, другой, человек с хорошим зрением, увидев его, сказал бы, «Это человек ведет себя так-то, поступает так-то, вступил на такой-то путь, что он придет к этому самому пруду». И спустя какое-то время он видит, что тот окунулся в пруд, искупался, напился, снял всю свою изнуренность, усталость, жар, и вышел, на берег, и сидит или лежит в лесу, переживая исключительно приятное чувство. Точно так же, охватив, его, ум, своим, умом, я понимаю, исключительно приятное чувство. Таковы эти пять уделов. Сарепута, я помню, что жил святой жизнью, которая была наделена четырьмя факторами. Я был аскетом, высочайшим аскетом. Я был суровым, в аскете, неимоверно суровым. Я был щепетильным, неимоверно щепетильным. Я затворялся, неимоверно затворялся, семнадцать. Аскеза. Моя аскеза была такой, сарепута, что я ходил голым, отвергая условности, лизал свои руки, не шел, когда меня звали, не оставался, когда меня просили. Я не принимал пищу, поднесенную мне или специально приготовленную для меня, не принимал приглашение на обед. Я не принимал ничего из горшка или чаша, через порог, через палку, через пестик, ступы. Я не принимал, ничего от двух обедающих, вместе, людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины среди мужчин. Я не принимал, ничего с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Я не принимал рыбу или мясо. Я не пил спиртного, вина, или забродивших напитков. Я ограничивал себя одним домом, во время сбора подаяний, и одним небольшим кусочком пищи, или двумя домами и двумя небольшими кусочками, семью домами и семью небольшими кусочками пищи. Я ел только одно блюдце еды в день, две, семь блюдиц еды в день. Я принимал пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель. Я пребывал, следуя практике приема пищи в установленных промежутках. Я был тем, кто ест, только, зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовые отруби, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Я жил на лесных кореньях и фруктах. Я кормился упавшими фруктами. Я носил одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из древесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из травы-кусы, из материала из коры, из материала из стружек. Носил накидку, сделанную из волос головы, из шерсти животного, из совиных крыльев. Я выдергивал волосы и бороду, следовал практике вырывания собственных волос и бороды. Я был тем, кто постоянно стоит, отвергая сидение. Я был тем, кто постоянно сидит, охватывая колени руками, я придавался поддержанию сидения с охватыванием колени руками. Я был тем, кто использовал матрас с шипами. Я устраивал свою постель на матрасе с шипами. Я пребывал, следуя практике купания в воде три раза в день, в том числе вечером. Вот такими многочисленными способами я пребывал, осуществляя практику мучения и умерщвления тела. Таковой была моя эскеза. Суровость. Такой была моя суровость, в эскезе, сарепута, что точно ствол дерева тиндуки, который, разрастаясь годами, отваливается слоями и пластами, точно так же пыль и грязь, накапливавшаяся с годами, отслаивалась и отваливалась с моего тела. И ко мне ни разу не приходила мысль, что если я сотру эту пыль и грязь своей рукой, или пусть другой сотрёт эту пыль и грязь своей рукой. Ко мне ни разу не приходила такая мысль. Таковой была моя суровость. Щепетильность. Такой была моя щепетильность, сарепута, что я был всегда осознан, когда шагал вперёд, шагал назад. Я был полон сочувствия даже капли воды таким образом, пусть я не нанесу вреда крошечным существам в трещинах на земле. Восемнадцать. Таковой была моя щепетильность. Затворничество. Таким было моё затворничество, сарепута, что я уходил в какой-нибудь лес и жил там. И когда я видел пастуха или чабана, или того, кто собирает траву или хворост, или лесника, я уходил из рощи в рощу, из чащи в чащу, из лощины в лощину, с холма на холм. И почему? Чтобы они не увидели меня, или чтобы я не увидел их. Точно выросший в лесу олень, увидев людей, уходит из рощи в рощу, из чащи в чащу, из лощины в лощину, с холма на холм, то точно так же и я, увидев пастуха, с холма на холм. Таковым было моё затворничество. Другие виды эскезы. Я ползал на четвереньках в загоне для скота, и когда скот выходил, и пастух оставлял его, я кормился навозом молодых телят. Покуда у меня были свои испражнения моча, я кормился собственными испражнениями мочой. Таковой была моя практика поедания нечистот. Я уходил во вселяющий страх рощи и пребывал там, в роще настолько вселяющий страх, что практически все волосы вставали бы дыбом у человека, несвободного от жажды. Когда наступали те холодные зимние ночи во время восьмидневного периода снегопада, я пребывал ночью на открытом пространстве, а днём – в роще. В последний месяц жаркого сезона я пребывал днём на открытом пространстве, а ночью – в роще. И там ко мне пришла строфа, никогда не слыханная прежде, замёрзшей ночью, опалённый днём, уединённый в рощах, что вселяют страх, не облачённый, не сидящий в огня, мудрец всё в поисках своих идёт. Я устраивал постель на кладбище, используя в качестве подушки кости умерших. Мальчики-пастухи подходили ко мне, плевали на меня, мочились на меня, бросали в меня грязь, тыкали мне в уши палками. И всё же я не припомню, чтобы хоть когда-либо зародил порочный ум ненависти по отношению к ним. Таковым было моё пребывание в невозмутимости. В Сарипута, есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через еду. Они говорят, будем жить на плодах колы, и они едят плоды колы, едят порошок из плодов колы, пьют напитки из плодов колы, изготавливают различные варевы из плодов колы. Я помню, что ел один плод колы в день. Сарипута, ты можешь подумать, что плод колы был больше в то время, но тебе не следует так думать. В то время плод колы был практически того же размера, что и сейчас. Из-за питания единственным плодом колы в день моё тело дошло до состояния крайнего истощения. Из-за того, что я ел так мало, члены моего тела стали подобны соединённым сегментам стебля лозы или стебля бамбука. Из-за того, что я ел так мало, мои ягодицы стали похожи на верблюжье копыто. Из-за того, что я ел так мало, мой позвоночник выпирал как бусины на шнуре. Из-за того, что я ел так мало, мои ребра выпирали и выглядели так же, мрачно, как кривые балки старого сарая. Из-за того, что я ел так мало, блеск моих глаз утонул в глазницах, подобно блеску воды, утонувшему в глубоком колодце. Из-за того, что я ел так мало, кожа на голове сморщилась и высохла, как зелёная горькая тыква высыхает на ветре солнца. Из-за того, что я ел так мало, кожа моего живота прилипла к позвоночнику. Если я хотел дотронуться до своей кожи живота, то касался позвоночника. Если хотел коснуться позвоночника, то касался кожи живота. Из-за того, что я ел так мало, то если хотел испражниться или помочиться, я падал там же на землю своим лицом. Из-за того, что я ел так мало, то если я пытался расслабить свое тело, растирая его члены своими руками, волосы, сгнившие у своих корней, падали с моего тела по мере того, как я тер. В Сарепута есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через еду. Они говорят, будем жить на бобах, и они едят бобы. Будем жить на кунжуте, и они едят кунжут. Будем жить на рисе, и они едят рис. Я помню, что ел одно рисовое зернышко в день. Сарепута, ты можешь подумать, что рисовое зернышко было больше в то время, но тебе не следует так думать. В то время рисовое зернышко было практически того же размера, что и сейчас. Из-за питания единственным рисовым зернышком в день мое тело дошло до состояния крайнего истощения. Из-за того, что я ел так мало. Падали с моего тела по мере того, как я тер. И все же, Сарепута, за счет подобного поведения, за счет такой практики, за счет такого исполнения аскезы, я не достиг каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. И почему? Потому что я не достиг той благородной мудрости, которая, будучи достигнутой, является благородной и освобождающей, и ведет того, кто практикует в соответствии с ней, к полному уничтожению страданий. Сарепута, есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через круговерть перерождений. Но не просто найти тот мир в круговерте, через который я бы уже не проходил за это долгое странствие, за исключением, мира, богов чистых обителей. Если бы я прошел по круговерте как божество чистых обителей, то я бы никогда более не вернулся в этот мир. Сарепута, есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через определенный вид перерождения. Но не просто найти вид перерождения, в котором бы я не перерождался за это долгое странствие, за исключением, перерождения, боем чистых обителей. Есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через определенный вид обители. Но не просто найти вид обители, в которой бы я не пребывал за это долгое странствие, за исключением, мира, богов чистых обителей. Есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через жертвоприношение. Но не просто найти вид жертвоприношения, которое бы не совершалось мной за это долгое странствие, когда я был либо помазанным на царство благородным царем, либо зажиточным брахманом. Есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, очищение приходит через поклонение огню. Но не просто найти вид огня, которому бы я не поклонялся за это долгое странствие, когда я был либо помазанным на царство благородным царем, либо зажиточным брахманом. Есть некоторые жрецы и отшельники, чьи доктрины и воззрения таковы, пока этот почтенный человек все еще молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни, он совершенен своей ясной мудрости. Но когда этот почтенный человек старый, пожилой, отягощенный годами, много проживший, чьи дни подходят к концу, которому 80, 90, или 100 лет, то тогда ясность его мудрости утеряна. Но не следует так думать. Сейчас я старый, пожилой, отягощен годами, много прожил, мои дни подходят к концу, идет мне 80-й год. И представь, как если бы у меня было бы четыре ученика, совершенных в осознанности, обладающих отличным запоминанием, памятью, ясностью мудрости, и срок жизни каждого составлял бы сотню лет. Подобно тому, как если бы умелый лучник, обученный, натренированный, опытный, мог бы без труда выпустить по тени банановой пальмы легкую стрелу, «Представь, что они даже до такой степени были бы совершенны в осознанности, обладали бы отличным запоминанием, памятью, ясностью мудрости. И представь, как если бы они непрерывно задавали бы мне вопросы о четырех основах осознанности, и будучи спрошенным, я бы отвечал им, и они бы запоминали каждый мой ответ и никогда бы не задавали второстепенного вопроса и не останавливались бы кроме как на то, чтобы поесть, попить, употребить пищу, распробовать ее на вкус, помочиться, испражниться, отдохнуть, чтобы устранить ценливость и усталость. И все равно изложение Татхагаты Дхаммы, его объяснение факторов Дхаммы, и его ответы на вопросы не подошли бы к концу, а эти четыре моих ученика со сроком жизни в сотню лет уже скончались бы по истечении этих ста лет. Сарипута, даже если бы тебе пришлось носить меня на кровати, все равно не было бы перемены в ясности мудрости Татхагаты. Если бы кто-либо, говоря правдиво, сказал бы и ком-либо, существо, которое не подвержено заблуждению, появилось в мире ради благополучия и счастья многих, и сострадания к миру, ради блага, благополучия и счастья богов и людей, то именно обо мне, в самом деле, этот говорящий так, человек, мог бы сказать так. И в то время достопочтенный Нагасамыла стоял позади благословенного, обмахивая его. И тогда он сказал благословенному, удивительно, учитель, поразительно. Во время слушания этой лекции подхами мои волосы на теле встали дыбом. Учитель, как называется эта лекция подхами? В таком случае, Нагасамыла, ты можешь запомнить эту лекцию подхами как лекцию, поднимающую волосы дыбом. 20. Так сказал благословенный. Достопочтенный Нагасамыла был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Беседа с ним содержится в МН-105. О неудаче Сунакхаты также повествует ДН-24. Он разочаровался и оставил Сангху из-за того, что Будда не демонстрировал никаких сверхъестественных сил, а также не объяснял ему первоначала вещей. 2. Сверхчеловеческие состояния, Уттариминус Садхамма. Это состояние добродетели, достижение, которое выше обычных человеческих добродетелей, заключающихся в десяти течениях благой каммы. Это тшханы, разные виды прямых знаний, пути и плоды. Отличие в знании и видении, что достойны благородных, частая фраза, встречающаяся в субтах, обозначает все высшие степени медитативного знания. Комментарий поясняет, что в данном случае речь идет о сверхмирском пути, наличие которого у Будды отрицается Сунакхатой. 3. Суть критики состоит в том, что Будда не имеет никакой трансцендентной мудрости, и его Дхамма – это просто результат его собственных размышлений. Видимо, Сунакхатта считал, что уничтожение и страдание является более низкой целью в сравнении с достижением сверхспособностей, которые позволяют творить чудеса. 4. Раскрывается так же, как в МН-6. 5. Раскрывается так же, как в МН-6. 6. Самое превосходное из всех колес. Имеется в виду колесо Дхаммы, под которым подразумевается знание и проникновение в истину и знание того, как излагать истину. 7. Пример возможного и невозможного смотри в МН-115. 8. Полное знание механизма Каммы. 9. Примеры такого знания можно найти в МН-57, МН-135, МН-136. 9. Объяснение этого знания приводится ниже по тексту сутты. 10. Поясняется в МН-115. 11. Випханга Абхидхаммы поясняет это как знание высших и низших существ в плане их предрасположенностей, а также и то, каким образом эти существа сходятся вместе. Например, смотри. СН-14-16-12, Випханга Абхидхаммы поясняет это как знание Будды о состоянии, у тех или иных существ, различных влечений, скрытых склонностей, темпераментов, предрасположенностей, способностей к пониманию, свойств, характеров, восприимчивостей, потенциалов, а также степени развитости качеств, таких как вера, осознанность, мудрость и т.д. 13. Раскрывается также, как в МН-6. 14. Раскрывается также, как в МН-6. 15. Примечание переводчика СВ, в переводе Ан-8-69 достопочтенного Бодхи переводит этот же фрагмент иначе, подходил к собранию, состоящему из многих сотен хаттиев. И т.д. 16. Комментарий поясняет, что хотя описание схоже с переживаниями в небесных мирах, все же, здесь речь идет о том, что исключительно приятное чувство, блаженство Ниббаны, он переживает посредством освобождения, не от страстей. 17. Этим Будда показывает, что не было аскета, который мог бы сравниться с ним в суровости предпринимаемой аскезы, когда он еще был непросветленным Бодхисаттой и только искал путь к пробуждению. 18. Этот фрагмент можно дополнить информацией из МН-4 и МН-36, в которой описывается практика самоумерщвления, которую он предпринимал. 18. Очевидно, речь идет не о сострадании к микробам и бактериям в капли воды, а к тем существам, которые живут в земле и могут погибнуть, если на них пролить воду. 19. В чистых обителях могут родиться только невозвращающиеся, ученики Будд. 20. Лэма Хансена Пария. 20. Это название, как упоминание данной суты, встречается в вопросах Мелинды, 398, а также в комментарии на Дикханикаю. 21. Махадукхакхан-тха-сута, большая лекция о груди страданий. МН-13. Так я слышал. Благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анадхапиндике. И тогда, утром, несколько монахов оделись, взяли чаши верхней одеяния и отправились в Саваттхе за подаяниями. 22. Затем они подумали, слишком рано ходить по Саваттхе в поисках подаяний. 23. Что если мы отправимся в парк странников-приверженцев других учений? 24. И тогда они отправились в парк странников-приверженцев других учений и обменялись со странниками вежливыми приветствиями. 25. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом. 26. Странники сказали им, друзья, отшельник Гатама предписывает полное понимание чувственных удовольствий, и мы тоже делаем так. 27. Отшельник Гатама предписывает полное понимание материальной формы, и мы тоже делаем так. 28. Отшельник Гатама предписывает полное понимание чувств, и мы тоже делаем так. 29. Так в чем же здесь отличие, в чем разница, в чем несоответствие между учением отшельника Гатама и нашим, учением, между его наставлениями и нашими, один, и тогда те монахи не одобрили, не опровергли слова странников. 29. Не сделав так, они встали со своих сидений и ушли, думая, поймем значение этих слов в присутствии благословенного. 30. Когда они походили по Савадхи в поисках подаяний, вернулись с хождения за подаяниями, после принятия пищи они отправились к благословенному и, поклонившись ему, сели рядом и рассказали обо всем, что произошло. 31. Благословенный сказал, монахи, странников-приверженцев других учений, которые говорят так, следует спросить, но, друзья, в чем заключается привлекательность? 32. В чем заключается опасность? В чем заключается спасение в отношении чувственных удовольствий? 33. В чем заключается привлекательность? В чем заключается опасность? В чем заключается спасение в отношении материальной формы? 34. В чем заключается привлекательность? В чем заключается опасность? В чем заключается спасение в отношении чувств? 34. Будучи спрошенными так, странники-приверженцы других учений не смогут дать объяснений, и более того, попадут в просаг. И почему? Потому что это в них области, знания. Монахи, я не вижу никого в этом мире с его богами, с его марами, с его брахмами, этом поколении с его жрецами и отшельниками, с его князьями, простыми, людьми, кто мог бы удовлетворить ум ответом на эти вопросы, кроме Татхагата или его ученика, или того, кто узнал об этом от них. Чувственные удовольствия. Привлекательность. И что такое, монахи, привлекательность в отношении чувственных удовольствий? Монахи, есть эти пять нитей чувственных удовольствий. Какие пять? Формы, познаваемые глазом. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нитей чувственных удовольствий. Удовольствие и радость, возникающие в зависимости от этих пяти нитей чувственных удовольствий. являются привлекательностью в отношении чувственных удовольствий. Опасность. И что такое, монахи, опасность в отношении чувственных удовольствий? Вот, монахи, что касается ремесла, которым представитель клана добывает себе на жизнь, проверкой, или подсчетом, или расчетом, или сельским хозяйством, или торговлей, или земледелием, или стрельбой из лука, или служением царю, или каким бы то ни было ремеслом, ему приходится сталкиваться с холодом, приходится сталкиваться с жарой, ему вредят соприкосновения с мухами, с комарами, с ветром, с солнцем, с ползучими тварями. Ему грозит смерть от голода и жажды. Вот что является опасностью в отношении чувственных удовольствий, груды страданий, что видна здесь и сейчас, имеющая чувственное удовольствие своей причиной, чувственное удовольствие своим источником, чувственное удовольствие своей основой. Причина этому, страданию, просто лишь чувственное удовольствие. Если имущество не приходит к представителю клана по мере того, как он работает, старается, прилагает усилий, то тогда он печалится, горюет и плачет, бьет себя в грудь, становится обезумевшим, рыдая, моя работа была напрасной, мои усилия были тщетными. И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груды страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственное удовольствие. Если имущество приходит к представителю клана по мере того, как он работает, старается, прилагает усилий, он переживает боль и печаль, оберегая его, как сделать так, чтобы ни цари, ни воры не забрали бы его, чтобы огонь не изжег его, чтобы вода не смыла бы его, чтобы ненавистные наследники не забрали бы его? По мере того, как он охраняет и защищает свое имущество, цари и воры забирают его, или огонь сжигает его, или вода смывает его, или ненавистные наследники забирают его. И тогда он печалится, горюет и плачет, бьет себя в грудь, становится обезумевшим, рыгая, «У меня больше нет того, что было прежде». И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груд и страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственные удовольствия своей причиной, чувственные удовольствия своим источникам, чувственные удовольствия своей основой, просто лишь из-за наличия чувственных удовольствий, цари ссорятся с терями, знать со знатью, брахманы с брахманами, домохозяева с домохозяевами. Мать ссорится с сыном, сын – с матерью, отец – с сыном, сын – с отцом. Брат ссорится с братом, брат – с сестрой, сестра – с братом, друг – с другом. И в этих своих ссорах, перебранках, пререканиях, они нападают друг на друга с кулаками, дубинами, палками, ножами, из-за чего навлекают на себя смерть или смертельные страдания. И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груды страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственные удовольствия своей причиной, мужчины берутся за мечи и щиты, за пряжки на луках и колчанах, и пускаются в битву стенкой на стенку с летящими стрелами и копьями, со взмахами мечей. Там их ранят стрелы и копья, головы отрубаются мечами, этим они навлекают на себя смерть или смертельные страдания. И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груды страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственные удовольствия своей причиной, мужчины берутся за мечи и щиты, за пряжки на луках и колчанах, и они нападают на слабые бастионы с летящими стрелами и копьями, со взмахами мечей. Там их ранят стрелы и копья, их поливают, со стен бастионов, кипящими жидкостями, крушат тяжестями, отрубают головы мечами, этим они навлекают на себя смерть или смертельные страдания. И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груды страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственные удовольствия своей причиной, мужчины вламываются в дома, воруют богатство, совершают кражи, устраивают засады на дорогах, соблазняют чужих жен, а когда их ловят, цари подвергают их многочисленным видам пыток. Они приказывают хлестать их кнутами, бить бамбуком, бить дубинами. Они приказывают отрезать им руки, отрезать им ноги, отрезать им руки и ноги, отрезать им уши, отрезать им нос, отрезать им уши и нос. Они приказывают подвергнуть их, пытки под названием, котел с кашей, бритье, досостояние, отполированной раковины, рот раху, огненный венок, кылающая длань, лезвие травы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пекеливание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрас. Они приказывают облить их кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить их заживо на кол, приказывают отрубить им голову мечом. Этим они навлекают на себя смерть или смертельные страдания. И это также опасность в отношении чувственных удовольствий, груды страданий. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственные удовольствия своей причиной, люди пускаются в неблагое поведение телом, речью, умом. Сделав так, с распадом тела, после смерти, они возникают в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это, опасность в отношении чувственных удовольствий, груди страданий в жизни, которая придет, два, имеющие чувственные удовольствия своей причиной, чувственные удовольствия своим источником, чувственные удовольствия своей основой. Причина этому, страданию, просто лишь чувственные удовольствия. Спасение. И что такое, монахи, спасение в отношении чувственных удовольствий? Это устранение желания и жажды, оставление желания и жажды к чувственным удовольствиям. Это является спасением в отношении чувственных удовольствий. Не может быть такого, чтобы те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательность как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение в отношении чувственных удовольствий, могли бы либо сами полностью понимать чувственные удовольствия, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять чувственные удовольствия. Может быть так, что те жрецы и отшельники, которые понимают, могли бы либо сами полностью понимать чувственные удовольствия, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять чувственные удовольствия. Материальная форма. И что такое, монахи, привлекательность в отношении материальной формы? Представьте пятнадцатилетнюю или шестнадцатилетнюю девушку из варны знати или варны брахманов или из домохозяйства, не слишком высокую, не слишком низкую, не слишком худую, не слишком толстую, не слишком темную, не слишком светлую. Не была бы ее красота и миловидность в таком случае наибольшей? Да, учитель. Удовольствие и радость, возникающие из-за этой красоты и миловидности, являются привлекательностью в отношении материальной формы. И что такое, монахи, опасность в отношении материальной формы? Спустя какое-то время можно будет увидеть эту же самую женщину, которая 80, 90, или 100 лет, скрючившуюся как подкова, согнутую вдвое, опирающуюся на палку, шатающуюся, хилую, утратившую молодость, с разбитыми зубами, седыми и скудными волосами, флешивую, морщинистую, с покрытыми пятнами частями тела. Как вы думаете, монахи, не исчезла ли ее красота и миловидность, и не стала ли видна опасность? Монахи, это является опасностью в отношении материальной формы. Далее, можно будет увидеть эту же самую женщину, нездоровую, страдающую, серьезно больную, лежащую, испачканной собственной мочой и испражнениями, которую ставят на ноги одни, а кладут другие. Как вы думаете, монахи, не исчезла ли ее красота и миловидность, и не стала ли видна опасность? Монахи, это также является опасностью в отношении материальной формы. Далее, можно будет увидеть эту же самую женщину, труп, брошенный на кладбище день, два, три тому назад, мертвый, раздувшийся, бледный, истекающий, нечистотами. Как вы думаете, монахи, не исчезла ли ее красота и миловидность, и не стала ли видна опасность? Далее, можно будет увидеть эту же самую женщину, труп, брошенный на кладбище, пожираемый воронами, ястребами, грифами, собаками, шакалами, различными видами червей, скелет с плотью и кровью, стянутый сухожилиями, скелет без плоти, измазанный кровью, стянутый сухожилиями, скелет без плоти, стянутый сухожилиями, разъединенные кости, разбросанные повсюду, там кость руки, там кость ноги, там берцовая кость, там бедренная кость, там тазовая кость, там позвоночник, там ребра, там грудная кость, там плечевая кость, там челюсть, там зуб, там череп. Скелет, с побелевшими костями, цвета морской раковины, кости, собранные в кучу, кости, которым больше сотни лет, сгнившая и стершаяся в пыль. Как вы думаете, монахи, не исчезла ли ее красота и миловидность, и не стала ли видна опасность? И что такое, монахи, спасение в отношении материальной формы? Это устранение желания и жажды, оставление желания и жажды к материальной форме. Это является спасением в отношении материальной формы. Не может быть такого, чтобы те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательность как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение и в отношении материальной формы, могли бы либо сами полностью понимать материальную форму, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять материальную форму. Может быть так, что те жрецы и отшельники, которые понимают, могли бы либо сами полностью понимать материальную форму, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять материальную форму. Чувства. И что такое, монахи, привлекательность в отношении чувств? Вот, монахи, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, три. В этом случае он не намеревается сделать что-либо, ради собственной болезненности, или болезненности других, или ради болезненности обоих. В этом случае он чувствует только чувства, которые свободны от болезненности. Высшая привлекательность в отношении чувств – это свобода от болезненности, я говорю вам. Далее, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг удовольствий, которые возникли посредством сосредоточения. В этом случае он не намеревается, болезненности, я говорю вам. С угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерно чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. И что такое, монахи, опасность в отношении чувств? Чувства непостоянны, страдательны, подвержены изменению. Это является опасностью в отношении чувств. И что такое, монахи, спасение в отношении чувств? Это устранение желания и жажды, оставление желания и жажды к чувствам. Это является спасением в отношении чувств. Не может быть такого, чтобы те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательность как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение в отношении чувств, могли бы либо сами полностью понимая чувства, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять чувства». Может быть так, что те жрецы и отшельники, которые понимают, могли бы либо сами полностью понимая чувства, либо наставлять другого так, чтобы он смог полностью понять чувства. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, комментарий, полное понимание, паринья, здесь означает преодоление, самотикама, или оставление, пахана. Странники-приверженцы других учений обозначали полным пониманием чувственных удовольствий к первую джхану, полным пониманием материальной формы нематериальной миры существования, полным пониманием чувств мира невоспринимающих существ. Будда же, напротив, описывает полное понимание чувственных удовольствий как путь невозвращающегося, а полное понимание материальной формы и чувств как путь араханства. Смотри также Антри 1126, где содержится похожая беседа Будды с учеником Алла-Аракаламы, бывшего учителя Бодхисатты. Два, стоит отметить, что в предыдущих примерах опасности чувственных удовольствий идет другая фраза груда страданий, видимая здесь и сейчас, то есть, в этой самой жизни. Три, Будда специально выбрал наиболее возвышенные виды чувств, чтобы показать, что даже они не постоянны. Чула Дукхакхан Тхасута, Малая лекция о груди страданий. МН 14. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Сакьев-Капилаватху в парке Ненгродхи. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, долгое время я понимал Тхамму, который научил Благословенный, так, жажда – это изъян, который загрязняет ум, злоба – это изъян, который загрязняет ум, заблуждение – это изъян, который загрязняет ум. И, все же, хоть я и понимаю Тхамму, который научил Благословенный, временами состояние жажды, злобы, заблуждения наводняют мой ум и остаются в нем. Я задумался, господин, какое состояние все еще не отброшено мною внутреннее, из-за которого временами эти состояния жажды, злобы, заблуждения наводняют мой ум и остаются в нем. Один. Маханама, в тебе все еще есть внутренне не отброшено и от тобой состояние, из-за которого временами эти состояния жажды, злобы, заблуждения наводняют твой ум и остаются в нем. Ведь если бы это состояние уже было бы в тебе внутренне и отброшено тобой, то ты бы не жил домохозяйской жизнью, ты бы не наслаждался чувственными удовольствиями. Два. Именно из-за этого внутреннего неотброшенного от тобой состояния ты живешь дома и наслаждаешься чувственными удовольствиями. Даже несмотря на то, что ученик благородных ясно увидел правильной мудростью в соответствии с действительностью, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, но больше страданий и отчаяния, и что опасность, заключенная в них, и того больше, все же, пока он все еще не достигает восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, пока он не достигает, чего-то более умиротворенного, нежели это, то его все еще могут привлекать чувственные удовольствия. 3. Но когда ученик благородных ясно увидел правильной мудростью в соответствии с действительностью, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, но больше страданий и отчаяния, и что опасность, заключенная в них, и того больше, и, когда, он достигает восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, когда он достигает, чего-то более умиротворенного, нежели это, то тогда его более не привлекают чувственные удовольствия. До моего просветления, пока я все еще был только лишь непросветленным Бодхисаттой, я тоже ясно видел правильной мудростью в соответствии с действительностью, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, но больше страданий и отчаяния, и как велика опасность, заключенная в них. Но пока я еще не достигал восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, пока не достигал, чего-то более умиротворенного, нежели это, я осознавал, что все еще чувственные удовольствия могут привлекать меня. Но когда я ясно увидел правильной мудростью, когда достигал, чего-то более умиротворенного, нежели это, то я осознал, что меня более не привлекали чувственные удовольствия. Привлекательность и опасность чувственных удовольствий. И что такое привлекательность в отношении чувственных удовольствий? Маханама, есть эти пять нити чувственных удовольствий. Какие пять? Формы, познаваемые глазом. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Четыре. Далее, имея чувственное удовольствие своей причиной, люди пускаются в неблагое поведение телом, речью, умом. Сделав так, с распадом тела, после смерти, они возникают в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это, опасность в отношении чувственных удовольствий, груда страданий в жизни, которая придет, имеющая чувственное удовольствие своей причиной, чувственное удовольствие своим источником, чувственное удовольствие своей основой. Причина этому, страданию, просто лишь чувственное удовольствие. Нигант Химаханама, однажды я проживал в Раджагахе на горе утёс ястребов. И тогда группа нигантхов, живущих на чёрной скале, что на склоне Сигиля, практиковали продолжительные стояния, отвергая сиденья, и переживали болезненные, раздирающие, пронзающие боли за усердие, этом пять. И тогда, вечером, я вышел из медитации и отправился туда, к нигантхам. Я спросил их, друзья, почему вы практикуете продолжительные стояния, отвергая сиденья, переживая болезненные, раздирающие, пронзающие боли за усердие, Когда так было сказано, они ответили, друг, Нигантха Натапутта Всезнающий и Всевидящий, он заявляет о том, что обладает абсолютным знанием и видением, иду ли я, стою, сплю или бодрствую, знания и видения непрерывно и постоянно присутствуют во мне. Он говорит, Нигантхе, в прошлом вы совершали порочные деяния. Износите их исполнением пронзающей аскезы. А когда вы здесь и сейчас задержаны в теле, речи, и уме, то это является неделанием порочных деяний на будущее. Поэтому истребив аскезы прошлое действие и не делая новых действий, не будет последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, то имеет место уничтожение действия. С уничтожением действия имеет место уничтожение страданий. С уничтожением страданий имеет место уничтожение чувств. С уничтожением чувств все страдание будет изношено. Такова, доктрина, которую мы одобряем и принимаем, мы довольны ей. Когда так было сказано, я сказал им, но, друзья, знаете ли вы, что вы существовали в прошлом, и что не так оно вовсе, что вас не было в прошлом?» Они ответили, «Нет, друг». Тогда я сказал, «Но, друзья, знаете ли вы, что вы совершали порочные деяния в прошлом и не воздерживались от них?» Они ответили, «Нет, друг». Тогда я сказал, «Но, друзья, знаете ли вы, что вы совершали такие-то и такие-то порочные деяния?» Они ответили, «Нет, друг». Тогда я сказал, «Но, друзья, знаете ли вы, что столько-то страданий уже было изношено, или столько-то страданий еще следует износить, или что если износить столько-то страданий, то все страдания износится? Они ответили, нет, друг. Тогда я сказал, но, друзья, знаете ли вы, что такое отбрасывание неблагих состояний, и что такое взращивание неблагих состояний здесь и сейчас? Они ответили, нет, друг. Тогда я сказал, итак, друзья, выходит, что вы не знаете, существовали или вы в прошлом? Что такое взращивание благих состояний здесь и сейчас? А раз так, то выходит, что когда те, кто являются убийцами, кровожадными злодеями в мире, перерождаются среди человеческих существ, они оставляют жизнь домохозяйскую и идут жить жизнью бездомной как Нигантхи, 6. Они ответили, друг Гатама, удовольствие не обретается через удовольствие. Удовольствие обретается через боль. Ведь если бы удовольствие обреталось через удовольствие, то тогда царь Синия Бенбисара из Магадхи обретал бы удовольствие, ведь он пребывает в куда большем удовольствии, 7, нежели почтенный Гатама. Тогда я сказал, вне сомнений, почтенный Нигантхи произнесли эти слова поспешно, не обдумав. Ведь это меня следовало спросить, кто пребывает в большем удовольствии, царь Синия Бенбисара из Магадхи или же почтенный Гатама? Они ответили, вне сомнений, друг Гатама, мы произнесли эти слова поспешно, не обдумав. Пусть так и будет. Но теперь мы спросим почтенного Готаму, кто пребывает в большем удовольствии, царь Синия Бенбисара из Магадхи или же почтенный Готама? Тогда я сказал, в таком случае, друзья, я задам вам встречный вопрос. Отвечайте так, как сочтете нужным. Как вы думаете, друзья, может ли царь Синия Бенбисара из Магадхи пребывать, не двигаясь телом, не произнося, единого слова, переживая исключительное удовольствие в течение семи дней и ночей, непрерывно? Они ответили, нет, друг. Тогда я сказал, может ли царь Синия Бенбисара из Магадхи пребывать, не двигаясь телом, не произнося, единого слова, переживая исключительное удовольствие в течение шести, пяти, четырех, трех или двух дней и ночей, непрерывно, одного дня и ночи, непрерывно? Они ответили, нет, друг. Тогда я сказал, но, друзья, я могу пребывать, не двигаясь телом, не произнося, единого слова, переживая исключительное удовольствие в течение одного дня и ночи, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи дней и ночей, непрерывно, восемь. Как вы думаете, друзья? Если это так, то кто пребывает в большем удовольствии, царь Синия Бенбисара из Магадхи или я? Если это так, то тогда почтенный Гатама пребывает в большем удовольствии, нежели царь Синия Бенбисара из Магадхи. Так сказал благословенный. Маханама из клана Сакьи был доволен и восхитился словами благословенного. Один, согласно комментарию, Маханама к этому моменту уже давно как достиг плода однажды возвращения, который уменьшает жажду, злобу, заблуждений, но не искореняет их. Маханама ошибочно считал, что однажды возвращение должно искоренять их, поэтому и обратился с этим вопросом к Будде. Судя по пояснению комментария, ученик благородных все еще может ошибаться в отношении того, на каком уровне какие загрязнения отбрасываются. Два, очевидно, речь идет о чувственном желании, из-за которого он жил дома и наслаждался чувственными удовольствиями. Три, восторг и счастье, отделенные от чувственных удовольствий, относятся к первой и второй джхане. Более умиротворенные состояния, это более высокие джханы. Исходя из этого фрагмента сутты можно заключить, что ученик может достичь даже второго плода из четырех, в буддийском пути, не обладая джханой. Примечание переводчика СВ смотри также Антри 94, где сказано, что вначале ученик достигает первого плода, вступления в поток, а затем, если, отбрасывая жажду и злобу, он входит в первую джхану, то достигает третьего плода, состояние невозвращения. Четыре, повторяется весь длинный фрагмент об опасности чувственных удовольствий предыдущей сутты МН 13. Пять, Нигантхи, древние джайны, последователи Махавиры, Нигантханатапуты. Они практиковали болезненную аскезу, так как считали, что это уничтожает плохую прошлую каму, и таким образом они смогут достичь освобождения. Будда приводит в пример крайность самоумерщвления, чтобы показать срединный путь между болезненной аскезой и потоканием чувственным удовольствием. Шесть, джайны считали, что все, что переживает человек, обусловлено прошлой камой. По словам Будды, если бы это было так, то тогда те ужасные боли, которые они в себе вызывали аскезой, были бы укоренены в пагубных деяниях их прошлой жизни. Семь, примечаний переводчика СВ, очевидно, речь идет об утонченном духовном удовольствии. Нигантхи, пытаясь отстоять состоятельность своей доктрины, говорят, что если бы такое духовное удовольствие обреталось бы не через боль аскезы, как они считают, а через чувственные наслаждения, как, например, у царя Бенбисары, то тогда и сам царь Бенбисара легко бы обретал духовное удовольствие, ведь у него в данный момент имеется множество удовольствий чувственных. В конце они также упоминают, что чувственные удовольствия царя – это нечто куда более высокое, чем то удовольствие, которое имеет непрактикующий болезненную аскезу Будда, из-за чего Будда и вступает с ними в дебаты на этот счет, чтобы опровергнуть это их ошибочное мнение. Восемь, примечаний переводчика СВ, согласно комментарию, речь идет о вхождении в медитативное переживание плода араханства. Однако, вполне возможно, что имеются в виду и просто те или иные уровни джхан, так как даже уже в первой джхане нет ни малейшей телесной боли, СН-48-40. Кроме того, такое объяснение лучше согласуется с первой частью сутты, поскольку там Будда говорит именно о восторге и счастье джхан. Анухмана сутта, умозаключение. МН-15. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махамат Галана проживал в стране Бхага возле Сун-Сумарагира в роще Пхисакалы в Оленьем парке. Там он обратился к монахам так, друзья монахи. Друг, ответили они. Достопочтенный Махамат Галана сказал, друзья, хотя монах просят так, пусть достопочтенные делают мне замечания, мне нужно, чтобы достопочтенные делали мне замечания, все же, если ему трудно делать замечания, и, если, он обладает качествами, из-за которых ему трудно делать замечания, если он нетерпелив и не следует наставлением подобающе, то тогда его товарищам по святой жизни не следует делать ему замечания, наставлять его. Они считают его тем, кому нельзя доверять. Из-за каких, его, качеств ему трудно делать замечания? Вот монах имеет порочные желания и одолеваем порочными желаниями, один. Из-за этого качества ему трудно делать замечания. Далее, монах восхваляет себя и принижает других. Далее, монах злой и одолеваем злостью. Далее, монах злой и негодующий из-за злости. Далее, монах злой и упрямый из-за злости. Далее, монах злой и говорит слова, граничащие со злостью. Далее, монаха упрекают, и он противится тому, кто его упрекает. Далее, монаха упрекают, и он клявещет на того, кто его упрекает. Далее, монаха упрекают, и он упрекает упрекающего в ответ. Далее, монаха упрекают, и он уверивает, уходит от разговора, проявляет злобу, ненависть и горечь. Далее, монаха упрекают, и он не признает своего, неблагого, поведения, два. Далее, монах надменен и кичлив. Далее, монах завислив и скуп. Далее, монах не искренний и лживый. Далее, монах упрямый и высокомерен. Далее, монах придерживается своих собственных воззрений, прочно за них держится и оставляет их с трудом. Из-за этого качества ему трудно делать замечания. Друзья, эти называются качествами, из-за которых ему трудно делать замечания. Друзья, хотя монах не просит так, пусть достопочтенные делают мне замечания, мне нужно, чтобы достопочтенные делали мне замечания, все же, если ему легко делать замечания, и, если, он обладает качествами, из-за которых ему легко делать замечания, если он терпелив следует наставлениям подобающее, то тогда его товарищам по святой жизни следует делать ему замечания, наставлять его. Они считают его тем, кому можно доверять. Из-за каких, его, качеств ему легко делать замечания? Вот у монаха нет порочных желаний, и он не одолеваем порочными желаниями. Из-за этого качества ему легко делать замечания. Далее, монах не восхваляет себя и не принижает других. Далее, монах не злой и не позволяет злобе одолеть его. Далее, монах не злой и не негодующий из-за злости. Далее, монах не злой и не упрямый из-за злости. Далее, монах не злой и не говорит слов. граничащих со злостью. Далее, монаха упрекают, и он не противится тому, кто его упрекает. Далее, монаха упрекают, и он не клевещет на того, кто его упрекает. Далее, монаха упрекают, и он не упрекает упрекающего в ответ. Далее, монаха упрекают, и он не уверивает, не уходит от разговора, не проявляет злобу, ненависть и горечь. Далее, монаха упрекают, и он не отказывается признавать свое «неблагое» поведение. Далее, монах не надменен и не кечлив. Далее, монах независлив и не скуп. Далее, монах не искренний и не лживый. Далее, монах не упрям и невысокомерен. Далее, монах не придерживается своих собственных воззрений, не держится за них прочно, оставляет их с легкостью. Из-за этого качества ему легко делать замечания. Друзья, эти называются качествами, из-за которых ему легко делать замечания. И теперь, Друзья, монаху следует сделать умозаключение в отношении себя таким образом, тот, у кого порочные желания, и кто одолеваем порочными желаниями, немил и неприятен мне. Если бы у меня были порочные желания, если бы я был одолеваем порочными желаниями, то я был бы немил и неприятен другим. Монах, который знает это, должен побудить свой ум следующим образом, у меня не будет порочных желаний, я не буду одолеваем порочными желаниями. Тот, кто восхваляет себя и принижает других, придерживается своих собственных воззрений, прочно за них держится, и оставляет их с трудом, немил и неприятен мне. Если бы я придерживался своих собственных воззрений, то я был бы немил и неприятен другим. Монах, который знает это, должен побудить свой ум следующим образом. Я не буду придерживаться своих собственных воззрений, не буду прочно за них держаться и буду оставлять их с легкостью. И теперь, друзья, монаху следует пересматривать себя таким образом, если у меня порочные желания, одолеваем ли я порочными желаниями? Если, когда он пересматривает так, он знает, у меня есть порочные желания, я одолеваем порочными желаниями, то тогда ему следует приложить усилия к оставлению этих плохих, неблагих состояний. Но если, когда он пересматривает так, он знает, у меня нет порочных желаний, я не одолеваем порочными желаниями, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, монаху следует пересматривать себя таким образом, восхваляю ли я себя и принижаю ли других? Придерживаюсь ли своих собственных воззрений, прочно ли за них держусь, и оставляю ли их с трудом? Если, когда он пересматривает так, он знает, следует приложить усилия к оставлению этих плохих, неблагих состояний. Но если, когда он пересматривает так, он знает, день и ночь в благих состояниях. Друзья, когда монах пересматривает себя таким образом, то если он видит, что эти плохие, неблагие состояния и не все оброшены в нем, то тогда ему следует приложить усилия к отбросыванию их всех. Но если, когда он пересматривает себя так, он видит, что они все оброшены в нем, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. 3. Подобному мужчине или женщине, юной, молодой, которой нравятся украшения, которая изучает отражение своего лица в ярком чистом зеркале или в чаше с чистой водой, если она увидит грязь или пятно на нем, она постарается устранить его. Если она не увидит ни грязи, ни пятно на нем, она будет рада, как прекрасно, что оно чистое. Точно так же, когда монах пересматривает сам себя таким образом, может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Так сказал достопочтенный Махамакгаллана. Монахи были довольны и восхитились словами достопочтенного Махамакгалланы. 1. Смотри. МН 5. 2. Смотри. Ан 8.14, где к этим случаям приведены метафоры с неприрученным жеребенком. 3. Комментарий. Древние, монахи, называли эту суту Пхиткху Патимакха. Монаху следует пересматривать себя, так, три раза в день, как это описано в сутте. Если он не может сделать так три раза, то ему следует так сделать два раза, или, как минимум, один раз. Читокхила сутта, умственное бесплодие. МН 16. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, не может быть такого, чтобы какой-либо монах, не отбросивший пяти видов умственного бесплодия и не отрезавший пяти видов подневольности ума, мог бы прийти к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Пять видов умственного бесплодия и каковы, монахи, пять видов умственного бесплодия, которые он не отбросил? Вот монах сомневается, не уверен, не имеет доверия, не определился в отношении Учителя, и поэтому его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Далее, монах сомневается, в отношении Дхаммы, это второй вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Далее, монах сомневается, в отношении Санхи, это третий вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Далее, монах сомневается, в отношении тренировки, это четвертый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Далее, монах недоволен и зол на своих товарищей по святой жизни, Он обидчив игру по отношению к ним, и поэтому его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид умственного бесплодия, который он не отбросил. Таковы пять видов умственного бесплодия, которые он не отбросил. Пять видов подневольности ума. И каковы, монахи, пять видов подневольности ума, которые он не отрезал? Вот монах не лишён жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к чувственным удовольствиям, и поэтому его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид подневольности ума, которую он не отрезал. Далее, монах не лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к телу, это второй вид подневольности ума, которую он не отрезал. Далее, монах не лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к форме, это третий вид подневольности ума, которую он не отрезал. Далее, монах ест столько, сколько хочет, пока его живот не наполнится, и поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна, и поэтому его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это четвертый вид подневольности ума, которую он не отрезал. Далее, монах ведет святую жизнь ради, перерождения в той или иной группе божеств, думая, благодаря этому нравственному поведению, соблюдению, предписаний, аскезии, святой жизни, я буду дэвом или одним из тех, кто числятся в свите, дэвов, и поэтому его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид подневольности ума, которую он не отрезал. Таковы пять видов подневольности ума, которые он не отрезал. Монахи, не может быть такого, чтобы какой-либо монах, не отбросивший этих пяти видов умственного бесплодия и не отрезавший этих пяти видов подневольности ума, мог бы прийти к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхами и Винае. Монахи, может быть так, что какой-либо монах, отбросивший пять видов умственного бесплодия и отрезавший пять видов подневольности ума, сможет прийти к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхами и Винае. Отбросывание умственного бесплодия. И каковы, монахи, пять видов умственного бесплодия, которые он отбросил? Вот монах не сомневается, не неуверен, не имеет недоверия, не является неопределившимся в отношении учителя, и поэтому его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид умственного бесплодия, который был отброшенным. Далее, монах не сомневается в отношении Дхаммы. Санхи – тренировки. Далее, монах не является недовольным и злым на своих товарищей по святой жизни, он не обичав ни групп по отношению к ним, и поэтому его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид умственного бесплодия, который был отброшенным. Таковы пять видов умственного бесплодия, которые он отбросил. Отбросывание и подневольность ума. И каковы, монахи, пять видов подневольности ума, которые он отрезал? Вот монах лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к чувственным удовольствиям, и поэтому его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид подневольности ума, которую он отрезал. Далее, монах лишен жажды, к телу, к форме. Далее, монах не ест столько, сколько хочет, пока его живот не наполнится, и не поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна, и поэтому его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это четвертый вид подневольности ума, которую он отрезал. Далее, монах не ведет святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств. Поскольку его ум склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид подневольности ума, которую он отрезал. Таковы пять видов подневольности ума, которые он отрезал. Четыре основы сверхъестественных сил. Монахи, может быть так, что какой-либо монах, отбросивший эти пять видов умственного бесплодия и отрезавший эти пять видов подневольности ума, сможет прийти к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхаме и Винае. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. И воодушевление является пятым, один. Монах, который обладает пятнадцатью факторами, два, включая воодушевление, способен пробиться, способен на просветление, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Представьте курицу с восемью, десятью, или двенадцатью яйцами, которые она бы укрыла, высидела, взрастила правильным образом. Даже если такого желания не возникло бы в ней, ох, пусть мои цыплята пробьют скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. Все равно цыплята способны пробить скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. Точно так же, монах, который обладает пятнадцатью факторами, включая воодушевление, способен пробиться, способен на просветление, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Пояснение насчет основ сверхъестественных сил смотри в СН 51. Комментарий поясняет, что воодушевление, у Солхи, это усердие, которое используется везде. 2. Десять негативных факторов, перечисленных в сутте, а также эти пять позитивных факторов, связанных с развитием сверхъестественных сил. Ванападха сутта, лесная чаща. МН 17. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я дам вам лекцию о лесной чаще. Слушайте внимательно то, о чем я скажу. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал следующий, монахи, вот монах живет в некой лесной чаще. По мере того, как он живет там, его неутвержденная осознанность не становится утвержденной, его несосредоточенный ум не становится сосредоточенным, его не уничтоженные пятна, загрязнения ума, не уничтожаются. Он не достигает непревзойденной защиты от подневольности. Помимо этого, средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с трудом. Монах должен рассуждать так, я живу в этой лесной чаще, не достигаю непревзойденной защиты от подневольности, добываются с трудом. Этому монаху следует покинуть эту лесную чаще в эту же самую ночь или в этот же самый день. Ему не следует оставаться жить там. Вот, монахи, монах живет в некой лесной чаще. По мере того, как он живет там, его неутвержденная осознанность не становится утвержденной, его несосредоточенный ум не становится сосредоточенным, его не уничтоженные пятна, загрязнения ума, не уничтожаются. Он не достигает непревзойденной защиты от подневольности. Но средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с легкостью. Монах должен рассуждать так, я живу в этой лесной чаще, не достигаю непревзойденной защиты от подневольности, добываются с легкостью. Однако, я покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, не ради одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Более того, по мере того, как я живу здесь, неутвержденная осознанность не становится утвержденной, не достигаю непревзойденной защиты от подневольности. Поразмыслив так, этот монах должен покинуть эту лесную чащу. Ему не следует оставаться жить там. Вот, монахи, монах живет в некой лесной чаще. По мере того, как он живет там, его неутвержденная осознанность становится утвержденной, его несосредоточенный рум становится сосредоточенным, его неуничтоженные пятна, загрязнение ума, уничтожаются. Он достигает непревзойденной защиты от подневольности. Но средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с трудом. Монах должен рассуждать так, я живу в этой лесной чаще, достиг непревзойденной защиты от подневольности, добываются с трудом. Однако, я покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, не ради одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Более того, по мере того, как я живу здесь, неутвержденная осознанность становится утвержденной, достиг непревзойденной защиты от подневольности. Поразмыслив так, этот монах должен остаться проживать в этой лесной чаще. Ему не следует уходить. Вот, монахи, монах живет в некой лесной чаще. По мере того, как он живет там, его неутвержденная осознанность становится утвержденной, его несосредоточенный ум становится сосредоточенным, его неуничтоженные пятна, загрязнения ума, уничтожаются. Он достигает непревзойденной защиты от подневольности. Помимо этого, средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с легкостью. Монах должен рассуждать так, я живу в этой лесной чаще, достиг непревзойденной защиты от подневольности, добываются с легкостью. Этому монаху следует продолжать жить в этой лесной чаще всю свою жизнь. Ему не следует уходить. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некой деревни. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего поселения. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего города. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоей страны. Один вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего человека. По мере того, как он живет в зависимости от некоего человека, его неутвержденная осознанность не становится утвержденной, не достигает непревзойденной защиты от подневольности. Помимо этого, средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с трудом. Монах должен рассуждать так, я живу в зависимости от этого человека, не достигая непревзойденной защиты от подневольности, добываются с трудом. Этому монаху следует покинуть этого человека, даже, не уведомив его об этом, в эту же самую ночь или в этот же самый день. Ему не следует продолжать следовать за ним. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего человека. По мере того, как он живет в зависимости от некоего человека, его неутвержденная осознанность не становится утвержденной, не достигает непревзойденной защиты от подневольности. Но средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с легкостью. Монах должен рассуждать так, я живу, не достигаю непревзойденной защиты от подневольности, добываются с легкостью. Однако, я покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной не ради одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Более того, по мере того, как я живу в зависимости от этого человека, неутвержденная осознанность не становится утвержденной, не достигаю непревзойденной защиты от подневольности. Поразмыслив так, этому монаху следует покинуть этого человека, предварительно, уведомив его об этом. Ему не следует продолжать следовать за ним. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего человека. По мере того, как он живет в зависимости от некоего человека, его неутвержденная осознанность становится утвержденной, достигает непревзойденной защиты от подневольности. Но средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с трудом. Монах должен рассуждать так, я живу, достиг непревзойденной защиты от подневольности, добываются с трудом. Однако, я покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, не ради одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Более того, по мере того, как я живу в зависимости от этого человека, неутвержденная осознанность становится утвержденной, достиг непревзойденной защиты от подневольности. Поразмыслив так, этому монаху нужно продолжать следовать за этим человеком. Ему не следует покидать его. Вот, монахи, монах живет в зависимости от некоего человека. По мере того, как он живет, его неутвержденная осознанность становится утвержденной, достигает непревзойденной защиты от подневольности. Помимо этого, средства к жизни, которые следует добывать тому, кто ушел в жизнь бездомную, одеяние, еда, жилище, необходимые для лечения вещи, добываются с легкостью. Монах должен рассуждать так, я живу, достиг непревзойденной защиты от подневольности, добываются с легкостью. Этому монаху нужно продолжать следовать за этим человеком всю свою жизнь. Ему не следует покидать его, даже если ему говорят уйти. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, все эти пункты раскрываются по аналогии с фрагментом о лесной чаще. Матхупиндика сутта, Медовик. МН 18. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Сакьи в Капилаваттфу в парке Негродхи. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и пошел в Капилаваттфу за подаяниями. Походив по Капилаваттфу за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в Великий лес, чтобы провести там остаток дня, и, войдя в Великий лес, сел у подножия молодого дерева Баэля, чтобы провести здесь остаток дня. Дэндапани из клана Сакьев, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, также вошел в Великий лес. И когда он вошел в Великий лес, он подошел к молодому дереву Баэля, где находился Благословенный, и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, опираясь на свою трость, один, и спросил Благословенного, что отшельник утверждает, что он провозглашает? Друг, я утверждаю и провозглашаю свое учение, так, что никто не ссорится ни с кем в этом мире с его божествами, марами, брахмами, этом поколении с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми людьми. Утверждаю и провозглашаю, так, что в брахмане, который пребывает отделенным от чувственных удовольствий, нет боли и предрасположенности к восприятиям, и он пребывает без замешательства, устранив беспокойство, пребывает свободным от жажды к какому-либо существованию. Когда так было сказано, Дамдапани из клана Сакьев потряс головой, высунул язык, поднял брови так, что на лбу появились три складки, два. Затем он ушел, опираясь на свою трость. И затем, вечером, Благословенный вышел из медитации и отправился в парк Негротхе, где сел на подготовленное для него сидение и рассказал монахам обо всем, что произошло. Тогда один монах спросил Благословенного, но, учитель, как Благословенный утверждает и провозглашает свое учение, так, что никто не ссорится ни с кем, нет боли и предрасположенности к восприятиям, и он пребывает без замешательства, устранив беспокойство, пребывает свободным от жажды к какому-либо существованию. Монах, что касается источника, посредством которого восприятие идеи, рожденной умственным разрастанием, осаждаю человека, если нет никаких восхищений, приветствия, удержания, то это конец скрытой склонности к жажде, скрытой склонности к злобе, скрытой склонности к воззрениям, скрытой склонности к сомнению, скрытой склонности к самомнению, скрытой склонности к жажде существовать, скрытой склонности к невежеству. Это, конец взятию дубин и оружия, перебранкам, ссорам, обвинениям, злобным словам, лживым речам. Здесь эти плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. Так сказал Благословенный. Сказав так, счастливейший поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И вскоре после того, как Благословенный ушел, монахи стали обсуждать, итак, друзья, Благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину после того, как дал краткое изложение, не дав подробного объяснения значения. Кто сможет объяснить его подробно? Затем они подумали, достопочтенный Махакачина восхваляем учителем и уважаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Он может подробно объяснить значение. Что если мы отправимся к нему и спросим его о значении этого? И тогда монахи отправились к достопочтенному Махакачине и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и рассказали ему обо всем случившемся, добавив, пусть достопочтенный Махакачина объяснит нам. Тот ответил, друзья, это как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и прошел бы мимо корней и ствола, думая, что сердцевину великого дерева с сердцевиной нужно искать среди ветвей и листьев. Так и с вами, достопочтенные, вы сидели лицом к лицу с учителем, но прошли мимо благословенного, думая, что о значении нужно спрашивать меня. Ведь зная, благословенный знает, видя, он видит, он стал видением, он стал знанием, он стал Дхаммой, он стал святым. Это он, разъяснитель, глашатый, толкователь значения, даритель бессмертного, властелин Дхаммы, Татхагата. В тот момент вам следовало спросить у благословенного о значении. То, как он объяснил бы это, так вы это бы и запомнили. Вне сомнений, друг Качана, зная, благословенный знает, видя, он видит. Татхагата. В тот момент нам следовало спросить у благословенного о значении, и то, как он объяснил бы это, так мы это бы и запомнили. Но, все же, достопочтенный Махакачина восхваляем учителем и почитаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Достопочтенный Махакачина сможет подробно разъяснить значение этого краткого утверждения, которое и вкратце было дано благословенным без подробного разъяснения значения. Пусть достопочтенный Махакачина не увидит этом беспокойство и даст разъяснение. В таком случае, друзья, слушайте внимательно то, что я скажу. Да, друг, ответили монахи. Достопочтенный Махакачина сказал следующее, друзья, когда благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, дав краткое утверждение, но не дав подробного разъяснения, то есть, монах, что касается источника, плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, то вот как я понимаю подробные значения этого. В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех – это контакт с контактом как условием имеет место чувство. То, что человек чувствует, то он воспринимает. То, что он воспринимает, об этом он и думает. То, о чем он думает, то и умственно разрастается. Когда в качестве источника есть то, что умственно разрослось, то тогда восприятие идеи, рожденной умственным разрастанием, осаждают человека в отношении форм, познаваемых глазом, в прошлом, будущем и настоящем. В зависимости от уха и звуков. В зависимости от носа и запахов. В зависимости от языка и вкусов. В зависимости от тела и осязаемых вещей. В зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. То, что человек чувствует, то он воспринимает. То, что он воспринимает, об этом он и думает. То, о чем он думает, то и умственно разрастается. Когда в качестве источника есть то, что умственно разрослось, то тогда восприятие идеи, рожденной умственным разрастанием, осаждают человека в отношении умственных объектов, познаваемых умом, в прошлом, будущем и настоящем. Когда есть глаз, форма, сознание глаза, то можно указать на проявление контакта. Когда есть проявление контакта, то можно указать на проявление чувства. Когда есть проявление чувства, то можно указать на проявление восприятия. Когда есть проявление восприятия, то можно указать на проявление обдумывания. Когда есть проявление обдумывания, то можно указать на проявление осаждения восприятием идеями, рожденными, умственным разрастанием. Когда есть ухо, звук, сознание уха. Когда есть нос, запах, сознание носа. Когда есть язык, вкус, сознание языка. Когда есть тело, осязаемая вещь, сознание тела. Когда есть ум, умственный объект, сознание ума, то можно указать. Рождёнными, умственным разрастанием. Когда нет глаза, нет формы, нет сознания глаза, то невозможно указать на проявление контакта. Когда нет проявления контакта, то невозможно указать на проявление чувства. Когда нет проявления чувства, то невозможно указать на проявление восприятия. Когда нет проявления восприятия, то невозможно указать на проявление обдумывания. Когда нет проявления обдумывания, то невозможно указать на проявление осаждения восприятием лидеями, рожденными, умственным разрастанием. Когда нет уха. Когда нет носа. Когда нет языка. Когда нет тела. Когда нет ума, нет умственного объекта, нет сознания ума, невозможно указать на проявление осаждения восприятием лидеями, рожденными, умственным разрастанием. Друзья, когда благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, дав краткое утверждение, но не дав подробного разъяснения, то есть, монах, что касается источника, посредством которого восприятие идеи, рожденной умственным разрастанием, осаждаю человека, если нет никаких восхищений, приветствия, удержания, то это конец скрытой склонности к жажде, скрытой склонности к злобе, скрытой склонности к воззрениям, скрытой склонности к сомнению, скрытой склонности к самомнению, скрытой склонности к жажде существовать, скрытой склонности к невежеству. Это конец взятию дубин и оружия, перебранком, ссором, обвинениям, злобным словам, лживым речам. Здесь эти плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, то вот каковым я понимаю подробные значения этого краткого утверждения. Теперь, друзья, если хотите, отправляйтесь к благословенному и спросите его о значении этого. То, как благословенный объяснит, так вам и следует это запомнить. И тогда монахи, довольные и обрадованные словами достопочтенного Махакачины, встали со своих сидений и отправились к благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и рассказали благословенному обо всем, что произошло, добавив «И тогда, учитель, мы отправились к достопочтенному Махакачине и спросили его о значении». Достопочтенный Махакачина объяснил значение в таких-то терминах, утверждениях и фразах. Благословенный ответил «Махакачина мудр, монахи, Махакачина наделен великой мудростью. Если бы вы спросили меня о значении этого, то я бы объяснил точно так же, как это объяснил Махакачина. Таково значение этого, и именно так вам следует запомнить это». Когда так было сказано, достопочтенный Ананда сказал благословенному, «Учитель, подобно тому, как если бы человек, изнуряемый голодом и слабостью, наткнулся бы на медовик, и с какой бы стороны он его не попробовал, он открыл бы для себя сладкий восхитительный вкус». Точно так же, «Учитель, какую бы часть значения этой лекции под хами любой способный своим умом монах бы не изучал мудростью, он бы открыл для себя удовлетворение и уверенностью ума». «Учитель, как называется эта лекция под хами?» «В таком случае, Ананда, ты можешь запомнить эту лекцию под хами как лекцию о медовике». Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного. Один, комментарий говорит, что он получил такое имя, Дандапани, с тростью в руке, потому что ходил везде с позолоченной тростью, хотя был молодым и здоровым. Он сошелся с Дивадаттой, главным врагом Будды, когда тот попытался создать раскол в Сангхе. Его манера в задавании вопроса – надменная и дерзкая. Два, по мнению достопочтенного Бодхи, это выражение разочарования и замешательства. Три, сладость из муки, топленого масла, миласы, меда, сахара и так далее. Дведьхавитаккасута, два типа мыслей. МН 19. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, что если я разделю свои мысли на два типа. И тогда на одну сторону я поместил мысли, вызванные чувственным желанием, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда, а на другую, мысли об отречении, мысли о мнении доброжелательности, мысли о непричинении вреда. По мере того, как я пребывал так, будучи прилежным, старательным, решительным, мысль, вызванная чувственным желанием, возникла во мне. И я понял, эта мысль, вызванная чувственным желанием, возникла во мне. Она ведет к моей собственной болезненности, к болезненности других, болезненности моей других. Она препятствует мудрости, создает сложности, – уводит от Нигбаны. Когда я обдумал, она ведет к моей собственной болезненности, эта мысль утихла во мне. Когда я обдумал, она ведет к болезненности других, эта мысль утихла во мне. Когда я обдумал, она ведет к болезненности моей других, эта мысль утихла во мне. Когда я обдумал, она препятствует мудрости, создает сложности, уводит от Нигбаны, эта мысль утихла во мне. Каждый раз, как мысль, вызванная, чувственным желанием возникала во мне, я отбрасывал ее, устранял ее, уничтожал ее. По мере того, как я пребывал так, будучи прилежным, старательным, решительным, недоброжелательная мысль возникла во мне. Каждый раз, как недоброжелательная мысль возникала во мне, я отбрасывал ее, устранял ее, уничтожал ее. По мере того, как я пребывал так, будучи прилежным, старательным, решительным, мысля причинения вреда возникла во мне. Каждый раз, как мысля причинения вреда возникала во мне, «Я отбрасывал ее, устранял ее, уничтожал ее». Монахи, то, над чем монах постоянно размышляет и обдумывает, это и становится направленностью его ума. Если он постоянно размышляет и обдумывает мысли, вызванные чувственным желанием, то он отбросил мысль об отречении, чтобы взрастить мысль, вызванную чувственным желанием. И тогда его ум склоняется к мыслям, вызванным чувственным желанием. Если он постоянно размышляет и обдумывает недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда, то он отбросил мысли о непричинении вреда, чтобы взрастить мысли о причинении вреда. И тогда его ум склоняется к мыслям о причинении вреда. Это, подобно тому, как в последний месяц сезона дождей, осенью, когда всходят зерновые, пастух охраняет своих коров тем, что постоянно тыкает и толкает их палкой то с одного боку, то с другого, чтобы сдержать их и обуздать. Почему? Потому что он видит, что его могут побить, бросить в тюрьму, оштрафовать или обвинить, если коровы потопчут зерновые. Точно так же я видел, этих, неблагих состояниях, ума, опасность, упадок, загрязнений, а в противоположных им, благих состояниях, благословение и отречение, аспект очищения. По мере того, как я пребывал так, будучи прилежным, старательным, решительным, мысль об отречении возникла во мне. Я понял, эта мысль об отречении возникла во мне. Она не ведет к моей собственной болезненности, болезненности других, болезненности моей других. Она способствует мудрости, не создает сложностей, ведет к неббане. Даже если я буду обдумывать эту мысль в течение ночи, в течение дня, в течение дня и ночи, я не вижу ничего такого, чего бы следовало опасаться из-за нее. Но чрезмерным размышлением и обдумыванием я утомлю свое тело, а когда тело устало, то и ум становится напряженным, а когда ум напряжен, он далек от сосредоточения. Поэтому я внутренне утверждал свой ум, успокаивал его, объединял, сосредотачивал. Почему? Чтобы мой ум не был напряженным. По мере того, как я пребывал так, будучи прилежным, старательным, решительным, мысль о ней недоброжелательности возникла во мне, мысль о непричинении вреда возникла во мне. Я понял, эта мысль о непричинении вреда возникла во мне. Она не ведет к моей собственной болезненности, болезненности других, болезненности моей других. Она способствует мудрости, не создает сложностей, ведет к неббане. Даже если я буду обдумывать эту мысль в течение ночи, в течение дня, в течение дня и ночи, я не вижу ничего такого, чего бы следовало опасаться из-за нее. Но чрезмерным размышлением и обдумыванием я утомлю свое тело, а когда тело устало, то и ум становится напряженным, а когда ум напряжен, он далек от сосредоточения. Поэтому я внутренне утверждал свой ум, успокаивал его, объединял, сосредотачивал. Почему? Чтобы мой ум не был напряженным. Монахи, то, на чем монах постоянно размышляет и обдумывает, это и становится направленностью его ума. Если он постоянно размышляет и обдумывает мысли об отречении, то он отбросил мысль, вызванную чувственным желанием, чтобы взрастить мысли об отречении, и тогда его ум склоняется к мыслям об отречении. Если он постоянно размышляет и обдумывает мысли о ней недоброжелательности, мысли о непричинении вреда, то он отбросил мысль о причинении вреда, чтобы взрастить мысль о непричинении вреда, и тогда его ум склоняется к мыслям о непричинении вреда. Это, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда все зерновые принесли в деревню, пастух охраняет своих коров, сидя под ножья дерева или на открытом месте, поскольку ему нужно следить только за тем, чтобы коровы просто находились рядом. Точно так же, мне нужно было быть просто внимательным к тому, чтобы эти состояния наличествовали. Неутомимое усердие было зарождено во мне, и утверждена неослабевающая осознанность. Мое тело было безмятежным, не имеющим взволнованности. Мой ум был сосредоточенным и собранным. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, я вошел и пребывал в первой джхане, четвертой джхане, один, я распознал, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более чего-либо, что еще нужно было бы сделать. Это было третьим истинным знанием, которое я получил в последнюю стражу ночи. Невежество было выдворено, истинное знание появилось, тьма была выдворена, возник свет, так происходит с тем, кто пребывает прилежным, старательным и решительным. Представьте, монахи, как если бы в лесном угодии было бы большое болото в низине, рядом с которым жило бы большое стадо оленей. И появился бы человек, желавший их погибели, вреда и неволи. И он бы перекрыл безопасный и хороший проход, по которому радостно ходить, и открыл бы ложный проход, выставил приманку, соорудил бы куклу, так чтобы это большое стадо оленей позже ожидало бы беда, несчастье, утрата. Но пришел другой человек, желавший им добра, благополучия, защиты, открыл заново безопасный и хороший проход, ведущий к их счастью, и закрыл бы ложный проход, убрал бы приманку, разрушил куклу, так что это стадо оленей позже пришло бы к возрастанию, увеличению, осуществлению. Монахи, я привел этот пример, чтобы донести смысл. Смысл таков, великое болото в низине – это обозначение чувственных удовольствий. Большое стадо оленей – это обозначение существ. Человек, желавший погибели, вреда и неволе – это обозначение злого мары. Ложный путь – это обозначение неправильного восьмеричного пути, то есть, неправильных воззрений, неправильных устремлений, неправильной речи, неправильных действий, неправильных средств к жизни, неправильных усилий, неправильной осознанности, неправильного сосредоточения. Приманка – это обозначение наслаждения и страсти. Кукла – это обозначение невежества. Человек, желающий добра, благополучия, защиты – это обозначение татхагаты, совершенного и полностью просветленного. Безопасный и хороший проход, ведущий к благополучию, по которому радостно ходить, это благородный восьмеричный путь, то есть, правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Так, монахи, безопасный и хороший проход, по которому радостно ходить, был заново открыт мной, ложный проход был закрыт, приманка убрана, кукла разрушена. То, что следует сделать учителю для своих учеников и сострадание к ним, желаем благополучия, имея к ним сострадание, все это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, там, пустые хижины. Медитируйте, монахи, не откладывайте на потом, иначе будете позже сожалеть об этом. Таково наше наставление вам. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Раскрывается также, как длинный аналогичный фрагмент в МН-4. ВИТА КАСАНДХАНА СУТТА. УСТРАНЕНИЕ ОТВЛЕКАЮЩИХ МЫСЛЕЙ. МАЧХИМАНИКАЯ 20. Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. Монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал. Когда монах намеревается тренировать возвышенный ум, то есть пять вещей, на которые он должен обращать внимание в должное время. Какие пять? Бывает, что неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме. Ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как умелый плотник или его ученик использовал бы небольшой колышек, чтобы выбить, выдворить, вытащить большой колышек. Точно так же, когда неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме, ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умела, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей. Следующим образом. В самом деле, эти мои мысли неумелые, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как молодая девушка или молодой человек, довольствующийся украшениями, были бы шокированы, унижены и испытали бы отвращение, если бы труп змеи, собаки или человека повесили бы им на шею. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умела, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей следующим образом. В самом деле, эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям. По мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как человек с хорошим зрением не хотел бы видеть формы, которые находятся в поле его зрения, закрыл бы глаза или отвернулся. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям. По мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха в то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы идущий быстрым шагом человек подумал бы, «Зачем я иду быстро? Почему бы мне не пойти медленно?» И вот он идет медленно. Мысль приходит к нему, «Зачем я иду медленно? Почему бы мне не встать?» И вот он встает. Мысль приходит к нему, «Зачем я стою? Почему бы мне не сесть?» И вот он садится. Мысль приходит к нему, зачем я сижу, почему бы мне не лечь, и вот он ложится. Таким образом, оставляя более грубую позу, он принимает более легкую. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха. В то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда, со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы сильный человек схватил слабого за голову, глотку или плечи и стал бы бить его, давить и заставлять уйти, Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум и делает его собранным, сосредоточенным. И теперь, когда монах уделяет внимание другой теме, пристально рассматривает изъяны этих мыслей, перестает уделять внимание этим мыслям, расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, сбивает, заставляет уйти, сокрушает ум своим умом, утверждает свой ум, делает его собранным, сосредоточенным. Тогда такого монаха можно назвать хозяином путей, по которым движутся мысли. Он думает такие мысли, которые хочет думать, и не думает таких мыслей, которых не хочет думать. Он разрубил жажду, отбросил путы, и за счет правильного прозрения в самомнение положил конец страданиям и печали. Так сказал Благословенный. И монахи, порадовавшись, восхитились его словам. Витакасандхана сутта, ослабление мыслей. МН-20. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Саввайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал, когда монах настроен тренировать возвышенный ум, то есть пять тем, к которым он должен обращаться в нужный момент. Какие пять? Перенастройка на благие мысли бывает, что плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме, обращается к ней. Ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что является умелым. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что является умелым, отдельной от той, то тогда эти плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Если плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он уделяет им. Если уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что является умелым, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей, следующим образом, воистину, эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих плохих, неумелых мыслей, насыщенных желанием, отвращением, заблуждением, они отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как молодая девушка или молодой человек, довольствующийся украшениями, был бы шокирован, унижен, испытал бы отвращение, если бы труп змеи, собаки или человека повесили бы ему не шею, то точно так же, если плохие, неумелые мысли все еще возникают в уме монаха, пока он уделяет внимание этой другой теме, отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Отсутствие уделения внимания неблагим мыслям. Если плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям. И по мере того, как он перестает уделять внимание этим плохим, неумелым мыслям, они отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как человек с хорошим зрением, который не хотел бы видеть формы, что попадают в поле его зрения, закрыл бы глаза или отвернулся, то точно так же, если плохие, неумелые мысли, отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Расслабление неблагих мыслей. Если плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить формирование мыслей в отношении этих мыслей. По мере того, как он расслабляет формирование мыслей в отношении этих плохих, неумелых мыслей, они отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы идущий быстрым шагом человек подумал бы, зачем я иду быстро? Почему бы мне не пойти медленно? И вот он идет медленно. Мысль приходит к нему, зачем я иду медленно? Почему бы мне не встать? И вот он встает. Мысль приходит к нему, зачем я стою? Почему бы мне не сесть? И вот он садится. Мысль приходит к нему, зачем я сижу? Почему бы мне не лечь? И вот он ложится. Таким образом, оставляя более грубую позу, он принимает более утонченную. Точно так же, если плохие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением, заблуждением, все еще возникают в уме, монаха, по мере того, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить формирование мыслей в отношении этих плохих, неумелых мыслей. По мере того как он расслабляет формирование мыслей в отношении этих плохих, неумелых мыслей, они отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Подавление неблагих мыслей. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы сильный человек схватил слабого за голову, горло или плечи, и стал бы бить его, сдерживать, крушить, то точно так же, если плохие, неумелые мысли, отбрасываются и утихают. С их оставлением он тут же утверждает ум, успокаивает его, делает его собранным, сосредоточенным. И теперь, когда монах, уделяет внимание другой теме, пристально рассматривает изъяны этих мыслей, перестает уделять внимание этим мыслям, расслабляет формирование мыслей в отношении этих мыслей, сбивает, сдерживает, сокрушает ум своим умом, утверждает свой ум, делает его собранным, сосредоточенным, то тогда такого монаха можно назвать хозяином пути и последовательности мыслей. Он думает такие мысли, которые хочет думать, и не думает таких мыслей, которых не хочет думать. Он разрубил жажду, отбросил путы, и за счет правильного прозрения в самомнении положил конец страданиям. Так сказал благословенный. Довольные, монахи, восхитились словами благословенного. Какачупа Масутта, пример с Пиловой. МН 21. Содержание, наставление Пхагуни. История о Ведехике. Тот, кому легко делать замечания. Пять течений речи. Пример с Пиловой. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савадьдхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И в то время достопочтенный Малио Пхагуна слишком часто общался с монахинями. Один. Он так часто общался с монахинями, что если какой-либо монах порицал этих монахинь в его присутствии, он становился злым и недовольным, защищал их. Если какой-либо монах упрекал достопочтенного Малио Пхагуну в присутствии тех монахинь, они становились злыми и недовольными, защищали его. Вот насколько часто достопочтенный Малио Пхагуна общался с монахинями. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал благословенному о происходящем. Тогда благословенный обратился к некоему монаху так, «Ну же, монах, скажи монаху Малио Пхагуне от моего имени, что учитель зовет его». «Да, учитель», – ответил он, – отправился к достопочтенному Малио Пхагуне и сказал ему, «Учитель зовет тебя, друг Пхагуна». «Хорошо, друг», – ответил он и отправился к благословенному, после чего поклонился ему и сел рядом. Благословенный спросил его, «Пхагуна, правда ли, что ты слишком часто общаешься с монахинями, что ты настолько часто общаешься с монахинями, что если какой-либо монах порицает этих монахинь в твоем присутствии, ты становишься злым и недовольным, защищаешь их? Если какой-либо монах упрекает тебя в присутствии этих монахинь, они становятся злыми и недовольными, защищают тебя? Общаешься ли ты с монахинями настолько часто, как то и кажется, другим? Да, учитель. Пхагуна, ну разве ты не представитель клана, который ушел в жизнь бездомную и жизни домохозяйской благодаря вере? Пхагуна, не подобает тебе, представителю клана, который ушел в жизнь бездомную и жизни домохозяйской благодаря вере, слишком часто общаться с монахинями. Поэтому, если кто-либо упрекает тех монахинь в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Пхагуна. Если кто-либо ударяет тех монахинь руками, дубиной, палкой, ножом в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Пхагуна. Если кто-либо упрекает тебя, в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Пхагуна. Если кто-либо ударит тебя руками, дубиной, палкой, ножом, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И в этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Пхагуна. И затем благословенный обратился к монахам так, монахи, как-то раз было так, что монахи удовлетворили мой ум. Я обратился к тем монахам так, монахи, я ем один раз в день. Делая так, я свободен от заболеваний и болезненности, наслаждаюсь легкостью, силой, приятным пребыванием. Ну же, монахи, ешьте один раз. Делая так, вы будете свободны от заболеваний и болезненности, будете наслаждаться легкостью, силой, приятным пребыванием. И мне не нужно было наставлять, и дальше, тех монахов. Мне нужно было только лишь зародить в них осознанность. Представьте колесницу на ровной земле на перекрестке дорог, запряженную чистокровными скакунами, с острым прутом для подгонки на изготове, так что умелый тренер, колесничий проходящих при ручей не лошадей, взобрался бы на нее, взял поводья в левую руку, а острый прут для подгонки в правую руку, выехал бы и вернулся любой дорогой, которой пожелал бы. Точно так же, мне не нужно было наставлять, и дальше, тех монахов. Мне нужно было только лишь зародить в них осознанность. Поэтому, монахи, отбросьте то, что является неблагим, и предавайтесь, развитию, благих состояний, ведь именно так вы придете к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Представьте большую рощу саловых деревьев рядом с деревней или поселением, которую бы губил сорняк клещевины, и появился бы некий человек, желающий ей благо, благополучия, защиты. Он бы срубил под корень и выбросил скрючившиеся молодые деревца, которые разворовывают сок, расчистил внутреннюю часть рощи, выправил правильно растущие молодые деревца. Так что эта роща саловых деревьев позже пришла бы к росту, возрастанию, исполнению. Точно так же, монахи, отбросьте то, что является неблагим, и предавайтесь, развитию, благих состояний, ведь именно так вы придете к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Прежде, монахи, этом самом саваттхе жила домохозяйка по имени Ведихика. И об этой госпоже Ведихике распространилась славная молва, госпожа Ведихика великодушна, госпожа Ведихика смиренно, госпожа Ведихика спокойна. И у госпожи Ведихики была служанка по имени Кали, которая была умной, проворной, аккуратной в своей работе. Служанка Кали подумала, «О моей госпоже распространилась такая славная молва, госпожа Ведихика великодушна, госпожа Ведихика смиренно, госпожа Ведихика спокойна. Интересно как оно, хотя она не проявляет злости, присутствует ли она в ней в действительности или же отсутствует? Или же только лишь потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя в действительности она в ней присутствует. Что если я проверю свою госпожу? И тогда служанка Кали встала поздно. Господа Ведихика сказала, «Эй, Кали! Что, госпожа? В чем дело, почему ты встала так поздно? Ни в чем, госпожа! Ни в чем, проклятая девка, и все же ты встала так поздно! И она была злой, недовольной, хмурой! И тогда служанка Кали подумала, в действительности оно так, что хотя моя госпожа не проявляет злости, все же, она на самом деле присутствует в ней, а не отсутствует. Именно потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя на самом деле она присутствует в ней, а не отсутствует. Что если я еще немного проверю свою госпожу? И тогда служанка Кали встала поздно днем. Господа Ведихика сказала, «Эй, Кали! В чем дело, почему ты встала так поздно днем? Ни в чем, проклятая девка, и все же ты встала так поздно днем! И она была злой, недовольной, и недовольна ворчала. И тогда служанка Кали подумала, в действительности оно так, что хотя моя госпожа не проявляет злости, все же, она на самом деле присутствует в ней, а не отсутствует. Именно потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя на самом деле она присутствует в ней, а не отсутствует. Что если я еще немного проверю свою госпожу?» И тогда служанка Кали встала еще поздно днем. Госпожа Ведихика сказала, «Эй, Кали, в чем дело, почему ты встала еще позже днем? Ни в чем, проклятая девка, и все же ты встала еще позже днем». И она была злой, недовольной, взяла скалку и треснула ей по голове, разбив ей голову. И тогда служанка Кали со струящейся по разбитой голове кровью, донесла на свою госпожу соседям, «Посмотрите, дамы, на великодушную работу госпожи! Посмотрите, дамы, на смиренную работу госпожи! Посмотрите, дамы, на спокойную работу госпожи! Посмотрите, насколько она становится злой и недовольной своей единственной служанкой из-за того, что та встает поздно! Как она могла взять скалку, треснуть ее по голове и разбить ей голову! И тогда позже о госпоже Ведихике распространилась дурная молва, госпожа Ведихика грубая, госпожа Ведихика жестокая, госпожа Ведихика безжалостная! Точно так же, монахи, бывает так, что, некий монах неимоверно великодушен, неимоверно смиренен, неимоверно спокоен до тех пор, пока неприятные течения речи не дойдут до него! Но когда неприятные течения речи доходят до него, то вот тогда и можно понять, насколько этот монах действительно добрый, мягкий, спокойный! Я не называю монаха тем, кому легко делать замечания, в том случае, если ему легко делать замечания, и он делает так, что ему легко делать замечания, только лишь ради получения одеяний, еды, жилища, необходимых для лечения вещей. И почему? Потому что этому монаху нелегко делать замечания, и он не делает так, что ему легко делать замечания, когда он не получает одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Но когда монаху легко делать замечания, и он делает так, что ему легко делать замечания, потому что он уважает, чтит, почитает Дхамму, то его я называю тем, кому легко делать замечания. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, нам будет легко делать замечания, и мы будем делать так, что нам будет легко делать замечания, потому что мы уважаем, чтим, почитаем Дхамму. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, есть эти пять течений речи, которые другие могут применить, чтобы обратиться к вам. Их речь может быть сказанной в подходящий момент или в неподходящей, истинной или неправдой, мягкой или грубой, связанной с благом или с вредом, сказанной с доброжелательностью или с внутренней злобой. Когда другие обращаются к вам, их речь может быть сказанной в подходящий момент или в неподходящий. Когда другие обращаются к вам, их речь может быть истинной или неправдой, с внутренней злобой. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, на наши умы, это, не будет оказывать влияние, мы не будем говорить плохих слов. Мы будем пребывать сострадательными к ним, желать им благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Мы будем пребывать, распространяя к этому человеку ум, наделенный доброжелательностью, и, начиная с него, мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с мотыгой и корзиной и сказал, «Я сделаю так, что эта великая земля будет без земли». Он бы копал тут и там, разбрасывал почву тут и там, вливал бы тут и там, мочился бы тут и там, говоря, «Ну будь же без земли! Будь же без земли!» Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек сделать так, чтобы эта великая земля была бы без земли? Нет, учитель. И почему? Эта великая земля глубока и безмерна. Не просто сделать так, чтобы она была бы без земли. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Два, мы будем пребывать, наполняя и рахватывая весь мир умом, подобным земле, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с красками, малиновой, цвета, куркумы, индига, кармина, и сказал, «Я нарисую картины на пустом пространстве, заставлю их появиться, на нем». Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек нарисовать на пустом пространстве, заставить их появиться, на нем? Нет, учитель. И почему? Потому что пустое пространство бесформенное и не проявляющееся. Не просто нарисовать картины там или же заставить картины проявиться там. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным пустому пространству, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с пылающим травяным факелом и сказал, «Я нагрею и сожгу воду в ганге этим пылающим травяным факелом». Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек нагреть и сжечь воду в ганге этим пылающим травяным факелом? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг глубока и безмерна. Не просто нагреть ее или сжечь пылающим травяным факелом. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным реке Ганг, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы сумку из кошачьей шкуры натирали, тщательно натирали, очень тщательно натирали, и она была бы мягкой, шелковистой, не имеющей шуршания, не имеющей потрескивания. И пришел бы человек с палкой или с глиняным черепком и сказал, вот эта сумка из кошачьей шкуры, которую натирали. Я сделаю так, что она зашуршит и затрещет. Как вы думаете, монахи? Мог бы этот человек заставить ее шуршать и трещать палкой или глиняным черепком? Нет, учитель. И почему? Потому что сумку натирали, не просто сделать так, чтобы она зашуршала и затрещала с помощью палки или глиняного черепка. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным сумке из кошачьей шкуры, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, даже если бы разбойники беспощадно отрезали бы вам одну часть тела за другую двуручной пилой, тот, кто зародит злой ум по отношению к ним, не будет исполнять моего учения. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, на наши умы, это не будет оказывать влияние, мы не будем говорить плохих слов. Мы будем пребывать сострадателями к ним, желать им благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Мы будем пребывать, распространяя к ним ум, наделенный доброжелательностью, и, начиная с них, мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, если вы постоянно держите в уме этот совет, показанный, примером с пилой, видите ли вы какое-либо течение речи, незначительной или грубой, которые бы вы не могли вытерпеть? Нет, учитель. Поэтому, монахи, вам следует постоянно держать в уме этот совет, показанный, примером с пилой. Это приведет к вашему благополучию и счастью на долгое время. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, в СН 12.12 он задает Будде вопросы, которые Будда определяет как неправильно заданные. В СН 12.32 упоминается, что он в итоге сложил монашеские обеты и вернулся к жизни мирянина. Два, повторяется весь выше идущий фрагмент целиком. Аллагадупа Масута, пример с водяной змеей. МН 22. Содержание, монаха Ритха. Пример с водяной змеей. Пример с платом. Шесть видов воззрений. Волнение и отсутствие волнения. Оставление всех обретений и воззрений. Дхамма и благородные личности. Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И в то время у монаха Ритхе, бывшего охотника на грифов, появилась такая пагубная точка зрения, насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, те поступки, которые благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. И тогда большая группа монахов услышала. Как говорят, такая пагубная точка зрения появилась у монаха Ритхе, бывшего охотника на грифов, насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, те поступки, которые благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. Тогда они отправились к монаху Ритхе, бывшему охотнику на грифов, и по прибытии сказали ему, правда ли, друг Ритха, что такая пагубная точка зрения появилась у тебя, насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, те поступки, которые благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. Да, в самом деле, друзья. Насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, те поступки, которые благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. Тогда те монахи, желая искоренить в монахе Ритхе, бывшем охотнике на грифов, эту пагубную точку зрения, стали задавать ему различные вопросы и порицать его, не говори так, друг Ритха. Не искажай смысла сказанного благословенным, поскольку это неблагостно, искажать смысл сказанного им. Благословенный не мог сказать чего-либо подобного. Многими способами, друг, благословенный объяснял, что если свершать препятствующие поступки, то это будет подлинным препятствием. Благословенный говорил, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения, много страдания, много отчаяния, имеют огромные изъяны. Благословенный сравнивал чувственное удовольствие со скелетом, с куском мяса, с травяным факелом, с ямой пылающих углей, сосном, с долгом, с плодами дерева, с топором мясника и колодой для рубки мяса, с мечами и копьями, со змеиной головой, в них много страдания, много отчаяния, они имеют огромные изъяны, один. И тем не менее, хотя монахи задавали ему различные вопросы и порицали его, монах Аритха, бывший охотник на грифов, из-за упрямства и привязанности к этой самой пагубной точке зрения продолжал утверждать, да, в самом деле, друзья, насколько я понимаю Тхамму, который научил Благословенный, те поступки, которые Благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. И когда монахи не смогли скоренить в Аритхе, бывшем охотнике на грифов, эту пагубную точку зрения, они отправились к Благословенному, и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. Затем они рассказали ему о произошедшем. Тогда Благословенный попросил одного из монахов, ну же, монах, от моего имени позови монаха Аритху, бывшего охотника на грифов, сказав ему, учитель зовет тебя, друг Аритха. Как скажете, учитель, ответил монах и отправился к монаху Аритхе, бывшему охотнику на грифов. По прибытии он сказал, учитель зовет тебя, друг Аритха. Как скажешь, друг, ответил монах Аритха, бывший охотник на грифов. Тогда он отправился к Благословенному и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. По мере того, как он сидел рядом, Благословенный обратился к нему, правда ли, Ариттха, что такая пагубная точка зрения появилась у тебя. Насколько я понимаю Тхамму, которой научил Благословенный, те поступки, которые Благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им? Да, в самом деле, учитель. Насколько я понимаю Тхамму, которой научил Благословенный, те поступки, которые Благословенный называл препятствиями, на самом деле не являются подлинными препятствиями, если потакать им. Никчемный ты человек, кто же поведал тебе, что я обучал Дхаме именно так? Никчемный ты человек, не описывал ли я многими способами те поступки, что являются препятствиями? И когда кто-либо потакает им, то они являются подлинным препятствием. Я говорил о том, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения, много страдания, много отчаяния, имеют огромные изъяны. Я сравнивал чувственное удовольствие со скелетом, с куском мяса, с травяным факелом, с ямой пылающих углей, со сном, с долгом, с плодами дерева, с топором мясника и колодой для рубки мяса, с мечами и копьями, со змеиной головой, в них много страдания, много отчаяния, они имеют огромные изъяны. Но ты, никчемный человек, из-за своего неправильного ухватывания, Дхамы, исказил смысл сказанного нами, как и причинил вред самому себе и накопил много неблагих заслуг, что приведет тебя к твоему длительному вреду и страданию. 2. Затем Благословенный сказал монахам, как вы думаете, монахи, зародил лихоть искру, понемнио, этот монах Ариттха, бывший охотник на грифов, в этой Дхаме и винае? Возможно ли это, учитель? Конечно нет, учитель. Когда так было сказано, монах Ариттха, бывший охотник на грифов, замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникшей головой, ушел в себя и не мог что-либо ответить. И тогда Благословенный, увидев, что монах Ариттха, бывший охотник на грифов, замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникшей головой, ушел в себя и не мог что-либо ответить, обратился к нему, никчемный ты человек, тебя запомнят из-за твоей пагубной точки зрения. А теперь я расспрошу монахов на эту тему. Тогда Благословенный обратился к монахам, монахи, так же ли вы понимаете Дхамму, которые я научил, как и этот монах Ариттха, бывший охотник на грифов, который из-за своего неправильного ухватывания исказил смысл сказанного нами, как и причинил вред самому себе и накопил много неблагих заслуг. Нет, учитель. Многими способами Благословенный описывал нам поступки, которые называются препятствиями, и объяснял, что их свершение является подлинным препятствием. Благословенный говорил, что чувственное удовольствие приносит малоудовлетворения, много страдания, много отчаяния, имеют огромные изъяны. Благословенный сравнивал чувственное удовольствие со скелетом, с куском мяса, с травяным факелом, с ямой пылающих углей, со сном, с долгом, с плодами дерева, с топором мясника и колодой для рубки мяса, с мечами и копьями, со змеиной головой, в них много страдания, много отчаяния, они имеют огромные изъяны. Хорошо, монахи, что вы так понимаете Дхамму, которую я научил. Многими способами я описывал поступки, которые называются препятствиями, и, объяснял, что свершение их является подлинным препятствием. Я говорил, что чувственное удовольствие приносит малоудовлетворения, много страдания, много отчаяния, имеют огромные изъяны. Я сравнивал чувственное удовольствие со скелетом, с куском мяса, с травяным факелом, с ямой пылающих углей, со сном, с долгом, с плодами дерева, с топором мясника и колодой для рубки мяса, с мечами и копьями, со змеиной головой, в них много страдания, много отчаяния, они имеют огромные изъяны. Но этот монах Аритха, бывший охотник на грифов, из-за своего неправильного ухватывания исказил смысл сказанного нами, как и причинил вред самому себе и накопил много неблагих заслуг, что приведет этого никчемного человека к длительному вреду и страданию. Не может быть такого, чтобы кто-либо мог потока чувственным удовольствием, не имея при этом чувственные страсти, восприятие чувственности, чувственных мыслей. Монахи, бывает так, что некие никчемные люди изучают дхамму, беседы, повествования в стихе и прозе, объяснения, строфы, спонтанные восклицания, цитаты, истории рождения, удивительные случаи, вопросы и ответы. 4. Изучив дхамму, они не стараются выяснить смысл этих дхамм. 5. Своей мудростью. Не выяснив смысл этих дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, не приходят к согласию, с этими учениями. Они изучают дхамму, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они не достигают цели, ради которой изучается дхамма. Их неправильное ухватывание этих дхамм приведет к их длительному вреду и страданиям. Почему? Из-за неправильного ухватывания дхамму. Представьте, как если бы человеку была бы нужна водяная змея, он искал бы водяную змею, блуждал в поисках водяной змеи. Он бы увидел большую водяную змею и схватил бы ее за кольца или за хвост. Водяная змея, развернувшись, укусила бы его за ладонь, или за руку, или за иную часть тела, из-за чего он бы пережил смерть или смертельные муки. И почему? Из-за неправильного ухватывания водяной змеи. Точно так же, бывает так, что некие никчемные люди изучают дхамму. Изучив дхамму, они не стараются выяснить смысл этих дхамм своей мудростью. Не выяснив смысл этих дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, не приходят к согласию. Они изучают дхамму, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они не достигают цели, ради которой изучается дхамма. Их неправильное ухватывание этих дхамм приведет к их длительному вреду и страданиям. Почему? Из-за неправильного ухватывания дхамму. Но бывает и так, что некие представители клана изучают дхамму. Изучив дхамму, они стараются выяснить смысл этих дхамм своей мудростью. Выяснив смысл этих дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, приходят к согласию с этими учениями. Они не изучают дхамму ради того, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они достигают цели, ради которой изучается дхамма. Их правильное понимание этих дхамм приведет к их длительному благополучию и счастью. И почему? Из-за правильного ухватывания дхамма. Представьте, как если бы человеку была бы нужна водяная змея, он искал бы водяную змею, блуждал в поисках водяной змеи. Он бы увидел большую водяную змею и крепко прижал ее полкой рогатиной. Крепко прижав ее рогатиной, он бы крепко ухватил ее за шею. И тогда сколь бы водяная змея не крутилась, обвиваясь своими кольцами вокруг его ладони, руки, или иной части тела, из-за этого он не переживет смерти или смертельных мук. И почему? Из-за правильного ухватывания водяной змеи. Точно так же некие представители клана изучают дхамму. Изучив дхамму, они стараются выяснить смысл этих дхамм своей мудростью. Выяснив смысл этих дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, приходят к согласию. Они не изучают дхамму ради того, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они достигают цели, ради которой изучается дхамма. Их правильное понимание этих дхамм приведет их к длительному благополучию и счастью. И почему? Из-за правильного ухватывания дхамму. Поэтому, монахи, когда вы понимаете смысл какого-либо моего утверждения, то так вам и следует это запомнить. Но когда вы не понимаете смысла какого-либо моего утверждения, то вы тут же должны расспросить меня или опытных монахов. Монахи, я научу вас сравнению дхаммы с платом, назначение которого в том, чтобы переплыть, а не в том, чтобы за него держаться. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи благословенному. Благословенный сказал, представьте, как если бы человек в длительном путешествии увидел бы обширное пространство, покрытое водой. На ближнем берегу оставаться было бы опасно и рискованно, а дальний берег был бы спасительным и сохранным, но не было бы ни парома, ни моста, с помощью которых он мог бы перебраться с этого берега на тот. Мысль пришла бы к нему, здесь обширное пространство, покрытое водой. На ближнем берегу оставаться опасно и рискованно, а дальний берег спасительный и сохранный, но нет ни парома, ни моста, с помощью которых я мог бы перебраться с этого берега на тот. Что если я соберу траву, хворост, ветви и листья, связав все это вместе, сооружу плод, с помощью которого доберусь до сохранности на другом берегу, прикладывая усилия своими руками и ногами, шесть, и затем-то человек, собрав траву, хворост, ветви и листья, связав все это вместе, соорудил плод, с помощью которого добрался бы до сохранности на другом берегу, прикладывая усилия своими руками и ногами. Перебравшись на дальний берег, он бы подумал, о, как полезен мне был этот плот. Именно благодаря этому плоту, прилагая усилия руками и ногами, я перебрался к сохранности на дальний берег. Почему бы мне не прикрепить этот плот на спину или на голову, и пойти куда мне вздумается? Как вы думаете, монахи? Если бы человек сделал это, то поступил бы он так, как и следовало поступить с плотом? Нет, учитель. И что нужно было бы сделать этому человеку, чтобы поступить так, как и следовало бы поступить с плотом? Вот человек, перебравшись на тот берег, подумал бы, о, как полезен мне был этот плот. Именно благодаря этому плоту, прилагая усилия руками и ногами, я перебрался к сохранности на дальний берег. Почему бы мне не вытащить плот на сушу, или не утопить его в воде, и пойти куда мне вздумается? Сделав это, он поступил бы так, как и следовало поступить с плотом. Точно так же, монахи, я обучил Дхаме в сравнении с плотом, назначение которого в том, чтобы переплыть, а не в том, чтобы за него держаться. Понимая Дхаму в сравнении с плотом, вы должны, будете потом, отпустить даже Дхамы, что уж говорить о не Дхамах. Шесть видов позиций для воззрений. Монахи, есть эти шесть видов позиций для воззрений. Какие шесть? Вот не обученный, заурядный человек, не уважающий благородных, не обученный или не натренированный в их Дхаме, не уважающий чистых, умом, людей, не обученный или не натренированный в их Дхаме, утверждает о форме, это мое, я таков, это мое я. Он утверждает о чувстве, это мое, я таков, это мое я. Он утверждает о восприятии, это мое, я таков, это мое я. Он утверждает о формациях, это мое, я таков, это мое я. Он утверждает обо всем видимом, слышимом, ощущаемом, познаваемом, достигаемом, искомом, обдумываемым несознанием, это мое, я таков, это мое я. Он утверждает такое воззрение, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам. Я буду пребывать так в течение вечности. И это мое, я таков, это мое я». И вот обученный ученик благородных, уважающий благородных, обученный и натренированный в Яхтхаме, уважающий чистых людей, обученный и натренированный в Яхтхаме, утверждает о форме, это не мое. Я не таков. Это не мое я. Он утверждает о чувстве, это не мое. Я не таков. Это не мое я. Он утверждает о восприятии, это не мое. Я не таков. Это не мое я. Он утверждает о формациях, это не мое, я не таков, это не мое я. Он утверждает обо всем видимом, слышимом, ощущаемом, познаваемом, достигаемом, искомом, обдумываемым несознанием, это не мое, я не таков, это не мое я. Он утверждает о такой позиции для воззрений, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам. Я буду пребывать так в течение вечности, так, это не мое, «Я не таков, это не моё я». Видя это таким образом, он не впадает в волнение относительно того, что не наличествует. Волнение и не волнение Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, «Учитель, может ли быть волнение относительно того, что внешне не наличествует?» «Может, монах», — ответил благословенный. «Вот человек думает так, ох, это было моим. Ох, того, что было моим, больше нет. Ох, пусть это будет моим. Ох, я не получаю этого». Он горюет, мучается, рыдает, бьёт себя в грудь, становится обезумевшим. Таким образом, у него имеется волнение относительно того, что внешне не наличествует. «Но учитель, может ли быть не волнение относительно того, что внешне не наличествует?» «Может, монах», — ответил благословенный. «Вот человек не думает так, ох, это было моим. Ох, того, что было моим, больше нет. Ох, пусть это будет моим. Ох, я не получаю этого». Он не горюет, не мучается, не рыдает, не бьёт себя в грудь и не становится обезумевшим. Таким образом, у него имеется не волнение относительно того, что внешне не наличествует. «Но учитель, может ли быть волнение относительно того, что внутренне не наличествует?» «Может, монах», — ответил благословенный. «Бывает, когда у человека есть такое воззрение, этот мир — это я. После смерти я буду постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам. Я буду пребывать так в течение вечности». И он слышит, как Татхагата или ученик Татхагаты обучает Дхаме ради уничтожения всех позиций для воззрений, решимости, пристрастий, скрытых, склонностей и одержимостей, ради прекращения всех формаций, ради оставления всех обретений, ради окончания жажды, ради бесстрастия, прекращения, неббаны. Мысль приходит к нему, «Так выходит, что я буду уничтожен. Так выходит, что я исчезну. Так выходит, что я перестану существовать». Он горюет, мучается, рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Таким образом имеет место волнение по поводу того, что внутренне не наличествует. Но учитель, может ли быть не волнение относительно того, что внутренне не наличествует? «Может, монах», — ответил благословенный. «Бывает, когда у человека нет такого воззрения, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам. Я буду пребывать так в течение вечности». И он слышит, как Тадхагата или ученик Тадхагаты обучает Дхамме ради уничтожения всех позиций для воззрений, решимости, пристрастий, скрытых, склонностей и одержимостей, ради прекращения всех формаций, ради оставления всех обретений, ради окончания жажды, ради бесстрастия, прекращения, неббаны. Такая мысль не приходит к нему, так выходит, что я буду уничтожен. Так выходит, что я исчезну. Так выходит, что я перестану существовать. Он не горюет и не мучается, не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Таким образом имеет место неволнение по поводу того, что внутренне не наличествует. Монахи, было бы хорошо иметь такое обретение, обладание которым было бы постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам, и было бы таким в течение вечности. Но видите ли вы такое обретение, обладание которым было бы постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам, и было бы таким в течение вечности? Хорошо, монахи. Я тоже не вижу такого обретения, обладание которым было бы постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам, и было бы таким в течение вечности. Монахи, было бы хорошо прицепиться к такой доктрине Я, цепляние, которое не приводило бы к возникновению печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Но видите ли вы, такое, цепляние к доктрине Я, которое не приводило бы к возникновению печали, стенания, боли, горе и отчаяния? Хорошо, монахи. Я тоже не вижу такого цепляния к доктрине Я, которое не приводило бы к возникновению печали, стенания, боли, горе и отчаяния. 7. Монахи, было бы хорошо зависеть от такой зависимости от воззрения, которая не приводила бы к возникновению печали, стянания, боли, горе и отчаяния. Но видите ли вы такую зависимость от воззрения, завися от которой, не возникали бы печаль, стянания, боль, горе и отчаяния? Хорошо, монахи. Я тоже не вижу такой зависимости от воззрения, которая не приводила бы к возникновению печали, стянания, боли, горе и отчаяния. Монахи, когда есть я, будет ли, в этом случае мысль, принадлежит мне? Да, учитель. Или, монахи, когда есть то, что принадлежит я, будет ли, в этом случае мысль, моё я? Монахи, а когда, в действительности, я или то, что принадлежит я не может быть постигнуто как истина или реальность, то не является ли тогда позиция для воззрений, этот мир, это я? После смерти я буду постоянным, неизменным, вечным, неподверженным переменам. Я буду пребывать так в течение вечности, всецело и совершенно глупым учением. Как может быть иначе, учитель? Вне сомнений, это всецело и совершенно глупое учение. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то успокоительно или страдательно? Страдательно, учитель. И подобает ли тогда считать непостоянные, страдательные, изменчивые таковым, это моё я таков? Это моё я? Как вы думаете, монахи, чувство постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Как вы думаете, монахи, восприятие постоянно или непостоянно? Как вы думаете, монахи, формации постоянно или непостоянны? Непостоянный, учитель. Как вы думаете, монахи, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Поэтому, монахи, любая форма, прошлое, будущее, или настоящее, внутреннее или внешнее, грубая или утонченная, обычная или возвышенная, далекая или близко, каждую форму следует видеть в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости так, это не мое, я не таков, это не мое я. Любое чувство, любое восприятие, любые информации, любое сознание, прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, грубое или утонченное, обычное или возвышенное, далекое и близкое, каждое сознание следует видеть в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости так, это не мое. Я не таков. Это не мое я. Видя это таким образом, обученный ученик благородных разочаровывается в форме, в чувстве, в восприятии, в формациях, в сознании. Устранив зачарованность, он становится бесстрастным. Через бесстрастие он полностью освобождается. С полным освобождением имеет место знание, полностью освобожден. Он распознает, рождение закончено, святая жизнь исполнена, задача выполнена. Нет ничего более для этого мира. Таков, монахи, тот монах, поперечина которого сброшена, чей ров наполнен, колонна вырвана, засов выдвинут, благородный с приспущенным знаменем, со сброшенным грузом, неопутанный. И каким образом монах тот, поперечина которого сброшена? Вот невежество монаха отброшено, его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для развития, не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом монах является тем, чья поперечина сброшена? И каким образом монах тот, чей ров наполнен? Вот скитание монаха в поисках рождения, ведущее к будущему становлению, отброшено, его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для развития, не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом монах является тем, чей ров наполнен? И каким образом монах тот, чья колонна вырвана? Вот жажда монаха отброшена, ее корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для развития, не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом монах является тем, чья колонна вырвана? И каким образом монах тот, чей засов выдвинут? Вот пять низших оков монаха отброшены, их корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для развития, не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом монах является тем, чей засов выдвинут? И каким образом монах, благородный с приспущенным знаменем, со сброшенным грузом, неопутанный. Вот само мнение я монаха отброшено, его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для развития, не сможет возникнуть в будущем. Вот каким образом монах является благородным с приспущенным знаменем, со сброшенным грузом, неопутанным. И когда дэвы вместе с Индрой, Брахмами и Паджапати, ищут монаха, чей ум таким образом освободился, они не могут определить, что сознание Татхагата опирается на это. И почему? Потому Татхагату нельзя отследить даже здесь и сейчас, 8. Когда я так говорю и когда я так учу, меня ошибочно, ложно, неправильно, неверно истолковывают некоторые жрецы и отшельники, которые говорят так, отшельник Гатама сбивает с пути. Он провозглашает аннигиляцию, уничтожение, истребление существующего существа. Но я не таков, я не говорю так, поэтому меня ошибочно, ложно, неправильно, неверно истолковывают некоторые жрецы и отшельники, которые говорят так, отшельник Гатама сбивает с пути. Он провозглашает аннигиляцию, уничтожение, истребление существующего существа, 9. Как прежде, так и сейчас, монахи, я учу только страданию и прекращению страдания, 10. И если другие будут оскорблять, обижать, надсмехаться, изводить и изнурять Татхагату по этому поводу, он не испытает ни злобы, ни негодования из-за этого. И если другие будут восхвалять, уважать, чтить и почитать Татхагату по этому поводу, то он не испытает ни радости, ни счастья, ни ликования из-за этого. И если другие будут восхвалять, уважать, чтить и почитать Татхагату по этому поводу, он думает так, они выказывают мне такое услужение в отношении того, что уже было постигнуто, 11. Поэтому, монахи, если другие будут оскорблять, обижать, надсмехаться, изводить и изнурять вас на этот счет, вам также не следует испытывать ни злобы, ни чувства обиды из-за этого. И если другие будут восхвалять, уважать, чтить и почитать вас на этот счет, вам следует думать так, они выказывают такое услужение тому, что было познано. Поэтому, монахи, то, что не является вашим, отпустите это. Это отпускание станет причиной вашего длительного благополучия и счастья. И что не является вашим, форма не является вашей, отпустите ее. Это отпускание станет причиной вашего длительного благополучия и счастья. Чувство не является вашим. Восприятие не является вашим. Формация не являются вашими. Сознание не является вашим, отпустите его. Это отпускание станет причиной вашего длительного благополучия и счастья. Как вы думаете, монахи, если бы кто-нибудь собирал бы или сжигал бы или делал что пожелает с этой травой, ветками, хворостом и листьями в этой рощи джеты, могли бы вы подумать так, это нас это человек собирает, сжигает, делает что пожелает. Нет, учитель. И почему? Потому что все это не является нашим Я, и не является тем, что принадлежит нашему Я. Точно так же, монахи, все, что не является вашим, отпустите это. Это отпускание станет причиной вашего длительного благополучия и счастья. И что не является вашим? Форма не является вашей. Чувство не является вашим. Восприятие не является вашим. Формация не являются вашими. Сознание не является вашим, отпустите его. Это отпускание станет причиной вашего длительного благополучия и счастья. Дхама и благородные личности Дхама хорошо провозглашена мною, она чиста, открыта, очевидна, цельна, не сшита, кое-как, из лоскутов. И в этой хорошо провозглашенной мною Дхаме, чистой, открытой, очевидной, цельной, не сшитой из лоскутов, есть монахи, которые араханты, чьи умственные загрязнения окончены, которые пришли к завершению, выполнили задачу, отбросили тяжкий груз, достигли истинной цели, полностью уничтожили око-восстановления, которые освободились посредством постижения правильной конечной цели, для них более нет проявления сенсорной круговерти. Вот как Дхама хорошо провозглашена мною, чисто, открытая, очевидная, цельная и не сшитая, кое-как, из лоскутов. В этой хорошо провозглашенной мною Дхаме, чистой, открытой, очевидной, цельной и не сшитой из лоскутов, есть монахи, которые отбросили пять нижних оков и все они переродятся спонтанно, в мирах чистых обителей, где, впоследствии, и обретут окончательную нигбану, никогда не вернуться из того мира, обратно в этот. Вот как Дхама хорошо провозглашена мною, чисто, открытая, очевидная, цельная и не сшитая из лоскутов. В этой хорошо провозглашенной мною Дхаме, чистой, открытой, очевидной, цельной и не сшитой из лоскутов, есть монахи, которые отбросили три нижних оковы и ослабили жажду, злобу, и заблуждений. Все они однажды возвращающиеся, которые всего лишь один единственный раз вернутся назад в этот мир, где и положат конец страданиям. Вот как Дхама хорошо провозглашена мною, чисто, открытая, очевидная, цельная и не сшитая из лоскутов. В этой хорошо провозглашенной мною Дхаме, чистой, открытой, очевидной, цельной и не сшитой из лоскутов, есть монахи, которые отбросили три нижних оковы. Все они вступившие в поток, непреклонные, неподверженные более неблагим мирам, направляющиеся к просветлению. Вот как Дхама хорошо провозглашена мною, чисто, открытая, очевидная, цельная и несшитая из лоскутов. В этой хорошо провозглашенной мною Дхаме, чистой, открытой, очевидной, цельной и несшитой из лоскутов, есть монахи, которые зовутся идущими за счет Дхаммы и идущими за счет веры, и все они направляются к просветлению. 12. Вот как Дхамма хорошо провозглашена мною, чисто, открытая, очевидная, цельная и несшитая из лоскутов. В этой хорошо провозглашенной мною Дхамме, чистой, открытой, очевидной, цельной и несшитой из лоскутов, есть монахи, у которых есть «достаточные, доверие ко мне, достаточная, любовь ко мне». Все они направляются в небесные миры. Вот как Дхама хорошо провозглашена мною, чисто, открыто, очевидная, цельная и непротиворечивая. Так сказал Благословенный. Довольные, монахи возрадовались словам Благословенного. Один, первые семь из этих примеров детально объясняются в МН-54. Пример с топором мясника, в МН-23. Пример с мечами и копьями, в СН-51. Пример с измейной головой, в СН-П-4-1. Два, несмотря на некоторые незначительные детали, в целом эта история совпадает с оригиналом Винае, по ЧТ-68, которая приводится для объяснения правил, связанных с изгнанием из Сангхи, Чулавага, Ай-32-1-3. А Ритха был первым монахом, которого изгнали из Сангхи. В Чулаваге Ай-34 говорится, что вместо того, чтобы постараться искупить свою вину, чтобы аннулировать решение об изгнании, а Ритха попросту растригся, ушел из монашества. Три, согласно комментарию, фраза по тока чувственным удовольствием в данном случае подразумевает половой акт. Под комментарий также добавляет, что сюда относятся иные проступки, связанные с сексуальным желанием, обниманием, лаской и так далее. Четыре, это самая ранняя классификация учений Будды. 5. Здесь палийский текст переключается с единственного числа Тхамма, на множественные Тхаммы. Это одно из немногочисленных мест в суттах, где множественное число этого слова означает тучение, а не феномены. Аналогичное использование множественного числа будет и далее в этой сутте в примере с платом. 6. Согласно СН-35, 197 большое пространство, покрытое водой, это четырехчастное наводнение, наводнение чувственностью, наводнение становления, наводнение воззрений, наводнение невежества. Этот берег, опасный и рискованный, означает самость. Дальний берег, спасительный и сохранный, означает ниббану. Плод означает этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Помощь, прилагаемая руками и ногами, означает устойчивое усердие. 7. Согласно пояснению достопочтенного Пхикху Бодхе, само наличие воззрения я несет в себе привязанность к этому воззрению. Поэтому невозможно цепляться к воззрению я, при этом не имея этого воззрения. Однако, как он поясняет далее, можно умело пользоваться концепциями этих доктрин в философском рассмотрении, не имея при этом воззрения я. В качестве одного из примеров он приводит одну из строфт-хамма-пады, где Будда оперирует понятиями самости, то есть понятием я, душа, эва, самость, на языке пали, а также ДН-9, где Будда напрямую говорит о том, что татхагаты используют эти понятия, не цепляясь к ним. 8. Согласно пояснению достопочтенного Пхикху Бодхе, под термином татхагата в данном контексте подразумевается любой арахант, то есть полностью освобожденный. Когда речь идет о том, что невозможно указать на него, то имеется в виду абсолютная реальность. На него нельзя указать как на существо, потому что в абсолютном смысле существа нет, и это отсутствие существа в абсолютном смысле касается не только арахантов, но и любых живых существ вообще. По его словам, канонические комментарии этот момент также объясняют так, что боги не могут найти опору сознания татхагаты, поскольку все моменты сознания араханта имеют своим объектом нигбану, которую не могут видеть непросветленные существа. 9. Примечание переводчика СВ. Некоторые жрецы и отшельники считали, что Будда учит аннигиляционизму, уничтожению вечной, постоянной, неизменной души, которая является сутью существующего существа. 10. Как поясняет достопочтенного Пхикху Бодхе, здесь имеется в виду, что в абсолютном смысле нет никакого вечного неизменного существа, но есть только пять совокупностей, подверженные цеплянию, которые сами по себе и есть страдания. Будда учит прекращению страдания, то есть прекращению этих пяти безличностных, изменчивых и страдательных феноменов, что и является освобождением. 11. Как поясняет достопочтенного Пхикху Бодхе, эта фраза означает, что те, кто восхваляют Будду, Татхагату, на самом деле восхваляют лишь пять безличностных совокупностей тела ума, и то, что эти совокупности безличностны, и было им познано в момент просветления. 12. Согласно достопочтенного Тханиссара Пхикху, судя по всему, они относятся к нижней паре благородных личностей, сатапанна, и являются сатапатимаггами. Подробнее смотри. СН-25. ВАММИКИ СУТТА, МУРАВЕЙНИК. МН-23. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. В то время достопочтенный Кумара Кассапа, один, проживал в роще слепых. И когда наступила глубокая ночь, некое божество, обладающий, прекрасным обликом, осветив всю рощу слепых, подошло к достопочтенному Кумара Кассапи и встало рядом, два. Стоя там, божество сказало ему, монах, этот муравейник дымится ночью и полыхает днем. Так говорил Брахман, рой ножом, а мудрейший. Рой ножом, мудрейший увидел засов. Засов, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось засов. Рой ножом, а мудрейший. Рой ножом, мудрейший увидел жабу. Жаба, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось жабу. Рой ножом, а мудрейший. Рой ножом, мудрейший увидел рогатину. Рогатина, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось рогатину. Рой ножом, а мудрейший. Роя ножом, мудрейший увидел сито. Сито, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось сито. Роя ножом, опудрейший. Роя ножом, мудрейший увидел черепаху. Черепаха, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось черепаху. Роя ножом, опудрейший. Роя ножом, мудрейший увидел мясницким нож и колоду. Мясницким нож и колода, опочтенный. Так говорил Брахман, выбрось мясницким нож и колоду. Рой ножом, а мудрейший. Рой ножом, мудрейший увидел кусок мяса. Кусок мяса, а почтенный. Так говорил Брахман, выбрось кусок мяса. Рой ножом, а мудрейший. Рой ножом, мудрейший увидел нога змею. Нога змея, а почтенный. Так говорил Брахман, оставь нога змею. Не причиняй вреда ноге змея. Почитай нога змею. Монах, тебе следует пойти к благословенному и спросить его об этой загадке. Как благословенный расскажет тебе, так ты и должен это запомнить. Монах, я не вижу в этом мире с его богами, с его марами, с его брахмами, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми, людьми, никого, кроме Татхагаты или ученика Татхагаты, или того, кто выучил это от них, кто мог удовлетворить ум объяснением этой загадки. Так сказала то божество, после чего тут же исчезла. И когда ночь подошла к концу, достопочтенный Кумара Кассапа отправился к благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал благословенному обо всем, что произошло. Затем он спросил, учитель, что такое муравейник, что такое дымленье ночью, и что такое полыхание днем? Кто такой брахман, мудрейший? Что такое нож, что такое рытье, что такое засов, что такое жаба, что такое рогатина, что такое сито, что такое черепаха, что такое мясницкий нож и колода, что такое кусок мяса, что такое нога змея? Монах, муравейник, это обозначение этого самого тела, созданного из материальной формы, состоящей из четырех великих элементов, порожденной отцом и матерью, выстроенной из вареного риса и каша, подверженной непостоянству, износу, стиранию, распаду и разложению. То, на чем человек размышляет и, то, что он, обдумывает ночью, основываясь на собственных поступках, совершенных, во время дня, является дымлением ночью. Поступки, которые человек осуществляет в течение дня телом, речью, и умом после размышления и обдумывания ночью, являются полыханием днем. Брахман, это обозначение Татхагаты, совершенного и полностью просветленного. Мудрейший, это обозначение монаха, осуществляющего высшую тренировку. Нож, это обозначение благородной мудрости. Рытье, это обозначение зарождения усердия. Засов, это обозначение невежества, три. Выбрось засов, отбрось невежество. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Жаба, это обозначение злобы и раздражительности. Выбрось жабу, отбрось злобы и раздражительность. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Рогатина, это обозначение сомнения. Выбрось рогатину, отбрось сомнений. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Сита, это обозначение пяти помех, то есть, помехи чувственного желания, помехи недоброжелательности, помехи лени и апатии, помехи неугомонности и сожаления, помехи сомнения. Выбрось сита, отбрось пять помех. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Черепаха – это обозначение пяти совокупностей, подверженных цеплянью, четыре, то есть, формы как совокупности, подверженные цеплянью, чувства, восприятия, формации, ума, сознания как совокупности, подверженные цеплянью. Выброс черепаху, отбрось пять совокупностей, подверженных цеплянью. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Мясницкий нож и колода – это обозначение пяти нити чувственного удовольствия, пять, форм, познаваемых глазом, звуков, познаваемых ухом, запахов, познаваемых носом, вкусов, познаваемых языком, осязаемых вещей, познаваемых телом, которые, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связаны с чувственным желанием, вызывающие страсть. Выбрось мясницким нож и колоду, отбрось пять нитей чувственного удовольствия, подверженных цеплянью. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Кусок мяса – это обозначение наслаждения и страсти, шесть. Выбрось кусок мяса, отбрось наслаждение и страсть. Рой ножом, а мудрейший. Вот каково значение. Нога змея – это обозначение монаха, который уничтожил пятна умственных загрязнений. Оставь нога змею. Не причиняй вреда ноге змея. Почитай нога змею. Вот каково значение. Так сказал благословенный. Достопочтенный Кумара Кассапа был доволен и восхитился словами благословенного. Один, Кумара Кассапа, приемный сын царя по Синадзе из Касалы. Он был рожден женщиной, которая не знала о беременности и стала монахиней. Во время произнесения данной лекции Кумара Кассапа все еще был учеником, секха, а после достиг араханства, используя объектом своей медитации тему этой самой сутты. Два, согласно комментарию, это был Брахма из чистых обителей. Он, а также Кумара Кассапа, были в числе пяти монахов, практиковавших медитацию на горе во времена Будды Кассапы. Это же самое божество побудило Бахию Даручирию, еще одного из этой группы пяти монахов, навестить Будду, смотри. Ут 1.10. Три, комментарий поясняет, что как из осов, который запирает врата и не дает людям попасть в город, так и невежество запирает вход в Ниббану. Четыре, комментарий поясняет, что четыре лапы и голова черепахи обозначают пять совокупностей. 5. Комментарий. Существа, желающие чувственных наслаждений, рубятся мясницким ножом чувственных желаний на колоде чувственных объектов. 6. Смотри. МН-54. Радхавинита сутта, перекладные колесницы. МН-24. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда группа монахов из родных земель, Благословенного, один, который там провели сезон дождей, отправилась к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Благословенный спросил их, монахи, кто на, моей, родной земле уважается монахами, его товарищами по святой жизни, следующим образом, сам имели мало желаний, он говорит с монахами о малом количестве желаний. Довольствуясь, тем, что у него есть, сам, он говорит с монахами о довольствовании. Затворяясь сам, он говорит с монахами о затворничестве. Сторонясь общества сам, он говорит с монахами об отчужденности от общества. Будучи усердным сам, он говорит с монахами о зарождении усердия. Достигнув нравственности сам, он говорит с монахами о достижении нравственности. Достигнув сосредоточения сам, он говорит с монахами о достижении сосредоточения. Достигнув мудрости сам, он говорит с монахами о достижении мудрости. Достигнув освобождения сам, он говорит с монахами о достижении освобождения. Достигнув знания и видения освобождения сам, он говорит с монахами о достижении знания и видения освобождения. Он тот, кто советует, инструктирует, наставляет, призывает, побуждает, радует своих товарищей по святой жизни. Учитель, достопочтенный Пуннам Антонипута, 2, подобным образом уважается монахами на родной земле, благословенного, то есть, его товарищами по святой жизни. И в то время Достопочтенный Сарипутты сидел возле Благословенного. Мысль пришла к Достопочтенному Сарипутте, какое благо для Достопочтенного Пунны Монтанипутты, какое великое благо для него, что его мудрые товарищи по святой жизни восхваляют его то за одно, то за другое, в присутствии Учителя. Быть может, придет время, и мы повстречаем Достопочтенного Пунну Монтанипутту и побеседуем с ним. И затем, когда Благословенный Пу был в Раджагахе столько, сколько считал нужным, он отправился в Странствии, идя переходами до Саваттхи. Странствуя переходами, он со временем прибыл в Саваттхи и проживал там в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Достопочтенный Пунна Монтанипутта услышал, Благословенный прибыл в Саваттхи и проживает в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Достопочтенный Пунна Монтанипутта привел свое жилище в порядок, взял верхнее одеяние и чашу, и отправился в Странствии, идя переходами до Саваттхи. Странствуя переходами, он со временем прибыл в Савать-Тхи и отправился в Рощу Джеты в монастырь Анатхопиндики, чтобы повидать Благословенного. Поклонившись Благословенному, он сел рядом, и благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал его беседы под Хами. И затем достопочтенный Пунна Мантонипута, наставленный, воодушевленный, вдохновленный, порадован на беседе с Благословенным, восхитившись и возрадовывавшись словам Благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись Благословенному, обойдя его с правой стороны, отправился в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. И тогда некий монах подошел к достопочтенному Сарипутте и сказал ему, друг Сарипутта, монах Пунна Мантонипутта, о котором ты всегда так хорошо отзывался, только что был наставлен, воодушевлен, вдохновлен, порадован Благословенным беседой по Тхамме. Восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, он поднялся со своего сиденья и, поклонившись Благословенному, обойдя его с правой стороны, отправился в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Тогда достопочтенный Сарипутта поспешно взял свою материю для сиденья и отправился вслед за достопочтенным Пунной Мантонипуттой, не выпуская его голову из виду. Затем достопочтенный Пунной Мантонипутта вошел в рощу слепых и сел у подножья дерева, чтобы провести остаток дня. И затем, вечером, достопочтенный Сарипутта вышел из медитации, подошел к достопочтенному Пунне Мантонипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Пуни Мэнтони Путе, друг, ведется ли, под учительством, нашего благословенного святая жизнь? Да, друг. Но, друг, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения нравственности? Нет, друг. В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения ума? В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения воззрения? В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения при удалении сомнения? В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения знанием и видением того, что является путем, и того, что им не является? В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения знанием и видением пути? В таком случае, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения знанием и видением? Друг, будучи спрошенным, но, друг, ведется ли святая жизнь, под учительством, благословенного ради очищения нравственности? Ради очищения знанием и видением? Ты ответил, нет, друг. Так ради чего тогда, друг, ведется святая жизнь, под учительством, благословенного? Три, друг, святая жизнь, под учительством, благословенного ведется ради окончательной негбан и бесцепляния. Но, друг, является ли очищением нравственности окончательное небабанное бесцеплянья? В таком случае, является ли очищение ума, очищение воззрения, очищение преодолением сомнения, очищение знанием и ведением того, что является путем, и того, что он является, очищение знанием и ведением пути, очищение знанием и ведением окончательное небабанное бесцеплянья? Но, друг, достигается ли без этих состояний окончательное небабанное бесцеплянья? Будучи спрошенным, но, друг, Друг, является ли очищение нравственности окончательное небабанное без вцепляния, достигается ли без этих состояний окончательное небабанное без вцепляния? Ты ответил, нет, друг. Но как, друг, следует понимать значение этих, твоих, утверждений? Друг, если бы благословенный описывал очищение нравственности как окончательное небабанное без вцепляния, то тогда он бы описывал то, что все еще сопровождается цеплянием, как окончательное небабанное без вцепляния. Если бы благословенный описывал очищение ума, очищение воззрения, очищение преодолением сомнения, очищение знанием и видением того, что является путем, и того, что им не является, очищение знанием и видением пути, очищение знанием и видением как окончательную ниббану без цепляния, то тогда он бы описывал то, что все еще сопровождается цеплянием, как окончательную ниббану без цепляния. 4. А если бы окончательная Ниббана без сцепляния достигалась бы без этих состояний, то тогда и обычный заурядный человек достигал бы окончательной Ниббаны, ведь у обычного заурядного человека нет этих состояний. В отношении этого, друг, я приведу тебе пример, поскольку мудрые понимают значение утверждения посредством примера. Представь, как если бы царь по Синадзе Искасалы, живущий в Саваттхе, имел бы некое срочное дело, которое нужно разрешить в Сакете. Между Саваттхи и Сакетой для него бы держали готовыми семь перекладных колесниц. Тогда царь по Синадзе Искасалы, покинул Саваттхи через двери внутренних покоев дворца, взобрался бы на первую перекладную колесницу и посредством первой перекладной колесницы он бы прибыл ко второй перекладной колеснице. Тогда он бы спешился с первой колесницей и взобрался бы на вторую колесницу. Посредством второй колесницы он бы прибыл к третьей колеснице Посредством третьей, четвертой, пятой Посредством шестой колесницы он бы прибыл к седьмой колеснице Посредством седьмой колесницы он бы прибыл к дверям внутренних покоев дворца в Сакете И затем, когда он бы подошел к дверям внутренних покоев дворца Его друзья и знакомые, его родственники и родня Спросили бы его, Ваше Величество Вы прибыли с Савадхи к дверям внутренних покоев дворца в Сакете посредством этой колесницы? В таком случае как бы следовало ответить царю Пасинаде из Касалы, чтобы ответить правильно? Чтобы ответить правильно, друг, ему следовало бы ответить так, когда я проживал в Саваттхе, у меня было некое срочное дело. Тогда, покинул Саваттхе через двери внутренних покоев дворца, я взобрался на первую перекладную колесницу. Посредством седьмой колесницы я прибыл к дверям внутренних покоев дворца в Сакете. Чтобы ответить правильно, друг, вот как ему следовало бы ответить. Точно так же, друг, очищение нравственности, необходимо, ради очищения ума. Очищение ума, ради очищения воззрения. Очищение воззрения, ради очищения преодолением сомнения. Очищение преодолением сомнения, ради очищения знанием и видением того, что является путем, и того, что им не является. Очищение знанием и видением того, что является путем, и того, что им не является, ради очищения знанием и видением пути. Очищение знанием и ведением пути Ради очищения знанием и ведением Очищение знанием и ведением Ради достижения окончательной нигбаны Бесцепляния Именно ради окончательной нигбаны Бесцепляния ведется святая жизнь Под учительством благословенного 5. Когда так было сказано Достопочтенный Сарипутта спросил Достопочтенного Пунном Антони Путту Как зовут Достопочтенного И под каким именем его знают товарищи по святой жизни Меня зовут Пунна Друг, и мои товарищи по святой жизни знают меня под именем Монтанипутта. Удивительно, друг, поразительно. Пунна Монтанипутта шаг за шагом ответил на каждый глубокий вопрос, который ему был задан, как, и ответил бы, ученый-ученик, который правильно понимает учения учителя. Какое благо для его товарищей по святой жизни, какое великое благо для них, что у них есть возможность видеть и почитать достопочтенного Пунна Монтанипутту. Даже если бы, чтобы увидеть и почитать его, им пришлось бы носить достопочтенного Пунна Монтанипутту на подушке, подпираемой их головами, это, все равно, было бы благом для них, великим благом. И вне сомнений, это благо для нас, великое благо, что у нас есть возможность увидеть и выразить уважение достопочтенному Пунне Монтанипутте. Когда так было сказано, достопочтенный Пунна Монтанипутта спросил достопочтенного Сарепутту, как зовут достопочтенного, и под каким именем его знают товарищи по святой жизни. Меня зовут Тупатиса, друг, и мои товарищи по святой жизни знают меня под именем Сарипутта. Воистину, друг, мы не знали, что беседуем с Достопочтенным Сарипуттой, учеником, который подобен самому Учителю. Если бы мы знали, что это был Достопочтенный Сарипутта, мы бы не говорили так много. Удивительно, друг, поразительно. Каждый глубокий вопрос, который шаг за шагом был задан Достопочтенным Сарипуттой, был задан так, как его и задавал бы ученый-ученик, который правильно понимает учение Учителя. Какое благо для его товарищей по святой жизни, какое великое благо для них, что у них есть возможность видеть и почитать Достопочтенного Сарипутту. Даже если бы, чтобы увидеть и почитать его, им пришлось бы носить Достопочтенного Сарипутту на подушке, подпираемой их головами, это, все равно, было бы благом для них, великим благом. И вне сомнений, это благо для нас, великое благо, что у нас есть возможность увидеть и выразить уважение Достопочтенному Сарипутте. И так оно было, что эти двое великих существ возрадовались благим словам друг друга. 6. 1. Согласно комментарию, речь идет о Капилаватфу и прилежащих к этому городу территориях. 2. Достопочтенного Пуннамантани Путта происходил с брахманской семьей и был посвящен в монахе достопочтенного Аня Канданьев Капилаватфу. Он был объявлен Буддой самым выдающимся монахом среди ораторов Дхаммы. 3. По заметке достопочтенного Бодхи эти семь очищений также упомянуты в ДН-33 с добавлением очищения мудростью и очищения освобождением. Однако, как ни странно, они нигде не разъясняются в ника их канона. Что еще более странно, так это то, что эти два великих ученика, похоже, распознают их как четкую группу доктринальных категорий. Эти семь очищений являются стержнем всей Весудхимагги, труд Ачарии Буддагосы, написанный спустя примерно одна тысяча лет после жизни Будды. Достопочтенного Тханиссара также считает любопытным, что эти два ученика, очевидно, были хорошо знакомы с этой схемой семи очищений, но нигде в суттах эта схема не упоминается как буддийское учение. Однако, в четвертой главе сутты Непаты, СНП-4, упоминаются различные небуддийские учителя, которые говорят об очищении как о цели своих учений, и которые различными способами определяли эту чистоту в рамках нравственности, воззрений, знания, и практики. По мнению Достопочтенного Тханиссара эти семь видов очищений, упомянутых в сутте, изначально были небуддийскими учениями, но потом были приняты ранней буддийской общиной и адаптированы ей под свои цели, чтобы показать, что эти семь форм очищения не являются конечной целью практики, но представляют собой лишь этапы к достижению этой цели. Похожей точки зрения придерживается Достопочтенного Аналая в своей работе по сопоставлению сутт-палиском отчхи Маникая с китайскими и санскритскими аналогами, приводя подробную аргументацию, в частности, по его словам, в китайской версии Срепутта специально выдает себя за небуддийского монаха, постоянно называя Будду отшельником Гатамой, как его называли приверженцы небуддийских учений, таким образом, оперируя в беседе с пунной терминами, не принадлежавшими буддийскому учению, но относящимися к сторонним религиозным течениям того времени. 4. Комментарий объясняет, что все эти семь очищений являются обусловленными, а не необусловленными, вот почему так говорится. 5. Примечание переводчика СВ, ориентируясь на другие сутты канона, я понимаю данную последовательность этапов не так, как они объясняются в Весуддхимагде, а иначе. 6. Практика нравственного поведения ведет к определенной чистоте ума, что позволяет постепенно отходить от неправильных воззрений, замещая их правильными. 7. Когда по мере исправления воззрений практики нравственности человек в итоге преодолевает сомнения в отношении благих и неблагих качеств, он обретает ведение пути, что соответствует вступлению в поток, смотри. 7. Вступив на путь, и уже имея правильное воззрение, он практикует благородный восьмеричный путь ради отбрасывания даже самых утонченных загрязнений последующего достижения джхан, смотри. Антри-94, а также Антри-101, которые необходимы для глубокой практики прозрения, знания и видения трех характеристик обусловленных феноменов, и прямого видения неббаны, что приводит либо к араханству, либо, при наличии остаточных цепляний, к невозвращению, смотри. МН-64. 6. Дословно, нога. В индийской мифологии, огромные змеи или драконы, живущие в подземном мире и охраняющие сокровища. Этим словом также обозначались самые крупные и могущественные животные, например, огромные слоны, кобры и т.д. В данном случае этим словом обозначаются араханты. Нева-пасутта, наживка. МН-25. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, ловец оленьев не размещает наживку для оленья его стада с подобным намерением, пусть оленье стадо наслаждается этой наживкой, которую я разместил, и будет долгоживущим, прекрасным, и будет таковым долгое время. Ловец оленьев выставляет наживку для оленья его стада вот с каким намерением. Оленья стада будет есть иду осторожно, пока не доберется до наживки, которую я разместил посреди нее. Сделав так, они станут опьяненными. Когда они будут опьянены, они впадут в беспечность. Когда они беспечны, я могу делать с ними что пожелаю за этой самой наживке. Олени первого стада съели иду без осторожности, добравшись до наживки, которую разместил овец оленей. Сделав так, они стали опьяненными. Когда они были опьянены, они впали в беспечность. Когда они были беспечны, ловец оленей поступил с ними так, как считал нужным, из-за этой самой наживки. Вот как олени первого стада не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени второго стада подумали, олени того первого стада, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Что если все мы будем держаться в стороне от этой наживки? Что если, держась в стороне от этого ужасающего наслаждения, мы уйдем в дикие леса и будем жить там? И так они поступили. Но в последний месяц жаркого сезона, когда израсходовалась трава и вода, их тело стали неимоверно истощены. Из-за этого они утратили свою силу и подвижность. Когда они утратили свою силу и подвижность, они вернулись к этой самой наживке, которую разместил овец оленей. Они съели иду без осторожности, добравшись до наживки, которую разместил овец оленей. Сделав так, они стали опьяненными. Когда они были опьянены, они впали в беспечность. Когда они были беспечны, ловец оленей поступил с ними так, как считал нужным, из-за этой самой наживки. Вот как олени второго стада не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени третьего стада подумали, олени того первого стада, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени того второго стада, подумав о том, как олени первого стада потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они поступили, с осторожностью уйдя в дикие леса, также не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Что если мы сделаем своим обиталищем место рядом с наживкой ловца оленей? И тогда, сделав так, мы будем есть иду, не имея беспокойства, и не добираясь до наживки, которую разместил ловец оленей. Сделав так, мы не станем опьяненными. Когда мы не опьянены, мы не впадем в беспечность. Когда мы не беспечны, ловец оленей не поступит с нами так, как считает нужным, из-за этой самой наживки. И так они и поступили. Но тогда ловец оленей и его помощники подумали, эти олени третьего стада хитрые и коварные, точно маги и волшебники. Они едят размещенную наживку, при том мы не знаем, когда они приходят и уходят. Что если мы сделаем наживку, которая размещена так, что везде и всюду на всей большой территории окружена оплетенными изгородями? Быть может, тогда мы увидим, где находится обиталище третьего оленьего стада, куда они уходят прятаться. Сделав так, они увидели обиталище третьего стада, то место, куда они уходили прятаться. Вот как олени третьего стада не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени четвертого стада подумали, олени того первого стада, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени того второго стада, подумав о том, как олени первого стада потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они поступили, с осторожностью уйдя в дикие леса, также не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Олени того третьего стада, подумав о том, как олени первого стада и олени второго стада потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они и поступили, с осторожностью сделав своим обиталищем место рядом с наживкой ловца оленей, также потерпели неудачу и не смогли освободиться от управления власти ловца оленей. Что если мы сделаем своим обиталищем место, докуда ловец олени и его помощники не смогут дойти? И тогда, сделав так, мы будем есть еду, не имея беспокойства, и не добираясь до наживки, которую разместил ловец оленей. Сделав так, мы не станем опьяненными. Когда мы не опьянены, мы не впадем в беспечность. Когда мы небеспечны, ловец оленей не поступит с нами так, как считает нужным, из-за этой самой наживки. И так они и поступили. Но тогда ловец оленей и его помощники подумали, эти олени четвертого стада хитрые и коварные, точно маги и волшебники. Они едят размещенную наживку, притом мы не знаем, когда они приходят и уходят. Что если мы сделаем наживку, которая размещена так, что везде и всюду на всей большой территории окружена оплетенными изгородями? Быть может, тогда мы увидим, где находится обиталище четвертого оленьего стада, куда они уходят спрятаться. Они сделали так, но не увидели обиталище четвертого стада, того места, куда те уходили прятаться. Тогда ловец олень и его помощники подумали, если мы напугаем четвертые оленья стада, то будучи напуганными они напугают других, и так все оленья стада оставит эту наживку, которую мы разместили. Что если мы будем относиться к четвертому оленьему стаду с безразличием? И так они и поступили. Вот как олени четвертого стада освободились от управления власти ловца оленей. Монахи, я привел вам этот пример, чтобы донести смысл. Смысл таков. Наживка – это обозначение пятенити чувственных удовольствий. Ловец оленей – это обозначение злого мары. Помощники ловца оленей – это обозначение свиты мары. Оленья стада – это обозначение жрецов и отшельников. Жрецы и отшельники первого вида ели иду без осторожности, добравшись до наживки материальных вещей мира, которые разместил Мара. Сделав так, они стали опьяненными. Когда они были опьянены, они впали в беспечность. Когда они были беспечны, Мара поступил с ними так, как считал нужным, из-за этой самой наживки этих материальных вещей мира. Вот как жрецы и отшельники первого вида не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники, я говорю вам, точно те олени первого стада. Жрецы и отшельники второго вида подумали, те жрецы и отшельники первого вида, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти Мары. Что если все мы будем держаться в стороне от этой наживки этих материальных вещей мира? Что если, держась в стороне от этого ужасающего наслаждения, мы уйдем в дикие леса и будем жить там? И так они поступили. Они были теми, кто ест, только, зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовые отруби, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Они жили на лесных кореньях и фруктах. Они кормились упавшими фруктами. Но в последний месяц жаркого сезона, когда израсходовалась трава и вода, их тело стали неимоверно истощены. Из-за этого они утратили свою силу и подвижность. Когда они утратили свою силу и подвижность, они утратили свое освобождение ума, один. С утратой своего освобождения ума они вернулись к этой самой наживке, которую разместил Мара, и к тем материальным вещам мира. Они съели еду без осторожности, добравшись до наживки. Сделав так, они стали опьяненными. Когда они были опьянены, они впали в беспечность. Когда они были беспечны, Мара поступил с ними так, как считал нужным, из-за этой самой наживки этих материальных вещей мира. Вот как жрецы и отшельники второго вида не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники, я говорю вам, точно те олени второго стада. Жрецы и отшельники третьего вида подумали, те жрецы и отшельники первого вида, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники второго вида, подумав о том, как жрецы и отшельники первого вида потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они и поступили, с осторожностью уйдя в дикие леса, также не смогли освободиться от управления власти Мары. Что если мы сделаем своим обиталищем место рядом с наживкой, которую разместил Мара, рядом, с теми материальными вещами мира? И тогда, сделав так, мы будем есть иду, не имея беспокойства, и не добираясь до наживки, которую разместил Мара, не добираясь, до материальных вещей мира. Сделав так, мы не станем опьяненными. Когда мы не опьянены, мы не впадем в беспечность. Когда мы небеспечны, Мара не поступит с нами так, как считает нужным, из-за этой самой наживки этих материальных вещей мира. И так они и поступили. Но тогда они пришли к тому, что стали придерживаться таких воззрений, как мир вечен или мир не вечен, или мир ограничен или мир безграничен, или душа и тело, это одно или душа суть и дно, а тело суть иное, или Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует после смерти и не существует после смерти или Татхагата не существует после смерти, не не существует после смерти, 2. Вот как жрецы и отшельники третьего вида не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники, я говорю вам, точно те олени третьего стада. Жрецы и отшельники четвертого вида подумали, те жрецы и отшельники первого вида, действовав неосторожно, не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники второго вида, подумав о том, как жрецы и отшельники первого вида потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они поступили, с осторожностью уйдя в дикие леса, также не смогли освободиться от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники третьего вида, подумав о том, как жрецы и отшельники первого вида и жрецы и отшельники второго вида потерпели неудачу, распланировав и поступив так, как они и поступили, с осторожностью сделав своим обиталищем место рядом с наживкой, которую разместил Мара, рядом с теми материальными вещами мира, также потерпели неудачу и не смогли освободиться от управления власти Мары. Что если мы сделаем своим обиталищем место, докуда Мара и его свиты не смогут дойти? И тогда, сделав так, мы будем есть иду, не имея беспокойства, и не добираясь до наживки, которую разместил Мара, не добираясь, до тех материальных вещей мира. Сделав так, мы не станем опьяненными. Когда мы не опьянены, мы не впадем в беспечность. Когда мы не беспечны, Мара не поступит с нами так, как считает нужным, из-за этой самой наживки и тех материальных вещей мира. И так они и поступили. Вот как жрецы и отшельники четвертого вида освободились от управления власти Мары. Те жрецы и отшельники, я говорю вам, точно те олени четвертого стада. И докуда не может дойти Мара и его свита? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. Далее, монах входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой джхане. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. Далее, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности. Воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства, сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. 4. Далее, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. И 5. На загрязнение ума, полностью уничтожено его видением мудростью. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности, и пересек привязанность к миру. 5. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Читовимуте. Под этим в суттах подразумеваются 8 медитативных достижений, или какие-либо из них, 4 тшханы, 4 бесформенные сферы. 2. Это спекулятивные воззрения, на предмет которых спорили аскита-философы во времена Будды. Будда отвергал все эти воззрения как те, что не связаны с основами святой жизни и не ведут к освобождению от страданий. Смотри. МН 63, МН 72. 3. Комментарий поясняет, что тшханы следует далее использовать для прозрения. 4. Само их достижение является временным спасением от Мары. Смотри также Ан 9.39, которая, в отличие от этой сутты, делает разграничение в слепоте Мары касаемо первых четырех тшхан и четырех бесформенных сфер. 4. Все эти медитативные достижения раскрываются по стандартным формулам, как например в МН 8. 5. В отличие от предыдущих медитативных состояний, это уже не является временным освобождением, но является постоянным. Ари-Пария-Сана-Сутта, благородный поиск. МН 26. Содержание, два вида поисков. Поиск просветления. Просветление. Обучение тхамме. Чувственное удовольствие тшханы. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савадь-Тхе в роще джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и внешние одеяния и отправился в Савадь-Тхе за подаяниями. И тогда группа монахов отправилась к Достопочтенному Ананде, и они сказали ему, «Друг Ананда, долгое время мы не слышали тхаммы из уст самого Благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли услышать такую беседу, друг Ананда. В таком случае пусть Достопочтенные отправляются к отшельнической хижине Брахмана Раммаки. Быть может, тогда, вы услышите беседу под хаммы из уст самого Благословенного. «Да, друг», — ответили они. И затем, когда Благословенный походил по Савадь-Тхе за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он обратился к Достопочтенному Ананде, Ананда, «Пойдем в Восточный парк во дворец Матери Мегары, чтобы провести там остаток дня». «Да, учитель», — ответил Достопочтенный Ананда. И тогда Благословенный вместе с Достопочтенным Ананде отправился в Восточный парк во дворец Матери Мегары, чтобы провести там остаток дня. И затем, вечером, Благословенный вышел из медитации и обратился к Достопочтенному Ананде, «Ананда, пойдем в Восточные купальни, чтобы искупаться». «Да, учитель», — ответил Достопочтенный Ананда. И тогда Благословенный вместе с Достопочтенным Ананде отправился в Восточные купальни, чтобы искупаться. После купания он вышел из воды и стоял в одном одеянии, высушивая части своего тела. И тогда Достопочтенный Ананда обратился к Благословенному, «Учитель, здесь неподалеку отшельническая хижина Брахмана Раммаки. Эта хижина восхитительна и приятна. Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный отправился туда из сострадания». Благословенный молча согласился. И тогда Благословенный отправился к отшельнической хижине Брахмана Раммаки. И в то время группа монахов сидела в этой хижине, обсуждая Дхамму. Благословенный встал перед дверью и ждал, пока их беседа закончится. Когда он понял, что она закончилась, он прокашлялся и постучал, и монахи открыли ему дверь. Благословенный вошел, сел на подготовленное сидение и обратился к монахам так, «Монахи, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь? Какой ваш разговор был прерван? Учитель, наша прерванная беседа по Дхамме была и самым Благословенным. Затем, и сам, Благословенный прибыл». Хорошо, монахи. Подобает вам, представителям клана, которые покинули жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной благодаря вере, сидеть вместе и обсуждать Дхамму. Когда вы собираетесь вместе, монахи, то вам следует делать одну из двух вещей – вести беседу по Дхамме или поддерживать благородную тишину. Монахи, есть эти два вида поисков – благородный поиск и неблагородный поиск. И что такое неблагородный поиск? Вот некий человек, будучи сам подверженным рождению, ищет то, что тоже подвержено рождению. Будучи сам подверженным старению, он ищет то, что тоже подвержено старению. Будучи сам подверженным болезни, он ищет то, что тоже подвержено болезни. Будучи сам подверженным смерти, он ищет то, что тоже подвержено смерти. Будучи сам подверженным печали, он ищет то, что тоже подвержено печали. Будучи сам подверженным загрязнением, он ищет то, что тоже подвержено загрязнением. И о чем можно сказать как о подверженном рождению? Жена и дети подвержены рождению, рабы и рабыня, козы и овцы, домашние птицы и свиньи, слоны, рогатый скот, кони и кобылы, золото и серебро подвержены рождению. Эти обретения подвержены рождению. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным рождению, ищет то, что также подвержено рождению. И о чем можно сказать как о подверженном старению? Жена и дети подвержены старению, золото и серебро подвержены старению. Эти обретения подвержены старению. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным старению, ищет то, что также подвержено старению. И о чем можно сказать как о подверженном болезни? Жена и дети подвержены болезни, кони и кобылы подвержены болезни. Эти обретения подвержены болезни. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным болезни, ищет то, что также подвержено болезни. И о чем можно сказать как о подверженном смерти? Жена и дети подвержены смерти, кони и кобылы подвержены смерти. Эти обретения подвержены смерти. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным смерти, ищет то, что также подвержено смерти. И о чем можно сказать как о подверженном печали? Жена и дети подвержены печали, кони и кобылы подвержены печали. Эти обретения подвержены печали. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным печали, ищет то, что также подвержено печали. И о чем можно сказать как о подверженном загрязнению? Жена и дети подвержены загрязнению, золото и серебро подвержены загрязнению, один. Эти обретения подвержены загрязнению. И тот, кто привязан к этим вещам, очарованными, всецело преданным, будучи сам подверженным загрязнению, ищет то, что также подвержено загрязнению. Это – неблагородный поиск. И что такое благородный поиск? Вот некий человек, будучи сам подверженным рождению, поняв опасность в том, что подвержено рождению, ищет нерожденную наивысшую защиту от подневольности, неббану. Будучи сам подверженным старению, поняв опасность в том, что подвержено старению, он ищет нестареющую наивысшую защиту от подневольности, неббану. Будучи сам подверженным болезни, поняв опасность в том, что подвержена болезни, он ищет неболеющую наивысшую защиту от подневольности, неббану. Будучи сам подверженным смерти, поняв опасность в том, что подвержена смерти, он ищет бессмертную наивысшую защиту от подневольности, Ниббану. Будучи сам подверженным печали, поняв опасность в том, что подвержена печали, он ищет беспечальную наивысшую защиту от подневольности, Ниббану. Будучи сам подверженным загрязнением, поняв опасность в том, что подвержена загрязнением, он ищет незагрязненную наивысшую защиту от подневольности, Ниббану. Это – благородный поиск. Монахи, до моего просветления, пока я все еще был только лишь непросветленным Бодхисаттой, я тоже будучи подверженным рождению, искал то, что подвержено рождению. Будучи подверженным старению, болезни, смерти, печали и загрязнению, я искал то, что подвержено старению, загрязнению. Тогда я подумал так, почему будучи сам подверженным рождению, я тоже ищу то, что подвержено рождению? Почему сам будучи подверженным старению, загрязнению, я тоже ищу то, что подвержено загрязнению? Что если я будучи сам подверженным рождению, поняв опасность в том, что подвержено рождению, буду искать нерожденную наивысшую защиту от подневольности, Ниббану? Что если я будучи сам подверженным старению, загрязнению, поняв опасность в том, что подвержено загрязнению, буду искать нестареющую, не болеющую, бессмертную, беспечальную, не загрязненную наивысшую защиту от подневольности, Ниббану? И тогда, будучи все еще юным, черноволосым молодым человеком, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни, я обрел волосы и бороду, надел желтые одежды и оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, хотя мои отец и мать желали иного и рыдали с лицами, полными слез. Уйдя в бездомную жизнь, монахи, в поисках благого, ища непревзойденное состояние высочайшего покоя, я отправился к отшельнику, Аллара Каламе и сказал ему, друг Калама, я бы хотел вести святую жизнь в этой Дхаме Ивинае. Аллара Калама ответил, почтенный может оставаться здесь. Эта Дхама такова, что мудрец вскоре сможет войти и пребывать в ней, реализовав для себя посредством прямого знания доктрину своего учителя. И вскоре я быстро выучил ту Дхаму. До той степени, до которой излагалось его учение и посредством простой декламации по губам и повторения, заученного, я мог говорить со знанием и уверенностью, я заявлял, я знаю, я вижу. И были и другие, кто делал так же. Я подумал, не только за счет одной веры Аллара Калама заявляет, реализовав для себя посредством прямого знания я вхожу и пребываю в этой Дхаме. Вне сомнений, Аллара Калама, на самом деле, пребывает, зная и видя эту Дхаму. Тогда я отправился к Аллара Каламе и сказал, друг Аллара, каким образом ты заявляешь, что, реализовав для себя посредством прямого знания, ты входишь и пребываешь в этой Дхамме? В ответ на это он заявил о сфере отсутствия всего, два. Я подумал, не только Аллара Калама имеет веру, усердие, осознанность, сосредоточение и мудрость. У меня тоже есть вера, усердие, осознанность, сосредоточение и мудрость. Что если я постараюсь реализовать Дхамму, о которой Аллара Калама заявляет, что входит и пребывает в ней, реализовав для себя посредством прямого знания. И вскоре я быстро вошел и пребывал в той Дхамме, реализовав ее для себя посредством прямого знания. Тогда я отправился к Аллара Каламе и сказал ему, друг Калама, таким ли образом ты заявляешь, что входишь и пребываешь в этой Дхамме, реализовав ее для себя посредством прямого знания? Этим образом, друг, этим же образом, друг, я также вхожу и пребываю в этой Дхамме, реализовав ее для себя посредством прямого знания. Какое благо для нас, друг, какое огромное благо для нас, что у нас есть такой почтенный как наш товарищ по святой жизни. Та Тхама, о которой я заявляю, что вхожу и пребываю в ней, реализовав ее для себя посредством прямого знания, является той же самой Тхаммой, в которую ты входишь и пребываешь, реализовав ее для себя посредством прямого знания. Так что ты знаешь Тхамму, которую я знаю, и я знаю Тхамму, которую знаешь ты. Каков я, таков и ты. Каков ты, таков и я. Ну же, друг, будем теперь вместе вести эту общину учеников. Так мой учитель, Алла Ракалама, поставил меня, своего ученика, наравне с собой, и оказал мне наивысшее почтение. Но ко мне пришла мысль, эта Тхама не ведет к устранению очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббани, но, ведет только, к перерождению в сфере отсутствия всего. Не будучи удовлетворенным этой Тхаммой, разочарованной ей, я ушел. Монахи, будучи все еще в поисках благого, ища непревзойденное состояние высочайшего покоя, я отправился к отшельнику, Удда Кармапутте, 3, и сказал ему, друг, я бы хотел вести святую жизнь в этой Тхамме Ивинае. Удда Кармапутте ответил, почтенный может оставаться здесь. Эта Тхама такова, что мудрец вскоре сможет войти и пребывать в ней, реализовав для себя посредством прямого знания доктрину своего учителя. И вскоре я быстро выучил Тхамму. До той степени, до которой излагалось его учение посредством простой декламации по губам и повторения, заученного, я мог говорить со знанием и уверенностью, я заявлял, я знаю, я вижу. И были и другие, кто делал так же. Я подумал, не только за счет одной веры Рама заявлял, реализовав для себя посредством прямого знания я вхожу и пребываю в этой Тхамме. Вне сомнений, Рама, на самом деле, пребывал, зная и видя эту Тхамму. Тогда я отправился к Удда Кармапутте и сказал, друг, каким образом Рама заявлял, что, реализовав для себя посредством прямого знания, он входил и пребывал в этой Тхамме? В ответ на это Удда Кармапутте заявил о сфере невосприятия, не невосприятия. Я подумал, не только у Рамы была вера, усердие, осознанность, сосредоточение и мудрость. У меня тоже есть вера, усердие, осознанность, сосредоточение и мудрость. Что если я постараюсь реализовать Тхамму, о которой Рама заявлял, что входил и пребывал в ней, реализовав для себя посредством прямого знания? И вскоре я быстро вошел и пребывал в той Тхамме, реализовав ее для себя посредством прямого знания. Тогда я отправился к Удда Кармапутте и сказал ему, друг, таким ли образом Рама заявлял, что входил и пребывал в этой Тхамме, реализовав ее для себя посредством прямого знания? Какое благо для нас, друг, какое огромное благо для нас, что у нас есть такой почтенный, как наш товарищ по святой жизни. Та Тхамма, о которой Рама заявлял, что входил и пребывал в ней, реализовав ее для себя посредством прямого знания, является той же самой Тхаммой, в которую ты входишь и пребываешь, реализовав ее для себя посредством прямого знания. Так что ты знаешь Тхамму, которую знал Рама, и Рама знал Тхамму, которую знаешь ты. Каков был Рама, таков и ты. Каков ты, таков был и Рама. Ну же, друг, веди теперь эту общину, учеников. Так мой товарищ по святой жизни, Утда Кармапутта, поставил меня в позицию учителя и оказал мне наивысшее почтение. Но ко мне пришла мысль, эта Тхамма не ведет к устранению очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббани, но, ведет только, к перерождению в сфере невосприятия, ни невосприятия. Не будучи удовлетворенным этой Тхаммой, разочарованной ей, я ушел. Монахи, будучи все еще в поисках благого, ища непревзойденное состояние высочайшего покоя, я странствовал переходами по стране магатхов, пока со временем не прибыл в Рувелу в Синонигому. Там я увидел чудесную местность с восхитительной рощей, кристально чистой рекой с приятными пологими берегами, и близлежащей деревней для сбора подаяний. Я подумал, это чудесная местность с восхитительной рощей, кристально чистой рекой с приятными пологими берегами, и близлежащей деревней для сбора подаяний. Это послужит старанию представителя клана, настроившегося на старании. И я сел там, думая, это послужит старанию. 4. И затем, монахи, будучи сам подверженным рождению, поняв опасность в том, что подвержено рождению, ища нерожденную защиту от подневольности, Ниббану, я достиг нерожденной защиты от подневольности, Ниббаны. Будучи сам подверженным старению, болезни, смерти, печали, загрязнению, поняв опасность в том, что подвержено загрязнению, ища незагрязненную защиту от подневольности, Ниббану, я достиг незагрязненной защиты от подневольности, Ниббаны. Знания и видения возникли во мне, непоколебимо мое освобождение. Это мое последнее рождение. Не будет более нового существования. Я подумал, это Дхама, которую я достиг, глубоко, трудно узреть ее, трудно понять, она, умиротворенная и возвышенная, лежит в нерамок умозаключений, утонченно, может быть пережита, только, мудрыми. Но это поколение наслаждается привязанностью, лелеет наслаждений в привязанности, радуется привязанности. Такому поколению эту истину трудно узреть, то есть, специфическую обусловленность, зависимое возникновение. И эту истину, ему, также трудно узреть, то есть, успокоение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, ниббану. Если бы я стал учить Дхаме, при этом, другие не поняли бы меня, то это было бы утомительно для меня, это было бы хлопотно. И в этой связи эти поразительные эстрофы, никогда не слышанные прежде в прошлом, спонтанно пришли ко мне, довольно с меня устремлений учить тому, что нашел я с великим трудом. Понять эту Дхамму ох как нелегко тем, жаждой и злобою кто угнетен. Сгораемый в жажде, окутанный тьмой, не сможет глубокую Дхамму узреть, она глубока, утонченно, трудна, и против течения, мира, идет. Когда я помыслил так, мой ум склонился к бездействию, а не к обучению, других, Дхамме. И тогда, монахи, Брахма Сахампати, напрямую, познав своим собственным умом мысль в моем уме, подумал, мир пропал. Мир падет, ведь ум Татхагаты, Араханта, полностью просветленного, склоняется к бездействию, а не к обучению Дхамме. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Брахма Сахампати исчез из мира Брахма и возник передо мной. Закинув верхнее одеяние за плечо, встав на правое колено, сложив ладони в почтительном приветствии по отношению ко мне, он сказал, «Господин, пусть благословенный обучает Дхамме. Пусть счастливый обучает Дхамме. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, и которые падут, поскольку не услышит Дхамму. Будут те, которые поймут Дхамму. Так сказал Брахма Сахампати. И, сказав так, он далее добавил, «В прошлом возникла Магадха в среде ложной Дхаммы о тех, кто нечист. Так распахни же в бессмертную дверь, пусть же услышит то Дхамму о ней, что не имеющий пятен открыл. Точно стоящий на пике горы может увидеть людей всех вокруг, так же, мудрейший, всевидящий взор, в Дхаммы дворец вознесется пускай. Сам беспечальный, узри же людей, тех, что в уныние погружены, смертью, рождением кто угнетен. Восстань, герой, в сражении победивший, вожатый каравана, долг отдавший, скитайся же по миру. Учи же Дхамме, облагословенный, ведь будут те, которые поймут». И тогда я, услышав просьбу Брахмы, из сострадания к существам обозрел мир окам Будды. Обозрев мир окам Будды, я увидел существ, у которых мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с яркими качествами и со слабыми качествами, с хорошими свойствами и с плохими свойствами, которых легко обучать, и которых трудно обучать, и некоторых, кто пребывал в видении неодобрения страха перед иным миром. «Подобно тому, как в пруду с голубыми, или с красными, или с белыми лотосами, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде, и раз свисти, будучи погруженными в воду, так и не в зоде над поверхностью воды, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде и покоиться на уровне поверхности воды, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде, но они сходят над поверхностью воды и находятся там, не будучи замоченными водой, точно так же, обозрев мир окам Будды, я увидел существ, у которых мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с яркими качествами и со слабыми качествами, с хорошими свойствами и с плохими свойствами, которых легко обучать, и которых трудно обучать, и некоторых. Кто пребывал в видении неодобрения страха перед иным миром? Тогда я ответил Брахме с Ахампати строфой, открыт в бессмертной для них врата, пусть уха склоняющую веру взрастит. Предвидев проблемы, я, Брахма, молчал в Адхаме возвышенной среди людей. И тогда Брахма с Ахампати подумал, благословенный согласился с моей просьбой обучать Адхамме. Затем он поклонился мне и исчез прямо на том самом месте. Я подумал, кого мне следует первым научить Адхамме? Кто поймет эту Адхамму быстро? И тогда мысль пришла ко мне, Алла-Ракалама мудр, умен, проницателен. Долгое время у него было мало пыли в глазах. Что если я научу Адхамме первым Алла-Ракаламму? Он поймет ее быстро. Тогда божества подошли ко мне и сказали, господин, Алла-Ракалама скончался семь дней назад. И знания и видения, также, возникли во мне, Алла-Ракалама скончался семь дней назад. Я подумал, велика утрата Алла-Ракаламмы. Если бы он услышал эту Адхамму, он бы понял ее быстро. Я подумал, кого мне следует первым научить Адхамме? Кто поймет эту Адхамму быстро? И тогда мысль пришла ко мне, Удда-Карма-Путта мудр, умен, проницателен. Долгое время у него было мало пыли в глазах. Что если я научу Адхамме первым Удда-Карма-Путту? Он поймет ее быстро. Тогда божества подошли ко мне и сказали, господин, Удда-Карма-Путта скончался прошлой ночью. И знания и видения, также, возникли во мне, Удда-Карма-Путта скончался прошлой ночью. Я подумал, велика утрата Удда-Карма-Путты. Если бы он услышал эту Адхамму, он бы понял ее быстро. Я подумал, кого мне следует первым научить Адхамме? Кто поймет эту Адхамму быстро? И тогда мысль пришла ко мне, монахи из группы пяти, которые прислуживали мне, когда я был вовлечен в старания, были очень полезны. 5. Что если я первыми научу Адхамме их? И тогда я подумал, где сейчас проживают монахи из группы пяти? И божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я увидел, что они проживали в Варанасе валением парки в Осипатане. Затем, монахи, когда я побыл в Рувелис только, сколько считал нужным, я отправился странствовать переходами в направлении Варанасе. По дороге между Гайей и местом просветления меня увидел Адживака Упака и сказал, друг, черты, твоего лица, чисты, цвет твоей кожи чистый и яркий. По чьим, учительствам, ты ушел в бездомную жизнь, друг? Кто твой учитель? Чьей Адхамме ты придерживаешься? Я ответил Адживаки Упаки с трофами, я тот, кто знает все, кто все преодолел, отбросив все, ничем я не запачкан. Освобожден я угасанием жажды. Если я, сам, познал все это для себя, кого учителем тогда назвать могу? Нет у меня учителя, подобного мне нет во мире во всем со всеми божествами, ведь человека нет, со мной кто б мог сравняться. Я тот, кто в мире этом совершенен, учитель, в этом мире, величайший. И просветленный полностью лишь я один, тот, пламя чье потушено, угасло. И направляюсь ныне в город Якосийский, чтоб привести в движение Дхаммы колесо. В мире, который, снова, стал ослепшим, я собираюсь в барабан бессмертного побить. Упака ответил, судя по твоим заявлениям, друг, ты должен быть вселенским победителем. Благословенный ответил, победоносные подобно мне, достигли разрушения пятен. Все состояние плохие одолел, вот почему, Упака, я победоносный. Когда так было сказано, отживака Упака сказал, пусть будет так, друг. Покачав головой, он свернул на боковую дорогу и ушел, шесть. Далее, монахи, странствуя переходами, со временем я прибыл в Варанайсе в Оленье Парго в Сипатану и подошел к монахам из группы пяти. Монахи увидели меня и издали между собой решили, друзья, вот идет отшельник Гатама, который проживает в роскоши, который отбросил свое старание, вернулся к роскоши. Не следует кланяться ему, вставать перед ним, принимать его чашу и внешнее одеяние, но можно приготовить для него сидение. Если он захочет, может присесть. Однако, когда я подошел, те монахи не смогли сдержать своего уговора. Один вышел повстречать меня и взял мою чашу и внешнее одеяние, другой приготовил сидение, еще другой выставил воду для мытья ног. Однако, они обратились ко мне по имени, словом, друг. Тогда я сказал им, монахи, не обращайтесь к Татхагате по имени, словом, друг. Татхагата, совершенный, полностью просветленный. Послушайте, монахи, бессмертное было достигнуто. Я буду наставлять вас, я буду учить вас Тхамме. Практикуя в соответствии с наставлением, реализовав для себя здесь и сейчас посредством прямого знания, вы вскоре войдете и будете пребывать в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда так было сказано, монахи группы из пяти ответили мне так, друг Гатама, поведением, практикой, исполнением аскис, который ты предпринимал, ты не достиг каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. Поскольку ты теперь проживаешь в роскоши, оставив свое старание, вернувшись к роскоши, как могло произойти так, что ты достиг каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. Когда так было сказано, я сказал им, Татхагата не проживает в роскоши, как и не оставил своего старания и не вернулся к роскоши. Татхагата, совершенный, полностью просветленный. Послушайте, монахи, бессмертной было достигнута, жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И во второй раз монахи группы из пяти сказали мне, друг Гатама, поведением, практикой, как могло произойти так, что ты достиг каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. И во второй раз я сказал им, Татхагата не проживает в роскоши, жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И в третий раз монахи группы из пяти сказали мне, друг Гатама, поведением, практикой, как могло произойти так, что ты достиг каких-либо сверхчеловеческих состояний, какого-либо отличия в знании и видении, что достойно благородных. Когда так было сказано, я спросил их, монахи, слышали ли вы, чтобы я говорил так прежде? Нет, достопочтенный. Монахи, Татхагата, совершенный, полностью просветленный. Послушайте, монахи, бессмертное было достигнуто. Я буду наставлять вас, я буду учить вас Дхамме. Практикуя в соответствии с наставлением, реализовав для себя здесь и сейчас посредством прямого знания, вы вскоре войдете и будете пребывать в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Я смог убедить монахов из группы пяти, семь. И затем иногда я наставлял двух монахов, пока трое других ходили за подаяниями, и мы шестеро жили на то, что те трое монахов приносили схождение за подаяниями. Иногда я наставлял трех монахов, пока другие двое ходили за подаяниями, и мы шестеро жили на то, что те двое монахов приносили схождение за подаяниями. И затем монахи группы из пяти, будучи обученными и наставленными мной, будучи сами подверженными рождению, поняв опасность в том, что подвержены рождению, ища нерожденную защиту от подневольности, Ниббану, достигли нерожденной защиты от подневольности, Ниббаны. Будучи сами подверженными старению, болезни, смерти, печали, и загрязнению, поняв опасность в том, что подвержена старению, болезни, смерти, печали, и загрязнению, ища нестареющую, незапятненную защиту от подневольности, Ниббану, они достигли нестареющей, не запятненной защиты от подневольности, Ниббаны. Знание и видение возникло в них, непоколебимо наше освобождение. Это наше последнее рождение. Не будет более нового существования. Монахи, есть эти пять нитей чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, познаваемые глазом. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Что касается тех жрецов и отшельников, которые привязаны к этим пяти нитям чувственных удовольствий, очарованы ими, всецело преданным, и которые используют их, не видя опасности в них и не понимая спасения от них, то в отношении них можно понять следующее. Они повстречали беду, повстречали бедствие. Злой, Мара, может делать с ними все, что пожелает. Представьте лесного оленя, который лежит пойманным на груди ловушек. В отношении него можно понять следующий, он повстречал беду, повстречал бедствие. Охотник может делать с ним все, что пожелает, и когда охотник придет, тот не сможет пойти туда, куда захочет. Точно так же, что касается тех жрецов и отшельников, которые привязаны к этим пяти нитям чувственных удовольствий. Можно понять следующий, они повстречали беду, повстречали бедствие. Злой, Мара, может делать с ними все, что пожелает. Что касается тех жрецов и отшельников, которые не привязаны к этим пяти нитям чувственных удовольствий, не очарованы ими, не преданы им всецело, и которые используют их, видя опасность в них и понимая спасение от них, то в отношении них можно понять следующий, они не повстречали беду, не повстречали бедствие. Злой, Мара, не сможет делать с ними все, что пожелает. Представьте лесного оленя, который лежит непойманным на груди ловушек. В отношении него можно понять следующий, он не повстречал беду, не повстречал бедствие, охотник не сможет делать с ним все, что пожелает, и когда охотник придет, тот сможет пойти туда, куда захочет. Точно так же, что касается тех жрецов и отшельников, которые не привязаны к этим пяти нитям чувственных удовольствий. Они не повстречали беду, не повстречали бедствие, злой, Мара, не сможет делать с ними все, что пожелает. Представьте, как если бы лесной олень скитался по диким лесам. Он выходил уверенно, стоял уверенно, сидел уверенно, лежал уверенно. И почему? Потому что он вне области досягаемости охотника. Точно так же, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой тшхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстраненности. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. Далее, монах входит и пребывает во второй тшхане, третьей, четвертой тшхане. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. Далее, с полным преодолением восприятия форм, с укасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства, сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности. 8. Далее, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. И пятна, загрязнение ума, полностью уничтожено его видением мудростью. Говорится, что этот монах ослепил Мару, стал невидим злому, лишив глаз Мары своей возможности, и пересек привязанность к миру. Он ходит уверенно, стоит уверенно, сидит уверенно, лежит уверенно. И почему? Потому что он вне области досягаемости злого, Мары. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, комментарий поясняет, что золото и серебро опять включены в список, так как могут быть подвержены загрязнению меньшими по стоимости металлами, примесями. Два, комментарий поясняет, что Аллара Калама учил Бодхисатту достижению семи медитативных уровней вплоть до третьей бесформенной сферы, сферы отсутствия всего. Примечание переводчика СВ, также можно отметить, что согласно тексту ниже, а также Винае, МВАй, десять, первым человеком, которого Будда захотел обучать Дхамме сразу после собственного просветления, как того, кто смог бы быстрее всех понять Дхамму, был именно Аллара Калама, его прежний учитель. Однако, Аллара Калама скончался за семь дней до момента просветления Будды. Три, по мнению достопочтенного Бодхи, Уддака был сыном Рамы, который, очевидно, учил достижению четвертой бесформенной сферы в медитации. Сам же Уддака, скорее всего, не достиг этой четвертой бесформенной сферы, почему и предложил Бодхисатте занять место учителя. Примечание переводчика СВ, опять же согласно тексту ниже, он был вторым человеком после Аллара Каламы, которого Будда сразу после собственного просветления захотел обучать Дхамме, однако, тот также скончался незадолго до момента просветления Будды. Судя по этому упоминанию, Уддак Рамапутта также был достаточно умелым в медитации, хотя, скорее всего, менее способным, нежели Аллара Калама. 4. Согласно МН-36, после этого момента Бодхисатта принялся за суровые аскетические практики, которые едва не довели его до смерти, и только после них он изменил направление своей практики и тогда смог достичь просветления. 5. Пять аскетов, которые следовали за Бодхисаттой и помогали ему, когда он практиковал суровую аскезу. Они полагали, что он сможет достичь просветления, но когда он оставил суровые практики, они покинули его. Смотри. МН-36. 6. Согласно комментарию, позже он влюбился и женился на дочери охотника. Но женитьба оказалась неудачной, он вернулся к Будде, вступил в Сангху и стал невозвращающимся. После смерти, переродившись в мире чистых обителей Авихи, он стал арахантом. 7. К этому эпизоду можно отнести две сутты, которые, традиционно, считаются двумя первыми по счету наставлениями Будды. Первая, это СН-56-11, а вторая, СН-22-59. 8. Все эти медитативные достижения раскрываются по стандартным формулам, как например в МН-8. Чуллахат-Тхипадопа-Масутта, малый пример со следами слона. МН-27. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Брахман Джануссонин выехал днем из Саваттхи на своей белоснежной крытой колеснице. Издали он увидел идущего странника Пилотику, и завидев его, сказал, «Откуда же это средь бела дня идет мастер Вачхаяна? Один, почтенный, я иду от отшельника Готамы. И что же мудрейший думает о глубине мудрости отшельника Готамы? Почтенный, кто я такой, чтобы знать глубину мудрости отшельника Готамы? Нужно быть равным ему, чтобы знать глубину его мудрости, не так ли? Воистину, мастер Вачхаяна не скупится на похвалу отшельника Готамы. Почтенный, кто я такой, чтобы восхвалять отшельника Готаму? Его восхваляют те, кого, все остальные восхваляют как наилучших существ среди людей и божеств. По каким же причинам мастер Вачхаян имеет столь высокое доверие к отшельнику Гатаме? Почтенный, представь, как если бы охотник на слонов вошел бы в слоновье чаще и увидел бы там большой слоновье след, длинный и широкий. И он сделал бы вывод, какой огромный слон. Точно так же, когда я увидел четыре следа отшельника Гатамы, я сделал вывод, в самом деле, благословенный истинно самопробужден, Тхамма прекрасно изложена благословенным, сангха учеников благословенного практикуют правильно. И что это за четыре следа? Вот я вижу неких благородных воинов, ученых-мужей, утонченных, умелых в ведении дебатов, подобных метким стрелкам из лука. Они подкрадываются, выстреливая, разбивают философские утверждения на куски умением вести полемику. И вот они слышат, отшельник Гатама, как говорят, посетит нашу деревню или город. Они подбирают вопрос таким образом, встретившись с отшельником Гатамой, мы зададим ему этот наш вопрос. Если, когда его так спросим, он ответит так-то, то мы покажем несостоятельность его учения так. А если, когда его так спросим, он ответит так, то мы покажем несостоятельность его учения так-то. И вот они слышат, отшельник Гатама сейчас посещает эту деревню или город. Они отправляются к нему, а он наставляет, побуждает, вдохновляет, воодушевляет их беседами от Хамме. Будучи наставленными, побужденными, вдохновленными, воодушевленными беседой под Хамме, они даже не задают ему свой, ранее подготовленный, вопрос, так что уж говорить о том, чтобы победить его, в споре. И оборачивается все так, что они становятся его учениками. Когда я увидел этот первый след отшельника Гатамы, я сделал вывод, в самом деле благословенный истинно самопробужден, в Хамме прекрасно изложено благословенным, сангха учеников благословенного практикуют правильно. Затем, я вижу неких брахманов. Затем, я вижу неких домохозяев. Затем, я вижу неких отшельников, ученых мужей, утонченных, умелых в ведении дебатов, подобных метким стрелкам из лука. Они подкрадываются, выстреливая, разбивают философские утверждения на куски. И оборачивается все так, что они просят его о возможности посвятить их в монахе, и покинуть жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И он дает им посвящений. Уйдя в бездомную жизнь, под его учительством, они проживают в уединении, в затворничестве, прилежные, старательные, решительные, и вскоре достигают и пребывают в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, зная и проявляя это для себя самостоятельно здесь и сейчас. И они говорят, как близки мы были к погибели. Как близки мы были к погибели. Прежде, хотя мы не были отшельниками, мы считали себя отшельниками. Хотя мы не были жрецами, мы считали себя жрецами. Хотя мы не были арахантами, мы считали себя арахантами. Но теперь мы отшельники, теперь мы жрецы, теперь мы араханты. Когда я увидел это четвертый след отшельника Гатамы, я сделал вывод, в самом деле благословенный истинно самопробужден, Тхамма прекрасно изложена благословенным, Сангха учеников благословенного практикуют правильно. Когда так было сказано, Брахман Джануссонин слез со своей белоснежной крытой колесницы, закинув верхнее одеяние за плечо, сложив руки в уважительном приветствии по направлению к благословенному, воскликнул три раза, почтение благословенному, достойному и истинно самопробужденному. Возможно, придет время, и я встречусь с мастером Гатамой. Быть может, состоится, с ним, беседа. Затем Брахман Джануссонин отправился к благословенному, по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Сидя там, он рассказал благословенному обо всей своей беседе со странником Пилотикой. Когда он закончил, благословенный сказал ему, не полон в своих подробностях, Брахман, этот пример со следами слона. А что касается примера полного в своих подробностях, то слушай внимательно. Я буду говорить. Как скажете, почтенный, ответил Брахман Джануссонин. Благословенный сказал, представь, как если бы охотник на слонов вошел бы в слоновье чаще и увидел бы там большой слоновье след, длинный и широкий. Умелый охотник на слонов еще не сделал бы вывода, какой огромный слон. Почему? Потому что в слоновье чаще есть мелкие слонихи с крупными ногами. След мог принадлежать одной из них. Так он продолжил бы идти по следу и увидел бы в слоновье чаще большой слоновье след, длинный и широкий, а также наверху отметины царапин. Умелый охотник на слонов еще не сделал бы вывода, какой огромный слон. Почему? Потому что в слоновье чаще есть высокие слонихи с выступающими зубами и крупными ногами. След мог принадлежать одной из них. Так он продолжил бы идти по следу и увидел бы в слоновье чаще большой слоновье след, длинный и широкий, а также наверху отметины царапины и разрезы от бивней. Умелый охотник на слонов еще не сделал бы вывода, какой огромный слон. Почему? Потому что в слоновье чаще есть высокие слонихи с бивнями и крупными ногами. След мог принадлежать одной из них. Так он продолжил бы идти по следу и увидел бы в слоновье чаще большой слоновье след, длинный и широкий, а также наверху отметины царапин, разрезы от бивней и несколько поломанных веток. И вот он видит этого огромного слона у подножья дерева или на поляне, который идет, стоит, сидит, или лежит. И он делает вывод, это огромный слон. Точно так же, Брахман, в мире появляется Татхагата, достойный и истинно самопробужденный. Он обучает Дхамме, прекрасный в начале, прекрасный в середине, и прекрасный в конце. Он провозглашает святую жизнь в сути деталях, всецело совершенную, непревзойденно чистую. Домохозяин, или сын домохозяина, услышав Дхамму, обретает веру в Татхагату и размышляет, домохозяйская жизнь ограничена, это пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно отполированный перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради бездомной? Так, через некоторое время он оставляет все свое богатство, большой или малый. Оставляет круг своих родных, большой или малый. Обривает волосы и бороду, надевает желтые одежды и оставляет домохозяйскую жизнь ради бездомной. Нравственность. Когда он отправился в бездомную жизнь, наделенный монашеским обучением и средствами к жизни, тогда, отбрасывая взятие жизни, он воздерживается от взятия жизни. Он живет, выбросив дубину, выбросив нож, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он берет только то, что дают, принимает только подаренные, живет не хитростью, а чистотой. Это также часть его нравственности. Отбрасывая сексуальную активность, он ведет жизнь целомудренную, сторонясь и воздерживаясь от половых сношений, что привычны среди простых людей. Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Он говорит истину, держится за истину, этом он, прочен, надежен, не обманывает мир. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от нее. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывает здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, еще больше, укрепляет тех, кто дружен, он любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит, такие, вещи, которые создают согласие. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, приятные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительное, то, что согласуется с целью, с тхаммой, с винаей. Он говорит ценные слова, уместные, разумные, проясняющие, связанные с целью. Он воздерживается от нанесения вреда семенам и растительной жизни. Он ест только один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи вечером и от еды в неположенное время днем. Он воздерживается от танцев, пения, музыки, и зрелища. Он воздерживается от ношения гирлянды, от украшения себя косметикой и ароматами. Он воздерживается от высоких и роскошных кроватей и сидений. Он воздерживается от принятия золота и денег. Он воздерживается от принятия неприготовленного риса, сырого мяса, женщин и девушек, рабов и рабынь, овец и коз, птиц и свиней, слонов, коров, жеребцов и кобыл, полей и хозяйств. Он воздерживается от взятия на себя обязанности посыльного, от покупки и продажи, от журничества на весах, в металлах и мерах, от взяточничества, обмана и мошенничества. Он воздерживается от нанесения увечий, казней, заключения под стражу, разбора, грабежа и насилия. Он довольствуется комплектом монашеских одежд для покрытия тела едой с подаяний для утоления голода. Подобно птице, которая куда бы ни отправилась, крылья, ее единственный груз, точно так же он довольствуется комплектом одежд для покрытия тела едой с подаяний для утоления голода. Куда бы он ни отправился, он берет с собой лишь минимально необходимое. Наделенный этой благородной совокупностью нравственности, он внутренне ощущает удовольствие от безукоризненности. Сдержанность органов чувств. Воспринимая глазом форму, не цепляется за тем или, их, вариацией, за счет которых, если бы он пребывал без сдержанности качества глаза, плохие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Слыша ухом звук. Чуя запах носом. Пробуя языком вкус. Ощущая телесные ощущения телом. Воспринимая мысль умом, он не цепляется за тем или, их, вариацией, за счет которых, если бы он пребывал без сдержанности качества ума, плохие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Наделенный этой благородной сдержанностью органов чувств он внутренне ощущает удовольствие от безукоризненности. Осознанность и бдительность. Когда он идет вперед и возвращается, он действует с бдительностью. Когда смотрит вперед и смотрит в сторону, когда сгибает и разгибает свои члены тела, когда несет внешнюю накидку, верхнее одеяние, свою чашу, когда ест, пьет, жует, пробует, когда мочится и испражняется, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит, он действует с бдительностью. Оставление помех. Наделенный этой благородной совокупностью нравственности, этой благородной сдержанностью органов чувств, этой благородной осознанностью и бдительностью, он ищет уединенное жилище, пустынную местность, тень дерева, гору, узкую горную долину, пещеру на склоне холма, кладбище, лесную рощу, открытое пространство, сток соломы. После принятия пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, он садится со скрещенными ногами, держит тело выпрямленным, устанавливает осознанность впереди. Оставляя алчность к миру, он пребывает со сознанным умом, лишенным алчности. Он очищает ум от алчности. Оставляя недоброжелательность и злость, он пребывает со сознанным умом, лишенным злобы, желающей блага всем живым существам. Он очищает ум от недоброжелательности и злости. Оставляя апатию и сонливость, он пребывает с осознанным умом, лишенным апатии и сонливости, осознанным, бдительным, воспринимая свет. Он очищает свой ум от апатии и сонливости. Отбрасывая неугомонность и беспокойство, он пребывает непоколебимым, с внутренне успокоенным умом. Он очищает ум от неугомонности и беспокойства. Отбрасывая сомнений, он выходит за пределы сомнения, не имея замешательства в отношении умелых умственных качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Четыре джханы. Оставив эти пять помех, изъянов осознанного ума, которые ослабляют мудрость, он, полностью оставив чувственное удовольствие, оставив неумелые качества ума, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рождённые, этим, оставлением сопровождаются направлением ума, на объект медитации, и удержанием ума, на этом объекте. Это, брахман, называется следом татхагаты, отметиной царапиной татхагаты, разрезом объявнит татхагаты, но ученик благородных ещё не пришёл к выводу, в самом деле, благословенный истинно самопробуждён, тхамма прекрасно изложена благословенным, сангха учеников благословенного практиковала правильно. Затем, с успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джхане, его наполняют, восторг и удовольствие, рождённые сосредоточением, и однонаправленность осознанного ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает, во внутренней устойчивости. Это также называется следом татхагаты, отметиной царапиной татхагаты, разрезом объявнит татхагаты, но ученик благородных ещё не пришёл к выводу, в самом деле, благословенный истинно самопробуждён, тхамма прекрасно изложена благословенным, сангха учеников благословенного практиковала правильно. Затем, с успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он наделён приятным пребыванием. Затем, с успокоением удовольствия и боли, как и с боли и ранним исчезновением радости и недовольства, он входит и пребывает в четвёртой джхане, он пребывает, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Три знания. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишённым изъянов, податливым, мягким, утверждённым и достигшим непоколебимости, он направляет его на воспоминания прошлых жизней. Он вспоминает многочисленные прошлые жизни, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было моё переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился, теперь уже, здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишенным изъянов, податливым, мягким, утвержденным, и достигшим непоколебимости, он направляет его на познание смерти и перерождение существ. Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, он видит смерть и перерождение существ. Он различает низших и высших, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, которые имели плохое поведение телом, речью, и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, которые имели хорошее поведение телом, речью, и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесном мире. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и высших, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишенным изъянов, податливым, мягким, утвержденным, и достигшим непоколебимости, он направляет его на познание окончания умственных загрязнений. Он распознает в соответствии с действительностью, то есть, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – загрязнение ума. Это – источник загрязнений. Это – прекращение загрязнений. Это – путь, ведущий к прекращению загрязнений. Это также называется следом Татхагаты, отметиной царапиной Татхагаты, разрезом объявни Татхагаты. Ученик Благородных еще не пришел к окончательному выводу, хотя пришел к выводу. 2. В самом деле, Благословенный истинно самопробужден, Тхамма прекрасно изложена Благословенным, Сангха учеников Благословенного практиковала правильно. Его ум, зная это и видя это таким образом, освобождается от загрязнения чувственности, загрязнения становления, загрязнения неведения. С освобождением приходит знание, освобожден. Он распознает, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более ничего для этого мира. Это также называется следом Татхагаты, отметиной царапиной Татхагаты, разрезом объявни Татхагаты. И именно здесь ученик Благородных пришел к выводу, в самом деле, Благословенный истинно самопробужден, Тхамма прекрасно изложена Благословенным, Сангха учеников Благословенного практиковала правильно. Когда так было сказано, Брахман Дженуссонин сказал Благословенному, великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Тхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Тхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Вачхаяна, имя клана из которого происходил Пилатика. 2. Здесь идет игра слов на пали. Комментарий поясняет, что в данном месте описывается момент пути, то есть ученик находится в процессе уничтожения загрязнений, достижения араханства, но еще не достиг его достопочтенный Бодхи переводит это предложение в сутте так, но, вместо этого, он находится в процессе прихода к этому выводу. Махаха Тхипадопама сутта, большой пример со следами слона. МН-28. Содержание, элемент земли. Элемент воды. Элемент огня. Элемент воздуха. Элемент пространства. Зависимое возникновение. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Саваттхи в Рощаджетте в монастыре Анатхайпиндике. И тогда достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья монахи. Да, друг, отвечали монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается наибольшим среди них по размеру, то точно так же и все умелые качества ума сходятся в четырех благородных истинах. Сходится в каких четырех? Сходится в истине страданий, сходится в истине причине страдания, сходится в истине прекращении страдания, сходится в истине пути, ведущим к прекращению страданий. И что такое благородная истина страданий? Рождение – это страдание, старение – страдание, смерть – страдание, печаль – стенание, боль, горе и отчаяние – это страдание, неполучение желаемого – страдание. В общем, пять совокупностей цепляния – это страдание. И каковы пять совокупностей цепляния? Форма – совокупность цепляния, чувства – совокупность цепляния, восприятие – совокупность цепляния, формации, ума – совокупность цепляния, сознание – совокупность цепляния. И что такое форма, как совокупность цепляния? Это четыре великих элемента и составленная из них форма. И что это за четыре великих элемента? Это элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент ветра. И что такое элемент земли? Элемент Земли может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент Земли? Это все твердые и прочные, поддерживаемые, жаждой, что находятся внутри себя, волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, содержимое желудка, фекалии и все иное, что находится внутри, твердые, прочные, поддерживаемые. Это называется внутренним элементом Земли. И внутренние и внешние элементы Земли – это просто лишь элемент Земли. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо видит его в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он теряет очарованность элементом Земли и делает ум беспристрастным по отношению к элементу Земли. И приходит время, друзья, когда провоцируется внешний элемент воды – один, и в это время внешний элемент Земли исчезает. Так что если даже в отношении столь обширного внешнего элемента Земли можно будет распознать непостоянство, можно будет распознать разрушение, можно будет распознать тенденцию к распаду, можно будет распознать изменчивость, так что уж тогда этом непродолжительном теле, поддерживаемом жаждой, может быть я, моим, тем, каковым я являюсь? Ничего. И если другие люди оскорбляют, злословят, изводят, изнуряют монаха, он распознает болезненные, умственные, чувства, рожденное контактом уха, возникло во мне. И оно обусловлено, а не независимо. И обусловлено чем? Обусловлено контактом. И он видит, что контакт непостоянен, чувства непостоянно, восприятие непостоянно, сознание непостоянно. Его ум, имея свои опоры элемент, два, вырывается, становится невозмутимым, устойчивым, освобожденным. И если другие люди будут нападать на монаха нежеланными, нежелательными, неприятными способами, контактами кулаков, камней, палок, ножей, то монах распознает, это, мое, тело имеет такую природу, что соприкасается с ударами, кулаков, камней, палок, ножей. А благословенный сказал, приведя пример с пилой, три, монахи, даже если разбойники будут жестокостью отрезать вам одну часть тела за другой двуручной пилой, те из вас, кто даже в этом случае позволит себе разозлиться, не будут исполнять моих наставлений. Поэтому мое усердие будет зарожденным и неутомимым, моя осознанность будет утвержденной и незамутненной, мое тело спокойным и невозбужденным, ум объединенным и сосредоточенным. И пусть теперь тело соприкасается с ударами кулаков, пусть соприкасается с ударами камней, пусть соприкасается – с ударами палок, соприкасается – с ударами ножей, ведь вот как следует исполнять наставления Будды. И если монах памятует таким образом о Будде, Дхаме, Сангхе, но, невозмутимости, основанной на умелом, не возникает, то он по этому поводу чувствует тревогу и пробуждает, в себе, ощущение безотлагательности, это потеря для меня, а не обретение, болезненно для меня, а не благостно, что когда я таким образом памятую о Будде, Дхаме, Сангхе, невозмутимости, основанной на умелом, не возникает во мне. Подобно невестке, которая, завидев свекра, чувствует тревогу и пробуждает, в себе, ощущение безотлагательности, чтобы угодить ему, точно так же, если монах памятует о Будде, Дхаме, Сангхе таким способом, но, невозмутимости, основанной на умелом, не возникает, то он по этому поводу чувствует тревогу и пробуждает, в себе, ощущение безотлагательности, это потеря для меня, а не обретение, болезненно для меня, а не благостно, что когда я таким образом памятую о Будде, Дхаме, Сангхе, невозмутимости, основанной на умелом, не возникает во мне. Но если монах памятует таким образом о Будде, Дхаме, Сангхе, и основанная на умелом невозмутимость возникает, то он этим удовлетворен. И даже если ему удалось осуществить хотя бы это, друзья, монах уже выполнил многое. И что такое элемент воды? Элемент воды может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент воды? Это всё жидкое и водянистое, поддерживаемое жаждой, что находится внутри себя, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слёзы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча, и всё иное, что находится внутри, жидкое и водянистое, поддерживаемое. Это называется внутренним элементом воды. И внутренние и внешние элементы воды – это просто лишь элемент воды. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью – это не моё, я не таков, это не моё я. Когда кто-либо рассматривает его таким образом правильной мудростью, то он теряет очарованность элементом воды и делает ум беспристрастным по отношению к элементу воды. И приходит время, друзья, когда провоцируется внешний элемент воды, и он смывает деревни, поселения, города, округи и страны. Приходит время, когда вода в Великом океане не спадает на сто лик, двести лик, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот лик. Приходит время, когда вода в Великом океане имеет глубину, длины, семи пальмовых деревьев, шести пальмовых деревьев, пяти, четырёх, трёх, двух, одного пальмового дерева. Приходит время, когда вода в Великом океане имеет глубину в семь саженей, шесть саженей, пять, четыре, три, два, в один сажень. Приходит время, когда вода в Великом океане имеет глубину в полосожжения, по пояс, по колено, по лодыжку. Приходит время, когда вода в Великом океане имеет глубину не больше первой фаланги пальца. Так что если даже в отношении столь обширного внешнего элемента воды можно будет распознать непостоянство, можно будет распознать разрушение, можно будет распознать тенденцию к распаду, можно будет распознать изменчивость, так что уж тогда этом непродолжительном теле, поддерживаемом жаждой, может быть я, моим, тем, каковым я являюсь? Ничего. И если другие люди оскорбляют, злословят, изводят и изнуряют монаха, даже если ему удалось осуществить хотя бы это, друзья, монах уже выполнил многое. И что такое элемент огня? Элемент огня может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент огня? Это всё горячее и жгучее, поддерживаемое жаждой, что находится внутри себя, то, за счёт чего, тело обогревается, стареет, охватывается жаром, и всё то, за счёт чего съеденное, выпитое, отведанное и пережеванное правильно переваривается, и всё иное, что находится внутри, горячее и жгучее, поддерживаемое. Это называется внутренним элементом огня. И внутренние и внешние элементы огня – это просто лишь элемент огня. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не моё, я не таков, это не моё я. Когда кто-либо рассматривает его таким образом правильной мудростью, то он теряет очарованность элементом огня и делает ум беспристрастным по отношению к элементу огня. И приходит время, друзья, когда провоцируется внешний элемент огня, и он пожирает деревни, поселения, города, округи и страны. И затем, подойдя к границе озеленённой территории, к границе дороги, к границе скалистой местности, к границе воды или к буйной растительности, к тщательно орошаемой области, он исчезает из-за недостатка топлива. И приходит время, когда люди пытаются разжечь огонь костью от крыла и обрезками сухожилий, 4. Так что если даже в отношении столь обширного внешнего элемента огня можно будет распознать непостоянство, можно будет распознать разрушение, можно будет распознать тенденцию к распаду, можно будет распознать изменчивость, так что уж тогда этом непродолжительном теле, поддерживаемом жаждой, может быть я, моим, тем, каковым я являюсь? Ничего. И что такое элемент воздуха? Элемент воздуха может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент воздуха? Это всё воздушное и ветреное, поддерживаемое, жаждой, что находится внутри себя, восходящие ветры, нисходящие ветры, ветры в желудке, ветры в кишечнике, ветры, идущие по всему телу, вдохи и выдохи, и всё иное, что находится внутри, воздушное и ветреное, поддерживаемое. Это называется внутренним элементом воздуха. И внутренние внешние элементы воздуха, это просто лишь элемент воздуха. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо рассматривает его таким образом правильной мудростью, то он теряет очарованность элементам воздуха и делает ум беспристрастным по отношению к элементу воздуха. И приходит время, друзья, когда провоцируется внешний элемент воздуха, и он сдувает деревни, поселения, города, округа и страны. Приходит время, когда в последний месяц жаркого сезона люди пытаются породить дуновение, используя вееры меха, и даже трава на краю крыши соломенной хижины не колышется. Так что если даже в отношении столь обширного внешнего элемента воздуха можно будет распознать непостоянство, можно будет распознать разрушение, можно будет распознать тенденцию к распаду, можно будет распознать изменчивость, так что уж тогда этом непродолжительном теле, поддерживаемом жаждой, может быть я, моим, тем, каковым я являюсь? Ничего. Друзья, подобно тому, как в зависимости от древесины, лозы, травы, и глины окруженные ими пространство обозначают словом «дом», так и когда пространство окружено костями, сухожилиями, мышцами, и кожей, это обозначает словом «форма». И теперь, если внутренний глаз не поврежден, но внешние формы не попадают в область обзора, а также нет соответствующего влеченности, то тогда не возникает соответствующего типа сознания. Если внутренний глаз не поврежден и внешние формы попадают в область обзора, но нет соответствующего влеченности, то тогда не возникает соответствующего типа сознания. Но когда внутренний глаз не поврежден и внешние формы попадают в область обзора, и имеется соответствующая вовлеченность, то тогда возникает соответствующий тип сознания. Форма того, что таким образом возникла, относится к форме как к совокупности цепляния. Чувство того, что таким образом возникло, относится к чувству как совокупности цепляния. Восприятие того, что таким образом возникло, относится к восприятию как совокупности цепляния. Формации того, что таким образом возникло, относится к формациям как совокупности цепляния. Сознание того, что таким образом возникло, относится к сознанию как совокупности цепляния. Монах распознает, выходит, вот каким образом имеет место встреча, схождение, соединение этих пяти совокупностей цепляния. А благословенный сказал, «Тот, кто видит зависимое возникновение, тот видит Дхамму, кто видит Дхамму, тот видит зависимое возникновение». И все это, пять совокупностей цепляния, возникло зависимо. Любая жажда, схватывание, цепляние этих пяти совокупностей цепляния – это возникновение страдания. Любое ослабление желания и страсти, любое отбросывание желания и страсти к этим пяти совокупностям – это прекращение страдания. И даже если ему удалось осуществить хотя бы это распознавание, друзья, монах уже выполнил многое. И теперь, если внутреннее ухо не повреждено. И теперь, если внутренний нос не поврежден. И теперь, если внутренний язык не поврежден. И теперь, если внутреннее тело не повреждено. И теперь, если внутреннее сознание не повреждено, но внешние мысли не попадают в область умственного обзора, а также нет соответствующего влеченности, то тогда не возникает соответствующего типа сознания. Если внутреннее сознание не повреждено и внешняя мысль попадают в область умственного обзора, но нет соответствующего вовлеченности, то тогда не возникает соответствующего типа сознания. Но когда внутреннее сознание не повреждено и внешняя мысль попадают в область умственного обзора, и имеется соответствующая вовлеченность, то тогда возникает соответствующий тип сознания. Монах распознает, вот как эти пять совокупностей цепляния сходятся, встречаются и соединяются. А благословенный сказал, тот, кто видит взаимозависимое возникновений, тот видит Дхамму, кто видит Дхамму, тот видит взаимозависимое возникновение. И все это, пять совокупностей цепляния, возникло взаимозависимо. Любая жажда, схватывание и цепляние этих пяти совокупностей цепляния, это возникновение и страдание. Любое ослабление желания и страсти, любое отбросывание и желание и страсти к этим пяти совокупностям, это прекращение страдания. И даже если ему удалось осуществить хотя бы это, распознавание, Друзья, монах уже выполнил многое. Форма того, что таким образом возникла, относится к форме как совокупности цепляния. Чувство того, что таким образом возникло, относится к чувству как совокупности цепляния. Восприятие того, что таким образом возникло, относится к восприятию как совокупности цепляния. Формации того, что таким образом возникло, относятся к формациям как совокупности цепляния. Сознание того, что таким образом возникло, относится к сознанию как совокупности цепляния. Монах распознает, выходит, вот каким образом имеет место встреча, схождение, соединение этих пяти совокупностей цепляния. А Благословенный сказал, тот, кто видит зависимое возникновение, тот видит Дхамму, кто видит Дхамму, тот видит зависимое возникновение. И все это, пять совокупностей цепляния, возникло зависимо. Любая жажда, схватывание, цепляние этих пяти совокупностей цепляния, это возникновение страдания. Любое ослабление желания и страсти, любое отбросывание желания и страсти к этим пяти совокупностям – это прекращение страдания. И даже если ему удалось осуществить хотя бы это распознавание, друзья, монах уже выполнил многое. Так сказал достопочтенный сурепута. Обрадованные, монахи восхитились словами достопочтенного сурепуты. Один, элемент, тхату, означает свойство или потенциал. Земля означает свойство твердости, вода, свойство сцепления, огонь, свойство тепла, воздух, свойство движения. Слово «провоцировать» на пале звучит как покупать и использовалось в том числе на психологическом уровне, где означало «обеспокоенный» или «раздраженный». По замечанию Пхикху Бодхе, исчезновение внешнего элемента Земли подразумевает такие природные катаклизмы как землетрясения, провалы, разломы, а также времена, когда твердь Земли уходит под воды океанов. Вероятно последнее имеется в виду, когда говорится об исчезновении элемента Земли из-за внешнего элемента воды. Два, по замечанию Пхикху Бодхе, здесь есть двоякая трактовка этого предложения. Первая заключается в том, что монах имеет опорой своего ума элементы, тхату, а именно в данном контексте ухо и звук, и рассматривает, созерцает их правильной мудростью как обусловленные непостоянные вещи, тем самым развивая беспристрастность. Вторая трактовка заключается в том, что его основным объектом медитации является элемент Земли, и он, посредством настройки ума на элемент Земли, опять-таки созерцает непостоянство происходящей ситуации. В любом случае обе трактовки говорят о созерцании и обусловленности возникновения в нем неприятного ощущения, полученного посредством слушания чьих-то оскорблений, и эта практика развивает беспристрастность и мудрость, уменьшает раздражение. Три, пример с пилой смотри в МН-21. Четыре, по заметке достопочтенного Тханиссара, в Ан-7-46 приводится фрагмент о том, что кость от крыла и обрезки сухожилий, это пример таких вещей, с помощью которых невозможно разжечь огонь. Вероятно, данный фрагмент подразумевал пародию на человека, который, увидев другого, разводящего костер с помощью трения палок, пытался ему подражать без понимания общего принципа розжига. Махасарапама сутта, большая лекция с примером о сердцевине. МН-29. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе на горе Утес Ястребов. Это было вскоре после того, как ушел Дивадатта, один. И там, имея в виду Дивадатту, Благословенный обратился к монахам так, обретение, слава, известность монахе, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Я, жертва страдания, добыча страдания. Вне сомнений, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он доволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, я тот, кто получает обретение и известность, но те другие монахи неизвестны, никто их не ценит. Он становится опьяненным этими обретениями, славой, известностью, возрастает в беспечности, впадает в беспечность, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Представьте, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Пройдя мимо его сердцевины, его заболонья, его внутренней коры, его внешней коры, он бы отрезал ветви и листья и унес бы их, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины дерева, заболонья, внутренней коры, внешней коры, или ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, он искал сердцевину дерева, отрезал ветви и листья и унес их, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать сверцубины дерева, это не послужит его цели. Точно так же, монахи, некий представитель клана благодаря вере покидает жизнь бездомную, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Такой монах зовется тем, кто взял ветви и листья в святой жизни и остановился на этом. Нравственность. Монахи, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я – жертва рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Я – жертва страдания, добыча страдания. Вне сомнений, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он недоволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он не становится опьяненным обретениями, славой, известностью, не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Будучи прилежным, он обретает достижение нравственности. Он доволен этим достижением нравственности, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, я тот, кто обладает нравственностью, хорошим характером, но те другие монахи безнравственны, обладают порочным характером. Он становится опьяненным этим достижением нравственности, возрастает в беспечности, впадает в беспечность, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Представьте, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Пройдя мимо его сердцевины, его заболонья, его внутренней коры, он бы срезал внешнюю кору, и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины дерева, заболонья, внутренней коры, внешней коры, или ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, он искал сердцевину дерева, срезал внешнюю кору и унес ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать сверцубины дерева, это не послужит его цели. Точно так же, монахи, некий представитель клана благодаря вере покидает жизнь бездомную, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Такой монах зовется тем, кто взял внешнюю кору святой жизни и остановился на этом. Сосредоточение. Монахи, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груди страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он недоволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он не становится опьяненным обретениями, славой, известностью, не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Будучи прилежным он обретает достижение нравственности. Он доволен этим достижением нравственности, но его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он не становится опьяненным достижением нравственности. Он не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Будучи прилежным он обретает достижение сосредоточения. Он доволен этим достижением сосредоточения и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, «Я сосредоточен, мой ум объединен», но те другие монахи не сосредоточены, их умы блуждают. Он становится опьяненным этим достижением сосредоточения, возрастает в беспечности, впадает в беспечность, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Представьте, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Пройдя мимо его сердцевины и его заболони, он бы срезал внутреннюю кору, и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины, ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, срезал внутреннюю кору и унес ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать сердцевины дерева, это не послужит его цели. Точно так же, монахи, некий представитель клана благодаря вере покидает жизнь бездомную, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Такой монах зовется тем, кто взял внутреннюю кору святой жизни и остановился на этом. Знание и видение Монахи, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность, его намерение, за счет этого, не исполнено, обретает достижение нравственности, его намерение, за счет этого, не исполнено, обретает достижение сосредоточения, его намерение, за счет этого, не исполнено. Будучи прилежным, он обретает знание и видение, 2. Он доволен этим знанием и видением, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, «Я живу, зная и видя, но те другие монахи живут, не зная и не видя». Он становится опьяненным этим знанием и видением, возрастает в беспечности, впадает в беспечность, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Представьте, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Пройдя мимо его сердцевины, он бы срезал заболонь, и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины, ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, срезал заболонь и унес ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевины дерева, это не послужит его цели. Точно так же, монахи, некий представитель клана благодаря вере покидает жизнь бездомную, и, будучи беспечным, он живет в страдании. Такой монах зовется тем, кто взял заболонь святой жизни и остановился на этом. Постоянное освобождение. Монахи, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, «Я, жертва рождения, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груди страданий». Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность, его намерение, за счет этого, не исполнено, обретает достижение нравственности, его намерение, за счет этого, не исполнено, обретает достижение сосредоточения, его намерение, за счет этого, не исполнено, обретает знание и видение. Он доволен этим знанием и видением, но его намерение не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. их. Он не становится опьяненным этим знанием и видением, не возрастает в беспечности, не впадает в беспечность. Будучи прилежным он достигает постоянного освобождения. И не может быть такого, чтобы этот монах отпал от этого постоянного освобождения. Представьте, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Срезав только его сердцевину, он бы унес ее, зная, что это была сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный знал сердцевину, заболонь, внутреннюю кору, внешнюю кору, ветви и листья. Поэтому, когда ему нужна была сердцевина дерева, срезал только сердцевину и унес ее, зная, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевиной дерева, это послужит его цели. Точно так же, монахи, некий представитель клана благодаря вере покидает жизнь бездомную, и, будучи прилежным, он достигает постоянного освобождения. И не может быть такого, что бы этот монах отпал от этого постоянного освобождения. Так, монахи, эта святая жизнь не имеет своим, наивысшим, благом обретения, славу, известность, не имеет своим наивысшим, благом достижения нравственности, не имеет своим наивысшим, благом достижения сосредоточения, не имеет своим наивысшим, благом знания видения. Но именно это непоколебимое освобождение ума является целью этой святой жизни, ее сердцевиной, ее окончанием. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. После неудачной попытки убить Будду, Дивадатта ушел, чтобы расколоть Сангху Будды и встать во главе своей собственной Сангхи монахов. 2. Нина Дассена. Согласно комментарию, речь идет о сверхспособности Божественного глаза, за счет которого можно видеть невидимой обычному глазу формы. Чуласарапама сутта, малая лекция с примером о сердцевине. МН 30. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Брахман Пингалакачха отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, мастер Гатама, есть жрецы и отшельники, предводители ордена, предводители группы, наставники группы, знаменитые известные духовные учителя, которых многие считают святыми, то есть Пурана Кассапа, Макхали Гасала, Аджита Кисакамбале, Пакутха Качьяна, Санджабилатхипута, Нигантханатапута, один. У всех ли у них было прямое знание, как они заявляют, или же ни у кого из них не было прямого знания, или же у кого-то из них было прямое знание, а у кого-то нет? Довольно, Брахман. Оставь этот, свой вопрос, у всех ли у них было прямое знание, как они заявляют, или же ни у кого из них не было прямого знания, или же у кого-то из них было прямое знание, а у кого-то нет? Я научу тебя Дхамме, Брахман. Слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный, ответил Брахман Пингалакачха. Благословенный сказал следующий, представь, Брахман, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Пройдя мимо его сердцевины, его заболонья, его внутренней коры, его внешней коры, он бы отрезал ветви и листья и унес бы их, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины дерева, заболонья, внутренней коры, внешней коры, или ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, он искал сердцевину дерева, отрезал ветви и листья и унес их, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать сердцевины дерева, это не послужит его цели. Представь, Брахман, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, срезал внешнюю кору и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный не знал сердцевины дерева, заболань, внутренней коры, внешней коры, или ветвей и листьев. Поэтому, хотя ему нужна была сердцевина дерева, он искал сердцевину дерева, отрезал внешнюю кору и унес ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы не хотел этот почтенный сделать сердцевины дерева, это не послужит его цели. Представь, Брахман, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, срезал внутреннюю кору и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина, это не послужит его цели. Представь, Брахман, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, срезал Заболонь и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина, это не послужит его цели. Представь, Брахман, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и подошел бы к великому дереву с сердцевиной. Срезав только его сердцевину, он бы унес ее, зная, что это была сердцевина. И тогда человек с хорошим зрением, видя его, сказал бы, этот почтенный знал сердцевину, заболонь, внутреннюю кору, внешнюю кору, ветви и листья. Поэтому, когда ему нужна была сердцевина дерева, срезал только сердцевину и унес ее, зная, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать сердцевины дерева, это послужит его цели. Обретение, слава, уважение. Точно так же, Брахман, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Я, жертва страдания, добыча страдания. Вне сомнений, можно, ведь как-нибудь, познать окончание всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он доволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, я тот, кто получает обретение и известность, но те другие монахи неизвестны, никто их не ценит. Поэтому он не порождает желания действовать, не прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем обретение, слава, известность. Он упирается и слабеет. Я говорю тебе, что этот человек подобен тому человеку, которому нужна была сердцевина дерева, который подошел к великому дереву с сердцевиной, но пройдя мимо его сердцевины, его заболонья, его внутренней коры, его внешней коры, он бы отрезал ветви и листья и унес бы их, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевиной дерева, это не послужило бы его цели. Нравственность. Брахман, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, окончании всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он недоволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он порождает желание действовать, прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем обретение, слава, известность. Он не упирается и не слабеет. Он обретает достижение нравственности. Он доволен этим достижением нравственности, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, «Я тот, кто обладает нравственностью, хорошим характером, но те другие монахи безнравственны, обладают порочным характером». Поэтому он не порождает желание действовать, не прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем достижение нравственности. Он упирается и слабеет. «Я говорю тебе, что этот человек подобен тому человеку, которому нужна была сердцевина-дерево, который подошел к великому дереву с сердцевиной, но пройдя мимо его сердцевины, его заболонья, его внутренней коры, он срезал внешнюю кору и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевиной дерево, это не послужило бы его цели. Сосредоточение. Брахман, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, «Я, жертва рождения, окончании всей этой груды страданий». Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, славу, известность. Он недоволен этими обретениями, славой, известностью, и его намерение, за счет этого, не исполнено. Он обретает достижение нравственности. Он доволен этим достижением нравственности, но его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он порождает желание действовать, прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем достижения нравственности. Он не упирается и не слабеет. Он обретает достижения сосредоточения. Он доволен этим достижением сосредоточения, и его намерение, за счет этого, исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, я сосредоточен, мой ум объединен, но те другие монахи не сосредоточены, их умы блуждают. Поэтому он не порождает желания действовать, не прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем достижения сосредоточения. Он упирается и слабеет. Я говорю тебе, что этот человек подобен тому человеку, он срезал внутреннюю кору и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевины дерево, это не послужило бы его цели. Знание и видение Брахман, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, окончании всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, его намерение, за счет этого, не исполнено. Он обретает достижение нравственности. Он доволен этим достижением нравственности, но его намерение, за счет этого, не исполнено. Он обретает достижение сосредоточения. Он доволен этим достижением сосредоточения, но его намерение, за счет этого, не исполнено. Он обретает знание и видение, и, за счет этого, его намерение исполнено. Из-за этого он возвышает себя и унижает других так, я живу, зная и видя, но те другие монахи живут, не зная и не видя. Поэтому он не порождает желания действовать, не прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем обретение знания и видения. Он упирается и слабеет. Я говорю тебе, что этот человек подобен тому человеку, он срезал заболоню и унес бы ее, думая, что это и есть сердцевина. Что бы ни хотел этот почтенный сделать с сердцевины дерево, это не послужило бы его цели. Последовательные медитативные достижения Нинбана Брахман, бывает так, что представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, размышляет, я, жертва рождения, окончании всей этой груды страданий. Когда он подобным образом уходит в жизнь бездомную, он, далее, получает обретение, обретает достижение нравственности, обретает достижение сосредоточения, обретает знания и видения. Он доволен этим знанием и видением, но его намерение, за счет этого, не исполнено. Из-за этого он не возвышает себя и не унижает других. Он порождает желание действовать, прилагает усилия к реализации тех других состояний, которые являются более высокими и более возвышенными, чем знания и видения. Он не упирается и не слабеет. Брахман, и что это за состояние, которые более высокие и более возвышенные, чем знания и видения? Вот, Брахман, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, некий монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Это является более высоким и возвышенным состоянием, чем знания и видения. Далее, монах входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой джхане, в сфере безграничного пространства, в сфере безграничного сознания, в сфере отсутствия всего, в сфере невосприятия, не невосприятия. Это также является более высоким и возвышенным состоянием, чем знания и видения. Далее, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. И пятна, загрязнение ума, полностью уничтожены его видением мудростью. Это также является более высоким и возвышенным состоянием, чем знание видений. Таковы состояния, которые являются более высокими и возвышенными, чем знание видений. Я говорю тебе, что этот человек подобен тому человеку, которому нужна была сердцевина дерева, который подошел к великому дереву с сердцевиной, и вырезав сердцевину, унес бы ее, зная, что это и есть сердцевина. Что бы не хотел этот почтенный сделать с сердцевиной дерева, это послужит его цели. Так, Брахман, эта святая жизнь не имеет своим, наивысшим, благом обретения, славу, известность, не имеет своим наивысшим, благом достижения нравственности, не имеет своим наивысшим, благом достижения сосредоточения, не имеет своим наивысшим, благом знания видений. Но именно это непоколебимое освобождение ума является целью этой святой жизни, ее сердцевиной, ее окончанием. Когда так было сказано, Брахман Пингалакачха сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, шесть духовных учителей, современников Будды. Все они так же как и Будда не соотносили себя с брахманизмом, но каждый проповедовал собственную доктрину. То, как буддисты понимали их учения, записано в ДН-2. Два, согласно комментарию, хотя джханы включены в предыдущий пункт достижения сосредоточения, здесь идет речь о джханах как базисе для достижения прекращения восприятия чувствования и уничтожения корней и загрязнения ума. По мнению достопочтенного Аналая, данное пояснение не снимает вопроса о том, почему каждая из джхан упоминается как некое достижение, которое мало того, что отлично от этапа сосредоточения, но еще и превосходит знание видения, хотя в других суттах джханы всегда идут до знания видения. По его мнению, подобный фрагмент доказывает, что сутта подверглась некой более поздней редакции, в результате которой был добавлен этот фрагмент и в итоге сутта стала длиннее своего аналога МН-29, хотя и называется коротким примером с сердцевиной. Три, все эти медитативные достижения раскрываются по стандартным формулам, как например в МН-8. Чулла Гасинга сутта, малая лекция в Гасинге. МН-31. Содержание, Будда навещает Анурутфу. Джханы. Бесформенные сферы. Прекращение восприятия чувствования. Благо и счастье для мира. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Надике в кирпичном доме. И в то время достопочтенный Анурутфа, достопочтенный Нандия, и достопочтенный Химбила проживали в Гасинге в лесу саловых деревьев. И тогда, вечером, выйдя из медитации, благословенный отправился в лес саловых деревьев в Гасинге. Лесничий увидел благословенного издали и сказал ему, не входи в этот парк, отшельник. Здесь трое представителей клана ищут своего блага. Не беспокой их. И достопочтенный Анурутфа, услышав, как лесничий беседует с благословенным, сказал ему, друг лесничий, не выдворяй благословенного. Это наш учитель, благословенный, пришел. И затем достопочтенный Анурутфа обратился к достопочтенному Нандии и достопочтенному Кимбили, выходите, достопочтенный, выходите. Наш учитель, благословенный, пришел. И тогда все трое вышли встречать благословенного. Один взял чашу и верхние одеяния, другой приготовил сиденье, третий выставил воду для мытья ног. Благословенный сел на подготовленное сиденье и вымыл ноги. Затем эти трое достопочтенных поклонились Благословенному и сели рядом. Когда они сели рядом, Благословенный сказал им, я надеюсь, Анурутха, у вас всё в порядке, надеюсь, вы живёте спокойно, надеюсь, что у вас нет проблем с собиранием еды с подаянией. У нас всё в порядке, Благословенный, мы живём спокойно, у нас нет проблем с собиранием еды с подаянией. Я надеюсь, Анурутха, что вы живёте в согласии, во взаимопонимании, не спорите, живёте подобно, смешанному с водой молоку, смотрите друг на друга добрым взором. Конечно же, учитель, мы живем в согласии, во взаимопонимании, не спорим, живем подобно, смешанному с водой молоку, смотрим друг на друга добрым взором. Но, Анурудха, как именно вы так живете? Учитель, что касается этого, то я рассуждаю следующим образом, большое благо для меня, великое благо для меня, что я живу с такими товарищами по святой жизни. Телесными поступками я поддерживаю доброжелательность по отношению к этим достопочтенным как в частном порядке, так и открыто. Словесными поступками я поддерживаю доброжелательность по отношению к этим достопочтенным как в частном порядке, так и открыто. Умственными поступками я поддерживаю доброжелательность по отношению к этим достопочтенным как в частном порядке, так и открыто. Я размышляю так, почему бы мне не отложить то, что хочется сделать мне, и сделать то, что хотят сделать эти достопочтенные? И тогда я откладываю то, что хочу сделать сам, и делаю то, что хотят делать эти достопочтенные. Мы различны в телах, учитель, но одинаковы в умах. Достопочтенные Нандио и Кимбила сказали то же самое, добавив, вот как, учитель, мы живем в согласии, во взаимопонимании, не спорим, живем подобно, смешанному с водой молоку, смотрим друг на друга добрым взором. Хорошо, Анурудха, хорошо. Я надеюсь, что вы пребываете прилежными, старательными, решительными. Конечно же, учитель, мы пребываем прилежными, старательными, решительными. Но, Анурудха, как именно вы так пребываете? Учитель, в этом отношении, происходит так, тот из нас, кто первым возвращается из деревни с едой с подаяний, готовит сиденья, выставляет воду для питья и мытья, ставит на положенное место мусорное ведро. Тот из нас, кто последним возвращается, ест любую вставленную еду, если пожелает. Если же не ест, то выбрасывает ее туда, где нет зелени или выбрасывает в воду, где нет никакой жизни. Он убирает сиденья и воду для питья и мытья. Он моет и затем убирает мусорное ведро, подметает трапезную. Если кто-либо замечает, что горшки с водой для питья, для мытья, для уборной почти или полностью пусты, он позаботится об этом. Если они слишком тяжелы для него, он жестом руки позовет кого-нибудь, и вместе, сложив руки, они несут их, но из-за этого мы не пускаемся в разговор. Однако каждые пять дней мы садимся вместе и всю ночь обсуждаем Дхамму. Вот как мы пребываем прилежными, старательными, решительными. Хорошо, Анурудха, хорошо. Но по мере того, как вы пребываете столь прилежными, старательными, решительными, достигли ли вы каких-либо сверхчеловеческих состояний, исключительности в знании и видении, которые достойны благородных, приятного пребывания, один, конечно же, учитель. Когда мы того пожелаем, мы, будучи отстраненными от чувственных удовольствий, отстраненными от неблагих состояний, ума, входим и пребываем в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Учитель – это сверхчеловеческое состояние, исключительное в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого мы достигли, пребывая прилежными, старательными, решительными. Хорошо, Анурудха, Анарудха, хорошо. Но есть ли какое-либо иное сверхчеловеческое состояние, исключительное в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого бы вы достигли, преодолев это пребывание, делая так, чтобы это пребывание утихло, два, конечно же, учитель. Когда мы того пожелаем, мы, с угасанием направления и удержания входим и пребываем во второй джхане, третьей джхане, четвертой джхане. Учитель, это еще одно сверхчеловеческое состояние, исключительное в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого мы достигли, преодолев предыдущее пребывание, делая так, чтобы то пребывание утихло. Хорошо, Анурудха, хорошо. Но есть ли какое-либо иное сверхчеловеческое состояние, исключительное в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого бы вы достигли, преодолев это пребывание, делая так, чтобы это пребывание утихло? Конечно же, Учитель. Когда мы того пожелаем, мы с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращая внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, входим и пребываем в сфере безграничного пространства, в сфере бесконечного сознания, в сфере отсутствия всего, в сфере невосприятия и невосприятия. Учитель, это еще одно сверхчеловеческое состояние, исключительно ли в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого мы достигли, преодолев предыдущее пребывание, делая так, чтобы то пребывание утихло? Конечно же, Учитель! Когда мы того пожелаем, мы с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, входим и пребываем в прекращении восприятия чувствования. И наши пятна, загрязнение ума, уничтожены нашим видением мудростью. Учитель, это еще одно сверхчеловеческое состояние, исключительно ли в знании и видении, достойное благородных, приятное пребывание, которого мы достигли, преодолев предыдущее пребывание, делая так, чтобы то пребывание утихло? И, Учитель, мы не видим какого-либо иного приятного пребывания, более возвышенного и более утонченного, нежели это. Хорошо, Анурудха, хорошо. Нет другого приятного пребывания, более возвышенного и более утонченного, нежели это. И после, когда достопочтенный наставил, побудил, воодушевил и порадовал Достопочтенного Анурутху, Достопочтенного Нандию и Достопочтенного Кимбилу беседой о Дхаме, он встал со своего сиденья и ушел. После того, как они проводили Благословенного и повернули обратно, Достопочтенный Нандия и Достопочтенный Кимбила спросили Достопочтенного Анурутху, говорили ли мы когда-нибудь Достопочтенному Анурутхе о том, что мы достигли этих пребываний и достижений, которые Достопочтенный Анурутха в присутствии Благословенного описал вплоть до уничтожения пятен, загрязнений ума. Достопочтенные никогда не сообщали мне о том, что они достигли этих пребываний и достижений. Но все же охватив умы достопочтенных своим собственным умом, я знал, что они достигли этих пребываний и достижений. И божества также сообщили мне, эти достопочтенные достигли этих пребываний и достижений. И тогда я рассказал об этом, будучи напрямую спрошенным благословенным. И тогда Дудик Хапараджана отправился к благословенному. Поклонившись благословенному, он встал рядом и сказал, «Большое благо для Ваджей, господин, огромное благо для народа Ваджей, господин, что Татхагата, совершенный и полностью пробужденный, пребывает среди них, как и эти трое представители клана, достопочтенный Анурутха, достопочтенный Нандия, достопочтенный Кимбила». Услышав восклицание духа Дикхи Параджаны, земные божества воскликнули, «Большое благо для Ваджей, огромное благо для народа Ваджей, что Татхагата, совершенный и полностью пробужденный, пребывает среди них, как и эти трое представители клана, достопочтенный Анурутха, достопочтенный Нандия, достопочтенный Кимбила». Услышав восклицание земных божеств, божества небесного мира четырех великих царей, божества небесного мира тридцати трех, божества мира Ямы, божества мира Туситы, божества мира Дывов, наслаждающихся творением, божества мира Дывов, имеющих власть над творениями других, божества свиты Брахмы воскликнули, «Большое благо для Ваджей, огромное благо для народа Ваджей, что Татхагата, совершенный и полностью пробужденный, пребывает среди них, как и эти трое представители клана, достопочтенный Анурутха, достопочтенный Нандия, достопочтенный Кимбила». Так за мгновение эти достопочтенные стали известны вплоть до мира Брахмы. Благословенный ответил, «Так оно, Гикха, так оно». И если тот клан, из которого эти трое представители клана покинули жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, будет помнить о них с преданным сердцем, то это приведет этот клан к длительному благополучию и счастью. И если свита этого клана, из которого эти трое представители клана, и если деревня, из которой они покинули жизнь домохозяйскую, если селение, если город, если страна, из которой эти трое представители клана покинули жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, будет помнить о них с преданным сердцем, то это приведет эту страну к длительному благополучному счастью. Если вся знать будет помнить этих троих представителей клана с преданным сердцем, то это приведет эту знать к их длительному благополучному счастью. Если все брахманы, если все купцы, если все рабочие будут помнить этих троих представителей клана с преданным сердцем, то это приведет этих рабочих к их длительному благополучному счастью. Если мир с его богами, его марами и его брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми, людьми, будет помнить этих троих представителей клана с преданным сердцем, то это приведет этот мир к длительному благополучию и счастью. Видишь, Гикха, насколько эти трое представители клана практикуют ради благополучия и счастья многих, и сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Так сказал благословенный. Дух Дикха Праджана был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Примечание переводчика СВ, до этого момента данная сутта идентична МН-128, а после описывает другое развитие диалога между Анурутхой и Буддой, которое посвящено преодолению помех сосредоточению и разным аспектам его развития. 2. Примечание переводчика СВ, имеется в виду, что, несмотря на исключительность и возвышенность первой джханы, есть возможность преодолеть это состояние и войти в еще более приятное и возвышенное состояние, то есть во вторую джхану. Например, смотри. МН-59. Все формулы джханы без форменных достижений раскрываются как в МН-8. МАХА ГАСИНГА СУТТА – БОЛЬШАЯ ЛЕКЦИЯ В ГАСИНГЕ МН-32. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Гасинге в лесу саловых деревьев с группой очень известных старших учеников, достопочтенным Сарипуттой, достопочтенным Махамакгалланой, достопочтенным Махакасапой, достопочтенным Анурутхой, достопочтенным Реваттой, достопочтенным Анандой и с другими очень известными старшими учениками. И тогда, вечером, достопочтенный Махамакгалланой вышел из медитации, отправился к достопочтенному Махакасапе и сказал ему, «Друг Кассапа, пойдем к достопочтенному Сарипутте послушать Дхамму». «Да, друг», – ответил достопочтенный Махакасапа. И тогда и достопочтенный Махамакгалланой, достопочтенный Махакасапа, и достопочтенная Анурутха, отправились к достопочтенному Сарипутте послушать Дхамму. Достопочтенный Ананда увидел, что они направляются к достопочтенному Сарипутте послушать Дхамму Тогда он подошел к достопочтенному Ревате и сказал ему, друг Ревата, те праведники идут к достопочтенному Сарипутте, чтобы послушать Дхамму Пойдем тоже к достопочтенному Сарипутте послушать Дхамму? Да, друг, ответил достопочтенный Ревата И тогда и достопочтенный Ревата и достопочтенный Ананда отправились к достопочтенному Сарипутте послушать Дхамму Достопочтенный Сарепута увидел достопочтенного Ревату и достопочтенного Ананду издали и сказал достопочтенному Ананде, пусть достопочтенный Ананда подойдет, приветствуем достопочтенного Ананду, прислужника благословенного, который всегда находится рядом с благословенным Друг Ананда, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом, все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе Какой монах, друг Ананда, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Сарепута, монах много изучал, помнит то, что учил, накапливает, в своем уме, то, что он изучил Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух, по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрение И он обучает Дхамме четыре собрания самодостаточными и связанными утверждениями и фразами ради уничтожения скрытых склонностей 1. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге Когда так было сказано, достопочтенный Сарепута обратился к достопочтенному Ревате так, друг Ревата, достопочтенный Ананда высказался, исходя из собственного вдохновения 2. Теперь мы спрашиваем достопочтенного Ревату, друг Ревата, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом Все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе Какой монах, друг Ревата, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Сарепута, монах радуется уединенной медитации, находит радость в уединенной медитации Он предается внутреннему успокоению ума, не пренебрегает медитацией, обладает прозрением, проживает в пустых хижинах Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге Когда так было сказано, достопочтенный Сарепута обратился к достопочтенному Анурутхе Так, друг Анурутха, достопочтенный Ревата высказался, исходя из собственного вдохновения Теперь мы спрашиваем достопочтенного Анурутху Друг Анурутха, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом Все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе Какой монах, друг Анурутха, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Сарепута, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, монах обозревает тысячу миров Подобно человеку с хорошим зрением, который поднялся в верхние покои дворца и может обозреть тысячу ободов колес Точно так же божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, монах обозревает тысячу миров Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к достопочтенному Махакасапе так, друг Кассапа, достопочтенный Анурутха высказался, исходя из собственного вдохновения. Теперь мы спрашиваем достопочтенного Махакасапу, друг Кассапа, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом, все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе. Какой монах, друг Кассапа, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Сарипутта, монах сам является тем, кто проживает в лесу, и восхваляет проживание в лесу. Он сам ест только ту еду, что получено схождение за подаяниями и восхваляет употребление только той еды, что получено схождение за подаяниями. Он сам носит одеяние из обносков и восхваляет ношение одеяния из обносков. Он сам является тем, кто использует комплект, только из трех одежд и восхваляет использование комплекта из трех одежд. У него у самого мало пожеланий, и он восхваляет малое количество пожеланий. Он сам довольствуется, тем, что есть, и восхваляет, такое, довольствование. Он сам проживает в затворничестве и восхваляет затворничество. Он сам сторонится общества и восхваляет очужденность от общества. Он сам усердный и восхваляет зарождение усердия. Он сам достиг нравственности и восхваляет достижение нравственности. Он сам достиг сосредоточения и восхваляет достижение сосредоточения. Он сам достиг мудрости и восхваляет достижение мудрости. Он сам достиг освобождения и восхваляет достижение освобождения. Он сам достиг знания видения освобождения и восхваляет достижение знания видения освобождения. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Когда так было сказано, достопочтенный Сарепута обратился к достопочтенному Махамагалу. А не так, друг Махагалана, достопочтенный Махакасапа высказался, исходя из собственного вдохновения. Теперь мы спрашиваем достопочтенного Махамагаллану, друг Махагаллана, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом, все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе. Какой монах, друг Махагаллана, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Сарепута, два монаха беседуют о высшей Дхаме, три, они расспрашивают друг друга, и когда одному задают вопрос, то другой отвечает без заминок, и их беседа идет в соответствии с Дхамой. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Когда так было сказано, достопочтенный Махамагаллан обратился к достопочтенному Сарепуте, друг Сарепута, мы все высказались, исходя из собственного вдохновения. Теперь мы спрашиваем достопочтенного Сарепуту, друг Сарепута, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом, все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе. Какой монах, друг Сарепута, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Вот, друг Макгаллана, монах овладевает своим умом, не позволяет уму овладеть им. Утром он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать утром. Днем он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать днем. Вечером он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать вечером. Представь, как если бы у царского министра был бы полный сундук разноцветных одежд. Какие бы одежды он не захотел надеть утром, он бы надевал их утром. Какие бы одежды он не захотел надеть днем, он бы надевал их днем. Какие бы одежды он не захотел надеть вечером, он бы надевал их вечером. Точно так же, монах овладевает своим умом, не позволяет ему овладеть им. Утром он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать утром. Днем он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать днем. Вечером он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать вечером. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Затем достопочтенный Сарепута обратился к тем достопочтенным так, друзья, мы все высказались, исходя из собственного вдохновения. Пойдемте к Благословенному и расскажем ему об этом. То, как Благословенный ответит, так мы это и запомним. Да, друг, ответили они. И тогда те достопочтенные отправились к благословенному, поклонившись ему, они сели рядом. Достопочтенный Сарипутта сказал благословенному, учитель, достопочтенный Ревата и достопочтенный Ананда пришли ко мне слушать Дхамму. Я увидел их издали и сказал достопочтенному Ананде, пусть достопочтенный Ананда подойдет. Какой монах, друг Ананда, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? Будучи спрошенным так, учитель, достопочтенный Ананда ответил, вот, друг Сарипутта, монах много изучал. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Ананда сказал так, говоря правдиво. Ведь Ананда много изучал, обучает Дхамме четыре собрания самодостаточными и связанными утверждениями и фразами ради уничтожения скрытых склонностей. Достопочтенный Сарипутта продолжил, когда так было сказано, учитель, я обратился к достопочтенному Ревате так. И достопочтенный Ревата ответил, вот, друг Сарипутта, монах радуется уединенной медитации, осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Ревата сказал так, говоря правдиво. Ведь Ревата радуется уединенной медитацией, находит радость в уединенной медитации. Он предается внутреннему успокоению ума, не пренебрегает медитацией, обладает прозрением, проживает в пустых хижинах. Достопочтенный Сарипутта продолжил, когда так было сказано, учитель, я обратился к достопочтенному Анурудхе так. И достопочтенный Анурудха ответил, вот, друг Сарипутта, божественным глазом. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Анурудха сказал так, говоря правдиво. Ведь божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, Анурудха обозревает тысячу миров. Достопочтенный Сарипутта продолжил, когда так было сказано, учитель, я обратился к достопочтенному Махакаса Питак. И достопочтенный Махакаса поответил, вот, друг Сарипутта, монах сам является тем, кто проживает в лесу. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Кассапа сказал так, говоря правдиво. Ведь Кассапа сам является тем, кто проживает в лесу. Он сам достиг знания о видении освобождения и восхваляет достижение знания и видения освобождения. Достопочтенный Сарипутта продолжил, когда так было сказано, учитель, я обратился к достопочтенному Махамакгаллане так. И достопочтенный Махамакгаллана ответил, вот, друг Сарипутта, два монаха беседуют о высшей Дхамме. Такой монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Макгаллана сказал так, говоря правдиво. Ведь Макгаллана тот, кто беседует о Дхамме. Когда так было сказано, достопочтенный Махамакгаллана обратился к благословенному, а затем, учитель, я обратился к достопочтенному Сарипутте так, друг Сарипутта, мы все высказались, исходя из собственного вдохновения. Теперь мы спрашиваем достопочтенного Сарипутту, друг Сарипутта, лес саловых деревьев в Гасинге восхитителен, ночь залита лунным светом, все саловые деревья цветут, и будто небесный аромат витает в воздухе. Какой монах, друг Сарипутта, мог бы осветить лес саловых деревьев в Гасинге? И достопочтенный Сарипутта ответил, вот, друг Макгаллана, монах овладевает своим умом. Вечером он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать вечером. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Хорошо, хорошо, Макгаллана. Сарипутта сказал так, говоря правдиво. Ведь Сарипутта овладевает своим умом, не позволяет уму овладеть им. Утром он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать утром. Днем он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать днем. Вечером он пребывает в том пребывании или достижении, в котором он хочет пребывать вечером. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта спросил благословенного, учитель, кто из нас высказался, наиболее, хорошо. Вы все высказались хорошо, Сарипутта, каждый по своему. Послушайте также меня о том, какой монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. Вот, Сарепута, когда монах вернулся с хождения за подаяниями, после принятия пищи он садится, скрестив ноги, выпрямив тело, установив осознанность впереди, и настраивается, я не нарушу этой позы сидя до тех пор, пока мой ум не освободится от пятен, умственных загрязнений, посредством нецепления. Этот монах мог бы осветить этот лес саловых деревьев в Гасинге. 4. Так сказал Благословенный. Те достопочтенные были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Четыре собрания, монахи, монахини, миряне, мирянки. Семь скрытых склонностей перечислены МН 18. 2. Ядхасакампатибханан. Фразу можно также перевести как в соответствии со своим идеалом, в соответствии с собственной интуицией. 3. Абхидхама. Хотя это слово здесь не может обозначать название третьего раздела палийского канона, который, очевидно, является плодом поздней буддийской мысли по сравнению с никами. Все же, оно может хорошо обозначать систематический и аналитический подход к доктрине, который и послужил изначальным ядром Абхидхама Питаки. 4. Тогда как ученики объявили своим идеалом монахов, уже достигших плодов в монашеской жизни, Будда указывает на монаха, который все еще старается ради достижения цели, подчеркивая саму цель святой жизни. Махагапалака сутта, большая лекция о пастухе. МН 33. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, «Монахи!» «Учитель!» Ответили они. Благословенный сказал следующий, «Монахи, обладая одиннадцатью факторами, пастух не способен содержать и выращивать стадо». Какими одиннадцатью? Пастух не имеет знания формы. Он неумелый в плане, определения, характеристик. Он не вытаскивает яйца мух. Он не перевязывает ран. Он не куривает, для обеззараживания, в сарае. Он не знает мест водопоя. Он не понимает, что значит напиться, домашнему скоту. Он не знает дорогу. Он неумелый в пастбищах. Он доит насухо. Он не выражает особого почтения тем быкам, которые отцы и вожаки стада. Обладая этими одиннадцатью факторами, пастух не способен содержать и выращивать стадо. Точно так же, монахи, обладая одиннадцатью факторами, монах не способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Какими одиннадцатью? Монах не имеет знания формы. Он неумелый в плане характеристик. Он не вытаскивает яйца мух. Он не перевязывает ран. Он не куривает сараи. Он не знает мест водопоя. Он не понимает, что значит напиться. Он не знает дорогу. Он неумелый в пастбищах. Он доит насухо. Он не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые уже давно находятся, в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Сангхи. И каким образом монах не имеет знания формы? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью. Всякая материальная форма любого вида – это четыре великих элемента и материальная форма, выстроенная из четырех великих элементов. Вот каким образом этот монах не имеет знания формы? И каким образом монах неумелый в плане характеристик? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью. Дурака характеризуют его поступки. Мудреца характеризуют его поступки. Вот каким образом этот монах неумелый в плане характеристик? И каким образом монах не вытаскивает яйца мух? Вот монах терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он не отбрасывает ее, не рассеивает ее, не устраняет ее, не уничтожает ее. Он терпит возникшую недоброжелательную мысль, терпит возникшую мысль о причинении вреда, терпит плохие, неблагие состояния, ума, каждый раз, как они возникают. Он не отбрасывает их, не рассеивает их, не устраняет их, не уничтожает их. Вот каким образом этот монах не вытаскивает яйца мух. И каким образом монах не перевязывает ран. Вот, увидев форму глазом, монах цепляется за ее черты и детали. Хотя, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он не практикует сдержанность в отношении этого. Он не охраняет качество глаза. Он не предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он цепляется за его черты и детали. Хотя, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он не практикует сдержанность в отношении этого. Он не охраняет качество ума. Он не предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом этот монах не перевязывает ран. И каким образом монах не окуривает сарая. Вот монах не обучает других услышанной и заученной имени Дхаме в подробностях. Вот каким образом этот монах не окуривает сарая. И каким образом монах не знает мест водопоя. Вот монах время от времени не подходит к тем монахам, которые ученые, опытные в традиции, которые поддерживают Дхамму, винаю, основные положения, Дхаммы. И он не интересуется у них, достопочтенный, как это, понять? Каково значение этого? И те достопочтенные не раскрывают ему того, что, для него, не было раскрыто, не проясняют неясные, не рассеивают его сомнения в отношении многочисленных моментов, которые вызывают сомнения. Вот каким образом этот монах не знает мест водопоя. И каким образом монах не понимает, что значит напиться? Вот, когда преподается провозглашенная Татхагат и Дхамма и Виная, монах не получает вдохновения от значения, не получает вдохновения от Дхаммы, не получает радости, связанной с Дхаммой. Вот каким образом этот монах не понимает, что значит напиться? И каким образом монах не знает дорогу? Вот монах не понимает в соответствии с действительностью благородного восьмеричного пути. Вот каким образом этот монах не знает дорогу? И каким образом монах не умел и в пастбищах? Вот монах не понимает четырех основ осознанности в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот монах неумелый в пастбищах. И каким образом монах даит на сухо. Вот, когда верующие домохозяева приглашают монаха принять столько одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей, сколько он пожелает, монах принимает, не зная меры. Вот каким образом монах даит на сухо. И каким образом монах не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые уже давно находятся, в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки сангхи. Вот монах не поддерживает телесных поступков доброжелательности как на людях, так и в частном порядке, по отношению к тем старшим монахам. Он не поддерживает словесных. Он не поддерживает умственных поступков доброжелательности к ним как на людях, так и в частном порядке. Вот каким образом этот монах не выражает особого почтения тем старшим монахам, которые отцы и вожаки Сангхи. Когда монах обладает этими одиннадцатью факторами, он не способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Монахи, обладая одиннадцатью факторами, пастух способен содержать и выращивать стадо. Какими одиннадцатью? Пастух имеет знание формы. Он умелый в плане, определения, характеристик. Он вытаскивает яйца мух. Он перевязывает раны. Он окуривает, для обеззараживания, в сарае. Он знает места водопоя. Он понимает, что значит напиться, домашнему скоту. Он знает дорогу. Он умелый в пастбищах. Он не даит на сухо. Он выражает особое почтение тем быкам, которые отцы и вожаки стада. Обладая этими одиннадцатью факторами, пастух способен содержать и выращивать стадо. Точно так же, монахи, обладая одиннадцатью факторами, монах способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой дхаме и винае. Какими одиннадцатью? Монах имеет знание формы. Он умелый в плане характеристик. Он вытаскивает яйца мух. Он перевязывает раны. Он окуривает сараи. Он знает места водопоя. Он понимает, что значит напиться. Он знает дорогу. Он умелый в пастбищах. Он не даит на сухо. Он выражает особое почтение тем старшим монахам, которые уже давно находятся в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Сангхи. И каким образом монах имеет знание формы? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, всякая материальная форма любого вида, это четыре великих элемента и материальная форма, выстроенная из четырех великих элементов. Вот каким образом этот монах имеет знание формы? И каким образом монах умелый в плане характеристик? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, дурака характеризуют его поступки. Мудреца характеризуют его поступки. Вот каким образом этот монах умелый в плане характеристик? И каким образом монах вытаскивает яйца мух? Вот монах не терпит возникшую мысль, вызванную чувственным желанием. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую недоброжелательную мысль, не терпит возникшую мысль о причинении вреда, не терпит плохих, неблагих состояний, ума, каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Вот каким образом этот монах вытаскивает яйца мух. И каким образом монах перевязывает раны? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом этот монах перевязывает раны. И каким образом монах окуривает сарая? Вот монах обучает других услышанной и заученной имени Дхаме в подробностях. Вот каким образом этот монах окуривает сараи? И каким образом монах знает места в дропое? Вот монах время от времени подходит к тем монахам, которые ученые, опытные в традиции, которые поддерживают Дхамму, Винаю, основные положения, Дхаммы. И он интересуется у них, достопочтенный, как это, понять? Каково значение этого? И тогда те достопочтенные раскрывают ему то, что для него не было раскрыто, проясняют неясные, рассеивают его сомнения в отношении многочисленных моментов, которые вызывают сомнения. Вот каким образом этот монах знает места водопоя? И каким образом монах понимает, что значит напиться? Вот, когда преподается провозглашенная Дхагат и Дхамма и Виная, монах получает вдохновение от значения, получает вдохновение от Дхаммы, получает радость, связанную с Дхаммой. Вот каким образом этот монах понимает, что значит напиться? И каким образом монах знает дорогу? Вот монах понимает в соответствии с действительностью благородный восьмеричный путь. Вот каким образом этот монах знает дорогу? И каким образом монах умело и в пастбищах? Вот монах понимает четыре основы осознанности в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот монах умело и в пастбищах? И каким образом монах не даит нас ухо? Вот, когда верующие домохозяева приглашают монаха принять столько одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей, сколько он пожелает, монах принимает, зная меру. Вот каким образом монах не дает нас уха. И каким образом монах выражает особое почтение тем старшим монахам, которые уже давно находятся, в монашестве, которые давно ушли в бездомную жизнь, которые отцы и вожаки Сангхи. Вот монах поддерживает телесные поступки доброжелательности как на людях, так и в частном порядке, по отношению к тем старшим монахам. Он поддерживает словесные, умственные поступки доброжелательности по отношению к ним как на людях, так и в частном порядке. Вот каким образом этот монах выражает особое почтение тем старшим монахам, которые отцы и вожаки Сангхи. Обладая этими одиннадцатью факторами, монах способен к росту, совершенствованию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Чулай Гапалака Сутта, Малая лекция о пастухе. МН 34. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Вадживу Качели на берегу реки Ганг. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, как-то раз в Магадхе жил один глупый пастух, который в последний месяц сезона дождей, осенью, не изучив ближнего берега или дальнего берега реки Ганг, повел свое стадо в стране Ведехов, один, на другой берег в том месте, где не было брода. И тогда посреди реки стадо сбилось в кучу, из-за чего повстречало беду и несчастье. И почему? Потому что глупый пастух из Магадхи в последний месяц сезона дождей, осенью, не изучив ближнего берега или дальнего берега реки Ганг, повел свое стадо в стране Ведехов на другой берег в том месте, где не было брода. Точно так же, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые неумелые в этом мире и в другом мире, неумелые в царстве Мары и в том, что лежит вне царства Мары, неумелые в царстве смерти и в том, что лежит вне царства смерти, это приведет к войду и страданию на долгое время тех, кто верят ими думает, что их следует слушать. Монахи, как-то раз в Магадхе жил один мудрый пастух, который в последний месяц сезона дождей, осенью, изучив ближний берег или дальний берег реки Ганг, повел свое стадо в стране Ведехов на другой берег в том месте, где был брод. Он сделал так, чтобы быки, которые отцы и вожаки стада, пошли первыми, и они боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег. Он сделал так, чтобы сильные быки, те, которых нужно приручить, пошли следующими, и они также боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег. Он сделал так, чтобы телки и телята пошли следующими, и они также боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег. Он сделал так, чтобы молодые теляты и хилые коровы пошли следующими, и они также боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег. И в то время был один новорожденный теленок, и подталкиваемый матерью он также боролся с потоком Ганга и перебрался в благополучие на дальний берег. И почему так произошло? Потому что мудрый пастух из Магадхи в последний месяц сезона дождей, осенью, изучив ближний берег или дальний берег реки Ганг, повел свое стадо в стране ведехов на другой берег в том месте, где был брод. Точно так же, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые умелы и в этом мире и в другом мире, умелы и в царстве Мары и в том, что лежит вне царства Мары, умелы и в царстве смерти и в том, что лежит вне царства смерти, это приведет к благополучию и счастью на долгое время тех, кто верят ими думает, что их следует слушать. Монахи, подобно тому как быки, которые отцы и вожаки стада, боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег, точно так же те монахи, которые араханты с уничтоженными пятнами, загрязнение ума, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, уничтожили путы существования, и полностью освободились посредством окончательного знания. Борясь против потока Мары, они в благополучие перебрались на дальний берег. Подобно тому, как сильные бухи те, которых нужно приручить, боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на дальний берег, точно так же те монахи, которые с уничтожением пяти нижних оков появятся спонтанно, в мире чистых обителей, где достигнут окончательные небаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот, борясь против потока Мары, они в благополучие переберутся на дальний берег. Подобно тому, как тёлки и телята боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на Дальний берег, точно так же эти монахи, которые с уничтожением трёх, нижних оков и с ослаблением жажды, злобы, заблуждения, являются однажды возвращающимися, которые вернутся в этот мир лишь один раз и положат конец страданиям, борясь против потока Мары, они также в благополучие переберутся на Дальний берег. Подобно тому, как молодые телята и хилые коровы боролись с потоком Ганга и перебрались в благополучие на Дальний Берег, точно так же эти монахи, которые с уничтожением трех, нижних, оков являются вступившими в поток, более неподверженными Нижним Мирам, утвержденными в своей участи, направляющимися к просветлению, борясь против потока Мары, они также в благополучие переберутся на Дальний Берег. Подобно тому, как тот новорожденный теленок, подталкиваемый матерью, также боролся с потоком Ганга и перебрался в благополучие на Дальний Берег, точно так же эти монахи, которые являются идущими за счет Дхаммы и идущими за счет веры, борясь против потока Мары, они также в благополучие переберутся на Дальний Берег. 2. Монахи, я умелый в этом мире и в другом мире, умелый в царстве Мары и в том, что лежит вне царства Мары, умелый в царстве смерти и в том, что лежит вне царства смерти. Это приведет к благополучию и счастью на долгое время тех, кто верят мне и думает, что меня следует слушать. Так сказал благословенный. Когда счастливый сказал так, он, учитель, далее добавил, мир этот, как мир, что будет после, был, объяснен, расписан тем, кто знает. А также то, докуда может достать Мара, и то, что лежит вне пределов смерти. Весь мир всецело зная напрямую, он, просветленный, тот, кто понимает. В бессмертные ворота распахнул он, небабаны чтоб сохранности достигнуть. Борьба с потоком Мары происходит, течение закрыто, трос отрезан. Решительно возродуйтесь, монахи, свои сердца к спасению направьте. Один, примечание переводчика СВ, Магадха и страна ведехов, это одно и то же. Два, примечание переводчика СВ, смотри также СН 48 18 и Ан 10 75 на эту же тему. Чула Сатчака сутта, малая беседа с Сатчакой. МН 35. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Весале в великом лесу в зале со строконечной крышей. И в то время Сатчака сын Нигантхов проживал в Весале, искусный спорщик и умелый оратор, которого многие считали святым, один. В собрании, людей, из Весали он делал такое утверждение, я не вижу ни одного жреца или отшельника, предводителя ордена, предводителя группы, наставника группы, даже того, кто заявляет, что в совершенстве и полностью просветлен, кто бы не дрогнул, не задрожал, не поколебался, у кого бы пот не застроился из-под мышек, если бы он вступил со мной в дебаты. Даже если бы я пустился в дебаты с бесчувственным столбом, тот бы дрогнул, задрожал, поколебался, если бы он мог пуститься в дебаты со мной, так что уж говорить о человеческом существе. И тогда, утром, достопочтенный Асаджи оделся, взял чашу и внешнее одеяние, и отправился в Весале за подаяниями, два. По мере того, как Сатчака сын Нигантхов ходил и бродил по Весале, чтобы размяться, он издали увидел достопочтенного Асаджи, подошел к нему и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями Сатчака сын Нигантхов встал рядом и сказал ему, мастер Асаджи, как отшельник Гатама дисциплинирует своих учеников? Каким образом обычно излагается наставление отшельника Гатама его ученикам? Вот как благословенный дисциплинирует своих учеников, и вот как обычно излагается наставление отшельника Гатама его ученикам, монахи, материальная форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формации, ума, непостоянны, сознание непостоянно. Монахи, материальная форма безличностна, чувство безличностна, восприятие безличностна, формации безличностны, сознание безличностно. Все формации непостоянны. Все вещи безличностны, три. Вот как благословенный дисциплинирует своих учеников, и вот как обычно излагается наставление отшельника Гатам и его ученикам. Если бы мы услышали, что и утверждает отшельник Готама, мы бы действительно услышали бы, лишь, неприятный. Быть может придет время, мы встретимся с мастером Готама и побеседуем с ним. Быть может, мы сможем отлучить его от этого порочного воззрения. И в то время пятьсот личхави собрались вместе в зале для собраний по некоему делу. Тогда Сачака сын Нигантхов отправился к ним и сказал, приходите, почтенные личхави, приходите. Сегодня будет беседа между мной отшельником Готамой. Если отшельник Готама будет придерживаться, в разговоре, со мной того же, чего придерживался прежде, в разговоре, со мной один из его знаменитых учеников, монах по имени Ассаджи, то тогда, подобно тому как сильный человек мог бы схватить длинношерстного барана за шерсть и тягать его туда-сюда, точно так же в дебатах я буду тягать отшельника Готаму туда-сюда. Подобно сильному рабочему пивоварни, который может бросить большое сито пивовара в глубокую емкость с водой, взяв его за углы, тягать его туда-сюда, точно так же в дебатах я буду тягать отшельника Готаму туда-сюда. Подобно сильному смесителю пивоварни, который может взять дуршлаг за углы и трясти его, мотая, то вверх, то вниз, ударяем, точно так же в дебатах я буду трясти отшельника Готаму, мотая, то вверх, то вниз, ударяем. Подобно шестидесятилетнему слону, который может плюхнуться в глубокий пруть и наслаждаться игрой в матье пеньки, 4, то точно так же я буду наслаждаться игрой в матьюпеньки с отшельником Готамой. Приходите, почтенные Ильичхави, приходите. Сегодня будет беседа между мной и отшельником Готамой. И тогда некоторые Ильичхави сказали, да кто такой этот отшельник Готама, чтобы он мог опровергнуть утверждение Сачаки сына Нигантхав? Напротив, Сачака сын Нигантхав опровергнет утверждение отшельника Готамы. А некоторые Ильичхави сказали, да кто такой этот Сачака сын Нигантхав, чтобы он мог опровергнуть утверждение Благословенного? Напротив, Благословенная опровергнет утверждение Сатчаки сына Нигантхов. И затем Сатчака сын Нигантхов вместе с пятью сотнями Личхави отправился к залу с остроконечной крыши в Великом лесу. И в то время группа монахов ходила, медитируя, под открытым небом вперед-назад. И тогда Сатчака сын Нигантхов подошел к ним и спросил, где сейчас мастер Гатама, почтенный? Мы бы хотели увидеть мастера Гатаму. Благословенный вошел в Великий лес, Аггевесена, и сидит у подножья дерева, дабы провести, там, остаток дня. И тогда Сатчака сын Нигантхов вместе с большой толпой Личхави вошел в Великий лес и подошел к Благословенному. Он обменялся с Благословенным вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом. Некоторые Личхави поклонились Благословенному и сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав Благословенного сложенными у грудь ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив перед Благословенным свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом, просто, молча. Когда Сачака сын Нигантхов сел рядом, он сказал Благословенному, я бы хотел спросить мастера Гатаму кое о чем, если бы мастер Гатама соизволил бы ответить на вопрос. Спрашивай то, о чем хотел спросить, Аггивесана. Как мастер Гатама дисциплинирует своих учеников? Каким образом обычно излагается наставление мастера Гатама и его ученикам? Вот как я дисциплинирую своих учеников, Аггивесана, и вот как обычно излагается мое наставление моим ученикам, монахи, материальная форма непостоянна, чувства непостоянна, восприятие непостоянна, формации, ума, непостоянны, сознание непостоянно. Монахи, материальная форма безличностна, чувства безличностна, восприятие безличностна, формации безличностны, сознание безличностно. Все формации непостоянны. Все вещи безличностны. Вот как я дисциплинирую своих учеников, и вот как обычно излагается мое наставление моим ученикам. Метафора придумалась мне, мастер Гатама. Изложи то, что придумалось тебе, Аггевессона, сказал благословенный. Подобно тому, как любого вида семена и растения достигают роста, возрастания, созревания, и все они делают так в зависимости от земли, основываясь на земле, а также подобно тому, как если любая трудная работа выполняется, то вся она выполняется в зависимости от земли, то точно так же, мастер Гатама, я человека, это материальная форма, и, основываясь на материальной форме, он порождает благие заслуги или плохие заслуги. Я человека, это чувство, это восприятие, это формации, это сознание, и, основываясь на сознании, он порождает благие заслуги или плохие заслуги. Аггевессона, не утверждаешь ли ты так, материальная форма, это мое я, чувство, это мое я, восприятие, это мое Я, формации, ума, это мое Я, сознание, это мое Я, я утверждаю так, мастер Гатама, материальная форма, это мое Я, чувства, это мое Я, восприятие, это мое Я, формации, ума, это мое Я, сознание, это мое Я. И так же делается большинство людей. 5. К чему тебе это большинство людей, Аггивессана? Будь добр, обозначь только свое собственное утверждение. Если так, мастер Гатама, то я утверждаю, материальная форма, это мое Я, чувства, это мое Я, восприятие, это мое Я, формации, ума, это мое Я, сознание, это мое Я. В таком случае, Аггивессана, я задам тебе встречный вопрос. Отвечаю так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, Аггивессана, мог бы помазанный на царство благородный царь, например, по Синаде искасал или же царь Аджатаса то вездехипута из Магадхи, исполнять власть в своем собственном царстве, чтобы казнить тех, кого следует казнить, штрафовать тех, кого следует штрафовать, изгонять тех, кого следует изгонять. Мастер Гатама, помазанный на царство благородный царь, например, по Синаде искасал или же царь Аджатаса то вездехипута из Магадхи, мог бы исполнять власть в своем собственном царстве, чтобы казнить тех, кого следует казнить, штрафовать тех, тех, кого следует штрафовать, изгонять тех, кого следует изгонять. Ведь даже такие общины и общества как Ваджа и Маллы исполняют власть в своих собственных царствах, чтобы казнить тех, кого следует казнить, штрафовать тех, кого следует штрафовать, изгонять тех, кого следует изгонять. Так что уж говорить о помазанном на царство благородном царе, таком как царь Пасинадзе из Касала или царь Аджатаса то из Магадхи. Он мог бы исполнять ее, мастер Гатама, и был бы достоин ее исполнения. Как ты думаешь, Аггивесана? Когда ты говоришь «Так, материальная форма, это моё я», исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этой самой материальной формы, как, например, «Пусть моя форма будет такой». «Пусть моя форма не будет такой». Когда так было сказано, Сачака сын Нигантхов ничего не ответил. И во второй раз Благословенный задал тот же самый вопрос, и во второй раз Сачака сын Нигантхов ничего не ответил. Тогда Благословенный сказал ему, Аггивесана, отвечая сейчас же. Сейчас не время молчать. Если кто-либо, будучи спрошенным Татхагатой разумным вопросом в третий раз, все еще не ответит, то его голова прямо на этом самом месте расколется на семь частей. И тогда в воздухе над Сатчакой сыном Нигантхов появился владычествующий молниями дух, держащий в руке железную молнию, горящую, кулающую, полыхающую, думая, если Сатчака сын Нигантхов, будучи спрошенным благословенным разумным вопросом в третий раз, все еще не ответит, то я раскалю его голову на семь частей прямо на этом самом месте, шесть. Благословенный увидел владычествующего молниями духа, как увидел его и Сатчака сын Нигантхов. И тогда Сатчака сын Нигантхов испугался, встревожился, впал в ужас. Выискивая укрытие, пристанище, прибежище в самом благословенном, он сказал, спросите меня, еще раз, мастер Гатама, я отвечу. Как ты думаешь, Аггивесана? Когда ты говоришь так, материальная форма, это мое Я, исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этой самой материальной формы, как например, пусть моя форма будет такой. Пусть моя форма не будет такой. Нет, мастер Гатама. Обрати внимание, Аггивесана, обрати внимание на то, как ты отвечаешь. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде, как и то, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. Как ты думаешь, Аггивессена? Когда ты говоришь так, чувство, это моё я, исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этого самого чувства, как например, пусть моё чувство будет таким? Пусть моё чувство не будет таким? Обрати внимание, Аггивессена, обрати внимание на то, как ты отвечаешь. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде, как и то, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. Как ты думаешь, Аггевессона? Когда ты говоришь так, восприятие, это мое я, исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этого самого восприятия, как например, пусть мое восприятие будет таким. Пусть мое восприятие не будет таким. Обрати внимание, Аггевессона, обрати внимание на то, как ты отвечаешь. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде, как и то, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. Как ты думаешь, Аггевессена? Когда ты говоришь так, формации, ума, это мое я, исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этих самых формаций, как например, пусть мои формации будут такими, пусть мои формации не будут такими? Обрати внимание, Аггевессена, обрати внимание на то, как ты отвечаешь. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде, как и то, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. Как ты думаешь, Аггевессона? Когда ты говоришь так, сознание, это мое я, исполняешь ли ты какую-либо власть в отношении этого самого сознания, как например, пусть мое сознание будет таким. Пусть мое сознание не будет таким. Обрати внимание, Аггевессона, обрати внимание на то, как ты отвечаешь. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде, как и то, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. Как ты думаешь, Аггивесана, материальная форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, мастер Гатама. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, мастер Гатама. А то, что непостоянно, является страданием, подвержено переменам, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Как ты думаешь, Аггивесана, чувство постоянно или непостоянно? Как ты думаешь, Аггивесана, восприятие постоянно или непостоянно? Как ты думаешь, Аггивесана, формации постоянно или непостоянны? Как ты думаешь, Аггивесана, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, мастер Гатама. Как ты думаешь, Аггевесана? Когда человек хватается за страданий, обращается к страданию, держится за страданий, считает страданий таковым, это мое, я таков, это мое я, может ли он когда-нибудь полностью понять страданий сам или же пребывать со всецело уничтоженным страданием? Как такое возможно, мастер Гатама? Нет, мастер Гатама. Как ты думаешь, Аггевессона? Если это так, не хватаешься ли ты за страданий, не обращаешься ли к страданию, не держишься ли за страданий, не считаешь ли страданий таковым, это моё, я таков, это моё я? Как может быть иначе, мастер Гатама? Да, мастер Гатама. Это как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, взял бы острый топор и вошёл в лес. Тамбон увидел ствол большой банановой пальмы, прямой, свежей, неспелой. Он бы срубил её основание, отрезал бы ветви, содрал бы внешние слои, ствола. И когда он содрал бы внешние слои, то не обнаружил бы даже заболонья, не говоря уже о сердцевине. Точно так же, Аггевессона, когда я тебя прижал, спросил, расспросил насчёт твоего утверждения, ты показал себя пустым, полым, ошибочным. Но ведь это был ты, кто делал такое заявление перед собранием из Весали, я не вижу ни одного жреца или отшельника, предводителя ордена, предводителя группы, наставника группы, даже того, кто заявляет, что в совершенстве и полностью просветлён, кто бы ни дрогнул, ни задрожал, не поколебался, у кого бы пот не застроился из-под мышек, если бы он вступил со мной в дебаты. Даже если бы я опустился в дебаты с бесчувственным столбом, тот бы дрогнул, задрожал, поколебался, если бы он мог пуститься в дебаты со мной, так что уж говорить о человеческом существе. А теперь у тебя на лбу капли пота, и они насквозь промочили твоё внешнее одеяние и упали на землю. Но на моём теле пота сейчас нет. И благословенный раскрыл своё золотистое тело собранию. Когда так было сказано, Сачака сын Нигантха в замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникший головой, ушёл в себя и не мог что-либо ответить. И тогда Думмукха, сын Личхави, увидев Сачаку сына Нигантха в таком положении, сказал благословенному, метафора придумалась мне, мастер Гатама. Изложи то, что придумалось тебе, Думмукха. Представьте, господин, как если бы неподалёку от деревни или города был бы лотосовый пруд, в котором бы жил краб. И затем несколько мальчиков и девочек вышли бы из деревни или города и отправились бы к этому пруду. Они бы вытащили краба из воды и положили на сухую землю. И затем, как только краб распрямлял бы одну из конечностей, они отрубали бы её, ломали бы её, разбивали на куски палками и камнями. Так, когда всё его конечности были бы отрезаны, поломаны и разбиты на куски, тот краб не смог бы вернуться в тот пруд. Точно так же, господин, всё те искривления, манёвры, колебания Сачаки сына Нигантхов были отрублены, поломаны и разбиты на куски благословенным. И теперь у него нет возможности приблизиться вновь благословенному, чтобы поспорить. Когда так было сказано, Сачака сын Нигантхов сказал ему, погоди, Думукха, погоди. Мы говорим не с тобой, здесь мы разговариваем с мастером Готамой. И далее Сачака продолжил, оставим, мастер Готама, этот наш разговор, разговоры, других заурядных жрецов-отшельников. Я думаю, всё это была просто лишь пустая болтовня. Но каким образом ученик мастера Готамы, тот, кто исполняет его наставления, который следует его совету, который вышел за пределы сомнений, становится свободным от замешательства, обретает бесстрашие, становится независимым от других учений учителя? Вот, Аггевесона, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далёкой или близкой, мой ученик всякую форму видит в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не моё, я не таков, это не моё я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далёкого или близкого, мой ученик всякое сознание видит в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не моё, я не таков, это не моё я. Вот каким образом мой ученик, тот, кто исполняет мое наставление, который следует моему совету, который вышел за пределы сомнений, становится свободным от замешательства, обретает бесстрашие, становится независимым от других учений учителя. Мастер Гатама, каким образом монах является арахантом, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, уничтожил путы существования, и полностью освободился посредством окончательного знания. Вот, а Гевессона, любой вид формы, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, монах всякую форму увидел в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. И он освобожден посредством нецепления. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, монах всякое сознание увидел в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. И он освобожден посредством нецепления. Вот каким образом монах является арахантом, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, уничтожил путы существования, и полностью освободился посредством окончательного знания. Когда ум монаха таким образом освобожден, он обладает тремя непревзойденными качествами, непревзойденным видением, непревзойденной практикой, непревзойденным освобождением. 7. Когда монах таким образом освобожден, он все еще чтит, уважает, почитает, выражает почтение Тадхагати, благословенный, просветленный и обучает Дхаме ради просветления. Благословенный, укращенный и обучает Дхаме ради укращения себя. Благословенный находится в покое и обучает Дхаме ради покоя. Благословенный пересек, сенсару, и обучает Дхаме ради пересечения. Благословенный достиг Ниббаны и обучает Дхаме ради достижения Ниббаны. Когда так было сказано, Сачака, сын Нигантхов, ответил, мастер Готама, мы были нахальными и дерзкими, думая, что можно напасть на мастера Гатаму в дебатах. Человек мог бы напасть на сумасшедшего слона и найти, для себя, безопасность, в этом, но он не смог бы напасть на мастера Гатаму и найти, для себя, безопасность, в этом. Человек мог бы напасть на пылающую груду огня и найти, для себя, безопасность, в этом, но он не смог бы напасть на мастера Гатаму и найти, для себя, безопасность, в этом. Человек мог бы напасть на ужасную ядовитую змею и найти, для себя, безопасность, в этом, но он не смог бы напасть на мастера Готаму и найти, для себя, безопасность, в этом. Мы были нахальными и дерзкими, думая, что можем напасть на мастера Готаму в дебатах. Пусть Благословенный вместе с Сангхой и монахов согласится принять приглашение от меня на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. И тогда, зная, что Благословенный согласился, Сачака сын Нигантхов обратился к Личхаве, «Услышьте меня, Личхаве». Отшельник Готама вместе с Сангхой и хороших монахов был приглашён мной на завтрашний обед. Вы, также, можете принести всё, что посчитаете уместным для него. И затем, когда минула ночь, Личхаве принесли 500 церемониальных блюд с молочным рисом в качестве съестных даров. Сачака сын Нигантхов в своём собственном парке приготовил множество различных видов хорошей еды, и когда пришло время, он сообщил Благословенному, время пришло, мастер Готама, кушанье готово. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и внешнее одеяние и отправился с Сангхой монахов в парк Сачаки сына Нигантхов, где сел на подготовленное сидение. Сачака сын Нигантхов собственноручно обслужил Сангху монахов во главе с Буддой превосходной разнообразной едой. Затем, когда Благословенный поел и убрал руки от чаши, Сачака сын Нигантхов подготовил, для себя, более низкое сидение, сел рядом и сказал Благословенному, мастер Готама, пусть заслуги и великие благие плоды этого акта дарения поспособствуют счастью дарителей. А Гевессона, все, что придет из одарения такому получателю как ты, тому, кто не свободен от жажды, не свободен от злобы, не свободен от заблуждения, это выпадет на долю дарителей. А то, что придет из одарения такому получателю как я, тому, кто свободен от жажды, свободен от злобы, свободен от заблуждения, это выпадет на твою долю. 8. 1. Согласно комментарию, его родители были джайнами, Нигантхами. У них он выучился множеству доктрин, как и почерпнул подобные знания от других. В сутки к нему обращаются по имени его клана, Аггивесана. 2. Достопочтенный Ассаджи был один из первых пяти учеников Будды. 3. Комментарий поясняет, что достопочтенного Ассаджи пропустил характеристику страдательности, Духха, чтобы не дать возможности сочать и опровергнуть Будду. 4. Комментарий поясняет, что в эту игру играли мужчины, подготавливая пеньковую ткань. Они наматывали грубую пеньку на кулаки, окунали их в воду, а затем били по доскам справа, слева, посередине. Когда царский слон увидел это, он зашел в водоем, набрал в хобот воду и выпрыснул ее на живот, в пах, сверху на тело, на свои бока. 5. Сачака своим заявлением напрямую противоречит учению Будды о безличности, Анатто. Он приписывает это воззрение большинству людей, намекая, что большинство людей не может заблуждаться. 6. Комментарий утверждает, что этот Дух, Якха, это царь богов Сакка. Примечание переводчика СВ, мифа раскалывающийся на части голове у человека, который не проявляет должного уважения тому, кто заслуживает уважения, восходит еще к ведическому, да буддийскому, преду. 7. Комментарий дает несколько толкований. Это, соответственно, мирская и сверхмирская мудрость, практика, освобождение. Или же они всецело сверхмирские, первое, это правильное воззрение пути араханства, второе, остальные семь факторов пути, третье, высший плод, араханство. Либо, первое, это видение нигбаны, второе, это факторы пути, третье, высший плод. 8. Несмотря на то, что Сатчака потерпел поражение в споре, он, должно быть, все еще считал себя святым, и поэтому не счел нужным принять прибежище в трех драгоценностях. Также, поскольку он продолжал считать себя святым, он, должно быть, чувствовал, что ему не подобает посвящать заслуги от подношения себе, поэтому он пожелал посвятить заслуги Личхаве. Однако Будда отвечает, что Личхаве получит плоды заслуг за счет того, что подарили Сатчаке еду, которую он потом подарил Будде, тогда как сам Сатчака получит плоды заслуг за счет того, что подарил еду Будде. Плоды заслуг от подношения подаяний различаются из-за чистоты получателя, о чем сказано в МН-142. Маха Сатчака Сутта, длинная лекция для Сатчаки. МН-36. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Висали в Остроконечном павильоне в Великом лесу. И тем утром он оделся, взял чашу и хотел пойти в Висали за подаяниями. И тогда Нигант Хасатчака, один, прогуливаясь и блуждая, чтобы размять свои ноги, направился к Остроконечному павильону в Великом лесу. Достопочтенный Ананда, заметив его издали, обратился к Благословенному, учитель, сюда идет Нигант Хасатчака, философ и спорщик, и многие хорошо к нему относятся. Он хочет унизить Будду, унизить Дхамму, унизить Сангху. Было бы хорошо, если бы Благословенный сострадание, к нему, присел бы на минуту. И Благословенный присел на подготовленное сидение. Тогда Нигант Хасатчака подошел к Благословенному, и по прибытии, обменявшись с ним вежливыми приветствиями, сел рядом. Развитость в теле и уме по мере того, как он сидел там, он обратился к Благословенному, мастер Гатама, есть некоторые жрецы и отшельники, которые живут, предаваясь развитию тела, но не развитию ума. В них возникает болезненное телесное чувство. Их касается болезненное телесное чувство. В прошлом случалось, что когда одного из таких отшельников касалось болезненное телесное чувство, его бедра становились жесткими, его сердце разрывалось, горячая кровь хлистала изо рта, он сходил с ума, становился обезумевшим. Так, его ум был подчинен и его телу упал под властью тела. И почему? Из-за отсутствия развития ума. Далее, есть жрецы и отшельники, которые живут, предаваясь развитию ума, но не развитию тела. Их касается болезненное умственное чувство. В прошлом случалось, что когда одного из таких отшельников касалось болезненное умственное чувство, его бедра становились жесткими, его сердце разрывалось, горячая кровь хлистала изо рта, он сходил с ума, становился обезумевшим. Так, его тело было подчинено его уму и пало под властью ума. И почему? Из-за отсутствия развития тела. Мысль пришла ко мне, что ученики отшельника готамы живут, предаваясь развитию ума, но не развитию тела. Но что ты узнал, о Гевесана, о развитии тела? Есть, к примеру, Нанда Вачха, Киса Санкича и Макхали Гасала. Эти аскеты не носят одежд, два, отвергают условности, лижут свои руки, не идут, когда их зовут, не остаются, когда их просят. Они не принимают пищу, поднесенную им или посвященную им, не принимают приглашение на обед. Они не принимают ничего из горлышка горшка или чаши. Они не принимают ничего через порог, через палку, через пестик, ступы. Они не принимают ничего от двух обедающих, вместе, людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины, живущей с мужчиной. Они не принимают ничего, с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Они не принимают рыбы или мяса. Они не пьют спиртного, вина, или забродивших напитков. Они ограничивают себя одним домом и одной легкой закуской в день, или двумя домами и двумя легкими закусками, семью домами и семью легкими закусками. Они едят только одну тарелку в день, две, семь тарелок в день. Они принимают пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель, практикуя ограничения в приеме пищи. Но, Аггивесана, выживают ли они только лишь на этом? Нет, мастер Гатама. Иногда они едят великолепную твердую пищу, жуют великолепную нетвердую пищу, пробуют превосходные деликатесы, пьют превосходные напитки. Они спасают тело и его силу, укрепляют его и откармливают. То, что они ранее отбрасывали, Аггивесана, после они подбирают вновь. Вот как, в их случае, имеет место убывание и возрастание тела. Но что ты узнал, Аггивесана, о развитии ума? Но не Гантха Сатчака, будучи спрошенным благословенным о развитии ума, не смог ответить. Тогда благословенный сказал Сатчаке, те, кого ты только что описал развитыми в развитии тела, это неподлинное развитие тела в учении благородных. А если ты не понимаешь развития тела, как можешь ты понимать развитие ума? Тем не менее, что касается того, каким образом человек не развит в теле и не развит в уме, а также развит в теле и развит в уме, то слушай внимательно. Я буду говорить. Как скажете, мастер Гатама, ответил Сатчака. Благословенный сказал, и каким образом человек не развит в теле и не развит в уме. Вот приятное чувство возникает в необученном заурядном человеке. Когда его касается приятное чувство, его охватывает страсть к удовольствию, и он покорен тем, что охвачен страстью к удовольствию. Затем, его приятное чувство прекращается. С прекращением приятного чувства возникает болезненное чувство. Когда его касается болезненное чувство, он печалится, горюет и плачет, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Когда это приятное чувство возникло в нем, оно наводнило его ум и осталось там из-за его неразвитости в теле. Когда это болезненное чувство возникло в нем, оно наводнило его ум и осталось там из-за его неразвитости в уме. Вот как человек не развит в теле и не развит в уме. И каким образом человек развит в теле и развит в уме? Вот приятное чувство возникает в хорошо обученном ученике благородных. Когда его касается приятное чувство, он не охвачен страстью к удовольствию, он не покорен тем, что охвачен страстью к удовольствию. Затем, его приятное чувство прекращается. С прекращением приятного чувства возникает болезненное чувство. Когда его касается болезненное чувство, он не печалится, не горюет и не плачет, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Когда это приятное чувство возникло в нем, оно не наводнило его ум и не осталось там из-за его развитости в теле. Когда это болезненное чувство возникло в нем, оно не наводнило его ум и не осталось там из-за его развитости в уме. Вот каким образом человек развит в теле и развит в уме. Я уверен в мастере Гатами в плане того, что мастер Гатама развит в теле и развит в уме. Что же, Аггивесена, ты, конечно же, груб и дерзок в своих словах, но, тем не менее, я отвечу тебе, три. С тех пор, как я обрил волосы и бороду, надел желтые одежды и оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, у возникшего приятного чувства не было возможности наводнить мой ум и остаться в нем, и у возникшего болезненного чувства, также не было возможности наводнить мой ум и остаться в нем. Но, наверное, в мастере Гатами никогда не возникало такое приятное чувство, что, возникнув, наводнило бы его ум и осталось пребывать там. Наверное, в мастере Гатами никогда не возникало такое болезненное чувство, что, возникнув, наводнило бы его ум и осталось пребывать там. Четыре, почему же не возникало, аггивессана? Перед моим пробуждением, когда я все еще был непробужденным бодхисаттой, такая мысль пришла ко мне, жизнь домохозяина, ограниченный пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Живя домохозяйской жизнью, трудно практиковать святую жизнь, которая была бы идеальной и чистой, словно, отполированный перламутр. Что если я, сбрив волосы и бороду и надев желтые одежды, покинул бы жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? И спустя какое-то время, когда я все еще был молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни, я сбрил волосы и бороду, пять, а потому я там сел и подумал, прекрасное место для стараний. Три образа затем эти три образа, спонтанные и никогда прежде неслыханные, возникли во мне. Представь, как если бы было мокрое и насквозь пропитанное влагой полено, лежащее в воде? И человек, проходящий мимо с верхней палкой для розжига, подумал бы, я разожгу огонь. Я создам тепло. Как ты думаешь, смог бы он разжечь огонь и создать тепло трением верхней палки для розжига в мокром, насквозь пропитанном влагой полене, лежащем в воде? Нет, мастер Гатама. И почему? Потому что полено мокрое и насквозь пропитано влагой, кроме того, оно лежит в воде. Со временем человека просто постигла бы усталость и разочарование. Так и с любым жрецом или отшельником, который живет, не отлучая себя от чувственности в теле или уме, и чье желание, одержимость, нужда, жажда, и взбудораженность к чувственным удовольствиям не оброшена и не успокоена в нем. Испытывает ли он, или же нет, болезненные, раздирающие, пронзающие чувства в своем старании, достичь пробуждения, он не способен на знание, видение, и непревзойденное и самопробуждение. Таковым был первый образ, спонтанный и никогда прежде неслыханный, возникший во мне. Затем второй образ, спонтанный и никогда прежде неслыханный, возник во мне. Представь, как если бы было мокрое и насквозь пропитанное влагой полено, лежащее на земле вдалеке от воды. И человек, проходящий мимо с верхней палкой для розжига, подумал бы, «Я разожгу огонь. Я создам тепло». Как ты думаешь, смог бы он разжечь огонь и создать тепло трением верхней палки для розжига в мокром, пропитанном насквозь влагой полене, лежащем на земле вдалеке от воды? Нет, мастер Гатама. И почему? Потому что полено мокрое и насквозь пропитано влагой, даже несмотря на то, что оно лежит на земле вдалеке от воды. Со временем человека просто постигла бы усталость и разочарование. Так и с любым жрецом или отшельником, который живет, отлучив себя о чувственности только в теле, но чье желание, одержимость, нужда, жажда, и взбудораженность к чувственным удовольствиям не оброшена и не успокоена в нем. Испытывает ли он, или же нет, болезненные, раздирающие, пронзающие чувства в своем старании достичь пробуждения, он не способен на знание, видение и непревзойденное самопробуждение. Таковым был второй образ, спонтанный и никогда прежде неслыханный, возникший во мне. Затем третий образ, спонтанный и никогда прежде неслыханный, возник во мне. Представь, как если бы было сухое и непропитанное влагой полено, лежащее вдалеке от воды. И человек, проходящий мимо с верхней палкой для розжига, подумал бы, я разожгу огонь. Я создам тепло. Как ты думаешь, смог бы он разжечь огонь и создать тепло трением верхней палки для розжига в сухом, непропитанном влагой полене, лежащем вдалеке от воды? Да, мастер Гатама. И почему? Потому что полено сухое и непропитано влагой, кроме того, оно лежит вдалеке от воды. Так и с любым жрецом или отшельником, который живет, отучив себя о чувственности в теле и уме, и чье желание, одержимость, нужда, жажда, и взбудораженность к чувственным удовольствиям отброшены успокоенно в нем. Испытывает ли он, или же нет, болезненные, раздирающие, пронзающие чувства в своем старании, достичь пробуждения, он способен на знание, видение, и непревзойденное и самопробуждение. Таковым был третий образ, спонтанный и никогда прежде неслыханный, возникший во мне. Я подумал, что если я, стиснув зубы и поджав к верхнему небу язык, собью, раздавлю, и сокрушу свой ум своим осознающим умом, так, стиснув зубы и поджав к верхнему небу язык, я стал сбивать, давить, и сокрушать свой ум своим осознающим умом. Подобно тому, как сильный человек, схватив слабого за голову, горло, или плечи, стал бы сбивать его, давить, и сокрушать, так и я стал сбивать, давить, и сокрушать свой ум своим осознающим умом. И по мере того, как я делал так, подпалился ручьем из-под мышек. И хотя я установил неутомимое усердие и незамутненную осознанность, мое тело было взволновано и неспокойно из-за болезненного усилия. Но болезненное чувство, которое возникло таким образом, не наводняло мое умение оставалось в нем. Практика задержки дыхания. Я подумал, что если я буду поглощен трансом вне дыхания, так я прекратил вдохи и выдохи носом и ртом. И по мере того, как я так делал, громкие свистящие ветры вырывались из моих ушей. Подобно тому, как из мехов кузнеца вырывается свистящий громкий пар, точно так же, когда я прекратил вдохи и выдохи носом и ртом, громкие свистящие ветры вырывались из моих ушей. И хотя я установил неутомимое усердие и незамутненную осознанность, мое тело было взволновано и неспокойно из-за болезненного усилия. Но болезненное чувство, которая возникла таким образом, не наводняла мую и у меня оставалась в нем. Я подумал, что если я дальше буду поглощен трансом недыхания, тогда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами. И по мере того, как я так делал, ужасные силы пронзали мою голову. Подобно тому, как если бы сильный человек надрезал бы мою голову острым мечом, точно так же, когда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами, ужасные силы пронзали мою голову. И хотя я установил неутомимые усердия, не наводняла мую и у меня оставалась в нем. Я подумал, что если я дальше буду поглощен трансом недыхания, тогда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами. По мере того, как я так делал, неимоверные боли возникли в моей голове. Подобно тому, как если бы сильный человек затягивал на моей голове тюрбан из прочных кожаных ремней, точно так же, когда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами, неимоверные боли возникли в моей голове. И хотя я установил неутомимое усердие, не оставалось в нем. Я подумал, что если я дальше буду поглощен трансом недыхания, тогда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами. По мере того, как я так делал, колоссальные боли разрывали мой живот. Подобно тому, как если бы мясник или его ученик разрезали бы желудок быка, точно так же, когда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами, колоссальные боли разрывали мой живот. И хотя я установил неутомимое усердие, не оставалось в нем. Я подумал, что если я дальше буду поглощен трансом недыхания, тогда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами. По мере того, как я так делал, мое тело сильно горело. Подобно тому, как если бы два могучих человека, схватив слабого человека за руки, поджаривали бы его над ямой с горячими углями, точно так же, когда я прекратил вдохи и выдохи носом, ртом и ушами, мое тело сильно горело. И хотя я установил неутомимое усердие и незамутненную осознанность, мое тело было взволнованно и неспокойно из-за болезненных усилий. Но болезненное чувство, которое возникло таким образом, не наводняло мое у меня оставалось в нем. Девы, увидев меня, сказали, отшельник Гатама мертв. Другие девы сказали, он не мертв, но умирает. Третьи сказали, он не умер, не умирает, а он – арахант, потому что таким образом живут араханты. Голодание. Я подумал, что если я буду практиковать полностью без пищи, тогда девы пришли ко мне и сказали, «Почтенный, пожалуйста, не практикуйте полностью без пищи. Если вы сделаете так, мы будем вливать через ваши поры божественное питание, и на этом вы выживете». Я подумал, если бы я заявил об абсолютном голодании, а эти девы стали бы вливать через мои поры божественное питание, то я солгу самому себе. А потому я приказал им уйти, сказав, «Довольно». Я подумал, что если я буду принимать только чуть-чуть пищи за один раз, только горсть бобового супа, супа из чечевицы, супа из вика, или супа из гороха? Посему я принимал только чуть-чуть пищи, только горсть бобового супа, супа из чечевицы, супа из вика, или супа из гороха? Мое тело стало неимоверно истощено. Из-за того, что я так мало ел, мои члены тела стали похожи на соединенные части стеблей лозы или стеблей бамбука. Из-за того, что я так мало ел, мои ягодицы стали похожи на верблюжье копыто, мой позвоночник выступал, как ожерелье из гусин, мои ребра выперли наружу, как балки старого покошенного сарая, блеск моих глаз, казалось, утонул в глазницах, точно блеск воды в глубоком колодце, кожа моей головы сморщилась и сухла, подобно тому, как зеленая горькая тыква высыхает и сморщивается на жаре. В этой ветре, кожа моего живота настолько прилипла к позвоночнику, что когда я трогал живот, то хватал также и позвоночник, а когда я трогал позвоночник, то хватал также и кожу живота, если я мочился или испражнялся, я прямо там же падал лицом вниз. Из-за того, что я так мало ел, если я хотел облегчить тело, потеряв его части руками, сгнившие у корней волосы выпадали с моего тела по мере того, как я его растирал. Люди, видя меня, говорили, отшельник Гатама – черный. Другие говорили, отшельник Гатама не черный. Он коричневый. Еще другие говорили, отшельник Гатама не черный, не коричневый, а золотистой кожей. Вот как сильно испортился чистый и яркий цвет моей кожи, просто из-за того, что я так мало ел. Я подумал, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не испытывали бы болезненных, раздирающих, пронзающих чувства за их стараний, это, мое болезненное чувство, самое сильное. Это наивысшее, болезненное чувство. Какие бы жрецы и отшельники будущего не испытывают болезненных, раздирающих, пронзающих чувства за их стараний, это, мое болезненное чувство, самое сильное. Это наивысшее, болезненное чувство. Какие бы жрецы и отшельники настоящего не испытывали болезненных, раздирающих, пронзающих чувства за их стараний, это, мое болезненное чувство, самое сильное. Это наивысшее, болезненное чувство. Но через эти раздирающие аскетические практики я не достиг какого-либо сверхчеловеческого состояния, какого-либо отличия в знании и видении, достойного благородных. Может ли существовать иной путь к пробуждению? Воспоминания о вхождении в джхану. Я подумал, я помню, как однажды, когда мой отец из клана Сакьев работал, я сидел в прохладе тенистого миртового дерева, и тогда, полностью оставив чувственное удовольствие и неумелое умственное качество, я вошел и пребывал в первой джхане. Восторг и удовольствие, рожденные, этим, оставлением, сопровождались направлением ума и удержанием ума. Могло ли это быть путем к просветлению? Вслед за этим воспоминанием пришло озарение, это путь к пробуждению. Я подумал, так почему я боюсь этого удовольствия, джханы, который не имеет ничего общего ни с чувственным удовольствием, ни с неумелыми умственными качествами? Я подумал, более я не боюсь этого удовольствия, который не имеет ничего общего ни с чувственным удовольствием, ни с неумелыми умственными качествами, но которого трудно достичь с настолько истощенным телом. Что если я приму какую-нибудь твердую пищу, немного риса и каша? Так я принял твердую пищу, немного риса и каша. В то время пять монахов, которые ухаживали за мной, думали, если наш отшельник Гатамо достигнет какого-либо высшего состояния, он скажет нам. Но когда они увидели, как я ем твердую пищу, немного риса и каша, они в отвращении покинули меня, думая так, отшельник Гатамо живет в роскоши. Он оставил свое старание и не спадает к роскоши. И затем, когда я принял твердую пищу и восполнил силы, полностью оставив чувственные удовольствия и неумелые умственные качества, я вошел и пребывал в первой джихане. Восторг и удовольствие, рожденные этим оставлением, сопровождались направлением ума на объект медитации и удержанием ума на объекте медитации. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. С успокоением направления и удержания ума я вошел и пребывал во второй джихане, меня наполняли, восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, я пребывал во внутренней устойчивости. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. С успокоением восторга я был невозмутимым, осознанным, и бдительным, и ощущал приятное телом. Я вошел и пребывал в третьей джихане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он находится в приятном пребывании. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. С успокоением удовольствия и боли, вместе с болей и ранним исчезновением радости и недовольства, я вошел и пребывал в четвертой джихане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. Три знания. Когда ум был столь сосредоточен, очищен, ярок, безупречен, лишен загрязнений, гибок, податлив, устойчив и непоколебим, я направил его к знанию воспоминаний своих прошлых жизней. Я вспомнил свои многочисленные жизни, шесть, в подробностях и деталях. Это было первым знанием, которое я получил в первую стражу ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма была уничтожена, возник свет, так происходит с тем, кто прилежен, старателен и решителен. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. Когда ум был столь сосредоточен, я направил его к познанию смерти и перерождения существ. Я увидел за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ, в соответствии с их каммой. Это было вторым знанием, которое я получил во второй страже ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма уничтожена, возник свет, так происходит с тем, кто прилежен, старателен и решителен. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. Когда ум был столь сосредоточен, я направил его к знанию окончания умственных загрязнений. Я распознал в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – загрязнение ума. Это – источник загрязнений. Это – прекращение загрязнений. Это – путь, ведущий к прекращению загрязнений. Мой ум, зная это и видя это таким образом, был освобожден от загрязнения чувственности, освобожден от загрязнения становления, освобожден от загрязнения невежества. С освобождением пришло знание, освобожден. Я распознал, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более чего-либо для этого мира. Это было третьим знанием, которое я получил в третьей страже ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма уничтожена, возник свет, так происходит с тем, кто прилежен, старателен и решителен. Но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило мою меня осталось в нем. Я вспоминаю, что обучал Дхамме собрания из многих сотен людей, и, тем не менее, каждый из них утверждает обо мне, отшельник Гатама учит Дхамме, просто критикуя меня, но это не так. Татхагата правильно учит их Дхамме просто с целью донесения знания. В конце той самой лекции я внутренне утвердил ум, установил его, сосредоточил его, и объединил его на том же самом предмете сосредоточения, что и прежде, в котором я пребываю практически постоянно. Заблуждение и отсутствие заблуждения вероятно это так для мастера Гатамы, как и должно быть в случае с тем, кто достоин и правильно самопробужден. Но помнит ли мастера Гатама, чтобы он спал днем? Я припоминаю, Аггивессона, что в последнем месяце жаркого сезона, после принятия пищи, вернувшись с моего хождения за подаяниями, сложив свое внешнее одеяние вчетверо, я лег на правый бок и спал, будучи осознанным и бдительным. Некоторые жрецы и отшельники, мастер Гатама, считают подобное пребыванием в заблуждении. Это не тот способ, который можно узнать, является ли кто-либо заблуждающимся или не заблуждающимся, Аггивессона. Что касается того, кто является заблуждающимся или не заблуждающимся, то слушай внимательно. Я буду говорить. Благословенный сказал, того, в ком не отброшены загрязняющие загрязнения, которые ведут к новому становлению, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, и смерти, вот кого я называю заблуждающимся. Из-за неоставления загрязнений человек заблуждается. Того, в ком отброшены загрязняющие загрязнения, которые ведут к новому становлению, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, и смерти, вот кого я называю незаблуждающимся. Из-за оставления загрязнений человек не заблуждается. В Татхагате, Аггивесана, загрязняющие загрязнения, которые ведут к новому становлению, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, и смерти, были отброшены, их корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен условий для существования, не способен возникнуть в будущем. Подобно тому, как если обрезать верхушку пальмы, она не будет расти дальше, то точно так же и в Татхагате те загрязняющие загрязнения, не способен возникнуть в будущем. Когда так было сказано, Нигант Хасачака обратился к благословенному, поразительно, мастер Гатама. Восхитительно, что когда к мастеру Гатаме обращаются грубо вновь и вновь, нападают с дерзкими течениями речи, цвет его кожи становится ярким, цвет лица чистым, как и должно быть в случае с тем, кто достоин и правильно самопробужден. Я помню, как нападал в дебатах на Пурана Кассапу. Он, участвуя со мной в дебатах, отвечал уклончиво, сбивал беседу с темы, проявлял раздражительность, отвращение и сварливость. Но когда к мастеру Гатаме обращаются грубо вновь и вновь, нападают с дерзкими течениями речи, цвет его кожи становится ярким, цвет лица чистым, как и должно быть в случае с тем, кто достоин и правильно самопробужден. Я помню, как нападал в дебатах на Макхали Гасалу, Аджита Кисакамбалу, Пакутха Кичияну, Санджаю Вилаттхапутту, Нигантханатапуту. Он, участвуя со мной в дебатах, отвечал уклончиво, сбивал беседу с темы, проявлял раздражительность, отвращение и сварливость. Но когда к мастеру Гатаме обращаются грубо вновь и вновь, нападают с дерзкими течениями речи, цвет его кожи становится ярким, цвет лица чистым, как и должно быть в случае с тем, кто достоин и правильно самопробужден. А теперь, мастер Гатама, я пошел. Много у меня дел, много обязанностей. Тогда поступай, Аггивесена, так, как считаешь нужным. Так Нигантха Садчака, восхитившийся, одобрив слова благословенного, поднялся со своего сидения и ушел. 7.1. Примечание переводчика С.В. Версии перевода Нинамоли и Бодхи, Садчака, сын Нигантхов, смотри примечание к предыдущей суте МН 35. 2. По заметке достопочтенного Бодхи, эти трое являлись учителями адживаков. О первых двоих мало что известно, Макбхали Гасала был известным духовным учителем, современником Будды. Бодхисатта практиковал их болезненную аскезу до просветления, смотри. МН 12, но выяснил, что такие практики не ведут к просветлению. Достопочтенного Тханиссара поясняет, что слово Ачилака иногда переводит как голый, аскет. Однако описание таких аскетов МН 45 свидетельствует о том, что они могут носить предметы одежды, сделанные из других предметов, таких как ткань, древесная кора, шкуры антилопы, полоски шкуры антилопы, трава, крылья совы, волосы с головы, древесная стружка, мех. 3. Другими словами, Сачака был невежлив и крайне фамильярен в своем заявлении о том, что Экабы знает о личных достижениях Будды, несмотря на то, что его утверждения звучат как похвала. В МН 127, Антри 60, Ант 4 35 приведены и другие случаи, когда то, что звучит как похвала, критикуются, поскольку является дерзостью. 4. Сачака имеет в виду, что болезненные и приятные чувства не охватывали ум Будды не потому, что ум Будды таков, а потому что потенциально сильные чувства попросту никогда в нем еще не возникали. 5. Здесь идет длинный отрывок из МН 26, смотри. Поиски просветления, о его обучении у Аллара Калама и у Дакарма Путты. 6. Это и следующее знание раскрываются по стандартной формуле, как например в МН 6. 7. Сутты не говорят о том, что случилось с Сачакой после этой беседы. Однако, согласно комментарию, Будда предвидел, что, спустя многие годы Дхама утвердится в Шри-Ланке, он переродится там и станет Арахантом, известным под именем Калабу Дхаракхи Татхера. Чулатанха Сангхая Сутта – Малая лекция об уничтожении жажды. МН 37. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в Восточном парке во дворце Матери Мегары. И тогда Саака, царь богов, отправился к Благословенному, поклонился ему, встал рядом, и спросил, «Господин, если говорить кратко, то каким образом монах освобожден в уничтожении жажды? Является тем, кто достиг наивысшего окончания, наивысшей защиты от подневольности, наивысшей святой жизни, наивысшей цели, и является высочайшим среди богов и людей?» Царь богов, вот монах услышал, что ни за что не стоит держаться. Когда монах услышал, что ни за что не стоит держаться, то он напрямую знает все. Напрямую познав все, он полностью понимает все. Полностью поняв все, какое бы чувство он ни чувствовал, приятные, болезненные, неприятные и неболезненные, он пребывает в созерцании непостоянства в этих чувствах, в созерцании угасания, в созерцании прекращения, в созерцании оставления. Созерцая так, он не цепляется ни к чему в мире. Когда он не цепляется, он не взволнован. Когда он не взволнован, он лично достигает ниббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Если говорить кратко, то вот каким образом монах освобождён, является высочайшим среди богов и людей. И тогда Саака, царь богов, восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, поклонился Благословенному, обойдя его с правой стороны, тут же исчез. И в то время Достопочтенный Махаммад Галлана сидел возле Благословенного. Он подумал, постиг ли этот дух значений слов Благословенного, когда он возродовался, или же нет? Что если я выясню, постиг он или нет? И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямлённую, Достопочтенный Махаммад Галлана исчез из дворца матери Амигара в Восточном парке и возник среди богов Небесного мира, 33. И в то время Сака, царь богов, был стократно снабжён и наделён пяти видами небесной музыки, и он наслаждался ей в парке удовольствия единственного лотоса. Когда он издали увидел Достопочтенного Махаммад Галлану, он оставил музыку, отправился к Достопочтенному Махаммад Галлане, и сказал ему, идёмте же, уважаемый Махмад Галлана. Добро пожаловать, уважаемый Махмад Галлана. Прошло немало времени, прежде чем уважаемый Махмад Галлана нашёл возможность прийти сюда. Присаживайтесь, уважаемый Махмад Галлана, вот здесь приготовлено сидение. Достопочтенный Махмад Галлана сел на подготовленное сидение, а Сакка выбрал, себе, более низкое сидение и сел рядом. Тогда Достопочтенный Махмад Галлана спросил его, Кассия, один, как благословенный вкратце объяснил тебе освобождение и уничтожение жажды? Было бы хорошо, если бы мы могли также услышать это утверждение. Уважаемый Махмад Галлана, мы так заняты, у нас так много дел, и не только собственных, но также и дел богов тридцати трёх. Кроме того, уважаемый Махмад Галлана, то, что было хорошо услышано, хорошо заучено, хорошо уловлено вниманием, хорошо запомнено, теперь же, внезапно исчезло из нас. Уважаемый Махмад Галлана, как-то раз случилась война между богами и асурами. В той войне боги победили, а асуры были повержены. Когда я выиграл эту войну и вернулся с неё победителем, я построил дворец Виджаянты. Уважаемый Махмад Галлана, у дворца Виджаянты сотня башен, в каждой башне семьсот верхних покоев, в каждом верхнем покое по семь нимф, и у каждой нимфа по семь дев. Хотели бы вы взглянуть на великолепие дворца Виджаянты, уважаемый Махмад Галлана? Достопочтенный Махмад Галлана молча согласился. И тогда Саака, царь богов, а также небесный царь Весавана, два, отправились во дворец Виджаянты во главе с Достопочтенным Махмад Галланой. Когда девы Сааки увидели издали Достопочтенного Махмад Галлану, они смутились, застындились, и разбежались по своим собственным комнатам. Подобно тому, как невестка приходит в смущение и стыд при виде своего свекра, точно так же, когда девы Сааки увидели издали Достопочтенного Махмад Галлану, они смутились, застындились, и разбежались по своим собственным комнатам. Тогда Саака, царь богов, и небесный царь Весавана повсюду провели его, и показали достопочтенному Махамагалане, весь, дворец Виджаянты, посмотрите, уважаемый Махамагалана, на это великолепие дворца Виджаянты. Посмотрите, уважаемый Махамагалана, на это великолепие дворца Виджаянты. Это делает честь почтенному Кассиека к тому, кто прежде совершал заслуги. И когда человеческие существа видят что-либо приятное, они говорят, это делает честь богам, мира, тридцати трех. Это делает честь почтенному Кассиека к тому, кто прежде совершал заслуги. И затем достопочтенный Махамакгалана подумал так, этот дух живет слишком уж беспечно. Что если я пробужу в нем ощущение безотлагательности, практики? И тогда достопочтенный Махамакгалана сотворил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что носком своей ступни заставил дворец Виджаянты содрогнуться, затрястись и зашататься. И тогда Саака, небесный царь Висавана, и боги тридцати трех наполнились удивлением и изумлением и сказали, друг другу, как удивительно, почтенные. В самом деле, как поразительно, почтенные. Какой силой и могуществом обладает этот, отшельник, что носком своей ступни он делает так, что небесная обитель содрогается, сотрясается, шатается. И когда достопочтенный Махамакгалана понял, что в Сааке, царе богов, пробудилось ощущение безотлагательности, да так, что его волосы встали дыбом, он спросил, Кассия, так как благословенный вкратце объяснил тебе освобождение в уничтожении жажды? Было бы хорошо, если бы мы могли также услышать это утверждение. Уважаемый Махгалана, я отправился к благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал, господин, если говорить кратко, то каким образом монах освобожден, является высочайшим среди богов и людей? Когда так было сказано, уважаемый Махгалана, благословенный сказал мне, царь богов, вот монах услышал, что ни за что не стоит держаться, является высочайшим среди богов и людей. Вот как благословенный вкратце объяснил мне освобождение в уничтожении жажды, уважаемый Махгалана. И тогда достопочтенный Махамакгалана восхитился и возрадовался словам Сакки, царя богов. И затем, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, он исчез из мира, богов 33 и возник в восточном парке во дворце матери Мегары. И затем, вскоре после того, как достопочтенный Махамакгалана ушел, слуги Сакки, царя богов, спросили его, уважаемый, это был твой учитель, благословенный? Нет, уважаемый, это был не мой учитель, благословенный. Это был один из моих товарищей по святой жизни, достопочтенный Махамакгалана. 3. Уважаемый, какое благо для тебя, что твой товарищ по святой жизни столь силен и могущественен. И уж, наверное, куда более, силен и могущественен, твой учитель, благословенный. Затем достопочтенный Махамакгалана подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и спросил, учитель, помнит ли благословенный краткое утверждение об освобождении в уничтожении жажды, сказанное одному из знаменитых духов с большой свитой? Я помню, Макгалана. Сапка, царь богов, пришел ко мне, поклонился мне, встал рядом и спросил, господин, если говорить кратко, то каким образом монах освобожден в уничтожении жажды? Является тем, кто достиг наивысшего окончания, наивысшей защиты от подневольности, наивысшей святой жизни, наивысшей цели, и является высочайшим среди богов и людей? Когда так было сказано, я сказал ему, царь богов, вот монах услышал, что ни за что не стоит держаться. Когда монах услышал, что ни за что не стоит держаться, то он напрямую знает все. Напрямую познав все, он полностью понимает все. Полностью поняв все, какое бы чувство он не чувствовал, приятные, болезненные, неприятные и неболезненные, он пребывает в созерцании непостоянства в этих чувствах, в созерцании угасания, в созерцании прекращения, в созерцании оставления. Созерцая так, он не цепляется ни к чему в мире. Когда он не цепляется, он не взволнован. Когда он не взволнован, он лично достигает неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какой-либо состоянии существования. Если говорить кратко, то вот каким образом монах освобожден, является высочайшим среди богов и людей. Вот как я припоминаю краткое объяснение освобождения в уничтожении жажды Сакки, царю богов. Так сказал благословенный. Достопочтенный Махамат Галлана был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Личное имя Сакки. Означает Сова. 2. Один из царей небесного мира четырех великих царей. 3. По заметке достопочтенного Бодхи, вероятно, Сапка говорит о нем как о товарище по святой жизни, поскольку сам к этому времени уже достиг вступления в поток. Смотри. ДН-21, то есть, как и Махамат Галлана, является благородным учеником. Маха Танха Сангхая Сутта. Большая лекция об уничтожении жажды. МН-38. Содержание, обусловленность сознания. Существование. Зависимое возникновение питания. Личное знание. Рождение и страдание. Последовательные этапы практики. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхи в Рощаджете в монастыре Анадхайпиндике. И в то время такое пагубное воззрение возникло в монахе по имени Сати, сыне рыбака, насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, именно это же самое сознание из китайца и блуждает по круговерте перерождений, а не другое. Когда несколько монахов услышали об этом, они отправились к монаху Сати и спросили его, друг Сати, правда ли, что такое пагубное воззрение возникло в тебе? Именно так, друзья. Насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, именно это же самое сознание из китайца и блуждает по круговерте перерождений, а не другое. И тогда те монахи, желая отлучить его от этого пагубного воззрения, допрашивали его, задавали вопросы, расспрашивали его разными путями так, друг Сати, не говори так. Не искажай сказанного благословенным. Ведь это не благостно, искажать сказанное благословенным. Благословенный так бы не сказал, ведь многими путями благословенный утверждал, что сознание возникло зависимо, так как без условия нет возникновения сознания. И хотя те монахи допрашивали его, задавали вопросы, расспрашивали его разными путями таким способом, монах Сати, сын рыбака, все равно продолжал упрямо держаться за это пагубное воззрение, продолжал настаивать на нем. Поскольку монахи не смогли отлучить его от этого пагубного воззрения, они отправились к благословенному, поклонившись ему, сели рядом и рассказали ему обо всем, что произошло, добавив, учитель, поскольку мы не смогли отлучить монаха Сати, сын рыбака, от этого пагубного воззрения, мы сообщили об этом благословенному. Тогда благословенный обратился к некоему монаху так, ну же, монах, скажи монаху Сати, сыну рыбака, от моего имени, что учитель зовет его. Да, учитель, ответил он, отправился к монаху Сати и сказал ему, учитель зовет тебя, друг Сати. Да, друг, ответил он, отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем благословенный спросил его, Сати, правда ли, что такое пагубное воззрение возникло в тебе, насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, именно это же самое сознание из китайца и блуждает по круговерти перерождений, а не другое? Именно так, учитель. Насколько я понимаю Дхамму, который научил благословенный, именно это же самое сознание из китайца и блуждает по круговерти перерождений, а не другое? Что это за сознание, Сати? Учитель, это то, что говорит, чувствует, переживает здесь и там плоды хороших и плохих поступков. Глупый ты человек, кого же я обучал Дхаме таким образом? Глупый ты человек, разве не говорил я различными способами, что сознание возникло зависимо, так как без условия нет возникновения сознания? Но ты, глупый человек, исказил сказанное нами своим неправильным схватыванием, Дхамы, навредил себе, накопил много неблагих заслуг. Это приведет к твоему вреду и страданию на долгое время. Затем Благословенный обратился к монахам так, монахи, как вы думаете, зажег ли этот монах Сати, сын Рыбака, хотя бы искру мудрости в этой Дхамме и Винае? Как такое возможно, учитель? Нет, учитель. Когда так было сказано, монах Сати, сын Рыбака, замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникший головой, ушел в себя и не мог что-либо ответить. И тогда, увидев это, Благословенный сказал ему, «Глупо ты человек, тебя запомнит за твое пагубное воззрение». А теперь, я расспрошу монахов на эту тему. Затем Благословенный обратился к монахам так, «Монахи, понимаете ли вы Дхамму, которую я научил, точно так же, как и этот монах Сати, сын Рыбака, когда он искажает сказанное нами своим неправильным схватыванием, Дхаммы, вредя себе, накапливая много неблагих заслуг?» «Нет, учитель. Ведь в многих лекциях Благословенный утверждал, что сознание возникло зависимо, так как без условия нет возникновения сознания. Хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, которую я научил. Ведь многими способами я утверждал, что сознание возникло зависимо, так как без условия нет возникновения сознания. Но этот монах Сати, сын Рыбака, исказил сказанное нами своим неправильным схватыванием, Тхамы, навредил себе, накопил много неблагих заслуг. Это приведет к его вреду и страданию на долгое время. Монахи, сознание рассматривается на основании определенного условия, в зависимости от которого оно возникает. Когда сознание возникает в зависимости от глаза и форм, оно рассматривается как сознание глаза. Когда сознание возникает в зависимости от уха и звуков, оно рассматривается как сознание уха. Когда сознание возникает в зависимости от носа и запахов, оно рассматривается как сознание носа. Когда сознание возникает в зависимости от языка и вкусов, оно рассматривается как сознание языка. Когда сознание возникает в зависимости от тела и осязаемых вещей, оно рассматривается как сознание тела. Когда сознание возникает в зависимости от ума и умственных объектов, оно рассматривается как сознание ума. Это, подобно тому, как огонь рассматривается на основании определенного условия, в зависимости от которого он горит. Когда огонь горит в зависимости от поленьев, он считается огнем поленьев. Когда огонь горит в зависимости от охапки хвороста, он считается огнем охапки хвороста. Когда огонь горит в зависимости от травы, он считается огнем травы. Когда огонь горит в зависимости от коровьего навоза, он считается огнем коровьего навоза. Когда огонь горит в зависимости от сена, он считается огнем сена. Когда огонь горит в зависимости от мусора, он считается огнем мусора. Точно так же, сознание рассматривается на основании определенного условия, в зависимости от которого оно возникает, 1. Когда сознание возникает в зависимости от глаза. Когда сознание возникает в зависимости от ума и умственных объектов, оно рассматривается как сознание и ума. Монахи, видите ли вы, так, это возникло, 2, да, учитель. Монахи, видите ли вы, так, происхождение этого проистекает с этим в качестве питания? Монахи, видите ли вы, так, с прекращением питания, то, что возникло, подвержено прекращению? Монахи, возникает ли сомнение, когда кто-либо не уверен подобным образом? Возникло ли это? Монахи, возникает ли сомнение, когда кто-либо не уверен подобным образом? Проистекает ли происхождение этого с этим в качестве питания? Монахи, возникает ли сомнение, когда кто-либо не уверен подобным образом? С прекращением этого питания, подвержено ли прекращению то, что возникло? Монахи, отброшено ли сомнение в том, кто видит в соответствии с действительностью правильной мудростью так, это возникло? Монахи, отброшены ли сомнений в том, кто видит в соответствии с действительностью правильной мудростью так, происхождение этого проистекает с этим в качестве питания? Монахи, отброшены ли сомнений в том, кто видит в соответствии с действительностью правильной мудростью так, с прекращением питания, то, что возникло, подвержено прекращению? Монахи, так лишены ли вы подобным образом сомнения в отношении этого, это возникло? Монахи, так лишены ли вы подобным образом сомнения в отношении этого, происхождение этого проистекает с этим в качестве питания? Монахи, так лишены ли вы подобным образом сомнения в отношении этого, с прекращением питания, то, что возникло, подвержено прекращению? Монахи, тщательно ли это было увидено вами в соответствии с действительностью правильной мудростью так, это возникло? Монахи, тщательно ли это было увидено вами в соответствии с действительностью правильной мудростью так, происхождение этого проистекает с этим в качестве питания? Монахи, тщательно ли это было увидено вами в соответствии с действительностью правильной мудростью так, с прекращением питания, то, что возникло, подвержено прекращению? Монахи, когда это воззрение такое очищенное и яркое, то если вы будете держаться за него, лелеять его, хранить его, считать его своей собственностью, поймете ли вы тогда Адхамму, которую я научил, сравнивая ее с плотом, цель которого в том, чтобы переплыть, а не в том, чтобы за него держаться, три, нет, учитель. Монахи, когда это воззрение такое очищенное и яркое, то если вы не будете держаться за него, лелеять его, хранить его, считать его своей собственностью, поймете ли вы тогда Адхамму, которую я научил, сравнивая ее с плотом, цель которого в том, чтобы переплыть, а не в том, чтобы за него держаться? Питание и зависимое возникновение. Монахи, есть четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть. Какие четыре? Физическая пища как питание, грубое или утонченное, второе, это, контакт, третье, это, умственное и волевое намерение, четвертое, это, сознание. Монахи, и в отношении этих четырех видов питания, что является их источником, что является их происхождением, из чего они порождаются и проистекают? Эти четыре вида питания имеют своим источником жажду. Жажда, их происхождение, они порождаются и проистекают из жажды. И в отношении этой жажды, что является ее источником, что является ее происхождением, из чего она порождается и проистекает? Эта жажда имеет своим источником чувства. Чувства, ее происхождение, она порождается и проистекает из чувства. И в отношении этого чувства, что является его источником? Контакт. И в отношении этого контакта, что является его источником. Шесть сфер. И в отношении этих шести сфер, что является их источником. Ментальность и материя и в отношении этой ментальности материи, что является ее источником. Сознание. И в отношении этого сознания, что является его источником. Формирователя. И в отношении этих формирователей, что является их источником, что является их началом, из чего они порождаются и проистекают. Эти формирователи имеют своим источником невежества. невежество, их начало, они порождаются и проистекают из невежества. Возникновение. Так, монахи с невежеством как условием, формирователи, возникают. С формирователями как условием, сознание, возникает. С сознанием как условием, ментальность, и материя, возникает. С ментальностью и материей как условием, шесть сфер, возникают. С шестью сферами как условием, контакт, возникает. С контактом как условием, чувство, возникает. С чувством как условием, жажда, возникает. С жаждой как условием, цепляние, возникает. С цеплянием как условием, существование, возникает. С существованием как условием, рождение, возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. С рождением как условием, старение и смерть, возникают, так было сказано. И теперь, монахи, имеет ли старение и смерть рождение своим условием или же нет, или как вы считаете в этом случае? Старение и смерть имеют рождение своим условием, учитель. Вот как мы считаем в этом случае. С рождением как условием, старение и смерть, возникают. С существованием как условием, рождение. С цеплянием как условием, существование. с жаждой как условием – цепляние. С чувством как условием – жажда. С контактом как условием – чувство. С шестью сферами как условием – контакт. С ментальностью и материей как условием – шесть сфер. С сознанием как условием – ментальность и материя. С формирователями как условием – сознание. С невежеством как условием – формирователи – возникают, так было сказано. И теперь, монахи, имеют ли формирователи невежество своим условием или же нет, или как вы считаете в этом случае? Формирователи имеют невежество своим условием, учитель. Вот как мы считаем в этом случае. С невежеством как условием, формирователи, возникают. Хорошо, монахи, вы говорите так, и я тоже так говорю, когда это существует, возникает то, с возникновением этого, возникает и то. Так, с невежеством как условием, формирователи, возникают, с рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Прекращений. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей, происходит, прекращение сознания. С прекращением сознания, происходит, прекращение ментальности и материи. С прекращением ментальности и материи происходит прекращение шести сфер. С прекращением шести сфер происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старение или смерть, печаль, стянание, боль, горе и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. С прекращением рождения, происходит, прекращение старения или смерти, так было сказано. И теперь, монахи, прекращается ли старение или смерть с прекращением рождения или же нет, или как вы считаете в этом случае? Старение или смерть прекращается с прекращением рождения, учитель. Вот как мы считаем в этом случае. С прекращением рождения, происходит, прекращение старения и смерти. С прекращением существования, происходит, прекращение рождения. С прекращением цепляния, происходит, прекращение существования. С прекращением жажды, происходит, прекращение цепляния. С прекращением чувства, происходит, прекращение жажды. С прекращением контакта, происходит, прекращение чувства. С прекращением шести сфер, происходит, прекращение контакта. С прекращением ментальности и материи, происходит, прекращение шести сфер. С прекращением сознания, происходит, прекращение ментальности и материи. С прекращением формирователей, происходит, прекращение сознания. С прекращением невежества, происходит, прекращение формирователей, так было сказано. И теперь, монахи, прекращаются ли формирователи с прекращением невежества или же нет, или как вы считаете в этом случае? Формирователи прекращаются с прекращением невежества, учитель. Вот как мы считаем в этом случае, с прекращением невежества, происходит, прекращение формирователей. Хорошо, монахи. Вы говорите так, и я тоже так говорю, когда этого не существует, не возникает и того, с прекращением этого, прекращается и то. Так, с прекращением невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Монахи, зная и видя этот путь, стали бы вы убегать в прошлое так, были ли мы в прошлом? Не было ли нас в прошлом? Чем мы были в прошлом? Какими мы были в прошлом? Будучи чем мы стали такими в прошлом? Зная и видя этот путь, стали бы вы убегать в будущее так, будем ли мы в будущем? Не будет ли нас в будущем? Чем мы будем в будущем? Какими мы будем в будущем? Будучи чем мы будем такими в будущем? Зная и видя этот путь, стали бы вы внутренне запутанными в отношении настоящего, есть ли яд? Нет ли меня? Что я? Каков я? Откуда взялось это существо? Куда оно уйдет? Монахи, зная и видя так, говорили бы вы следующим образом, Учитель уважается нами. Мы говорим так, как говорим, просто лишь, из-за уважения к Учителю. Зная и видя так, говорили бы вы следующим образом. Отшельник говорит так, и мы говорим так по приказу Отшельника. Зная и видя так, признавали бы вы другого Учителя. Зная и видя так, вернулись бы вы к предписаниям, шумным дебатам, счастливым знаменем заурядных жрецов и Отшельников, взяв их за сердцевину, святой жизни. Говорите ли вы только то, что узнали, увидели, поняли сами? Хорошо, монахи. Я вел вас этой Дхаммой, которая видимо здесь и сейчас, незамедлительно действенная, приглашающая к исследованию, ведущая вперед, переживаемая мудрыми самостоятельно. Ведь в отношении этого так было сказано, монахи, эта Дхамма видимо здесь и сейчас, незамедлительно действенная, приглашающая к исследованию, ведущая вперед, переживаемая мудрыми самостоятельно. Монахи, нисхождение эмбриона происходит посредством единения трех вещей. Бывает так, что имеет место единение отца и матери, но мать находится в неподходящем периоде, и нет гандхабба в этом случае нет нисхождения эмбриона. Бывает так, что имеет место единение отца и матери, но мать находится в подходящем периоде, но нет гандхабба в этом случае, также нет нисхождения эмбриона. Но когда имеет место единение отца и матери, мать находится в подходящем периоде, и есть гандхабба, то посредством единения этих трех вещей происходит нисхождение эмбриона. 4. Затем мать носит эмбрион в своей утробе 9 или 10 месяцев с большим волнением, точно тяжкий груз. Далее, по окончании девяти или десяти месяцев, у матери происходят роды с большим волнением, точно тяжкий груз. Далее, когда ребенок рождается, она кормит его своей же кровью, поскольку грудное молоко матери называется кровью в учении благородных. Когда он вырастает и его качества созревают, ребенок играет в такие игры, как игрушечные плуги, игры в палки, кувырки, игры с ветряными колесами, игры с мерами, игры с игрушечными повозками, игры с игрушечными стрелами и луками. Когда он вырастает и его качества созревают, еще больше, юный, он наслаждается будучи наделенным и обеспеченным пятью нитями чувственных удовольствий, формами, познаваемыми глазом, звуками, запахами, вкусами, осязаемыми вещами, познаваемыми телом, желанными, желаемыми, приятными, привлекательными, связанными с чувственным желанием, вызывающими страсть. Видя форму глазом, он влечется к ней, если она приятна, и питает неприязнь, если она неприятная. Он пребывает с неутвержденной осознанностью к телу, с ограниченным умом, и он не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума и освобождения мудростью, где эти плохие, неблагие состояния ума прекращаются без остатка. Будучи вовлеченным в благоволение и отвращение, какое бы чувство он не чувствовал, приятные, болезненные, неприятные и неболезненные, он наслаждается этим чувством, приветствует его, продолжает удерживать его, 5. По мере того как он делает так, наслаждение возникает в нем. А наслаждение чувством является цеплянием. С сцеплянием как условием, возникает существование. С существованием как условием, возникает рождение. С рождением как условием старения и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Слыша ухом звук. Нюхая носом запах. Пробуя языком вкус. Ощущая осязаемую вещь в телом. Познавая умственный объект умом, он влечется к нему, если он приятный, и питает неприязнь, если он неприятный. Таково происхождение всей этой груды страданий. Вот, монахи, Татхагата возникает в мире, совершенный и полностью просветленный. Он обучает Тхаме, 6, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане, которая неприятна и неболезненна, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Видя форму глазом, он не влечется к ней, если она приятна, и не питает неприязни, если она неприятная. Он пребывает с утвержденной осознанностью к телу, с безмерным умом, и он понимает в соответствии с действительностью освобождения ума и освобождения мудростью, где эти плохие, неблагие состояния ума прекращаются без остатка. Так, отбросив благоволение и отвращение, какое бы чувство он ни чувствовал, приятные, болезненные, неприятные и неболезненные, он не наслаждается этим чувством, не приветствует его, не продолжает удерживать его. Поскольку он не делает так, наслаждение чувствами прекращается в нем. С прекращением его наслаждения происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Познавая умственный объект умом, он не влечется к нему, если он приятный, и не питает неприязни, если он неприятный. Таково прекращение всей этой груди страданий. Монахи, запомните эту мою лекцию, кратко как освобождение в уничтожении жажды. Но, запомните, монаха Сати, сын рыбака, как пойманного в обширной сети жажды, в невод жажды. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, комментарий, цель метафоры, показать, что нет перехода, одного и того же, сознания по дверям чувств. Подобно тому, как огонь поленев горит в зависимости от поленев и гаснет, когда, это, топливо израсходовалось, не переходя к охапке хвороста и не становясь огнем охапки хвороста, точно так же, сознание, возникшее в двери глаза, зависимое от глаза и форм, прекращается, когда его условия устранены, при этом, не переходя к уху и так далее, и не становясь сознанием уха и так далее. Поэтому Гудда говорит по сути, в проистечении сознания нет даже перехода от двери, органа чувств, к двери, так как может этот глупый человек сати говорить о переходе от существования к существованию, то есть, от этой жизни к следующей. Два, комментарий поясняет, что это здесь означает пять совокупностей, которые возникают с питанием как условием. Три, говорится, что в медитации про зрение не стоит удерживать даже правильное воззрение. Пример с платом и Дхамой приведен в МН-22. Примечание переводчика СВ, важно отметить, что в примере с платом показано, что отпустить Дхамму, в том числе и правильное воззрение, нужно только после достижения дальнего берега, то есть араханства. До этого момента за плод Дхамму держаться необходимо, иначе можно попросту утонуть, сбиться с пути. Четыре, по заметке достопочтенного Бодхи, под Ганхаббой здесь можно понимать поток сознания живого существа, которое должно родиться. Пять, комментарий поясняет, что он наслаждается болезненным чувством за счет цепляния к нему идеями «я» и «майон». По заметке достопочтенного Бодхи, тут речь идет не столько о мазохизме, сколько о привычной среди людей тенденции создавать для себя болезненные ситуации, чтобы усилить свое эво. Шесть, здесь идет длинный фрагмент, описывающий этапы практики в точности как в МН-27. Маха Ассапура сутта, большая лекция в Ассапуре. МН-39. Содержание, нравственность и средства к жизни. Сдержанность чувств. Умеренность в еде. Бодрствование. Осознанность и бдительность. Оставление помех. Четыре джханы. Три знания. Арахант. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Янга в городе Янгов под названием Ассапура. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, отшельники, отшельники, вот как, монахи, люди воспринимают вас. И когда вас спросили, вы кто, вы утверждаете, что вы отшельники. Поскольку так вы обозначаетесь, и так о себе заявляете, то вот как вам следует тренироваться, мы будем предпринимать и практиковать те вещи, которые делают кого-либо отшельником, делают кого-либо жрецом, так что наши обозначения будут правдивыми, наши утверждения подлинными, и так чтобы услужение тех, мирян, чьи одежды, еду, жилища, необходимые для лечения вещи мы используем, принесет им великий плод и благо, и так чтобы наш уход в бездомную жизнь был бы не тщетным, а плодотворным и продуктивным. И какие вещи, монахи, делают кого-либо отшельником, делают кого-либо жрецом? Монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем обладать чувством стыда и боязнью совершить проступок. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда и боязнью совершить проступок. Этого достаточно, это было выполнено, цель отшельничества достигнута, нам нечего больше делать, и будете отдыхать, довольны этим. Монахи, я говорю вам, заявляю вам, вам, то есть тем, кто ищет статуса отшельника, не следует останавливаться, не достигнув цели отшельничества, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, наше телесное поведение будет очищенным, чистым и открытым, безупречным и сдержанным, и мы не станем восхвалять себя и унижать других из-за этого очищенного телесного поведения. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда и боязнью совершить проступок, и наше телесное поведение было очищено. Этого достаточно, это было выполнено, цель отшельничества достигнута, нам нечего больше делать, и будете отдыхать, довольны этим. Монахи, я говорю вам, заявляю вам, вам, то есть тем, кто ищет статуса отшельника, не следует останавливаться, не достигнув цели отшельничества, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, наше словесное поведение будет очищенным, чистым и открытым, безупречным и сдержанным, и мы не станем восхвалять себя и унижать других из-за этого очищенного словесного поведения. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, наше умственное поведение будет очищенным, чистым и открытым, безупречным и сдержанным, и мы не станем восхвалять себя и унижать других из-за этого очищенного умственного поведения. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, наше средство к жизни будут очищенными, чистыми и открытыми, безупречными и сдержанными, и мы не станем восхвалять себя и унижать других из-за этих очищенных средств к жизни. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем охранять двери наших органов чувств. Увидев форму глазом, мы не будем цепляться за ее черты и детали. Поскольку, если мы оставим качество глаза неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить нас, мы будем практиковать сдержанность в отношении этого, мы будем охранять качество глаза, мы будем предпринимать сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив осязаемые вещи телом. Познав умственный объект умом, мы не будем цепляться за его черты и детали. Поскольку, если мы оставим качество ума неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить нас, мы будем практиковать сдержанность в отношении этого, мы будем охранять качество ума, мы будем предпринимать сдерживание качества ума. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда. Мы охраняем двери наших органов чувств, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем умерены в еде. Мудро осмыслив, мы будем употреблять пищу, собранную с подаяний, не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить дискомфорт, тем самым, поддержать видение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я буду здоровым, не буду этим, порицаем, буду пребывать в утешении. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда. Мы умерены в еде, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем преданы бодрствованию. Днем, во время хождения вперед и назад, мы будем очищать свой ум от тех состояний, что создают препятствия. В первую стражу ночи, во время хождения вперед и назад, а также во время сидения, мы будем очищать свой ум от тех состояний, что создают препятствия. В срединную стражу ночи мы будем ложиться на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанно и бдительное, предварительно сделавшее львами отметку, когда следует вставать. После подъема, в третью стражу ночи, по мере хождения вперед и назад, а также во время сидения, мы будем очищать свой ум от тех состояний, что создают препятствия. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда. Мы предаемся бодрствованию, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем обладать осознанностью и бдительностью. Мы будем действовать с бдительностью, когда идем вперед и возвращаемся, когда смотрим вперед и смотрим в сторону, когда сгибаем и разгибаем свои члены тела, когда несем одежду и верхние одеяния, свою чашу, когда едим, пьем, жуем, пробуем на вкус, когда мочимся и испражняемся, когда идем, стоим, сидим, засыпаем, просыпаемся, разговариваем и молчим. И теперь, монахи, вы можете подумать так, мы обладаем чувством стыда. Мы обладаем осознанностью и бдительностью, когда все еще есть то, что необходимо осуществить. И что еще необходимо осуществить? Вот, монахи, монах затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. Вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив жажду к миру, он пребывается осознанным умом, лишенным жажды. Он очищает свой ум от жажды. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывается осознанным умом, лишенным недоброжелательности, желающей блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив лень и апатию, он пребывается осознанным умом, лишенным лень и апатии, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от лень и апатии. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности с внутренне умиротворенным умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея ясности в отношении благих, умственных, качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Монахи, представьте, как если человек взял бы за им и предпринял некое дело, и его дело пошло бы на лад, так что он мог бы выплатить все деньги, и у него осталось бы достаточно еще, чтобы содержать жену. И тогда, осознав это, он был бы довольным и полным радости. Или представьте, как если бы человек был бы нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Еда не подходила бы ему, у его тела не было бы силы. Но позже он бы выздоровел от болезни, еда бы подходила ему, его тело восстановило бы силу. И тогда, осознав это, он был бы довольным и полным радости. Или представьте, как если бы человека бросили в тюрьму, но позже он бы освободился от тюрьмы, был бы в безопасности и сохранности, не потеряв своего имущества. И тогда, осознав это, он был бы довольным и полным радости. Или представьте, как если бы человек был бы рабом, не независимым, но зависимым от других. Он не мог бы идти туда, куда пожелает. Но позже он бы освободился от рабства, стал бы зависим только от себя, независимым от других, и мог бы идти туда, куда пожелает. И тогда, осознав это, он был бы довольным и полным радости. Или представьте, как если бы человек с богатством и имуществом поехал бы по дороге, ведущей сквозь пустыню, но потом он бы пересек пустыню, был бы в безопасности и сохранности, не потеряв своего имущества. И тогда, осознав это, он был бы довольным и полным радости. Точно так же, монахи, когда эти пять помех не отброшены в нем, монах видит их соответствующим образом как долг, болезнь, тюрьму, рабство, дорогу через пустыню. Но когда эти пять помех были отброшены в нем, он видит это как свободу от долга, здоровье, освобождение из тюрьмы, освобождение от рабства, безопасную землю. Первая тшхана. Отбросив эти пять помех, изъянов ума, которые ослабляют мудрость, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой тшхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он делает восторг и счастье, что возникли из-за этой отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Подобно тому, как умелый банщик или ученик банщика насыпал бы банный порошок в железный таз и, постепенно опрыскивая его водой, замешивал бы его, пока влага не пропитала бы, этот, его ком банного порошка, не промочила его внутри и снаружи, но, все же, сам, этот, ком не сочился бы, от воды, то точно так же монах делает восторг и счастье, что возникли из-за, этой, отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу. Так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за, этой, отстраненности. Вторая джхана. Далее, монахи, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Он делает восторг и счастье, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу. Так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Подобно озеру, чьи воды били бы ключами на дне, не имеющим притока с востока, запада, севера или юга. Озеро не пополнялось бы время от времени проливным дождем. И тогда прохладные источники, бьющие на дне озера, сделали бы так, что прохладная вода промачивала, пропитывала, заполняла, распространялась бы в озере. Так что не было бы ни единой части во всем озере, которая не была бы пропитана прохладной водой. Точно так же, монах делает восторг и счастье, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу. Так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Третья джхана. Далее, монахи, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в Третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Он делает счастье, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу. Так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана счастьем, отделенным от восторга. Подобно тому, как в озере с голубыми или с красными или с белыми лотосами, некоторые лотосы, которые родились и выросли в воде, расцветают, будучи погруженными в воду, так и не взойдя над поверхностью воды, а прохладные воды промачивают, пропитывают, заполняют, распространяются от их кончиков до их корней, то точно так же монах делает счастье, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу. Так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана счастьем, отделенным от восторга. Четвертая джхана. Далее, с оставлением удовольствия боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Он сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым ярким умом. Подобно сидящему человеку, укрытому с ног до головы белой тканью так, что не было бы ни одной части его тела, не пропитанной белой тканью, то точно так же, монах сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым ярким умом. Прошлые жизни. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней. Один, так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Божественный глаз. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию смерти и перерождения существ. Распознает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. Подобно тому, как если бы было два дома с дверьми, и человек с хорошим зрением, стоя между ними, видел бы, как люди входят в дом и выходят, скитаются туда и сюда, то точно так же, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, монах видит смерть и перерождение существ, и он понимает, как существа скитаются в соответствии с их деяниями. Уничтожение загрязнений ума Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений. Он понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – пятна. Это – источник пятен, загрязнение ума. Это – прекращение пятен. Это – путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Это – подобно тому, как если бы озеро в горной впадине было бы чистым, спокойным, прозрачным. И человек с хорошим зрением, стоя на берегу, мог бы видеть ракушки, гравий и гальку, проплывающие и отдыхающие стаи рыб. Он мог бы подумать, вот есть это озеро, чистое, спокойное, прозрачное. И вот здесь есть эти ракушки, гравий, галька, а также эти проплывающие и отдыхающие стаи рыб. Точно так же, монах понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Монахи, такой монах зовется отшельником, жрецом, который совершил купание, который достиг знания, святой ученый, благородный, арахант. И каким образом монах является отшельником? Он успокоил плохие, неблагие состояния, которые загрязняют, ведут к новому существованию, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, смерти. Вот каким образом монах является отшельником? И каким образом монах является жрецом? Он выдворил плохие, неблагие состояния, ведут к будущему рождению, старению, смерти. Вот каким образом монах является жрецом? И каким образом монах является тем, кто совершил купание? 2. Он смыл плохие, неблагие состояния. И каким образом монах достиг знания? Он познал плохие, неблагие состояния. И каким образом монах является святым ученым? Три, плохие, неблагие состояния, которые загрязняют, ведут к новому существованию, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, смерти, стекли с него. Вот каким образом монах является святым ученым? И каким образом монах является благородным? Плохие, неблагие состояния, которые загрязняют, далеки от него. Вот каким образом монах является благородным? И каким образом монах является арахантом? Плохие, неблагие состояния, которые загрязняют. Далеки от него. Вот каким образом монах является арахантом. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в МН 4. 2. После окончания ученичества, в конце своего обучения, брахман совершает церемониальное купание. 3. Саддхия. Этим словом обозначался знаток Вет. Чула Ассапура сутта, малая лекция в Ассапуре. МН 40. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Янга в городе Янга в под названием Ассапура. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, отшельники, отшельники, вот как, монахи, люди воспринимают вас. И когда вас спросили, вы кто, вы утверждаете, что вы отшельники. Поскольку так вы обозначаетесь, и так о себе заявляете, то вот как вам следует тренироваться, мы будем практиковать путь, подобающий для отшельников. Так что наши обозначения будут правдивыми, наши утверждения подлинными, и так чтобы услужение тех, мирян, чьи одежды, еду, жилища, необходимые для лечения вещи мы используем, принесет им великий плод и благо, и так чтобы наш уход в бездомную жизнь был бы не тщетным, а плодотворным и продуктивным. И как, монахи, монах не практикуют подобающий для отшельника путь. Пока монах является тем, кто алчный и не отбросил алчности, тем, у кого недоброжелательный ум, и кто не отбросил недоброжелательности, тем, кто злой, и кто не отбросил злости, тем, кто негодует, и кто не отбросил негодование, тем, кто презрителен, и кто не отбросил презрение, тем, кто надменен, и кто не отбросил надменности, тем, кто завистлив, и кто не отбросил зависти, тем, кто скуп, и кто не отбросил скупости, тем, кто притворяется, и кто не отбросил притворство, тем, кто лживый, и кто не отбросил лживости, тем, у кого порочные желания, и кто не отбросил порочных желаний, тем, у кого неправильные воззрения, и кто не отбросил неправильных воззрений, до этих пор, я говорю вам, он не практикует подобающий для отшельника Путис. За его неспособности отбросить эти пятна отшельника, эти изъяны отшельника, эти отбросы отшельника, которые являются основанием для перерождения в состоянии лишений, и результаты которых переживаются в неблагом уделе. Представьте оружие, которое называется мотаджи, тщательно заточенное из обоих концов, и оно, было бы помещено, вложено в ножны из лоскутов. Я говорю вам, что уход в бездомную жизнь такого монаха подобен этому. Я не утверждаю, что статус отшельника приходит к носящему сшитую из лоскутов накидку просто лишь из-за ношения, этой, сшитой из лоскутов накидки, как и не приходит к голому аскету просто лишь из-за наготы, как и не приходит к аскету, измазанному пылью и грязью, просто лишь из-за измазанности пылью и грязью, как и не приходит к ритуальному купающемуся просто лишь из-за ритуального купания, как и не приходит к живущему у подножья дерева просто лишь из-за жития у подножья дерева, как и не приходит к проживающему на открытой местности просто лишь из-за проживания на открытой местности, как и не приходит к практикующему непрерывные стояния и просто лишь из-за непрерывного стояния, как и не приходит к принимающему пищу в определенных промежутках просто лишь из-за принятия пищи в определенных промежутках, как и не приходит к чтецу заклинаний просто лишь из-за декламации заклинаний, как статус отшельника и не приходит к аскету со спутанными волосами просто лишь из-за ношения спутанных волос. Монахи, если бы просто лишь посредством ношения сшитой из лоскутов накидки, носящей сшитую из лоскутов накидку, который был бы алчным, отбросил бы алчность, который имел бы недоброжелательный ум, отбросил бы недоброжелательность, который имел бы неправильное воззрение, отбросил бы неправильное воззрение, то тогда его друзья и товарищи, его родственники и родня, делали бы его носящим сшитой из лоскутов накидку с самого момента его рождения и заставляли бы его предпринимать ношение сшитой из лоскутов накидки так, ну же, дорогой, будь тем, кто носит сшитую из лоскутов накидку, ведь просто лишь из-за ношения сшитой из лоскутов накидки, когда ты будешь алчен, ты отбросишь алчность, когда у тебя будет недоброжелательный ум. Ты отбросишь недоброжелательный ум, когда у тебя будут неправильное воззрение, ты отбросишь неправильное воззрение. Но вот я вижу носящего сшитую из лоскутов накидку, который алчен, который имеет недоброжелательный ум, имеет неправильное воззрение. И вот почему я не говорю, что статус отшельника приходит к носящему сшитую из лоскутов накидку просто лишь из-за ношения, этой, сшитой из лоскутов накидки. Если бы просто лишь посредством наготы, грязи и пыли, ритуального купания, проживания у подножья дерева, проживание на открытой местности, непрерывного стояния, принятие пищи в определенных промежутках, декламации заклинаний, ношение спутанных волос. И вот почему я не говорю, что статус отшельника приходит к аскету со спутанными волосами просто лишь из-за ношения спутанных волос. Но как, монахи, монах практикуют подобающий для отшельника путь. Когда какой-либо монах, который был алчным, отбросил алчность, недоброжелательный ум, злость, негодование, презрение, надменность, зависть, скупость, притворство, лживость, порочные желания, неправильные воззрения, то тогда, я говорю вам, он практикует подобающий для отшельника путь из-за его отбросывания этих пятен отшельника, этих изъянов отшельника, этих отбросов отшельника, которые являются основанием для перерождения в состоянии лишений, и результаты которых переживаются в неблагом уделе. Он видит себя очищенным от всех этих плохих, неблагих состояний, видит себя освобожденным от них. Когда он видит это, то в нем рождается радость. Когда он рад, в нем рождается восторг. Тело того, у кого есть восторг, становится безмятежным. Тот, чье тело безмятежно, переживает счастье. Ум того, кто переживает счастье, становится сосредоточенным. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью. Обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Представьте пруд с чистой, приятной, прохладной, прозрачной водой, с пологими берегами, восхитительный. Если бы человек, пораженный и угнетенный жарой, изнуренный, жаждущий пить, высохший, пришел бы, к нему, с запада, или с востока, или с севера, или с юга, или откуда-либо еще, то, подойдя к пруду, он бы утолил свою жажду и изнуренность из-за жары. Точно так же, монахи, если кто-либо из клана знати оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то после встречи с Тхаммой и Винаей, что были провозглашены Татхагатой, он развивает доброжелательность, сострадание, сородование, и невозмутимость, и за счет этого обретает внутренний покой, и затем, за счет этого внутреннего покоя он практикует подобающий для отшельника путь, я говорю вам. Если кто-либо из клана брахманов, клана торговцев, клана рабочих, из любого клана оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то после встречи с Тхаммой и Винаей, он развивает доброжелательность, практикует подобающий для отшельника путь, я говорю вам. Монахи, если кто-либо из клана знати оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, то тогда он уже отшельник из-за уничтожения пятен, умственных загрязнений. Если кто-либо из клана брахманов, клана торговцев, клана рабочих, из любого клана оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и за счет уничтожения пятен, то тогда он уже отшельник из-за уничтожения пятен, умственных загрязнений. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Салияка сутта, Брахманы из Салы. МН 41. Так я слышал. Однажды Благословенный странствовал переходами по стране Касал с Большой Сангхой монахов и со временем прибыл в Касальскую Брахманскую деревню под названием Сала. Домохозяева Брахманы из Салы услышали, отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, путешествует по стране Касал с Большой Сангхой монахов и прибыл в Салу. И об этом мастере Готами распространилась такая славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, с поколением его жрецов и отшельников, князия, простых, людей. Он обучает Дхамме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда домохозяева Брахман и Салу отправились к благословенному. Некоторые поклонились благословенному и сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав благословенного сложенными угрупп ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив перед благословенным свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом, просто, молча. Когда они уселись, они сказали благословенному, мастер Готама, в чем условие и причина, почему некоторые существа с распадом тела, после смерти, возникают в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. И в чем условие и причина, почему некоторые существа с распадом тела, после смерти, возникают в счастливом уделе, в небесном мире? Домохозяева, по причине поведения, несоответствующего Дхаме, по причине неправедного поведения, некоторые существа с распадом тела, после смерти, возникают в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. По причине поведения, соответствующего Дхаме, по причине праведного поведения, некоторые существа с распадом тела после смерти возникают в счастливом уделе в небесном мире мы не понимаем подробного значения утверждения мастера Готамы, который он произнес кратко без разъяснения подробного значения. Было бы хорошо если бы мастер Готама научил бы нас Дхаме так, чтобы мы могли понять подробные значения его утверждения в таком случае, домохозяева слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный ответили они. Благословенный сказал следующий, домохозяева есть три вида телесного поведения которые не соответствуют Дхаме неправедного поведения. Есть четыре вида словесного поведения которые не соответствуют Дхаме неправедного поведения. Есть три вида умственного поведения, которые не соответствуют Дхаме неправедного поведения. Три вида неблагого телесного поведения. И каковы домохозяева, три вида телесного поведения, которые не соответствуют Дхаме неправедного поведения? Вот некий человек убивает живых существ. Он жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден к живым существам. Он берет то, что ему не было дано. Он ворует ценности и имущества других в деревне или же в лесу. Он ведет себя неподобающе в чувственных удовольствиях. Он имеет половые связи с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой закона, которые имеют супруга, или с теми, кто украшен гирляндой в знак помолвки. Вот каковы три вида телесного поведения, которые не соответствуют Дхаме, неправедного поведения. Четыре вида неблагого словесного поведения. И каковы, домохозяева, четыре вида словесного поведения, которые не соответствуют Дхаме, неправедного поведения? Вот некий человек говорит неправду. Если его вызывают в суд, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдию, в присутствии царской семьи, и спрашивают как свидетеля, и так, почтенный, расскажи, что ты знаешь, и тогда он, не зная, говорит «я знаю», или, зная, он говорит «я не знаю», не видя, он говорит «я вижу», или же, видя, он говорит «я не вижу». Он сознательно говорит неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Он говорит злонамеренно. То, что он слышал здесь, он рассказывает там, чтобы посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он рассказывает здесь, чтобы посеять рознь между тамошними людьми здешними. Так он вызывает разногласия среди тех, кто живет в согласии, создает расколы, наслаждается раздорами, радуется раздором, восторгается раздорами, говорит слова, что создают раздоры. Он говорит грубо. Он произносит такие слова, которые грубые, жесткие, ранящие других, оскорбительны для других, граничащие со злобой, не ведущие к сосредоточению. Он болтун. Он говорит в неподходящий момент, говорит ошибочно, говорит бесполезно и, говорит противоположно и Дхамме и Винае. В неподходящий момент он говорит слова, которые ничего не стоят, неразумны, чрезмерны, не несут пользы. Вот каковы четыре вида словесного поведения, которые не соответствуют Дхамме, неправедного поведения. Три вида неблагого умственного поведения. И каковы, домохозяева, три вида умственного поведения, которые не соответствуют Дхамме, неправедного поведения? Вот некий человек алчен. Он жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. Или у него недоброжелательные ум и злобные устремления, пусть эти существа будут умерщвлены, убиты, умрут, будут уничтожены и истреблены. Или он имеет неправильное воззрение, искаженное видение, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий, один. Вот каковы три вида умственного поведения, которые не соответствуют Дхаме, неправедного поведения. Так, домохозяева, по причине подобного поведения, который не согласуется с Дхамой, неправедного поведения, некоторые существа с распадом тела, после смерти, возникают в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Домохозяева, есть три вида телесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Есть четыре вида словесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Есть три вида умственного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Три вида благого телесного поведения. И каковы, домохозяева, три вида телесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения? Вот некий человек, отбрасывая убийство живых существ, воздерживается от убийства живых существ. Он пребывает в сострадании ко всем живым существам, без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он не ворует ценности и имущества других деревней или же в лесу. Отбрасывая неподобающее поведение и в чувственных удовольствиях, он воздерживается от неподобающего поведения в чувственных удовольствиях. Он не имеет половых связей с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой закона, которые имеют супруга, или с теми, кто украшен гирляндой в знак помолвки. Вот каковы три вида телесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Четыре вида благого словесного поведения. И каковы, домохозяева, четыре вида словесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения? Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Если его вызывают в суд, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдию, в присутствии царской семьи, и спрашивают его как свидетеля, «Итак, почтенный, расскажи, что ты знаешь», И тогда он, не зная, говорит «Я не знаю», или, зная, он говорит «Я знаю», не видя, он говорит «Я не вижу», или же, видя, он говорит «Я вижу». Он не говорит сознательно неправды ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Отбрасывая злонамеренную речь, он воздерживается от злонамеренной речи. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывает здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит слова, которые способствуют согласию. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящий, проникающий в сердце, вежливая, привлекательная и нравящаяся большинству людей. Отбрасывая болтовню, он воздерживается от болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительный, полезный, говорит о Дхамме, о Винае. В должный момент он говорит ценные слова, разумный, лаконичный, полезный. Вот каковы четыре вида словесного поведения, которые соответствуют Дхамме, праведного поведения. Три вида благого умственного поведения. И каковы, домохозяева, три вида умственного поведения, которые соответствуют Дхамме, праведного поведения? Вот некий человек не алчен. Он не жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. У него ум без недоброжелательности и его устремления лишены злобы, пусть эти существа живут счастливо, будут свободны от вражды, угнетения, тревоги. У него правильное воззрение, неискаженное видение, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Вот каковы три вида умственного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Так, домохозяева, по причине подобного поведения, который согласуется с Дхамой, праведного поведения, некоторые существа с распадом тела, после смерти, возникают в счастливом уделе, в небесном мире. Осуществление посредством намерения. Если, домохозяева, кто-либо соблюдает поведение, которое согласуется с Дхамой, праведное поведение, то если он пожелает, о, пусть с распадом тела, после смерти, я возникну среди зажиточных знатных людей, то есть возможность, что с распадом тела, после смерти, он возникнет среди зажиточных знатных людей. И почему? Потому что он соблюдает поведение, которое согласуется с Дхамой, праведное поведение. Если, домохозяева, кто-либо соблюдает поведение, который согласуется с Дхаммой, праведное поведение, то если он пожелает, о, пусть с распадом тела, после смерти, я возникну среди зажиточных брахманов, среди зажиточных домохозяев, среди богов небесного мира четырех великих царей, среди богов мира тридцати трех, среди богов ямы, среди богов небесного мира туситы, среди богов, наслаждающихся творениями, среди богов, имеющих власть над творениями других, среди богов свиты Брахмы, среди богов лучезарного сияния, среди богов ограниченного сияния, среди богов безграничного сияния, среди богов сверкающего великолепия, среди богов ограниченного великолепия, среди богов безграничного великолепия, среди богов великого плода, среди богов Авихи, среди богов Атапы, среди богов Судасы, среди богов Судасся, среди богов Акониттхи, среди богов сферы безграничного пространства, среди богов сферы безграничного сознания, среди богов сферы отсутствия всего, среди богов сферы невосприятия, не невосприятия, то есть возможность. Что с распадом тела, после смерти, он возникнет среди богов сферы невосприятия, не невосприятия. И почему? Потому что он соблюдает поведение, которое согласуется с Дхамой, праведное поведение. Если, домохозяева, кто-либо соблюдает поведение, которое согласуется с Дхамой, праведное поведение, то если он пожелает, о, пусть я за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, то есть возможность, что за счет уничтожения пятен он здесь и сейчас войдет и будет пребывать. И почему? Потому что он соблюдает поведение, которое согласуется с Дхаммой, праведное поведение, 2. Когда так было сказано, домохозяева Брахмана и Салы сказали благословенному, «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один – это нигилистическое и материалистическое воззрение, которое отрицает жизнь после смерти и комическое воздаяние. Нет ничего, что дано означает, что нет комических результатов даяния. Нет другого мира означает, что нет прирождений. Нет отца и матери означает, что нет плохих или хороших комических плодов из-за соответствующего поведения по отношению к родителям. Два – нравственное поведение, обязательные условия, но недостаточные. Для рождения богом свиты Брахмы и более высоким видом божества помимо идеального нравственного поведения требуются также развитые качества сосредоточения соответствующего уровня джханы. Для рождения в мирах чистых обителей, авихаидалии, требуется достижение невозвращения. Для уничтожения пятен умственных загрязнений, араханства, требуется полностью развитый благородный восьмеричный путь. Веранджака сутта, Брахман из Веранджа. МН-42. Сутта идентична МН-41 за незначительными изменениями. Вместо сала здесь идет название «селения Веранджа». Вместо фраз «поведение», которое не соответствует Дхамме, «неправедное поведение» и «поведение, которое соответствует Дхамме», «праведное поведение» и здесь идут фразы «тот, кто не соблюдает поведение, которое соответствует Дхамме, обладает неправедным поведением и тот, кто соблюдает. Кроме того, здесь чуть иное вступление, так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время некие домохозяева Брахмана из Веранджи находились в Саваттхе по некоему делу.